Ликвидация Пробуждение Я добрался до своей палатки и залез на нары. Хорошо бы скорее заснуть. Так неуютно было думать о том, что через час-полтора дневальный потянет за ноги и скажет «Товарищ Солоневич, вырча зовут». Но не спалось. В мозгу бродили обрывки разговоров с Чекалиным. Волновало сдержанное предостережение Чекалина о том, что Екименко что-то знает о наших комбинациях. Всплывало помертвевшее лицо Юры и сдавленная ярость Бориса. Потом из хаоса образов показалась фигурка Юрочки. Не такого, каким он стал сейчас, а маленького, кругленького и чрезвычайно съедобного. Своей маленькой лапкой он тянет меня за нос, а в другой лапке что-то блестит. «Ватик, Ватик, надень очки, а то тебе холодно». Да. А что теперь с ним стало и что будет дальше? Постепенно мысли стали путаться. Когда я проснулся, полоска яркого солнечного света прорезала полутьму палатки от двери к печурке. У печурки, свернувшись калачиком и накрывшись каким-то тряпьем, дремал дневальный. Больше в палатке никого не было. Я почувствовал, что наконец выспался и что, очевидно, спал долго. Посмотрел на часы. Часы стояли. С чувством приятного освежения во всем теле я растянулся и собирался было подремать еще. Так редко это удавалось. Но внезапно вспыхнула тревожная мысль. Что-то случилось. Почему меня не будили? Почему в палатке никого нет? Что с Юрой? Я вскочил со своих нар и пошел в УРЧ. Стоял ослепительный день. Нанесенный вьюгой новый снег, резал глаза. Ветра не было. В воздухе была радостная морозная бодрость. Дверь в УРЧ была распахнута настежь. Удивительно. Еще удивительнее было то, что я увидел внутри. Пустые комнаты. Ни из столов, ни пишущих машинок, ни личных дел. Обломки досок, обрывки бумаги. В окнах повынуты стекла. Сквозняки разгуливали по урчеевским закоулкам, перекатывая из углов в угол обрывки бумаги. Я поднял одну из них. Это был зачетный листок какого-то вовсе неизвестного мне Сидорова или Петрова. Здесь за подписями и печатями было удостоверено, что за семь лет своего сидения этот Сидоров или Петров заработал что-то около 600 дней скидки. Потеряли, значит, бумажку, а вместе с бумажкой потеряли почти два года человеческой жизни. Я сунул бумажку в карман. А все-таки, где же Юра? Я побежал в палатку и разбудил Дневального. Так он и с вашим братом гулять пей шли. А урче? Так урчишь, и укуировались. Уси чисто уехавши. И Екеменко? Так я ж кажу уси. Позабирали свою бумагу, так и уехали. Более толковой информации от Дневального добиться было, видимо, нельзя. Но и этой было пока достаточно. Значит, Чекалин сдержал свое слово, эшелонов больше не принял, а Екеменко, собрав свои бумаги и свой актив, свернул удочки и уехал в Медгору. Интересно, куда делся Стародубцев? Впрочем, мне теперь плевать на Стародубцева. Я вышел во двор и почувствовал себя этаким калифом на час или, пожалуй, даже на несколько часов. Дошел до берега реки. Направо, в версте, над обрывом, спокойно и ясно сияла голубая луковка деревенской церкви. Я пошел туда. Там оказалось сельское кладбище, раскинутое над далями, над вечным покоем. Что-то левитановское было в бледных прозрачных красках северной зимы, в призимистых соснах с нахлобученными снежными шапками. Пустой звонницы старенькой церквушки, откуда колокола давно уже были сняты для какой-то очередной индустриализации, в запустелости, в заброшенности, безлюдности. В разбитые окна церквушки влетали и влетали деловитые воробьи. Под обрывом журчали незамерзающие быстринные реки. Вдалеке густой грозное синевое село обкладывали тяжелые таежные карельские леса. Те самые, через которые... Я сел в снег над обрывом, закурил папироску и стал думать. Несмотря на то, что у Ирчей, Якименко, БАМ, тревога и безысходность уже кончились, думы были невеселые. Я в сотый раз задавал себе вопрос, так как же это случилось так, что вот нам троим, и то только в благоприятном случае придется волчьими тропами пробираться через леса, уходить от преследования оперативников с их ищейками, вырваться из облав, озираться на каждый куст, нет ли под ним секрета, прорваться через пограничные заставы, рисковать своей жизнью, каждую секунду, и все это только для того, чтобы уйти со своей родины. Или, рассматривая вопрос с несколько другой точки зрения, реализовать свое, столь уж рекламированное всякими социалистическими партиями, уже так основательно забытое, право на свободу передвижения. Как это все сложилось и как это все складывалось? Были ли мы трое ненужными для нашей страны, бесталантными, бесполезными? Были ли мы антисоциальным элементом, нетерпимым в благоустроенном человеческом обществе? Вспомнилось, как однажды ночью в УРЧ, когда мы остались одни, и Борис пришел помогать нам перестукивать списки эшелонов и выискивать в картотеке мертвые души. Юра, растирая свои ссохшие пальцы, стал вслух мечтать о том, как бы хорошо было драпануть из лагеря куда-то, куда-нибудь на Гавайские острова, где не будет ни войн, ни ГПУ, ни каталажек, ни этапов, ни классовой, ни надклассовой резни. Борис оторвался от картотеки и сурово сказал, «Рано ты собираешься отдыхать, Юрчик. Драться еще придется и крепко драться». Да, конечно, Борис был прав, драться придется. Вот не додрались в свое время, и вот расстрелы, эшелоны, девочка со льдом. Но мне не очень хочется драться. В этом мире, в котором жили ведь и Ньютон, и Достоевский, живут ведь Эйнштейн и Эдисон, еще не успели догнить миллионы героев мировой войны, еще гниют десятки миллионов героев и жертв социалистической резни, бесчисленные святые простаки уже сносят охапки дров, оттачивают штыки и устанавливают пулеметы для чужаков по партии подданству в форме носа. И каждый такой простец, вероятно, искренно считает, что в распоротом животе ближнего сидит ответ на все нехитрые его простеца вопросы и нужды. Так было, так, вероятно, еще долго будет, но в советской России все это приняло форму уже совсем невыносимой, как гоголевские кожные кончуки и плети. В большом количестве вещь нестерпимая. Евангелие ненависти, вколачиваемое ежедневно в газетах и ежечасно по радио. Евангелие ненависти, вербующее своих адептов из совсем уж несусветной сволочи. Нет, просто какие уж там мы не наесть, а жить стало не в моготу. Год тому назад побег был такой уже необходимостью, как и сейчас. Нельзя было нам жить, или, как говорила моя знакомая, «Дядя Ваня, ведь здесь дышать нечем». Кто-то резко навалился на меня сзади, и чьи-то руки плотно обхватили меня поперек груди. В мозгу молнии вспыхнул ужас, и такой уже молнии инстинкт, рефлекс, выработанный долгими годами спорта, бросил меня вниз в обрыв. Я не стал сопротивляться. Мне нужно только помочь падающему, то есть сделать то, чего он никак не ожидает. Мы покатились вниз, свалились в какой-то сугроб. Снег сразу залепил лицо и, главное, очки. Я так же инстинктивно уже нащупал ногу нападавшего и повернул под нее свое колено. Получается страшный ключ, ломающий ногу, как щепку. Сверху раздался громкий хохот Бориса. Над своим ухом я услышал натужное сопение Юрочки. Через несколько секунд Юра лежал на обоих лопатках. Я был раздражен до ярости. Конечно, дружеская драка давно уже вошла в традиции нашего, как когда-то говорил Юра, развеселого семейства, эдким веселым, жизнерадостным, малость-жеребячим обрядом. С самых юных лет для Юрочки не было большего удовольствия, как подраться со своим собственным отцом и после часа вознив забраться на отцовский живот и пропищать. Сдаешься! Но это было на воле. А здесь, в лагере, в состоянии такой дикой нервной напряженности, что было бы, если бы Бобин смех я услышал на полминуты позже. Но у Юры был такой сияющий вид. Он был так облеплен снегом. Ему было так весело после всех этих урчевских ночей, бама, списков, эшелонов и прочего, с жеребянком поваляться в снегу, что я только вздохнул. За столько месяцев первый проблеск юности и жизнерадостности. Зачем я буду портить его? Прочистили очки, выковырили снег из-за воротов и из-за рукавов и поползли наверх. Борис протянул свою лапу и с мягкой укоризной сказал Юре. А все-таки, Юрчик, так делать не полагается. Жаль, что я не успел тебя перехватить. А что тут особенного? Что, у Вадика разрыв сердца будет? С Ваниным сердцем ничего не будет, а вот с твоей рукой или ребрами может выйти что-нибудь вроде перелома. Разве Ва мог знать, кто на него нападет? Мы ведь в лагере, а не в Салтыковке. Юра был несколько сконфужен, но солнце сияло слишком ярко, чтобы об этом инциденте стоило говорить. Мы уселись в снег, и я сообщил о своей ночной беседе с Чекалиным, которая, впрочем, актуального интереса теперь уже не представляла. Борис и Юра сообщили мне следующее. Я, оказывается, проспал больше суток. Вчера утром Чекалин со своим доктором пришел на погрузочный пункт, проверил десятка три этапников, составил акт о том, что ББК подсовывает ему людей, уже дважды снятых с этапов по состоянию здоровья. Сел в поезд и уехал, оставив Якименко, так сказать, с разинутым ртом. Якименко забрал своих медгорских специалистов, урчеевский актив, личные дела, машинки и прочее, и изволил отбыть в Медгору. О нас с Юрой никто почему-то не заикался, то ли потому, что мы еще не были официально проведены в штаб УРЧ, то ли потому, что Якименко предпочел в дальнейшем нашими просвещенными услугами не пользоваться. Остатки подпорожского отделения как будто будут переданы соседнему с ним свирскому лагерю. Границы лагерей на окраинах проведены с такой же точностью, как раньше были проведены границы губерний. На картах этих лагерных границ, конечно, нет. Возникла проблема, следует ли нам сориентироваться так, чтобы остаться здесь, за свирилагом, или попытаться перебраться на север, в ББК, куда будет переправлена часть оставшегося административного персонала подпорожского отделения. Ну, а там будет видно. Давлеет не везло бы его. Пока что светит солнышко, на душе легко и оптимистично. В кармане лежит еще чекалинская икра, словом «carpe diem», с латинского «лови день, лови момент». Чем мы и занялись. ЛИКВИДКОМ Несколько дней мы с Юрой болтались в совсем неприкаянном виде. Комендатура пока что выдавала нам талончики на обед и хлеб, дрова для пустелой палатки мы воровали на электростанции. Юра, пользуясь свободным временем, приноровился ловить силками ворон в подкрепление нашему лагерному меню. Борис возился со своими амбулаториями, больницами и слабосилками. Через несколько дней выяснилось, что подпорожье действительно передается свирелагу, и на месте подпорожьского штаба возник ликвидационный комитет во главе с бывшим начальником отделения товарищем Бедеманом. Массивным и мрачным мужчиной с объемистым животом и многоэтажным затылком, несмотря на его лет тридцать-тридцать пять. Я смотрел на него и думал, что этот-то до импотенции не дойдет, как дошел Чекалин, ему пальца в рот не клади. Управляющим делами ликвидкома была милая женщина Надежда Константиновна, жена заключенного агронома, бывшего коммуниста и бывшего заместителя наркома земледелия, я уж не помню какой республики. Сама она была вольно-наемной. Мы с Юрой приноровились в этот ликвидком на скромное амплуа завпишмашеник. От планово-экономических и литературно-юридических перспектив я ухитрился уклониться. Хватит. Работа в ликвидкоме была тихая, работали ровно десять часов в сутки, были даже выходные дни, спешить было некому и некуда. И вот я сижу за машинкой, под диктовку представителей ликвидационной комиссии ББК и приемочной комиссии Сверлага, мирно выстукиваю бесконечные ведомости. Барак сорок семь, дождь щиты в вагонку, кубатура пятьдесят на семь с половиной на три и два метра, полы настланы, струганы, дверей плотничной работы одна, окон плотничной работы два. Никакого барака сорок семь в природе давно уже не существует. Он прошел в трубу, в печку со своей кубатурой, окнами и прочим. В те дни, когда ББК всучивали Баму мертвую, или, как дипломатически выражался Павел Иванович Чичиков, как бы несуществующие души, теперь ББК всучивает и Сверлагу несуществующие бараки. Представители Сверлага с полной серьезностью подписывают эти Чичиковские ведомости. Я молчу. Мне какое дело? Приняв этким манером половину подпорожского отделения, Сверлаговцы, наконец, похватились. Прибыла какая-то Сверлаговская бригада и проявила необычайную прозорливость. Поехала на погру и обнаружила, что бараков, принятых Сверлагом, уже давно и в помине нет. Затем произошел такой приблизительный диалог. ББК. Знать ничего не знаем. Подписали приемочный акт. Ну и расхлебывайте. Сверлаг. Мы принимаем только по описи, а не в натуре. Тех, кто принимал, посадим акты, считаем аннулированными. ББК. Ну и считайте. Акты у нас и кончен бал. Сверлаг. Мы вас на чистую воду выведем. ББК. Знать ничего не знаем. У нас бараки по описям числятся. Мы их по описям издать должны. А вы тоже кому-нибудь передайте. Так оно и пойдет. Сверлаг. А кому мы будем передавать? ББК. Ну уж это дело ваше. Выкручиваетесь, как знаете. Ну и так далее. Обе тежущиеся стороны поехали жаловаться друг на друга в Москву, в ГУЛАГ. Опять же, и командировочные перепадают. Мы с Юрой за это время наслаждались полным бездельем. Первыми проблесками весны и даже посылками. После ликвидации почтово-посылочной экспедиции лагеря посылки стали приходить по почте. А почта, не имея еще достаточной квалификации, разворовывала их робко и скромно. Кое-что оставалось и нам. Потом из Москвы пришел приказ. Принимать по фактическому наличию. Стали принимать по фактическому наличию. И тут уж совсем ничего нельзя было разобрать. Десятки тысяч топоров, пил, ломов, лопат, саней и прочего лежали погребенными под сугробами снега где-то на лесосеках, на карьерах, где их побросали охваченной бамовской паникой лагерники. Существуют ли эти пилы и прочее в фактическом наличии или не существуют? Бабака говорит. Существуют. Вот видите, по описи значатся. Сверлак говорит. Знаем мы ваши описи. Бабака. Ну так ведь это пилы, не могли ж они сгореть. Сверлак. Ну, знаете, у таких жуликов, как вы, и пилы гореть могут. Было пять локомобилей. Два взорванных и один целый на электростанции. Налицо. Недостающих двух никак не могут найти. Как будто бы не совсем иголка. Вот искали, искали, да так и не нашли. Сверлак говорит. Вот видите ваши описи. Бабака задумчиво скребет затылок. Надо полагать, бамовская комиссия сперла. Уж такое жулье в этой комиссии. Сверлак. Чего уж скромничать. Такого жулья, как в ББКА. Экскаватор, сброшенный в свирь, приняли, как груду железного лома весом около трехсот тонн. Приняли и нашу электростанцию, генератор и локомобиль. И как только приняли, сейчас же погрузили под порожье в полный мрак. Не зазнавайтесь. Теперь мы хозяева. Керосину не было, свечей тем более. Вечерами работать было нечего. Мы по причине ликвидации нашей палатки перебрались в пустующую карельскую избу и тихо зажили там. Дрова воровали не на электростанции, ибо ее уж не было, а в самом ликвидкоме. Кто-то из ББК поехал в Москву жаловаться на свирь, кто-то из свирь, лак, поехал в Москву жаловаться на ББК. Из Москвы телеграмма. Станцию пустить. А за это время свирь, лак, ухитрился уволочь куда-то генератор. Опять телеграммы, опять командировки. Из Москвы приказ. Станцию пустить под чью-то личную ответственность. В случае невозможности перейти на керосиновое освещение. В Москву телеграмма. Просим приказа о внеплановой внеочередной отгрузке керосина. Дело о выеденном яйце начинало принимать подлинно большевистский размах. Судьбы живого инвентаря. С передачей живого инвентаря под порожье дело шло и труднее, и хуже. Сверлак не без некоторого основания исходил из того предположения, что если даже такое жулье, как ББК, не сумело всучить этот живой инвентарь Баму, то значит этот инвентарь действительно никуда не годится. Зачем же Сверлаку взваливать его себе на шею и подрывать свой хозяйственный расчет? ББК с вороватой усмешкой и с явно выраженным намерением оставить Сверлаку одну слабосилку перебрасывал на север тех людей, которые не попали на Бам по социальным признакам, то есть относительно здоровых. Сверлак негодовал, слал в Москву телеграммы и представителей, а пока что выставил свои посты в уже принятой части под порожье. ББК же в отместку поставила свои посты на остальной территории отделения. Этот междуведомственный мордобой выражался в частности в том, что сверлаковские посты перехватывали и арестовывали бобыковских лагерников, а бобыковские посты сверлаковских. Ввиду того, что весь вохор был занят этим увлекательным ведомственным спортом, ямы, в которых зимой были закопаны павшие от веточного корма и от других социалистических причин лошади, остались без охраны, и это спасло много лагерников от голодной смерти. ББК считал, что он уже сдал по описям под порожское отделение, сверлак считал, что он его по фактической наличности не принял. Поэтому лагерников норовили не кормить ни сверлак, ни ББК. Оба, ругаясь из скандаля, выдавали авансы то за счет друг друга, то за счет ГУЛАГа. Случалось так, что на каком-нибудь заседании в 10-11 часов вечера, после того, как аргументы обоих сторон были исчерпаны, выяснялось, что на завтра 20 тысяч лагерников кормить решительно нечем. Тогда летели радио в Медгору и Владейное поле, сверлаковская столица. Телеграммы молнии в Москву, и через день из Петрозаводской, из складов кооперации доставлялся хлеб. Но день или два лагерь ничего не ел, кроме дохлой конины, которую лагерники вырубали топорами и жарили на кострах. Для разбора всей этой конители из Москвы прибыла какая-то представительница ГУЛАГа, а из Медгоры в помощь нехитрой голове видимана приехал Якименко. Борис, который эти дни ходил, сжавшись зубы и кулаки, пошел по старой памяти к Якименко. Нельзя же так, чтобы людей уж совсем не кормить. Якименко был очень любезен. Сказал, что это маленькие недостатки ликвидационного механизма, и что наряды на отгрузку продовольствия ГУЛАГам уже даны. Наряды действительно были, но продовольствия по ним не было. Начальники лагпунктов с помощью своего вохра грабили сельские кооперативы и склады какого-то севзаплеса. Протоколы заседаний Лагерь Нистово голодал, а ликвидком с большевистской настойчивостью заседал. Протокол этих заседаний вела Надежда Константиновна. Она была хорошей стенографисткой, добросовестной, дотошной женщиной. Именно ввиду этого речи товарища Видимана в расшифрованном виде были решительно ни на что не похожи. Надежда Константиновна, сдерживая свое волнение, несла их на подпись Видиману, и из начальственного кабинета слышался густой бас. «Ну что вы тут намазали? Ни черта подобного я не говорил! Черт знает, что такое! Еще стенографистка! Немедленно переправьте, как я говорил!» Надежда Константиновна возвращалась, переправляла, а я переписывал. Потом мне все это надоело, да и на заседания эти интересно было посмотреть. Я предложил Надежде Константиновне. «Знаете что? Давайте протоколы буду вести я, а вы за меня на машинке стукаете. Да ведь вы стенографии не знаете. Не играет никакой роли, полная гарантия успеха. Не понравятся деньги обратно. Для первого случая Надежда Константиновна сказалась больной, и я скромно просунулся в кабинет Видимана. Товарищ Деневская больна, просила меня заменить ее, если разрешите. А вы стенографию хорошо знаете? Да, у меня своя система. «Ну, смотрите...» На другое утро стенограмма была готова. Нечленораздельный рык товарища Видимана приобрел в ней литературные формы и кое-какой логический смысл. Кроме того, там, где, по моему мнению, в речь товарища Видимана должны были фигурировать интересы индустриализации страны, фигурировали интересы индустриализации страны. Там, где, по-моему, должен был торчать наш великий вождь, торчал наш великий вождь. Мало ли я такую ахинею рецензировал на своем веку. Надежда Константиновна понесла на подпись протоколы моего производства, предварительно усомнившись в том, что Видиман говорил действительно то, что у меня было написано. И я рассеял сомнения Надежды Константиновны. Видиман говорил что-то только весьма отдаленно похожее на мою запись. Надежда Константиновна тяжело вздохнула и пошла. «Слышу видимановский бас». «Вот это я понимаю, это протокол! А то у товарища Заневская понавидумывается, что ни уха ни рыл не разберешь». В своих протоколах я, конечно, блюл и некоторые ведомственные интересы, то есть интересы ББК. «На чьем вазу едешь?» Поэтому перед тем, как подписывать мои литературно-протокольные измышления, свирелаговцы часто обнаруживали некоторые признаки сомнения. И тогда гудел видимановский бас. «Ну уж это чёрт знает что! Ведь вы ж сами говорили! Ведь всё ж слыхали! Ведь это ж стенография, слово в слово! Ну уж если вы таким способом будете нашу работу срывать!» Видиман был парень напористый. Сверелаговцы, видимо, вздыхали, и вздохов я в соседней комнате слышать не мог. Но подписывали. Видиман стал замечать моё существование. Входя в нашу комнату, передавая какие-нибудь бумаги надежде Константиновне, он клал ей на плечо свою лапу, в которой было чувство собственника, и смотрел на меня грозным взглядом. «На чужой, дескать, корова и рта не разевай!» Грозный взгляд Видимана был направлен не по адресу. Тем не менее, я опять начинал жалеть о том, что чёрт снова впутал нас в высокие сферы лагеря. Санитарный городок Однако чёрт продолжал впутывать нас и дальше. Как-то раз в нашу пустую избу пришёл Борис. Он жил то с нами, то на погре, как попадалось. Мы устроились по лагерным масштабам довольно уютно. Света не было, но зато весь вечер ярко пылали в печке, ворованные в ликвидкоме дрова. И была почти полная иллюзия домашнего быта. Борис начал сразу. «У меня появилась идея такого сорта. Сейчас на погре делается чёрт знает что. Инвалидов и слабосилку совсем не кормят. Я думаю, что при нынешней постановке вопроса едва ли будут кормить. Нужно бы устроить так, чтобы превратить погру в санитарный городок, собрать туда всех инвалидов, северных лагерей, слабосилок и прочее, наладить какое-нибудь несложное производство и привести всё это под высокую руку ГУЛАГа. Если достаточно хорошо расписать всё это, ГУЛАГ может дать кое-какие продовольственные фонды. Иначе и ББК, и сверлак будут крутить и заедать, пока все мои настоящие будущие пациенты не вымрут окончательно. Какое твое мнение? Моё мнение было отрицательным. Только что вырвались живьём из бамовской эпопеи, и слава тебе, Господи, опять влезать в какую-то халтуру? Это не халтура. Серьёзно поправил Борис. Правда, что не халтура, и тем хуже. Нам до побега осталось каких-нибудь четыре месяца. Какого чёрта нам ввязываться? Ты, Ва, говоришь так потому, что ты не работал в этих слабосилках и больницах. Если бы работал, ввязался бы. Вот ввязался же ты в подлоги с бамовскими ведомостями. В Тоне Бориса был лёгкий намёк на мою некорректность. Я-то счёл возможным ввязаться. Почему же я спариваю его право ввязываться? Ты понимаешь, Ва, ведь это намного серьёзнее твоих списков. Это было действительно намного серьёзнее моих списков. Дело заключалось в том, что при всей системе эксплуатации лагерной рабочей силы огромная масса людей навсегда теряла своё здоровье и работоспособность. Несколько лет тому назад таких лагерных инвалидов активировали. Комиссия врачей и представителей лагерной администрации составляла акты, которые устанавливали, что Иванов VII потерял свою работоспособность навсегда. И Иванова VII после некоторой административной волокиты из лагеря выпускали обычно в ссылку на собственное иждивение. Хочешь живи, хочешь помирай. Нечего греха таить, по таким актам врачи норовили выручать из лагеря в первую очередь интеллигенцию. По такому акту, в частности, выкрутился из Соловков и Борис, когда его зрение снизилось почти до границ слепоты. Для ГПУ эта тенденция не осталась, разумеется, в тайне, и активация была прекращена. На работу их не посылали и давали им по 400 грамм хлеба в день. Норма медленного умирания. Более удачливые устраивались дневальными, сторожами, курьерами. Менее удачливые постепенно вымирали, даже и при нормальном ходе вещей. При всяком же нарушении снабжения, таком, например, какой в данный момент претерпевало подпорожье, инвалиды вымирали в ускоренном порядке, ибо при нехватке продовольствия лагерь в первую очередь кормил более или менее полноценную рабочую силу, а инвалиды предоставлялись своей собственной участи. По одному подпорожскому отделению полных инвалидов, то есть людей даже по критерию ГПУ, не способных ни к какому труду, насчитывалось четыре с половиной тысячи человек. Слобосилки? Еще тысяч семь. Да, все это было намного серьезнее моих списков. А материальная база? Спросил я. Так тебе ГУЛАГ и даст лишний хлеб для твоих инвалидов. Сейчас они ничего не делают и получают фунт. Если собрать их со всех северных лагерей, наберется, вероятно, тысяч сорок-пятьдесят. Можно наладить какую-нибудь работенку, и они будут получать по полтора фунта. Но это дело отдаленное. Сейчас важно подсунуть ГУЛАГу такой проект, и под этим соусом сейчас же получить продовольственные фонды. Если здесь запахнет дело производством, хорошо бы выдумать какое-нибудь производство на экспорт. ГУЛАГ дополнительный хлеб может дать. По-моему, вмешался Юра. Тут и спорить совершенно не о чем. Конечно, Боб прав, а ты, Ватик, опять начинаешь дрейфить. Материальную базу можно подыскать. Вот, например, березы здесь рубятся до черта. Можно организовать какое-нибудь берестяное производство. Коробочки, лукошки, всякое такое. И, кроме того, чем нам может угрожать такой проект? Ох, дети мои, вздохнул я. Согласитесь сами, что насчет познания всякого рода советских дел я имею достаточный опыт. Во что-нибудь да влипнем. Я сейчас не могу сказать во что именно, но обязательно влипнем. Просто потому что иначе не бывает. Раз какое-нибудь дело, так в него обязательно втешутся. Это и партийный карьеризм, и склока, и подсиживание, прорывы, и черт еще знает что. И все это отзовется на ближайшей беспартийной шее, то есть в данном случае на Бобиной. Да еще в лагере. Ну и черт с ним, сказал Юра. Влипнем и влипнем, не в первый раз. Тоже подумаешь удовольствие жить в этом рае. Юра стал развивать свою обычную теорию. Дядя Уаня, сурово сказал Борис, помимо всяких других соображений, на нас лежат ведь и некоторые моральные обязанности. Я чувствовал, что моя позиция, да еще при атаке на нее с обеих флангов, совершенно безнадежна. Я попытался оттянуть решение вопроса. Нужно бы предварительно прощупать, что это за представительница ГУЛАГа. Дядя Уаня, ни для чего этого времени нет. У меня только на Погре умирает ежедневно от голода от 15 до 50 человек. Таким образом, мы влипли в историю с санитарным городком на Погре. Мы все оказались пророками, все трое. Я потому, что мы действительно влипли в нехорошую историю, в результате которой Борис вынужден был бежать отдельно от нас. Борис потому, что, хотя и с сангородка не получилось ровно ничего, инвалиды на данный отрезок времени были спасены. И, наконец, Юра. Потому, что, как бы тяжело это все ни было, мы в конечном счете все же выкрутились. Паны дерутся Проект организации санитарного городка был обмозгован со всех точек зрения. Производства для этого городка были придуманы. Чего они стоили в реальности, это вопрос второстепенный. Докладная записка была выдержана в строго марксистских тонах. Избави, Боже, что-нибудь ляпнуть о том, что люди гибнут зря, о человеколюбии, об элементарной человечности. Это внушило бы подозрение, что инициатор проекта просто хочет вытянуть из советской власти несколько лишних тонн хлеба. Хлеба советская власть давать не любит. Насчет хлеба у советской власти психология плюшкинская. Было сказано о необходимости плановерного ремонта живой рабочей силы, об использовании неизбежных во всяком производственном процессе отбросов человеческого материала, о роли неполноценной рабочей силы в деле индустриализации нашего социалистического отечества. Было подсчитано количество трудодней при производствах, берестяном, подсобном, игрушечном и прочим. Была подсчитана рентабельность производства. Наконец, эта рентабельность была выражена в соблазнительной цифре экспортных золотых рублей. Было весьма маловероятно, что перед золотыми рублями гулаг был стоял. В конце доклада было скромно указано, что проект этот желательно рассмотреть в спешном порядке, так как в лагере наблюдается процесс исключительно быстрого распыления неполноценной рабочей силы. Вежливо и для понимающих понятно. По ночам Борис пробирался в ликвидком и перестукивал на машинке свой доклад. Днем этого сделать было нельзя. Боже упаси, если бы видимо он увидал, что на его бобыковской машинке печатается что-то для этого паршивого сверлага. По-видимому, на почве, свободной от всяких человеческих чувств, ведомственный патриотизм разрастает с особо пышными и колючими зарослями. Проект был подан представительнице ГУЛАГа, какой-то товарищу Шац, Видиману, как представителю ББК, кому-то, как представителю Сверилага и Кеменке, просто по старой памяти. Товарищ Шац поставила доклад Бориса на повестку ближайшего заседания ликвидкома. В кабинет Видимана, где проходили все эти ликвидационные и прочие заседания, потихоньку собирается вся участвующая публика. Спокойной походкой человека, знающего свою цену, входит Якименко. Молодцевато шагает непомнящий, начальник третьей части. Представители Сверилага с деловым видом раскладывают свои бумаги. Доктор Шуквиц нервным шепотком о чем-то переговаривается с Борисом. Наконец, огромными размашистыми шагами является представительница ГУЛАГа товарищ Шац. За нею грузно вваливается Видиман. Видиман как-то боком и сверху смотрит на путанную копну седоватых волос товарища Шац, и вид у него крайне недовольный. Товарищ Шац объявляет заседание открытым, подружает на стол огромный чемоданного вида портфель, и на портфель ни с того ни с сего кладет тяжелый крупнокалиберный кольт. Делает она это не без некоторой демонстративности, то ли желая этим подчеркнуть, что она здесь не женщина, а чекист, даже не чекистка, а именно чекист, то ли пытаясь этим кольтом символизировать свою верховную власть в этом собрании, исключительно мужском. Я смотрю на товарища Шац, и по моей коже начинают бегать мурашки. Что-то неопределенно женского пола в возрасте от 30 до 50 лет, уродливая, как все семь смертных грехов вместе взятых с добавлением восьмого священным писанием непредусмотренного чекистского стажа. Она мне напоминает иссохший скелет какой-то злобной зубастой птицы, допотопной птицы, вроде археоптерикса. Ее маленькая птичья головка с хищным клювом все время вертится на худой жилистой шее, ощупывая собравшихся колючим недоверчивым взглядом. У нее во рту дымит неимоверно махорочная козья ножка. Почему не папироса? Тоже демонстрация. Правой рукой она все время вертит положенный на портфель кольт. Сидящий рядом с нею видиман поглядывает на этот вертящийся кольт искоса и с видом крайнего неодобрения. Я начинаю мечтать о том, как было бы хорошо, если бы этот кольт бабахнул в товарища видимана или еще лучше в саму товарища шац. Но мои розовые мечтания прерывает скрипучий голос председательницы. Ну-с, так на повестке дня доклад доктора, как там его. Только не тяните, здесь вам не университет, чтоб коротко и ясно. Тон у товарища шац отвратительный. Якименко недоуменно подымает брови, но он чем-то доволен. Я думаю о том, что раньше, чем пускать свой проект, Борису надо было бы прощупать, что за персона товарищ шац, и прощупав воздержаться. Потому что эдакая изуродованная истеричка может загнуть такое, чего и не предусмотришь заранее, не очухаешься потом. Она, конечно, из старой гвардии большевизма, она, конечно, полна глубочайшего презрения не только к нам, заключенным, но и к чекистской части собрания, к тем революционным выскочкам, которые на ее революционные заслуги смотрят без особенного благоговения, которые имеют нахальство гнуть какую-то свою линию, опрыскиваются одеколоном. И это в тот момент, когда мировая революция еще не наступила. И вообще, в первый попавшийся момент норовят подложить старой большевичке первую попавшуюся свинью. Вот, вероятно, поэтому-то и козья ножка, и кольт, и манеры укоротительницы зверей. Сколько таких истеричек прошло через историю русской революции. Больших дел они не сделали, но озлобленность их исковерканного пола придавала революции особенно отвратительной черточке. Такому товарищу шац попасться в переплет. Упаси, господи! Борис докладывает, и я сижу, слушаю и чувствую. Хорошо, никаких интеллигентских соплей, вполне марксистский подход. Такой-то процент бракованного человеческого материала, непроизвольные накладные расходы на обремененные бюджеты лагерей, скрытые ресурсы неиспользованной рабочей силы, примеры из московской практики, использование глухонемых на котельном производстве, безногих на конверных трестоточной механике, советская трудовая терапия, лечение заболеваний трудовыми процессами, интересы индустриализации страны, исторические шесть условий товарища Сталина, мельком и очень скользь о том, что в данный переходный период жизни нашего отделения, некоторые перебои в снабжении ставят под угрозу возможность использования указанных скрытых ресурсов и в дальнейшем. Я полагаю, кончает Борис, что рассматривая данный проект исключительно с точки зрения индустриализации нашей страны, только с точки зрения роста ее производительных сил и использования для этого всех наличных материальных и человеческих ресурсов, хотя бы и изначально неполноценных. Данное собрание найдет, конечно, чисто большевистский подход в обсуждении предложенного ему проекта. Хорошо сделано. Немного длинный литературно. К концу слова, Видиман, вероятно, уже забыл, что было в начале его. Но здесь будет решать не Видиман. На губах товарища Шац появляется презрительная усмешка. «Это все?» «Все». «Ну-ну». Нервно подымается доктор Шуквиц. «Разрешите мне?» «А вам очень хочется?» «Валяйте». Доктор Шуквиц озадачен. «Не в том дело, хочется ли мне или не хочется, но поскольку обсуждается вопрос, касающийся медицинской части...» «Не тяните, кота, за хвост!» «Ближе к делу!» Шуквиц свирепот опорщит свои колючие усики. «Хорошо, ближе к делу. Дело заключается в том, что 90% наших инвалидов потеряли свое здоровье и свою работоспособность на работах для лагеря. Лагерь морально обязан...» «Довольно, садитесь!» «Это вы можете рассказать при луне вашим влюбленным институткам!» «Но доктор Шуквиц не сдается!» «Мой уважаемый коллега...» «Никаких коллег тут нет, а тем более уважаемых! Я вам говорю, садитесь!» Шуквиц растерянно садится. Товарищ Шац обращает свой колючий взор на Бориса. «Так, хорошенькое дело. А скажите, пожалуйста, а какое вам дело для всего этого? Ваше дело лечить, кого вам приказывают, а не заниматься какими-то там ресурсами!» И Кименко презрительно щурит глаза, Борис пожимает плечами. «Всякому советскому гражданину есть дело до всего, что касается индустриализации страны. Это раз. Второе. Если вы находите, что это не мое дело, не надо было ставить моего доклада». «Я поручил доктору Солоневичу», начинает Ведьман. Шац резко поворачивается к Ведьману. «Никто вас не спрашивает, что вы поручали и чего вам не поручали». Ведьман умолкает, но его лицо заливается густой кровью. Борис молчит и вертит в руках толстую дубовую дощечку от пресс-папье. Дощечка с треском ломается в его пальцах. Борис как бы автоматически, но не без некоторой затаенной демонстративности, сжимает эту дощечку в кулаке, и она крошится в щепки. Все почему-то смотрят на бобину руку и на дощечку. Товарищ Шац тоже перестает вертеть свой кольт. Ведьман улавливает момент и подсовывает кольт под портфель. Товарищ Шац жестом разъяренной тигрицы выхватывает кольт обратно и снова кладет его на портфель. Начальник третьей части, товарищ непомнящий, смотрит на этот кольт так же неодобрительно, как и все остальные. А у вас, товарищ Шац, предохранитель закрыт? Я умел обращаться с оружием, когда вы еще под стол пешком ходили. С тех пор, товарищ Шац, вы, видимо, забыли, как с ним следует обращаться, несколько юмористически заявляет Якименко. С тех пор, товарищ непомнящий, уже под потолок вырос. Я прошу вас, товарищ Якименко, на официальном заседании за баскальством не заниматься. А у вас, доктор, Шац поворачивается к Борису. Я вас спрашиваю, какое вам дело вовсе не потому, что вы там доктор или не доктор, а потому что вы контрреволюционер. Ваше сочувствие социалистическому строительству я ни капли не верю. Если вы думаете, что вашими этими ресурсами вы кого-то там проведете, так вы немножко ошибаетесь. Я старая партийная работница, таких типиков, как вы, я видала. В вашем проекте есть, конечно, какая-то антипартийная вылазка, может быть, даже прямая контрреволюция. Я чувствую некоторое смущение. Неужели уже влипли? Так сказать, с первого же шага. Якименко все-таки был намного умнее. Но насчет антипартийной линии это дело ваше, хозяйское, говорит Борис. Этот вопрос меня совершенно не интересует. То есть как это так? Это вас может не интересовать? Чрезвычайно просто. Никак не интересует. Шац, видимо, не сразу соображает, как ей реагировать на эту демонстрацию. Ого-го! Вас, я вижу, ГПУ сюда недаром посадило. О чем вы можете и доложить в ГУЛАГе? С прежним равнодушием, говорит Борис. Я без вас знаю, что мне докладывать. Хорошенькое дело. Обращается она к Якименко. Ведь это ж все белыми нитками шито. Этот ваш прокурор, так он просто хочет получить для всех этих бандитов, лодыри и кулаков лишний советский хлеб. Так мы этот хлеб и дали. У нас эти фунты хлеба по улицам не валяются. Вопрос предстал передо мной в несколько другом освещении. Ведь в самом деле проект Бориса использует производственное дело, поставят, но лишнего хлеба не дадут. Из-за чего было огород городить? А таких типчиков, как вы, обращается она к Борису. «Я этим самым кольтом!» Борис приподнимается и молча собирает бумаги. «Вы это что?» «К себе на погрум». «А кто вам разрешил? Что, вы забываете, что вы в лагере?» «В лагере или не в лагере, но если человека вызывают на заседание и ставят его доклад, так для того, чтобы выслушать, а не оскорблять». «Я вам приказываю остаться!» — визжит товарищ Шац, хватаясь за кольт. «Приказывать мне может товарищ Видиман, мой начальник. Вы мне приказывать ничего не можете». «Послушайте, доктор Солоневич!» начинает Якименко успокоительным тоном. Шац сразу набрасывается на него. «А кто вас упалнобачивает вмешиваться в мои приказания?» «Кто тут председательствует, это вы или я?» «Останьтесь пока, доктор Солоневич!» — говорит Якименко с сухим, резким и властным тоном. Но этот тон обращен не к Борису. «Я считаю, товарищ Шац, что так вести заседание, как вы ведете, нельзя. Я сама знаю, что мне можно и что нельзя. Я была связана с нашими вождями, когда вы, товарищ Якименко, о партийном билете еще мечтать не смели». Начальник третьей части с треском отодвигает свой стул и подымается. «С кем вы там, товарищ Шац, были в связи, это нас не касаемо. Это дело ваше частное. А ежели люди пришли говорить о деле, так нечего им глотку затыкать». «Еще вы меня, старую большевичку, будете учить? Что это здесь такое? Бордели ли военные учреждения?» «Ну, это никаким чертям не годится. Это что вы, товарищ Шац, как с цепи сорвались?» Шац от негодования не может произнести ни слова. «Иван Лукьянович», с подчеркнутой любезностью обращается ко мне Якименко, «Будьте добры внести в протокол собрания мой протест против действий товарища Шац». «Это вы можете говорить на партийном собрании, не здесь!» — взъедается на него Шац. И Якименко отвечает сурово. «Я очень сожалею, что на этом открытом беспартийном собрании вы сочли возможным говорить о ваших интимных связях с вождями партии». «Вот это удар!» Шац вбирает в себя всю птичью шею и окидывает собравшихся злобным, но уже несколько растерянным взглядом. Против нее единый фронт и революционных выскочек, для которых партийный аристократизм товарища Шац как бельмо в глазу, и заключенных, и, наконец, просто единый мужской фронт против взорвавшейся бабы. Председатель Сверелага смотрит на Шац с ядовитой усмешкой. «Я присоединяюсь к протесту товарища Якименко». «Объявляю заседание закрытым!» Резко бросает Шац и подымается. «Но это уж позвольте», говорит второй представитель Сверелага, «мы не можем срывать работу по передаче лагеря из-за ваших женских нервов». «Ах так!» шипит товарищ Шац. «Ну хорошо, мы с вами поговорим об этом в другом месте». «Поговорим», равнодушно бросает Якименко. «А пока что я предлагаю доклад доктора Солоневича принять как основу и переслать его в ГУЛАГ с заключениями местных работников. Я полагаю, что эти заключения в общем и целом будут положительными». Видимо, он кивает головой. «Правильно, послать в ГУЛАГ, толковый проект, и я голосую за». «Я вопрос о голосовании не ставила, я вам приказываю замолчать, товарищ Якименко». Шац близка к истерике. Ее левая рука размахивает козьей ножкой, а правая вертит кольт. Якименко протягивает руку через стол, забирает его и передает непомнящему. «Товарищ начальник третьей части, вы вернете это оружие товарищу Шац, когда она научится с ним обращаться». Товарищ Шац стоит некоторое время, как бы задыхаясь от злобы и судорожными шагами выбегает из комнаты. «Так значит», говорит Якименко таким тоном, как будто ничего не случилось. «Проект доктора Солоневича в принципе принять». Следующий вопрос. Остаток заседания проходит как по маслу. Даже взорванный железнодорожный мостик на погре принимается как целехонький, без сучка и задоринки. Якименко начинает интригу. Заседание кончилось, публика разошлась. Я правлю свою стенограмму, Якименко сидит против и докуривает свою папироску. «Ной номер», говорит Якименко. Отрываю глаза от бумаги. В глазах Якименко насмешка и удовлетворение победителя. «Вы когда-нибудь такое, блядь, видали?» «Ну, не думаю, что на этом поприще товарищу Шац удалось сделать большие обороты». Якименко смотрит на меня с усмешкой и с любопытством. «А скажите по совести, товарищ Солоневич, что это за новый оборот вы придумали?» «Какой оборот?» «Да вот с этим санитарным городком». «Простите, не понимаю вопроса». «Понимаете, что уж там, чего это вы все крутите, не из-за человеколюбия же?» «Позвольте, почему бы и нет?» Якименко скептически пожимает плечами, соображение такого рода не по его департаменту. «Ойли, а, впрочем, дело ваше. Только знаете ли, если этот сангородок попадет в ГУЛАГу и товарищ Шац будет приезжать вашего брата наставлять и инспектировать?» Это соображение приходило в голову и мне. «Ну что ж, придется Борису и товарища Шац расхлебывать». «Пожалуй, придется. Впрочем, должен сказать честно, семейка-то у вас крепколобая». Я изумленно возрился на Якименко. Якименко смотрит на меня посмеивающимся взглядом. «На месте ГПУ выпер бы я вас всех к чертовой матери на все четыре стороны, а то накрутите вы здесь». «То есть как это так накрутим?» «Да вот так накрутите и все. Впрочем, это пока моя личная точка зрения. А вы ее сообщите ГПУ, пусть выпустят». «Не поверят, товарищ Иван Лукьянович», сказал, усмехаясь, Якименко, ткнул в пепельницу свой окурок и вышел из комнаты, прежде чем я успел сообразить подходящую реплику. «Внизу на крылечке меня ждали Борис и Юра. Ну, сказал я не без некоторого злорадства. Как мне кажется, мы уже влипли, а? Для твоей паники нет никакого основания», сказал Борис. «Никакой паники нет, а только эта самая мадемуазель Шац работы наладит, хлеба не даст и будешь ты ее непосредственным подчиненным, так сказать, неземное наслаждение». «Неправильно, за нас теперь вся остальная публика». «А что она вся стоит, если твой городок будет по твоему же предложению подчинен непосредственно ГУЛАГу?» «Эта публика ее съест, теперь у них такое положение, или им ее съесть, или она их съест». «На крыльцо вышел Якименко». «А, все три мушкетера по обыкновению в полном сборе». «Да, так сказать, прорабатываем результаты сегодняшнего заседания». «Я ведь вам говорил, что заседание будет занимательное». «По видимому, товарищ Шац находится в состоянии некоторой...» «Да, именно в состоянии некоторой...» «Вот в этом некотором состоянии она, видимо, находится лет пятьдесят». «Видимо, он уже три дня ходит, как очамелый». «В Тоне Якименко небывалые до сих пор нотки интимности, я не могу сообразить, к чему он клонит». «Во всяком случае», говорит Борис, «я со своим проектом попался, как говорится, как кур вощип». «Да, ваши опасения некоторых оснований не лишены, с такой стервой работать, конечно, невозможно». «Кстати, Иван Лукьянович, вот вы завтра вашу стенограмму редактировать будете». «Весьма существенно, чтобы эта фраза насчет вождей не была опущена». «И вообще, постарайтесь, чтобы ваш протокол был сделан во всю меру ваших литературных дарований и, так сказать, в расчете на культурный уровень читательских масс». «Ну, например, ГУЛАГа». «А протокол подпишут все, кроме, разумеется, товарища Шац». «Заметив в моем лице некоторые размышления, Якименко добавляет, Можете не опасаться, я вас, кажется, до сих пор не подводил». «В Тоне Якименко некоторая таинственность, и я снова задаю себе вопрос, знает ли он обамовских списках или нет. Влезать в партийную склоку мне очень не хочется. Чтобы выиграть время для размышления, я задаю вопрос, «А что, она действительно близко стоит к вождям?» «Стоит или лежит, не знаю, разве в дореволюционное время?» «Знаете, во всяких там глубинах сибирских руд, на полном без птичьи и шат соловушка, впрочем, это вымирающая порода, но так протокол будет, как полагается?» «Протокол был сделан, как полагается, его подписали все, и его не подписала товарищ шатц. На другой же день после этого заседания товарищ шатц сорвалась и уехала в Москву. Вслед за нею выехал в Москву и Якименко. Теория склоки мы шли домой молча в весьма невеселом настроении. Становилось более или менее очевидным, что мы уже влипли в нехорошую историю. С проектом санитарного городка получается ерунда. Мы оказались, помимо всего прочего, запутанными в какую-то внутрипартийную игру, а в интригах такого рода коммунисты могут и проигрывать, могут и выигрывать. Беспартийная же публика проигрывает более или менее наверняка. Каждая парт-ячейка, рассматриваемая, так сказать, с близкой дистанции, представляет собой этакое уютное общежитие змей, Василисков и Ехидн, из которых каждая норовит ужалить свою соседку в самое больное административно-партийное место. Я, в сущности, не очень ясно знаю, для чего все это делается, ибо выигрыш даже в случае победы так ничтожен, так нищий, так зыбок, просто партийный портфель чуть-чуть потолще. Но большевистская спаянность действует только по адресу остального населения страны. Внутри ячеек все друг под друга подкапываются, подсиживают, выживают. На советском языке это называется партийной склокой. На уровне Сталина-Троцкого это декорируется идейными разногласиями. На уровне Якименко-Шац это ничем не декорируется. Просто склока как таковая в голом виде. Вот в такую склоку попали и мы, при всем этом, безо всякой возможности сохранить нейтралитет. Волей-неволей приходилось ставить свою ставку на Якименко. А какие собственно у Якименко шансы съесть товарища Шац? Шац в Москве, в центре, у себя дома. Она там свой человек, у нее там всякие свои ребята, и Кац, и Пац, и Ваньки, и Петьки. По существу такие же корешки, как любая банда сельсоветских активистов, коллективно пропивающих госпиртовскую водку, и кулацкую свинью, и колхозные заготовки. Для этого центра все эти Якименки, Ведьманы и прочие, только уездные держиморды, выскочки, пытающиеся всякими правдами и неправдами оттеснить их, старую гвардию, от призрака власти, от начальственных командировок по всему лицу земли русской, не брезгующие при этом решительно никакими средствами. Правда, насчет средств и старая гвардия тоже не брезгует. При данной комбинации обстоятельств средствами придется не побрезговать и мне. Что-то там не говорить, а литературная обработка фразы товарища Шац о близости к вождям к числу особо джентльменских приемов борьбы не принадлежит. Оно, конечно, с волками жить, поволчевыть, но только в советской России можно понять настоящую тоску по настоящему человеческому языку вместо волчьего воя, то голодного, то разбойного. Конечно, если у Якименко есть связи в Москве, а видно есть, иначе зачем ему туда ехать, то он с этим протоколом обратится не в ГУЛАГ и даже не в ГПУ, а в какую-нибудь совершенно незаметную извне партийную дыру. В составе этой партийной дыры будут сидеть Ваньки и Петьки, среди которых Якименко свой человек. Кто-то из Ванек вхож в московский комитет партии, кто-то в контрольную партийную комиссию ЦКК, кто-то, допустим, имеет какой-то блат, например, у товарища землячки. Тогда через несколько дней в соответствующих инстанциях пойдут слухи. Товарищ Шац вела себя так-то и так-то дискредитировала вождей. Вероятно, будет сказано, что занимавшаяся административными загибами товарищ Шац подкрепляла свои загибы ссылками на интимную близость с самим Сталином. Вообще, создастся атмосфера, в которой чуткий нос уловит, что кто-то влиятельный собирается товарища Шац съесть. Враги товарища Шац постараются эту атмосферу сгустить, нейтральные станут во враждебную позицию, друзья, если не очень близкие, умоют лапки и отойдут в сторонку. Как бы и меня вместе с товарищем Шац не съели. Да, конечно, Якименко имеет крупные шансы на победу. Помимо всего прочего, он всегда спокоен, выдержан, и он, конечно, намного умнее товарища Шац. А сверх всего этого товарищ Шац представительница той старой гвардии ленинизма, которую снизу подмывают волны молодой сволочи, а сверху организационно ликвидирует Сталин, подбирая себе кадры бестрепетных твердой души прохвостов. Товарищ Шац только жалкая и стрепанная в клочке тень былой героики коммунизма. Якименко представитель молодой сволочи, властной и жадной. Более или менее толковая партийная дыра должна, конечно, понять, что при таких обстоятельствах умнее стать на сторону Якименко. Я не знал, да так и не узнал, какие деловые столкновения возникли между товарищем Шац и Якименко до нашего пресловутого заседания. В сущности это и не важно. Товарищ Шац всем своим существом, всем своим видом, говорит Якименко. Я вот всю свою жизнь отдала мировой революции, отдавай и ты. Якименко отвечает, ну и дура, я буду отдавать чужие, а не свою. Шац говорит, я соратница самого Ленина. Якименко отвечает, твой Ленин давно подох, да и тебе пора. Ну и так далее. Из всей этой грызни между Шац и Якименко можно при известной настроенности сделать такой вывод, что вот, дескать, товарищ Шац, кстати, и еврейка, это символ мировой революции. Товарищ Якименко это молодая возрождающаяся национальная Россия, кстати, он русский, или точнее малорос, что Шац строила гулаг в пользу мировой революции, а Якименко истребляет мужика в пользу национального возрождения. С теорией национального перерождения Стародубцева, Якименко, Ягоды, Кагановича и Сталина, русского малороса, латыша, еврея и грузина, я встретился только здесь, в эмиграции. В России такая идея в голову не приходила, но, конечно, вопрос о том, что будут делать Якименко, добравшись до власти, вставал перед всеми нами в том аспекте, какого эмиграция не знает. Отказ от идеи мировой революции, конечно, ни в какой мере не означает отказа от коммунизма в России, но, если, добравшись до власти в России, Якименко в интересах собственного благополучия, а если хотите, то и собственной безопасности, начнут сворачивать коммунистические знамена и постепенно на тормозах переходить к строительству того, что в эмиграции называют национальной Россией, почему, собственно, коммунизм не может быть национальным явлением, была же инквизиция национальным испанским явлением, то тогда какой смысл нам троим рисковать своей жизнью, зачем предпринимать побег, не лучше ли еще подождать, ждали же вот 18 лет, ну еще подождем 5, тяжело, но легче, чем прорываться тайгой через границу в неизвестности мигрантского бытия. Если для эмиграции вопрос о национальном перерождении, этот термин я принимаю очень условно, это очень, конечно, наболевший, очень близкий, но все же более или менее теоретический вопрос, то для нас всех троих он ставился как вопрос собственной жизни. Идти ли на смертный риск побега или мудрее и патриотичнее будет переждать? Можно предположить, что вопросы, которые ставятся в такой плоскости, решаются с несколько меньшей оглядкой на партийные традиции, с несколько более четким разделением желаемого отсущего, чем когда те же вопросы обсуждаются и решаются под влиянием очень хороших импульсов, но все же без ощущения непосредственного риска собственной главой. У меня, как и у очень многих нынешних российских людей, годы войны, революции, и в особенности большевизм, весьма прочно вколотили в голову твердое убеждение в том, что ни одна историко-философская и социалистическая теория не стоит ни одной копейки. Конечно, гегелевский мировой дух почти так же занимателен, как и марксистская борьба классов, и философские объяснения прошлого можно перечитывать не без некоторого интереса, но как-то так выходит, что ни одна теория решительно ничего не может предсказать на будущий день. Более или менее удачными пророками оказались люди, которые или только прикрывались теорией, или вообще никаких дел с нею не имели. Таким образом, для нас вопрос шел не о перспективах революции, рассматриваемых с какой бы то ни было философской точки зрения, а только о живых взаимоотношениях живых людей, рассматриваемых с точки зрения самого элементарного здравого смысла. Да, совершенно ясно, что ленинская старая гвардия доживает свои последние дни, и потому, что она оказалась некоторым конкурентом сталинской гениальности, и потому, что в ней же были люди, дерзавшие сметь свое суждение иметь, а этого никакая деспотия не любит, и потому, что вот такая товарищ шац при всей ее несимпатичности воровать все-таки не будет, вот курит же козьи ножки вместо папирос, и Якименки воровать не позволит. Товарищ шац, конечно, фанатичка, истеричка, может быть, и садистка, но какая-то идея у нее есть. У Якименки нет решительно никакой идеи, а, видимо, не и стародубцу и говорить нечего. Вот эта старая гвардия и Рязанов, и Чекалин, и шац чувствуют, что знамя трудящихся всего мира и власть для поддержки этого знамени созданы, попадают просто в руки сволочи, и сволочь стоит вокруг каждого из них и лязгает молодыми волчьими зубами. Что будет делать нарицательный Якименко, перегрызя глотку нарицательный шац? Может ли Сталин обойтись без Ягоды, Ягода без Якименки, Якименко без Видимана, Видиман без Стародубцева и так далее? Все они от Сталина до Стародубцева, акклиматизировались в той специфической атмосфере большевистского строя, которая создана ими самими и вне которой им никакого житья нет. Все они профессионалы советского управления. Если вы ликвидируете это управление, всем им делать в мире будет решительно нечего. Что будут делать все эти чекисты, хлебозаготовители, сексоты, кооператоры, председатели завкомов, секретари парт ячеек, раскулачиватели, политруки, выдвиженцы, активисты и прочее имеем легион. Ведь их миллионы. Если даже и не говорить о том, что при перевороте большинство из них будет зарезано сразу, а после постепенной эволюции будет зарезано постепенно, то все-таки нужно дать себе ясный отчет в том, что они специалисты большевистского управленческого аппарата. Самого громоздкого и самого кровавого в истории мира. Какая профессия будет доступна для всех них в условиях не большевистского строя? И может ли Сталин эволюционным или революционным путем сбросить со своих счетов миллиона три-четыре людей, вооруженных до зубов? На кого он тогда обопрется? И какой слой в России ему поверит и не припомнит ему великих кладбищ коллективизации, раскулачивания, лагерей Беломорско-Балтийского канала? Нет, все эти люди, как бы они не грызлись меж собою, в отношении к остальной стране спаяны крепко, до гроба спаяны кровью, спаяны на жизнь и на смерть. Им повернуть некуда, даже если бы они этого и хотели. Национальная или интернациональная Россия при сталинском аппарате останется все-таки Россией большевистской. Вот почему наши последние свободные с воли попытки побега не остановило даже и то обстоятельство, что в государственных магазинах Москвы хлеб и масло стали продаваться кому угодно и в каких угодно количествах. В 1933 году в Москве можно было купить все тем, у кого были деньги. У меня деньги были. Мы пришли в нашу избу, и так как есть, все равно было нечего, то сразу улеглись спать. Но я спать не мог. Лежал, ворочался, курил свою махорку и ставил перед собой вопросы, на которые ясного ответа не было. А что же дальше? Да, в перспективе десятилетий кадры вымрут, актив сопьется и какие-то таинственные силы страны возьмут вверх, а какие-то силы? Да, конечно, интеллектуальные силы народа возросли безмерно, не потому, что народ учила советская власть, а потому, что народ учила советская жизнь, а физические силы. Перед памятью пронеслись торф разработки, шахты, колхозы, заводы, месяцами немытые лица поваров, заводских столовок, годами недоедающие рабочие Сормова, Коломны, Сталинграда, кочущие по Средней Азии табор раскулаченных донцов и кубанцев, дагестанская малярия, эшелоны на бам, девочка со льдом. Будущее, если выживет мать русских мужчин и женщин. Хватит ли физических сил? Вот я из крепчайшей мужицко-поповской семьи, где люди умирали по мечникам, их клал в гроб инстинкт естественной смерти. Я в свое время один из сильнейших физических людей России, и вот в 42 года я уже сед. Уже здесь, за границей, мне в первые месяцы после бегства давали 55-60 лет, но с тех пор я лет на 10 помолодел, но те, которые остались там, они не помолодеют. Не спалось, я встал и вышел на крыльцо, стояла тихая морозная ночь, плавными пушистыми коврами спускались к свире заснеженные поля, левее черными точками и пятнами разбросались избы огромного села, ни звука, ни лая, ни гонька. Вдруг с погры донеслись два-три выстрела. Обычная история. Потом с юга, с диковского оврага, четко и сухо в морозном воздухе, разделенные равными в секунд десять промежутками, раздались восемь винтовочных выстрелов. Жуть и отвращение холодными струйками пробежали по спине. Около месяца тому назад я сделал глупость. Пошел посмотреть на диковский овраг. Он начинался в лесах, верстах в пяти от погры. Огибал ее полукольцом и спускался в свирь, верстах в трех ниже под порожье. В верховьях это была глубокая узкая щель, заваленная трупами расстрелянных. В верстах в двух ниже овраг был превращен в братское кладбище лагеря. Еще ниже в него сваливали конскую падаль, которую лагерники вырубали топорами для своих социалистических пиршеств. Этого оврага я описывать не в состоянии, но эти выстрелы напомнили мне о нем во всей его ужасной реалистичности. Я чувствовал, что у меня начинают дрожать колени и холодеют в груди. Я вошел в избу и старательно заложил дверь толстым деревянным бруском. Меня охватывал какой-то непреоборимый мистический ужас. Пустые комнаты, огромные избы наполнялись какими-то тенями и шорохами. Я почти видел, как в углу под пустыми нарами какая-то съежившаяся старушонка догрызает иссохшую детскую руку. Холодный пот, нелитературный, настоящий, заливал очки, и сквозь его капли пятна лунного света начинали принимать чудовищные очертания. Я очнулся от встревоженного голоса Юры, который стоял рядом со мной и крепко держал меня за плечи. В комнату вбежал Борис. Я плохо понимал, в чем дело. Пот заливал лицо и сердце колотилось, как сумасшедшее. Шатаясь, я дошел до нары и сел. На вопрос Бориса я ответил, что просто что-то не здоровится. Борис пощупал пульс, Юра положил мне руку на лоб. Что с тобой, Ватик? Ты весь мокрый. Борис и Юра быстро сняли с меня белье, которое действительно все было мокрое. Я лег на нары и в дрожащей памяти снова всплывали картины. Одесса и Николаев во время голода, людоеды, торфоразработки, магнит строй, лагерь, диковский овраг. Надежда Константиновна После отъезда Якименки и Шац в Москву бурная деятельность ликвидкома несколько утихла. Сверлаговцы слегка поколачивались и уехали себе, оставив под порожье одного своего представителя. Между ним и Видиманом шли споры только об административно-техническом персонале. Если цинготный крестьянин никуда не был годен и ни ББК, ни Сверлак не хотели взваливать его на свои пайковые плечи, то интеллигент даже и цинготный еще кое-как мог быть использован. Поэтому Сверлак пытался получить сколько возможной интеллигенции и поэтому же ББК норовил не дать ни души. В этом торге между двумя рабовладельцами мы имели все-таки некоторую возможность изворачиваться. Все списки лагерников передаваемых в Сверлак или оставляемых за ББК составлялись в Ликвидкоме под техническим руководством Надежды Константиновны, а мы с Юрой переписывали их на пишущей машинке. Тут можно было извернуться. Вопрос заключался преимущественно в том, в каком именно направлении нам следует изворачиваться. ББК был вообще аристократическим лагерем. Там кормили лучше и лучше обращались с заключенными. Как кормили и как обращались я об этом уже писал. Выводы о Сверлаке читатель может сделать самостоятельно. Но ББК это гигантская территория. В какой степени вероятно, что нам трем удастся остаться вместе, что нас не перебросят куда-нибудь на такие чертовы куличики, что из них и не выберешься куда-нибудь в окончательное болото, по которому люди и летом ходят на лыжах, иначе засосет и от которого до границы будет верст 200-250 по местам почти абсолютно непроходимым. Мы решили сориентироваться на Сверлак. Уговорить Надежду Константиновну на некоторую служебную некорректность было не очень трудно. Она слегка поохала, слегка побронилась и наши имена попали в списки заключенных, оставляемых за Сверлаком. Это была ошибка. И это была грубая ошибка. Мы уже начали изворачиваться, еще не собрав достаточно полной информации. А потом стало выясняться. В Сверлаке не только плохо кормят, это еще бы полбеды, но в Сверлаке статья 58-6 находится под особенно неусыпным контролем. Отношение к контрреволюционерам особенно зверское, лагерные пункты все опутаны колючей проволокой, даже административных служащих выпускают по служебным поручениям только на основании особых пропусков и каждый раз после обыска. И кроме того, Сверлак собирается всех купленных в ББК интеллигентов перебросить на свои отдаленные лагпункты, где адм техперсонала не хватало. Мы разыскали по карте, которая висела на стене ликвидкома эти пункты и пришли в настроение весьма неутешительное. Сверлак тоже занимал огромную территорию и были пункты отстоящие от границы на 400 верст. 400 верст ходу по населенной и, следовательно, хорошо охраняемой местности. Это было совсем плохо, но наши имена были уже в Сверлаковских списках. Надежда Константиновна наговорила много всяких слов о мужском непостоянстве. Надежда Константиновна весьма убедительно доказывала мне, что уже ничего нельзя сделать. Я отвечал, что для женщины нет ничего невозможного. Чего хочет женщина того хочет бог? Был пущен в ход ряд весьма запутанных лагерно-бюрократических трюков и Надежда Константиновна вошла в комнатку нашего секретаря с видом Клеопатры, которая только что и как-то очень ловко обставила некоего Антония. Наши имена были официально изъяты с сверлакой и закреплены за ББК. Надежда Константиновна сияла торжества. Юра поцеловал ей пальчики. Я сказал, что век буду за нее бога молить, протоколы вести и на машинке стукать. Вообще, после Урчевского зверинца ликвидкомовский секретариат казался нам раем земным или во всяком случае лагерным раем. В значительной степени это зависело от Надежды Константиновны и от ее милой женской суматошливости и покровительственности, от ее шутливых препирательств с Юрочкой, которого она, выражаясь советским языком, взяла на буксир. Заставила причесываться и даже ногти чистить. В свое время Юра счел возможным плевать на Добротина, но Надежде Константиновне он повиновался беспрекословно, безо всяких разговоров. Надежда Константиновна была, конечно, очень нервной и не весьма выдержанной женщиной, но всем, кому она могла помочь, она помогала. Бывало, придет какой-нибудь инженер и слезно умоляет не отдавать его на растерзание свирьлагу. Конечно, от Надежды Константиновны до Юры ничего не зависит, но мало ли, что можно сделать в порядке низового бумажного производства в обход всяких до Юры. Однако, таких инженеров-экономистов, врачей и прочих было слишком много. Надежда Константиновна выслушивала просьбу и начинала кипятиться. «Сколько раз я говорила, что ничего, совсем ничего не могу сделать? Что вы ко мне пристаете? Идите к видиману! Ничего, ничего не могу сделать! Пожалуйста, не приставайте!» Заметив выражение умоляющей настойчивости на лице ионова инженера, Надежда Константиновна затыкала уши пальчиками и начинала быстро твердить. «Ничего не могу! Не приставайте! Уходите, пожалуйста, а то я рассержусь!» Инженер потупившись уходит. Надежда Константиновна заткнув уши и зажмурив глаза продолжает твердить. «Не могу! Не могу! Пожалуйста, уходите!» Потом с расстроенным видом перебирая свои бумаги она жаловалась мне. «Ну вот видите, как они все лезут? Им, конечно, не хочется в свирь лак, они и не думают о том, что у меня на руках двое детей и что я за все это тоже могу в свирь лак попасть, только невольно вы эгоисты-мужчины». Я скромно соглашался с тем, что наш брат мужчина, конечно, мог бы быть несколько альтруистичнее. Тем более, что в дальнейшем ходе событий я уже был более или менее уверен. Через некоторое время Надежда Константиновна говорила мне раздраженным тоном. «Ну что ж, вы сидите и смотрите? Ну что ж, вы мне ничего не посоветуете? Все должна я, да я! Как вы думаете, если мы этого инженера проведем по спискам как десятника, а? Обычно к этому моменту техника превращения инженера в десятника, врача в лекпома или какой-нибудь значительно более сложной лагерно-бюрократической механики была уже обдумана и мной и Надеждой Константиновной. Надежда Константиновна охла и бронилась, но инженер все-таки оставался за ББК. Некоторым устраивались командировки в Медгору со свирепым наставлением оставаться там, даже рискуя отсидкой в ШИЗО. Многие на время исчезали вообще со списочного горизонта. Во всяком случае, немного интеллигенции получил свирелак. Во всех этих операциях я мелкая сошка, переписчик, и к тому же уже заключенный рисковал немногим. надежда надежда константиновна иногда шла на очень серьезный риск. Это была еще молодая, лет 32-33 женщина, очень милая, привлекательная, и с большими запасами секс-эппил, полового призыва. Не будем зря швырять в нее булыжниками. Как и очень многие женщины в этом мире, особенно неуютно оборудованным для женщин, она рассматривала свой секс-эппил как капитал, который должен быть вложен в наиболее рентабельное предприятие этого рода. Какое предприятие в советской России могло бы быть более рентабельным, чем брак с высокопоставленным коммунистом? В долгие вечера, когда мы с Надеждой Константиновной дежурили в ликвидкоме при свете керосиновой коптилки, она мне урывками рассказывала кое-что из своей путанной и жестокой жизни. Она была во всяком случае из очень культурной семьи. Она хорошо знала иностранные языки и при этом так, как их знают по гувернанткам, а не по самоучителям. Потом одинокая девушка не очень подходящего происхождения в жестокой борьбе за жизнь, за советскую жизнь. Потом брак с высокопоставленным коммунистом, директором какого-то завода. Директор какого-то завода попал в троцкистско-вредительскую историю и был отправлен на тот свет. Надежда Константиновна опять осталась одна, впрочем, не совсем одна. На руках остался малыш размером года в полтора. Конечно, старые сотоварищи бывшего директора предпочли ее не узнавать. Блажен муж и не возжается с классовыми врагами, даже с их вдовами. Снова пишущая машинка, снова голод, на этот раз голод вдвоем, снова месяцами нарастающая жуть перед каждой чисткой происхождений покойный муж и совершенно правильная презумпция, что вдова расстрельного человека не может очень уж пылать коммунистическим энтузиазмом. Словом, очень плохо. Надежда Константиновна решила, что в следующий раз она такого промаха уже не сделает. В следующий раз секс-эппил был вложен в максимально солидное предприятие, в старого большевика, когда-то ученика самого Ленина, подпольщика, политка Торжанина, ученого лесовода и члена коллегии наркомзема Андрея Ивановича Запевского. Был какой-то промежуток отдыха, был второй ребенок и потом Андрей Иванович поехал в концлагерь сроком на 10 лет. На этот раз уклон оказался правым. Андрей Иванович, попавший в лагере, будучи бывшим коммунистом, имеющим еще какую-то специальность, редкий случай, кроме обычных партийных специальностей ГПУ, кооперация, военная служба, профсоюз, ценой трех лет самоотверженной, то есть совсем уж каторжной работы, заработал себе право на совместное проживание с семьей. Такое право давалось очень немногим и особо избранным лагерникам, и заключалось оно в том, что этот лагерник мог выписывать к себе семью и жить с ней в какой-нибудь частной избе, не в бараке. Все остальные условия его лагерной жизни, паек, работы и, что всего хуже, переброски оставались прежними. Итак, Надежда Константиновна в третий раз начала ловить свое гнездышко, на этот раз в лагере, так сказать, совсем уж непосредственно под пятой ГПУ. Впрочем, Надежда Константиновна довольно быстро устроилась. На фоне кувшинных рыл советского актива она, к тому же вольнонаемная, была, как работница, конечно, сокровищем. Не говоря уже о ее культурности и ее конторских познаниях, она при ее двойной зависимости за себя и за мужа не могла не стараться изо всех своих сил. Муж ее, Андрей Иванович, был невысоким худощевым человеком лет пятидесяти со спокойными умными глазами, в которых, казалось, на весь остаток его жизни осела какая-то жестокая, едкая, незабываемая горечь. У него старого подпольщика, катаржанина и прочих доводов для этой горечи было более чем достаточно. Но один из них действовал на мое воображение как-то особенно гнетуще. Это была волосатая лапа товарища Видимана с собственническим чувством, положенная на съежившееся плечо Надежды Константиновны. На Андрея Ивановича у меня были некоторые виды. Остаток наших лагерных дней мы хотели провести где-нибудь не в канцелярии. Андрей Иванович заведовал в подпорожье лесным отделом. Я просил его устроить нас обоих, меняя Юру на каких-нибудь лесных работах кем-нибудь вроде таксаторов, десятников и так далее. Андрей Иванович дал нам кое-какую литературу и мы мечтали о том времени, когда мы сможем шататься по лесу вместо того, чтобы сидеть за пишущей машинкой. Как-то днем в обеденный перерыв я иду в свою избу. Слышу сзади чей-то голосок. Оглядываюсь Надежда Константиновна, тщетно стараясь меня догнать, что-то кричит и машет мне рукой. Останавливаюсь. О, господи, да, вы совсем глухи стали. Кричу, кричу, а вы хоть бы что. Давайте пойдем вместе, ведь нам по дороге. Пошли вместе, обсуждали текущие дела лагеря. Потом Надежда Константиновна как-то забеспокоилась. Посмотрите, это кажется мой Любик. Это был возможно он, во-первых, ее Любика я в жизни в глаза не видал, а во-вторых, то, что могло быть Любиком, представляло собой черную фигуру на фоне белого снега шагах в ста от нас. На такую дистанцию мои очки не работали. Фигурка стояла у края дороги и свирепо молотила чем-то по снежному сугробу. Мы подошли ближе и выяснили, что это действительно был Любик, возвращавшийся из школы. Господи, да у него все лицо в крови, Любик, Любик! Фигурка обернулась и, узрев свою единственную мамашу, сразу пустилась в рев, полагая, что так, на всякий случай. После этого Любик прекратил избиение своей книжной сумкой снежного сугроба и, размазывая по своей рожице кровь и слезы, заковылял к нам. При ближайшем рассмотрении Любик оказался мальчишкой лет восьми, одетым в какую-то чистую и хорошо залатанную рвань, со следами недавней потасовки во всем своем облике, в том числе и на рожице. Надежда Константиновна опустилась перед ним на колени и стала вытирать его рожице слезы, кровь и грязь. Любик использовал все свои наличные возможности, чтобы поорать в сласть. Конечно, был какой-то трагический злодей, именуемый не то Мицкой, не то Петькой. Конечно, этот врожденный преступник изуродовал Любика ни за что, ни про что. Конечно, материнское сердце Надежды Константиновны преисполнилось горечи, обиды и возмущения. Во мне же расквашенная рожица Любика не вызвала решительно никакого соболезнования, точно так же, как в свое время расквашенная рожица Юрочки, особенно, если она была расквашена по всем правилам неписанной Конституции Великой Мальчишеской нации. Вопросы же этой Конституции, я полагал, всецело мою мужскую компетенцию, я спросил деловым тоном, а ты ему Любик тоже ведь дал? Я ему как дал, а он мне, а я его еще. Ух! Вопрос еще более деловой, а ты его как, правой рукой или левой? Тема была перенесена в область чистой техники и для эмоций места не оставалось. Любик отстранил материнский платок, вытиравший его оскорбленную физиономию и в его глазенках сквозь невысохшие еще слезы мелькнуло любопытство. А как это левой? Я показал. Любик с весьма деловым видом выкарабкался из материнских объятий, разговор зашел о деле, и тут уж было не до слез, не до сантиментов. Дядя, а ты меня научишь? Обязательно научу. Между мною и Любиком был таким образом заключен пакт технической помощи. Любик цепился в мою руку и мы зашагали. Надежда Константиновна горько жаловалась на беспризорность Любика, сама она сутками не выходила из ликвидкома, и Любик болтался бог знает где и ел бог знает что. Любик прерывал ее всякими деловыми вопросами, относившимися к области потасовочной техники. Через весьма короткое время Любик сообразил, что столь исключительное стечение обстоятельств должно быть использовано на все сто процентов, стал усиленно подхрамывать и в результате этой дипломатической акции не без удовлетворения умастился на моем плече. Мы подымались в гору, стало жарко, я снял шапку. Любикины пальчики стали тщательно исследовать мой череп. Дядя, а почему у тебя волосов мало? Вылезли, Любик. А куда они вылезли? Так совсем вылезли. Как совсем? из лагеря? Лагерь для Любика был всем миром. Разваливающиеся избы, голодающие карельские ребятишки, вшивая голодная рвань заключенных, бараки, вохр, стрельба. Это был весь мир, известный Любику. Может быть, по вечерам в своей кроватке он слышал сказки, которые ему рассказывала мать. Сказки о мире без заключенных, без колючей проволоки, без оборванных толп, ведомых вохровскими конвоирами куда-нибудь на БАМ. Впрочем, было ли у Надежды Константиновны время для сказок? Мы вошли в огромную комнату карельской избы. Комната была так же нелепа и пуста, как и наша. Но какие-то открытки, тряпочки, бумажки, салфеточки и кто его знает, что еще, придавали ей тот жилой вид, который мужским рукам видно совсем не под силу. Надежда Константиновна оставила Любика на моем попечении и побежала к хозяйке избы. От хозяйки она вернулась еще с одним потомком. Потомку было три года. Сердобольная старушка-хозяйка присматривала за ним во время служебной деятельности Надежды Константиновны. «Не уходите, Иван Лукьянович, я вас супом угощу». Надежда Константиновна, как вольно наемная работница лагеря, находилась на службе ГПУ и получала чекистский паек. Не первой, не второй категории, но все же чекистский. Это давало ей возможность кормить свою семью и жить не голодая. Она начала хлопотать у огромной русской печки. Я помог ей нарубить дров. На огонь был водружен какой-то горшок. Хлопочая, суетясь, Надежда Константиновна все время оживленно болтала, и я не без некоторой зависти отмечал тот запас жизненной энергии, цепкости и бодрости, которых так много русских женщин проносит сквозь весь кровавый кабак революции. Как-никак, а прошлое у Надежды Константиновны было не веселое. В настоящем сущности каторга, а в будущем. Вот мне сейчас все-таки уютно у этого пусть временного, пусть очень хлипкого, но все же человеческого очага. Даже мне, постороннему человеку, становится как-то теплее на душе. Но ведь не может же Надежда Константиновна не понимать, что этот очаг дом на песке. Подуют какие-нибудь видимановские или бамовские ветры, устремятся на дом сей, и не останется от этого гнезда ни одной пушинки. Пришел Андрей Иванович, как всегда, горько равнодушный. Взял на руки своего потомка и стал разговаривать с ним на том малопонятном постороннему человеку диалекте, который существует во всякой семье. Потом мы завели разговор о предстоящих лесных работах. Я честно сознался, что мы в них решительно ничего не понимаем. Андрей Иванович сказал, что это не играет никакой роли, что он нас проинструктирует, если только он здесь останется. Ах, пожалуйста, не говори этого, Андрюша, прервала его Надежда Константиновна. Ну, конечно, останемся здесь. Все-таки хоть как-нибудь доустроились, нужно остаться. Андрей Иванович пожал плечами. Надюша, мы ведь в советской стране и в советском лагере. О каком устройстве можно говорить всерьез? Я не удержался и кольнул Андре Ивановича. Уж ему-то столько сил, положившему на создание советской страны и советского лагеря на страну и на лагерь плакаться не следовало бы. Уж кому-кому, а ему никак не мешает попробовать, что такое коммунистический концентрационный лагерь. Вы почти правы, с прежним горьким равнодушием, сказал Андрей Иванович. Почти, потому что и в лагере нашего брата нужно каждый выходной день нещадно пороть. Пороть и приговаривать «Не делай, сукин сын революции! Не делай, сукин сын революции!» Финал этого семейного уюта наступил скорее, чем я ожидал. Как-то поздно вечером в комнату нашего секретариата, где сидели только мы с Юрой, вошла Надежда Константиновна. В руках ее была какая-то бумажка. Надежда Константиновна для чего-то уставилась в телефонный аппарат, потом в расписание поездов, потом протянула мне эту бумажку. Бумажки стояло. Запевского Андрея Ивановича немедленно под конвоем доставить в повенецкое отделение бабака. Что я мог сказать? Надежда Константиновна смотрела на меня в упор, и в лице ее была судорожная мимика женщины, которая собирает свои последние силы, чтобы остановиться на пороге истерики. Сил не хватило. Надежда Константиновна рухнула на стул, уткнула голову в колени и зарыдала глухими тяжелыми рыданиями так, что в соседней комнате не было слышно. Что я мог ей сказать? Я вспомнил владетельную лапу ведьмана. Зачем ему ведьману этот лесовод из старой гвардии? Записочка кому-то в медгору, и товарищ Запевский вылетает, черт его знает куда, даже и без его ведьмана видимого участия. И он ведьман остается полным хозяином. Надежду Константиновну он никуда не пустит в порядке чекистской дисциплины. Андрей Иванович будет гнить где-нибудь на лесной речке в порядке лагерной дисциплины. Товарищ ведьман кому-то из своих корешков намекнет на то, что этого лесовода никуда выпускать не следует. И корешок в чаянии ответной услуги от видимана постарается Андрея Ивановича сгноить на корню. Я на мгновение пытался представить себе психологию и переживания Андрея Ивановича. Но вот мы с Юрой тоже в лагере. Но у нас все это так просто. Мы просто в плену обезьян. Примечание «В плену обезьян» книга российского публициста Ф.В. Винберга написанная им после пребывания в советской тюрьме была издана в 1919 году. Андрей Иванович «Разве сидя в тюрьмах царского режима и плетя паутину будущей революции разве о такой жизни мечтал он для человечества и для себя? Разве для этого шел он в ученики Ленина?» Юра подбежал к Надежде Константиновне и стал ее утешать неуклюже нелепо неумело но каким-то таинственным образом это утешение подействовало на Надежду Константиновну она схватила Юрину руку как бы в этой руке руке юноши каторжника ища какой-то поддержки и продолжая рыдать но не так уж безнадежно хотя какая надежда оставалась ей я сидел и молчал я ничего не мог сказать и ничем не мог утешить ибо впереди ни ей ни Андрею Ивановичу никакого утешения не было здесь в этой комнатушке была бита последняя ставка последняя карта революционных иллюзий Андрея Ивановича и семейных Надежды Константиновны Глава седьмая Свирюлак Девятнадцатый квартал Из ликвидкома ББК я был временно переброшен в штаб подпорожского отделения Свирюлака Штаб этот находился рядом в том же селе в просторной чистой квартире бывшего начальника подпорожского отделения ББК Меня назначили экономистом-плановиком с совершенно невразумительными функциями и обязанностями Каждое уважающее себя советское заведение имеет плановый отдел Никогда этот отдел толком не знает что ему надо делать Но так как советское хозяйство есть плановое хозяйство то все эти отделы весьма напряженно занимаются переливанием из пустого в порожнее Этой деятельностью предстояло заняться и мне с тем только осложнением что планового отдела еще не было и нужно было создавать его заново чтобы так сказать лагерь не отставал от темпов социалистического строительства в стране и чтобы все было как у людей Планировать же совершенно было нечего ибо лагерь как опять же и всякое советское хозяйство был построен на таком хозяйственном песке которого заранее никак не учтешь сегодня из лагеря помимо конечно всяких планирующих организаций заберут 5 или 10 тысяч мужиков завтра пришлют 2 или 3 тысячи уголовников сегодня доставят хлеб завтра хлеба не доставят сегодня небольшой морозец следовательно даже полураздетые сверлаговцы кое-как могут ковыряться в лесу дохлые лошади кое-как вытаскивают баланы если завтра будет мороз то полураздетые или если хотите полуголые люди ничего нарубить не смогут если будет оттепель то по размокшей дороге наши дохлые клячи не вывезут ни одного воза вчера я сидел на ликвидкоме эткой немудрящей завпишмашенькой сегодня я начальник несуществующего планового отдела завтра я быть может буду в лесу дрова рубить вот и планируй тут свою деятельность я начал с ознакомления со сверлаговскими условиями это всегда пригодится оказалось что сверлаг занят почти исключительно заготовкой дров отчасти из строевого леса для Ленинграда и по-видимому для экспорта чтобы от этого леса не шел слишком дурной запах лес передавался всякого рода декоративным организациям вроде сев заплеса коп леса и уже от их имени шел в Ленинград в сверлаге находилось около 70 тысяч заключенных с почти ежедневными колебаниями в 5-10 тысяч в ту или иную сторону интеллигенция оказалась в нем еще меньше чем в ББК всего 2,5% 1750 человек рабочих гораздо больше 22% вероятно сказывалась близость Ленинграда урок меньше около 12% остальные все те же мужики преимущественно сибирские сверлак был нищим лагерем даже по сравнению с ББК нормы снабжения были урезаны до последней возможности до пределов клинического голодания всей лагерной массы запасы лагпунктовских баз были так ничтожны что малейшие перебои в доставке продовольствия оставляли лагерное население без хлеба и вызывали зияющие производственные прорывы этому лагерному населению даже каша перепадала редко кормили хлебом прокисшей капустой и протухшей рыбой норма хлебного снабжения была на 15% ниже нормы ББК дохлая рыба время от времени вызывала массовые желудочные заболевания как их предусмотришь по плану продукция лагеря падала почти до нуля начальник отделения получал жестокий разнос из ладейского поля но никогда не посмел ответить на этот разнос аргументом как будто неотразимым этой самой дохлой рыбой но дохлую рыбу слала то же самое начальство которое сейчас устраивало разнос куда пойдешь кому скажешь инвентаризация отделение слала владейское поле огромные ежедневные простыни производственных сводок в одной из таких сводок стояла графа не выхода на работу по раздеттости и разуттости в конце февраля и начале марта стукнули морозы и цифра этой графы стала катастрофически повышаться одежды и обуви не хватало стали расти цифры заболевших и замерзших в угрожайшем количестве появились саморубы люди которые отрубали себе пальцы на руках разрубали топорами ступни ног лишь бы не идти на работу в лес где многих ждала верная гибель по-видимому точно так же обстояло дело и в других лагерях ибо мы получили из ГУЛАГа приказ об инвентаризации нужно было составить списки всего имеющегося на лагерниках обмундирования в том числе и их собственного и перераспределить его так чтобы по мере возможности одеть и обуть работающие в лесу бригады но в Сверлаге все были полуголые решено было некоторые категории лагерников слабосилку промоточников урок раздеть почти догола даже с обслуживающего персонала решено было снять сапоги и валенки для урок в каком-то отдаленном будущем проектировалась особая форма балахоны сшиты из ярких и разноцветных кусков всякого тряпья чтобы уж никак и никому загнать нельзя было разбой среди голых вся эта работа была возложена на лагерную администрацию всех ступеней мы техническая интеллигенция были мобилизованы но это делалось как-то непонятно и очень уж беспланово мне ткнули в руки мандат на руководство инвентаризации обмундирования на девятнадцатом квартале никаких маломальски толковых инструкций я добиться не мог и вот с этим мандатом топаю за двенадцать верст от подпорожья я иду без конвоя мороз крепкий но на мне свой свитер своя кожанка казенный еще из ББК бушлат полученный вполне официально и на ногах добротные валенки ББК полученные слегка по блату приятно идти по морозцу почти на свободе чувствуя что хоть часть прежних сил все-таки вернулась мы съели уже две посылки с воли две были раскрадены на почте одна из палатки было очень обидно перед входом в лагерь покосившаяся будка перед ней у костер и у костра двое вохровцев они тщательно проверяют мои документы лагерь крепко плетен колючей проволокой и отцеплен вооруженной охраной посты вохра стоят и внутри лагеря всякое движение прекращено все население лагпункта заперто по своим баракам для того чтобы не терять драгоценного рабочего времени для инвентаризации был выбран день отдыха все эти дни лагерником для отдыха преподносится то субботник то инвентаризация то что-нибудь в этом роде в кабинете урч начальство заканчивает последние распоряжения я вижу что решительно ничем мне руководить не придется там где дело касается мероприятия раздевательного и ограбительного характера актив действует молниеносно и без промаха только на это он собственно и тренирован только на это и способен я думал что на пространстве одной шестой части земного шара ограблено уже все что только можно ограбить оказалось что я ошибался в этот день мне предстояло присутствовать при ограблении такой голи и такой нищеты что дальше этого грабить действительно физически уже нечего разве что сдирать с людей кожу для экспорта за границу вшивый ад в бараке жара и духота обе стандартных печерки раскалены почти до бела по бараку мечутся как угорелые оперативники вохровцы лагерники и всякое начальство местного масштаба бестолковый начальственно командный крик под затыльники гнетущий лагерный мат да жуть оборванные люди истощенные землистозеленые лица в одном конце барака стол для комиссии комиссия это собственно я и больше никого к другому концу барака сгоняют всю толпу лагерников кого с вещами кого без вещей сгоняют с ненужной грубостью с ударами с расшвыриванием по бараку жалкого барахла лагерников да это вам не якименко с его патрицианским профилем с его маникюром и с его будьте добры или может быть это просто другое лицо якименки хаос и кабак распоряжается примерно человек восемь и каждый по своему поэтому никто не знает что от него требуется и о чем в сущности идет речь наконец все три сотни лагерников согнаны в один конец барака и начинается инвентаризация передо мной списки заключенных с отметками о количестве отработанных дней и куча арматурных книжек это маленькие книжки из желто-ноздреватой бумаги куда записывается обычно карандашом все получаемое лагерником вещевое довольствие тетрадки порастрепаны бумага разлезлась с записи местами стерты а ведь дело идет о таких материальных ценностях за утрату которых лагерник обязан оплатить их стоимость в десятикратном размере конечно заплатить этого он вообще не может но зато его лишает и то есть жалкой трешницы премвознаграждения которое время от времени дает ему возможность побаловаться пайковой махоркой или сахаром между записями этих книжек и наличием на лагернике записанного на него вещь довольствия нет никакого соответствия хотя бы даже приблизительного вот стоит передо мной почти ничего не понимающий по-русски и видимо помирающий от цинги дагестанский горец на нем нет отмеченного на книжке бушлата пойдите разберитесь его ли подпись поставлена в книжке в виде кособокова крестика в графе подпись заключенного получил ли он этот бушлат в реальности или сей последний был пропит соответствующим коптером в компании соответствующего начальства с помощью какого-нибудь бывалого урки сплавлен куда-нибудь на ланецкий базар и приписан ничего не подозревающему горцу сколько тонн советской севухи было опрокинуто в бездонной начальственной глотке за счет никогда не выданных бушлатов сапог шаровар приписанных мертвецам беглецам этапником на какой-нибудь бам и грамотным или полуграмотным мужикам не знающим русского языка над сменом и вот где-нибудь в чите на вишере на ухте будут забирать от этого халил оглы его последние гроши а попробуйте доказать что инкриминируемые ему сапоги никогда и не болтались на его цинготных ногах попробуйте доказать это здесь на девятнадцатом квартале и платит халил оглы своей трешницы впрочем с данного халила особенно много трешниц взять уж не успеет сам процесс инвентаризации проходит так из толпы лагерников вызывают по списку одного он подходит к месту своего постоянного жительства на нарах забирает свой скарб и становится шагах в пяти от стола к месту жительства на нарах ищейками бросаются двое оперативников и устраивают там пронзительный обыск лазают под нарами и над нарами вытаскивают мятую бумагу и тряпье затыкающие многочисленные барачные дыры из бараков во двор поколупывают глину которую замазаны бесчисленные клопины гнезда двое других накидываются на лагерника ощупывают его вывертывают наизнанку все его тряпье вывернули бы наизнанку его самого если бы к тому была бы хоть малейшая техническая возможность ничего этого не нужно ни по инструкции ни по существу но привычка вторая натура я на своем веку видал много грязи голода нищеты и всяческое рвание я видал одесский николаевский голод видал табры раскулаченных кулаков в средней азии видал рабочее общежитие на торфоразработках но такого я еще не видал никогда в бараке было так жарко именно потому что половина людей была почти голой между оперативниками и инвентаризируемыми возникали например такие споры считать ли две рубахи за две или только за одну в том случае если они были приспособлены так что целые места верхней прикрывали дыры нижней а целые места нижней более или менее маскировали дыры верхней каждая из них взятая в отдельности конечно уже не была рубахой даже по масштабам советского концлагеря но две они вместе взятые давали человеку возможность не ходить совсем уж в голом виде или на лагернике явственно две пары штанов но у одной нет левой штанины а у другой отсутствует весь зад обе пары впрочем одинаково усыпаны в шами оперативники норовили отобрать все опять-таки по своей привычке по своей тренировке ко всякого рода раскулачиванию чужих штанов как я не упирался к концу инвентаризации в углу барака набралась целая куча рвани густо усыпанной в шами немыслимой ни в какой буржуазной помойке вы их водите в баню спросил я начальника колонны о чем их поведешь да и сами не пойдут по крайней мере половине барака в баню идти действительно не в чем есть впрочем и более одетые вот на одном валенок и лапоть валенок отбирается в расчете на то что в каком-нибудь другом бараке будет отобран еще один непарный на нескольких горцах их традиционные бурки почти ничего под бурками оперативники нацеливаются и на эти бурки но бурки не входят в списки лагерного обмундирования и горцев раскулачить не удается идущие на дно девятнадцатый квартал был своего рода штрафной командировкой если и не официально то фактически конечно не такое какое бывают настоящие официальные штрафные командировки где фактически каждый вохровец имеет право если не на жизни смерть любого лагерника то во всяком случае на убийство при попытке к бегству сюда же сплавлялся всякого рода отпетый народ прогульщики промотчики филоны урки но еще больше было случайного народа почему-либо не угодившего начальству и как везде урки были менее голодные менее голые чем мужики рабочие надсмены урка всегда сумеет для себя уворовать и переплавить куда-нибудь уворованное начальством к тому же это социально близкий элемент я помню гиганта крестьянина сибиряка какой не человеческой мощи должен был когда-то быть этот мужик когда оперативники стащили с него его рваный грязный но все же старательно залатанный бушлат то под вшивой рванию рубахи обнажились чудовищные суставы и сухожилия мускулы уже съел голод на месте грудных мышц оставались впадины как лунные кратеры на дне которых проступали ребра своей огромной мозолистой лапой мужик стыдливо прикрывал дыры своего туалета сколько десятин земли могла бы запахать такая рука сколько ртов накормить но степь остается незапаханной рты ненакормленными сам обладатель этой лапы да гнивают здесь заживо фантастически глупо все это как вы попали сюда спрашиваю я этого мужика за кулачество ну вот на этот лакпункт да вот аманалка покалечила мужик протягивает свою искалеченную руку теперь все понятно на постройке канала людей пропускали через трех пяти дневные курсы подрывников и бросали на работу этого требовали большевистские темпы люди сотнями взрывали самих себя тысячами взрывали других калечились попадали в госпиталь потом в слабосилку с ее фунтом хлеба в день а могла ли вот такая чудовищная машина поддерживать всю свою чудовищную восьмипудовую массу одним фунтом хлеба в день и вот пошел мой святогор шататься по всякого рода черным доскам и лесным речкам попал в филоны и докатился до девятнадцатого квартала ему нужно было пудов пять хлеба чтобы нарастить хотя бы половину своих прежних мышц на месте теперешних впадин но этих пяти пудов взять было неоткуда они были утопией пожалуй утопией была и мысль спасти этого гиганта от гибели которая уже проступала в его заострившихся чертах лица в глубоко запавших спрятанных под мохнатыми бровями глазах вот группа дагестанских горцев они еще не так раздеты как остальные и мне удается полностью отстоять их одеяние но какая в этом польза все равно их в полгода год съедят если не голод то климат туберкулез цинга для этих людей выросших в залитых солнцем безводных дагестанских горах ссылка сюда в тундру в болото в туманы в полярную ночь это просто смертная казнь в рассрочку и эти только наполовину живы эти уже обречены ничем решительно ничем я им помочь не могу вот эта невозможность ничем решительно ничем помочь одна из очень жестоких сторон советской жизни даже когда сам находишься в положении не требующим посторонней помощи по мере того как растет куча отобранного тряпья в моем углу растет и куча уже обысканных заключенных они валяются в повалку на полу на этом самом тряпье и вызывают тошную ассоциацию червей на навозной куче какие-то облезлые урки подползают ко мне и с шепотком чтобы не слышали оперативники выклянчивают на козью ножку махорки один из урок наряженный только в кальсоны очень рваные сгребает с себя в шеи методически кидает их поджариваться на раскаленную жесть печки вообще урки держат себя относительно независимо они хорохорятся и будут хорохориться до последнего своего часа крестьяне сидят растерянные и пришибленные вспоминая вероятно свои семьи раскиданные по всем отдаленным местам великого отечества трудящихся свои заброшенные поля и навсегда покинутые деревни да мужичкам будет чем вспомнить победу трудящихся классов уже перед самым концом инвентаризации перед моим столом предстал какой-то старичок лет шестидесяти совсем седой и дряхлый трясущимися от слабости руками он начал растягивать свой рвань в списке стояло Авдеев А.С. преподаватель математики сорок два года сорок два года на год моложе меня передо мною стоял старик совсем старик ваша фамилия Авдеев да да Авдеев Авдеев заморгал он как-то суетливо продолжая расстегиваться стало невыразимо до предела противно вот мы два культурных человека этот старик стоит передо мной расстегивает свои последние кальсоны и боится чтобы их у него не отобрали чтобы я их не отобрал о чёрт к концу этой подлой инвентаризации я уже несколько укоротил оперативников они ещё слегка рычали но не так рьяно кидались выворачивать людей наизнанку а при достаточно выразительном взгляде не выворачивали вовсе и поэтому я имел возможность сказать Авдееву не надо забирайте свои вещи идите он дрожа и оглядываясь собрал своё тряпьё и исчез на нарах инвентаризация кончилась от этих страшных лиц от жуткого тряпья от вшей духоты и вони у меня начала кружиться голова я вероятно был бы плохим врачом я не приспособлен ни для лечения гнойников ни даже для описания их я их стараюсь избегать как только могу даже в очерках когда в кабинке ОРЧ подводились итоги инвентаризации начальник локпункта попытался и в весьма грубой форме сделать мне выговор за то что по моему бараку было отобрано рекордно малое количество барахла начальнику локпункта я ответил не так может быть грубо но подчеркнуто хлещуще резко на начальника локпункта мне было наплевать с самого высокого дерева его лесосеки это уже были не дни погры когда я был еще дезориентированным или точнее еще не сориентировавшимся новичком и когда каждая сволочь могла ступать мне на мозоли а то и на горло теперь я был членом фактически почти правящей верхушки технической интеллигенции частицей силы которая этого начальника со всеми его советскими заслугами и со всем его советским активом могла слопать в два счета так чтобы не осталось ни пуха ни пера достаточно было взяться за его арматурные списки и он это понял он не то чтобы извинился как-то поперхнулся смяг и даже дал мне до подпорожья какую-то полудохлую кобылу которая как-то доволокла меня домой но вернуться назад кобыла уже была не в состоянии профессор Авдеев в штабе сверлаговского отделения подобралась группа интеллигенции которая отдавала себе совершенно ясный отчет в схеме советского жития вообще и лагерного в частности для понимания этой схемы лагерь служит великолепным пособием излечивающим самых закоренелых советских энтузиастов я вспоминаю одного из таких энтузиастов небезызвестного филитониста известий Гарри он по какой-то опечатке ГПУ попал в соловки и проторчал там год потом эта опечатка была как-то исправлена и Гарри судорожно шагая из угла в угол московской комнатушки рассказывал чудовищные вещи о великом соловецком истреблении людей и истерически повторял нет 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 зачем мне показали все это зачем мне дали возможность видеть все это ведь я когда-то верил грешный человек я не очень верил Гарри я не очень верил даже своему брату который рассказывал о том же великом истреблении о котором ведь я твердо знал что он вообще не врет казалось естественным известное художественное преувеличение некоторая сгущенность красок вызванная всем пережитым и больше того есть вещи в которые не хочет верить человеческая биология не может верить человеческое нутро если поверить уж очень как-то невесело будет смотреть на божий мир в котором возможны такие вещи Гарри впрочем снова пишет в известиях что ему остается делать группа интеллигенции заседавшая в штабе свирлага уже видела все это видела все способы истребительной эксплуатационной системы лагерей и у нее не оставалось ни иллюзии о советском рае невозможности из него выбраться и у нее была очень простая политическая платформа в этой гигантской мясорубке сохранить во-первых свою собственную жизнь и во-вторых жизнь своих ближних для этого нужно было действовать спаяно толково и осторожно она жила хуже администрации советского актива ибо если воровали то только в пределах самого необходимого они на пропой души она жила в бараках а не в кабинках в лучшем случае в случайных общежитиях производственном отношении у нее была весьма ясная установка добиться лучших цифровых показателей и наибольшего количества хлеба цифровые показатели расхлебывал потом сев заплес и прочие лесы хлеб иногда удавалось урывать иногда и не удавалось вот в этой группе я и рассказывал о своей встрече с Авдеевым план был выработан быстро и с полным знанием обстановки борис в течение одного дня извлек Авдеева из 19 квартала в свою слабосилку а штаб в тот же день извлек Авдеева из слабосилки к себе для Авдеева это значило 700 грамм хлеба вместо 300 а в условиях лагерной жизни лишний фунт хлеба никак не может измеряться его денежной ценностью лишний фунт хлеба это не разница в 2 копейки золотом а разница между жизнью и умиранием история Авдеева вечером Авдеев уже прошедший баню и вышибойку сидел у печки в нашей избе и рассказывал свою стандартно жуткую историю был преподавателем математики в Минске брата арестовали и расстреляли за шпионаж в приграничных местах это делается совсем легко и просто его с дочерью сослали в концлагерь в Кейм жену в вишерский концлагерь жена умерла в вишере неизвестно от чего дочь умерла в Кеми от знаменитой кемской дизонтерии Авдеев с трудом подбирал слова точно он отвык от человеческой речи она была видителю музыканшей можно сказать даже композиторшей в Кеми прачкой работала знаете в лагерной прачечной 58-6 никуда не устроится маленькая прачечная она и еще 13 женщин все ну как-то ну проститутки такие знаете ли они собственно и в лагере больше тем самым и занимались ну конечно как там было Оленьки ведь 18 лет ей было ну вы сами можете себе представить да неровное пламя печки освещало лицо старика покрытое пятнами отмороженных мест одного уха не было вовсе иссохшие губы шевелились медленно с трудом так что может быть господь вовремя взял Оленьку к себе чтобы сама на себя рук не наложила однако вот говорите проститутки а вот добрая душа нашлась же я работал щитоводом на командировке одной верстах двадцати от кими это тоже не легче прачечной или просто каторги только я был прикован не к тачке а к столу на нем спал на нем ел за ним сидел по пятнадцать двадцать часов сутки верите ли по целым неделю вставал из-за стола только в уборную такая была работа ну и начальник зверь зверь а не человек так вот значит была все-таки добрая душа одна ну из этих самых проституток и вот говорит нам по телефону в командировку нашу значит вы говорит Авдеев да говорю я а у самого предчувствие что ли ноги сразу так ослабели стоять не могу да говорю я Авдеев это спрашивает ваша дочка у нас на кемской прачечной работает да говорю моя дочка так вот говорит ваша дочка дезонтерии при смерти вас хочет видеть если к вечеру притопать говорит то может еще застаньте а может и нет а меня ноги уж совсем не держит пошарил рукой табуретку да так и свалился да еще телефон оборвал но полили меня водой очнулся прошу начальника отпустить бога ради на одну ночь дочь умирает какое зверь а не человек здесь говорит тысячи умирает тут вам не курорт тут не институт благородных девиц мы говорит изо всякой бляди так и сказал ей богу не можем говорит нашу отчетность срывать вышел я на улицу совсем как помешанный ноги знаете как без костей но думаю будь что будет ночь снег тает темно пошел я в кемь шел шел запутался под утро пришел нету шоленьки утром меня тут же у покойницкой арестовали за побег и на лес изготовки даже на Оленьку не дали посмотреть старик уткнулся лицом в колени и плечи его затряслись от глухих рыданий я подал ему стакан капустного рассола он выпил вероятно не разбирая что именно пьет разливая рассол на грудь и на колени зубы трещоткой стучали по краю стакана Борис не все но вот я не знаю удивился я удивился и хотел спросить почему именно напрасно но Авдеев торопливо прервал меня вы ради бога не подумайте что я чего-нибудь такое я конечно вам очень очень благодарен я понимаю что у вас были самые возвышенные намерения слово возвышенные прозвучало как-то странно не то какой-то ни ко времени возвышенный стиль не то какая-то очень горькая ирония самое обыкновенное намерение Фанасий Степанович да-да я понимаю снова заторопился Авдеев ну конечно простое чувство человечности ну конечно некоторые так сказать солидарность культурных людей и опять в голосе Авдеева прозвучали нотки какой-то горькой иронии а вы поймите с вашей стороны это только жестокость совершенно ненужная жестокость я признаться несколько растерялся и Авдеев посмотрел на меня с видом человека который надо мной над моими кулаками одержал какую-то противоестественную победу вы пожалуйста не обижайтесь не считайте что я просто неблагодарная сволочь или сумасшедший старик хотя я конечно сумасшедший старик стал путаться Авдеев вы ведь сами знаете я моложе вас но пожалуйста поймите что я теперь ну куда я гожусь я ведь совсем развалена вы вот видите что пальцы у меня подваливались он протянул свою руку и пальцев на ней действительно почти не было но раньше я как-то этого почти не заметил от Авдеева шел все время какой-то трупный запах я думал что это запах его гниющих отмороженных щек носа ушей оказалось что гнилая рука вот пальцы вы видите но я весь насквозь гнил у меня сердце вот как эта рука теперь смотрите я потерял брата потерял жену потерял дочь единственную дочь больше в этом мире у меня никого не осталось шпионаж какая дьявольская чепуха брат был микробиологом и никуда из лаборатории не вылазил а в Польше остались родные вы знаете все эти границы через уезды и села ну переписка прислали какой-то микроскоп вот и пришили дело шпионаж это я то с моей Оленькой крепости снимали что ли вы понимаете Иван Лукьянович что теперь то мне уж совсем нечего скрывать теперь я был бы счастлив если бы этот шпионаж действительно был тогда было бы оправдание не только им но и мне мы недаром отдали бы свои жизни и подыхая я бы знал что я хоть что-нибудь сделал против этой власти дьявола он сказал не дьявола а именно дьявола как-то подчеркнуто и малость по церковному я знаете не был религиозным ну конечно разве я мог верить в такую чушь как дьявол да вот теперь я верю я верю потому что я его видел потому что я его вижу я его вижу на каждом лакпункте и он есть Иван Лукьянович он есть это не поповские выдумки это реальность это научная реальность мне как-то стало жутко несмотря на мои кулаки Юра даже как-то поледенел в этом полуживом и полусгнившем математике видавшем дьявола на каждом лакпункте и проповедующем нам реальность его бытия было что-то апокалиптическое отчего по спине пробегали мурашки я представил себе все эти сотни девятнадцатых кварталов раскинутых по двум тысячам верст непроглядной карельской тайги придавленной полярными ночами все эти тысячи бараков где на кучках гнилого тряпья ползают полусгнившие обсыпанные в шою люди и мне показалось что это не вьюга бьется в окна избы а ходят кругом и торжествующий гогочит дьявол тот самый которого на каждом лакпункте видел Авдеев дьявол почему-то имел облик Якименки так вот видите продолжал Авдеев передо мной еще восемь лет вот таких лакпунктов ну скажите по совести Борис Лукьянович ну вот вы врач скажите по совести как врач есть ли у меня хоть малейшие шансы хоть малейшие доли вероятности что я эти восемь лет переживу Авдеев остановился и посмотрел на брата в упор и в его взгляде я снова уловил искорки какой-то странной победы вопрос застал брата врасплох ну Афанасий Степанович вы успокойтесь наладите какой-нибудь более или менее нормальный образ жизни начал брат и в его голосе не было глубокого убеждения ага ну так значит я успокоюсь потеряв все что у меня было в этом мире все что у меня было близкого и дорогого я значит успокоюсь вот попаду в штаб сяду за стол и успокоюсь так что ли да и как это вы говорили нормальный образ жизни нет нет я понимаю не перебивайте пожалуйста заторопился Авдеев я понимаю что пока я нахожусь под высоким покровительством ваших кулаков я быть может буду иметь возможность работать меньше 16 часов в сутки но я ведь и 8 часов не могу работать вот этими этими он протянул руку и пошевелил огрызками своих пальцев ведь я не смогу и потом не могу же я рассчитывать на все 8 лет вашего покровительства высокого покровительства ваших кулаков Авдеев говорил же с каким-то истерическим сарказмом нет пожалуйста не перебивайте Иван Лукьянович я не собирался перебивать и сидел оглушенный истерической похоронной логикой этого человека я вам очень благодарен Иван Лукьянович за ваши благородные чувства во всяком случае но вы помните Иван Лукьянович как это я стоял перед вами и растягивал свои кальсоны и как вы по благородству своего характера соизволили с меня этих кальсон последних кальсон не стянуть нет нет пожалуйста не перебивайте дорогой Иван Лукьянович я понимаю что не стаскивая с меня кальсон вы рисковали своими может быть больше чем кальсонами своими кулаками как это называется бездействия власти что ли власти снимать с людей последние кальсоны Авдеев задыхался и судорожно хватал воздух открытым ртом ну брось Афанасий Степанович начал было я нет нет Иван Лукьянович я не брошу ведь вы же меня не бросили там на помойной яме девятнадцатого квартала не бросили он как-то странно пожалуй с какой-то мстительностью посмотрел на меня опять схватил воздух открытым ртом и сказал глухо и тяжело а я ведь там был уже успокоился я там уж совсем был отупел отупел как полено он встал и нагибаясь ко мне дыша мне в лицо своим трупным запахом сказал раздельно и твердо здесь можно жить только отупевший только отупевший только не видя того как над лакпунктами пляшет дьявол как корчатся люди под его пляской я там умирал вы сами понимаете я там умирал вы говорите правильный образ жизни но разве дьявол насытится скажем ведром моей крови а он ее потребует всю дьявол социалистического строительства требует всей вашей крови всей до последней капли и он ее выпьет всю вы думаете ваш кулак впрочем я знаю вы сбежите да конечно вы сбежите но куда вы от него сбежите камо бегу от лица твоего и от духа твоего камо уйду меня охватывала какая-то гипнотизирующая жуть мистическая и прозаическая в одно время отпадет этот математик с дьяволом на каждом лакпункте пророчествовать о нашем бегстве где-нибудь не в этой комнате нет вы не беспокойтесь Иван Лукьянович сказал Авдеев словно угадывая мои мысли я не такой сумасшедший это ваше дело удастся сбежать дай бог дай бог но куда продолжал он раздумчиво но куда а конечно за границу за границу ну что ж кулаки у вас есть вы может быть пройдете мне становилось совсем жутко от этих сумасшедших пророчеств вы может быть пройдете и предоставите мне тут проходить сызного все ступени отупения и умирания вы вытащили меня только для того чтобы я опять начал умирать сызного чтобы я опять прошел всю эту агонию ведь вы понимаете что у меня только два пути в свирь в прорубь или снова на девятнадцатый квартал раньше или позже на девятнадцатый квартал он меня ждет он меня не перестанет ждать и он прав другого пути у меня нет даже для пути в прорубь нужны силы и значит опять по всем ступенькам вниз но иван лукьянович пока я снова дойду до этого тупения ведь я что-то буду чувствовать ведь все-таки агонизировать это не так легко но прощайте иван лукьянович я побегу спасибо вам спасибо 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 и я сидел оглушенный Авдеев ткнул было мне свою руку но потом как-то отдернул ее и пошел к дверям да погодите Афанасий Степанович очнулся Борис нет нет пожалуйста не провожайте я сам найду дорогу здесь до барака близко я ведь до кемии дошел тоже была ночь меня вел дьявол Авдеев выскочил в сене а за ним вышел брат донеслись их заглушенные голоса в юго резко хлопнуло дверью и стекла в окнах задребезжали мне показалось что под окнами снова ходит этот Авдеевский дьявол и выстукивает железными пальцами какой-то третий звонок мы с Юрой сидели и молчали через немного минут вернулся брат он постоял посредине комнаты засунув руки в карманы потом подошел и уставился в занесенное снегом окно сквозь которое ничего не было видно в черную вьюжную ночь поглотившую Авдеева послушай Ватик спросил он у тебя деньги есть есть а что сейчас хорошо бы водки литра по два на брата сейчас для этой водки я не пожалел бы загнать свои последние кальсоны под крыльями авдеевского дьявола борис собрал деньги и исчез к какой-то бабе мужа которую он лечил от пулевой раны полученной при каких-то таинственных обстоятельствах лечил нелегально конечно сельского врача здесь не было лагерный за связь с местным населением рисковал получить три года прибавки к своему сроку отсидки впрочем при данных условиях прибавка срока бориса ни в какой степени не смущала борис пошел и пропал мы с юрой сидели молча тупо глядя на прыгающие полами печки говорить не хотелось за окном метались снежные привидения в юге где-то среди них еще может быть брел к своему бараку человек со сгнившими пальцами с логикой сумасшедшего и с проницательностью одержимого но брел ли он к бараку или к проруби ему в самом деле было проще брести к проруби ему было бы спокойнее что греха таить было бы спокойнее мне его сумасшедшее пророчество насчет нашего бегства сказанное где-нибудь в другом месте могло бы иметь для нас катастрофические последствия мне казалось что на варей шапка горит что всякий маломальский толковый чекист должен по одним физиономиям нашим установить наши преступные наклонности к побегу так я думал до самого конца чекистскую проницательность я несколько преувеличил но этот страх разоблачения и гибели оставался всегда если такую штуку мог сообразить Авдеев то почему ее не может сообразить скажем Якименко не этим ли объясняется Якименковская корректность и прочее дать нам возможность подготовиться выйти и потом насмешливо сказать ну что ж поиграли довольно пожалуйте к стенке ощущение почти мистической беспомощности некоего невидимого но весьма недреманного ока которое насмешливо прищурившись не спускает с нас своего взгляда было так реально что я повернулся и увидел темные углы нашей избы но изба была пустая да нервы все-таки сдают Борис вернулся и принес две бутылки водки Юра встал зябко кутаясь в бушлат налил в котелок воды и поставил в печку расстелили на полу у печки газетный лист Борис выложил из кармана несколько соленых окуньков полученных им на предмет санитарного исследования из посылки мы достали кусок сала который был уже забронирован для побега и трогать который не следовало бы Юра снова уселся у печки не обращая внимания даже и на сало водка его вообще не интересовала его глаза под темной оправой очков казались проваливающимися куда-то в самую глубину черепа Боба спросил он не отрывая взгляда от печки не мог бы ты устроить его в лазарет надолго сегодня мы приняли семнадцать человек с совсем отмороженными ногами сказал помолчав Борис еще пять саморубов но тех вообще приказаны не принимать и даже не перевязывать как и перевязывать нельзя нельзя чтобы неповадно было мы помолчали Борис налил две кружки и из вежливости предложил Юре Юра брезгливо поморщился так что же ты с этими саморубами сделал сухо спросил он положил в покойницкую где ты от бама отсижился и перевязал продолжал допрашивать Юра а ты как думаешь неужели с некоторым раздражением спросил Юра этому Авдееву совсем уж никак нельзя помочь нельзя категорически объявил Борис Юра передернул плечами и нельзя по очень простой причине у каждого из нас есть возможность выручить несколько человек не очень много конечно эту ограниченную возможность мы должны использовать для тех людей которые имеют хоть какие-нибудь шансы стать на ноги Авдеев не имеет никаких шансов тогда выходит что вы с Ватиком глупо сделали что вытащили его с девятнадцатого квартала это сделал не я Ватик я этого Авдеева тогда в глаза не видал а если бы видал ничего не сделал бы Ватик просто поддался своему мягкосердию интеллигентские сопли иронически переспросил я именно отрезал Борис мы с Юрой переглянулись Борис мрачно раздирал руками высохшую в ремень колючую рубежку так что наши бамовские списки по-твоему тоже интеллигентские сопли с каким-то вызовом спросил Юра совершенно верно ну Боба ты иногда такое загнешь что слушать противно а ты не слушай Юра передернул плечами и снова уставился в печку а можно было бы не покупать этой водки и купить Авдееву четыре кило хлеба можно было бы что ж спасут его эти четыре кило а спасет нас эта водка мы пока нуждаемся не в спасении а в нервах мои нервы хоть на одну ночь отдохнут от лагеря ты вот работал со списками а я работаю с саморубами Юра не ответил ничего он взял окунка и попробовал разорвать его но в его пальцах из ссохших как этот окунек силы не хватило Борис молча взял у него рыбешку и разорвал ее на мелкие клочья Юра ответил иронически спасибо повернулся к печке и снова уставился в огонь несколько погодя он спросил резко и сухо так все-таки почему же бамовские списки это интеллигентские сопли Борис помолчал вот видишь ли Юрчик поставим вопрос так у тебя допустим есть возможность выручить от бама икс человек вы выручали людей которые все равно не жильцы на этом свете и следовательно посылали людей которые еще могли бы прожить какое-то время если бы не поехали на бам или будем говорить так у тебя есть выбор послать на бам Авдеева или какого-нибудь более или менее здорового мужика на этапе Авдеев помрет через неделю здесь он помрет скажем через полгода больше и здесь не выдержит мужик оставшись здесь просидел бы свой срок вышел бы на волю ну и так далее а после бамовского этапа он станет инвалидом и срока своего думаю не переживет так вот что лучше и что человечнее сократить ли агонию Авдеева или начать агонию мужика вопрос шел не о замене одних людей другими сказал он наконец всех здоровых все равно послали бы но вместе с ними послали бы и больных не совсем так но допустим так вот эти больные у меня сейчас вымирают в среднем человек по 30 в день если стоять на твоей точке зрения вмешался я то не стоит и сангородка городить все равно только отсрочка агонии сангородок это другое дело он может стать постоянным учреждением я ведь не возражаю против твоего городка я не возражал и против ваших списков но если смотреть в корень вещей то и списки городок в конце концов ерунда тут вообще ничем не поможешь все это для очистки совести больше ничего единственное что реально нужно драпать а ватик все тянет мне не хотелось говорить ни о бегстве ни о том трагическом для русских людей лозунге чем хуже тем лучше теоретически конечно оправдан всякий саботаж чем скорее все это кончится тем лучше но на практике саботаж оказывается психологически невозможным ничего не выходит теоретически борис прав на авдеева нужно махнуть рукой а практически я думаю сказал я что пока я торчу в этом самом штабе я смогу устроить авдеева так чтобы он ничего не делал дядя ваня сурово сказал борис на медгору все кнопки уже нажаты не сегодня завтра нас туда перебросят и тут уж мы ничего не поделаем твоя публика из сверлаговского штаба тоже через месяц сменится и авдеева после некоторой передышки снова выкинут догнивать на девятнадцатый квартал ты жалеешь потому что еще только два месяца в лагере и ты в сущности ни черта еще не видал что ты видал был ты на сплаве на лесосеках на штрафных лагпунктах на настоящих штрафных лагпунктах нигде ты еще кроме своего урча не был когда я вам в солтыковке рассказывал о словках так Юльчик чуть не в глаза мне говорил что я не то преувеличиваю не то вру вот еще посмотрим что нас там на севере в ББК ожидает ни черта мы по существу сделать не можем одно самоутешение мы не имеем права тратить своих нервов на Авдеева что мы можем сделать одно мы можем сделать сохранить и собрать все свои силы бежать и там за границей тыкать в нос всем тем идиотам которые вопят о советских достижениях что когда эта желанная великая революция придет к ним то они будут дохнуть точно так же как дохнет сейчас Авдеев что их дочери пойдут стирать белье в Кеми станут лагерными проститутками что трупы их сыновей будут выкидываться из вагонов Бориса видимо прорвало он сжал в кулаке окунька и нещадно мял его в пальцах эти идиоты думают что за их теперешнюю ливизну за словословие за лизание сталинских пяток им потом дадут персональную пенсию они где будут первыми людьми своей страны первым человеком из этой сволочи будет тот кто сломает всех остальных как Сталин сломал и Троцкого и прочих сукины дети уж после наших эсеров меньшевиков Раковских Муравьевых и прочих можно было бы хоть чему-нибудь научиться нужно им сказать что когда придет революция то мистер Эрио будет сидеть в подвале дочь его в лагерной прачечной сын на том свете а заправлять будут Сталин и стародубцев вот что мы должны сделать и нужно бежать как можно скорее не тянуть и не вожжаться с Авдеевыми чертовой матери Борис выспал на стол остатки измятой рыбешки и вытер платком окровавленную колючками ладонь Юра искоса посмотрел на его руку и опять уставился в огонь я думал о том что пожалуй действительно нужно не тянуть но как лыжи снег засыпанные снегом леса незамерзающий горный ручьин ну его к черту хотя бы один вечер не думать обо всем этом Юра как будто уловил мое настроение как-то не очень логично спросил мечтательно смотря в печку но неужели настанет наконец время когда мы не будем видеть всего этого как-то не верится разговор перепрыгнул на будущее которое казалось одновременно и таким возможным таким невероятным о будущем по ту сторону Авдеевский дьявол перестал бродить перед окнами опасности побега перестали сверлить мозг на другой день один из моих сверлаговских сослуживцев ухитрился устроить для Авдеева работу сторожем на еще не существующей сверлаговской телефонной станции из своей станции ББК уволок все включая и оконные стекла послали курьера за Авдеевым но тот его не нашел вечером в нашу берлогу ввалился Борис и мрачно сообщил что с Авдеевым все устроено ну вот я ведь говорил обрадовался Юра если поднажать можно все устроить Борис помялся и посмотрел на Юру крайне неодобрительно только что подписал свидетельство о смерти вышел от нас запутался что ли днем нашли его в сугробе за электростанцией нужно было вчера проводить его все-таки Юра замолчал и съежил сын Борис подошел к окну и снова стал смотреть в черный прямоугольник в южной ночи последние дни под порожья из Москвы из ГУЛАГа пришла телеграмма лагер лагерный пункт ПОГРа со всем его населением и инвентарем считать за ГУЛАГом запретить всякие переброски с лагпункта об этой телеграмме мне в штаб свирьлага позвонил Юра и тон Юры был растерянный и угнетенный к этому времени всякими способами были как выражался Борис нажаты все кнопки на Медгору это означало что со дня на день из Медгоры должны привести требования на всех нас троих но Борис фигурировал в списках живого инвентаря ПОГРы ПОГРа закреплена за ГУЛАГом из под высокой руки ГУЛАГа выбираться было не так просто как из свирьлага в ББК или из ББК в свирьлаг значит меня и Юру заберут под конвоем в ББК а Борис останется тут это одно второе из-за этой телеграммы угрожающей тенью вставала мадмуазель Шац которая со дня на день могла приехать ревизировать свои новые владения и укращать Бориса своим махоркой и своим кольтом Борис сказал надо бежать не откладывая ни на один день я сказал нужно пробовать извернуться нам не удалось ни бежать ни извернуться вечером в день получения этой телеграммы Борис пришел в нашу избу мы продискуссировали еще раз вопрос о возможном завтрашнем побеге не пришли ни к какому соглашению и легли спать ночью Борис попросил у меня кружку воды я подал воду и пощупал пульс пульс у Бориса был под 120 это был припадок его старинной малярии вещь которая в России сейчас чрезвычайно распространена проект завтрашнего побега был ликвидирован автоматически следовательно оставалось только изворачиваться мне было очень неприятно обращаться с этим делом к Надежде Константиновне женщина переживала трагедию почище нашей я попробовал ничего не вышло Надежда Константиновна смотрела на меня пустыми глазами и махнула рукой ах теперь мне все безразлично у меня не хватило духу настаивать 15 марта вечером мне позвонили из ликвидкома и сообщили что я откомандировываюсь обратно в ББК я пришел в ликвидком оказалось что на нас двоих меня и Юру пришло требование из медгоры в числе еще восьми человек интеллигентного живого инвентаря который ББК забирает себе отправка завтра в шесть часов утра сейчас я думал что болезнь Бориса была везением сейчас после опыта 16 суток ходьбы через карельскую тайгу я уже знаю что зимой бы не прошли бы тогда я этого еще не знал болезнь Бориса была снова как какой-то рог как удар которого мы не могли не предусмотреть не предотвратить но списки были уже готовы конвой уже ждал нас и оставалось только одно идти по течению событий утром мы суровые почти молча попрощались с Борисом коротко и твердо условились о том что где бы мы ни были 28 июля утром мы бежим больше об этом ничего не было сказано перекинулись несколькими незначительными фразами кто-то из нас попытался было даже делано пошутить но ничего не вышло Борис с трудом поднялся снар проводил до дверей и на прощание сунул мне в руку какую-то бумажку после прочтешь я зашагал не оглядываясь зачем оглядываться и так еще одно последнее прощание оно было не первым но сейчас какие шансы что нам удастся бежать всем трем подавленность и более этих минут мне показалось что шансов никаких или почти никаких мы шли по темным еще улицам под порожья и в памяти упорно вставали наши предыдущие последние прощания в ленинградском ГПУ полгода тому назад на Николаевском вокзале в Москве в ноябре 1926 года когда Бориса за его скаутские грехи отправляли на пять лет в Соловки помню уже с утра голодного и дождливого на Николаевском вокзале собралась толпа мужчин и женщин друзей родных тех которых в тот день должны были пересаживать с черного ворона Лубянки на арестантский поезд на Соловки вместе со мною была жена брата Ирина и его первенец которого Борис еще не видал семейное счастье Бориса длилось всего пять месяцев никто из нас не знал ни времени когда привезут заключенных ни места где их будут перегружать в те добрые старые времена когда ГПУ скидеррор еще не охватывал миллионов как он охватывает сейчас погрузочные операции еще не были индустриализированы ГПУ еще не имело своих погрузочных платформ какие оно имеет сейчас возникали и исчезали слухи толпа провожающих металась по путям платформам и тупичкам бледные безмерно уставшие женщины кто с узелком кто с ребенком на руках то бежали куда-то к посту второй версты то разочарованные бессильно плелись обратно потом новый слух и толпа точно в панике опять устремляется куда-то на вокзальные задворки даже я устал от этих путешествий по стрелкам и по лужам закутанный в одеяло ребенок оттягивал даже мои онемевшие руки но эти женщины казалось не испытывали усталости их вела любовь так промотались мы целый день наконец поздно вечером часов около одиннадцати кто-то прибежал и крикнул безут все бросились к тупичку на который уже подали арестантские вагоны тогда это были вагоны настоящие классные хотя и с решетками но вагоны они бесконечные телячьи составы как сейчас первый ворон молодцевато описал круг повернулся задом к вагонам конвой выстроился двойной цепью дверцы ворона раскрылись и из него в вагоны потянулась процессия страшных людей людей сжеванных голодом и ужасом тоской за близких и ужасом соловков острова смерти шли какие-то люди в священческих рясах люди в военной форме люди в очках и без очков с бородами без усы в неровном свете раскачиваемых ветром фонарей сквозь пелену дождя мелькали неизвестные мне лица шедшие вероятнее всего на тот свет и вот полусогнувшись из дверцы ворона выходит Борис в руках мешок с нашей последней передачей вещи и провиант лицо стало бледным как бумага пять месяцев одиночки без прогулок свиданий и книг но плечи так же массивны как и раньше он выпрямляется и своими близорукими глазами ищет меня Ирину я кричу черра Бобби английский не унывай Бобби Борис что-то отвечает но его голоса не слышно не я один бросаю такой может быть прощальный крик Борис выпрямляется на его лице бодрость которую он хочет внушить нам он подымает руку но думаю он нас не видит темно и далеко через несколько секунд его могучая фигура исчезает в рамке вагонной двери сердце сжимается ненавистью и болью но господи идут еще 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 вот какие-то девушки в косыночках в ситцевых юбочках без пальто без одеял безо всяких вещей какой-то юноша лет семнадцати в одних только трусиках и тюремных котах калошах голова и туловище закутаны каким-то насквозь продырявленным одеялом еще юноша почти мальчик в стоптанных тапочках без рукавки без ничего больше этих детей в таком виде шлют в словки что они шестнадцатилетние сделали чтобы их обрекать на медленную и мучительную смерть есть шансы у них вырваться живыми из словецкого ада личную боль перехлестывает что-то больше ну что борис с его физической силой жизненным опытом с моей финансовой прочей поддержкой с волей у меня есть чем поддержать и пока у меня есть кусок хлеба он будет и у бориса борис может быть пройдет через ад но у него есть шансы пройти и выйти какие шансы у этих детей откуда они что сталось с их родителями почему они здесь полуголые без вещей без продовольствия где отец вот этой пятнадцати шестнадцатилетней девочки которая ослабевшими ногами пытается переступать с камня на камень чтобы не промочить своих изодранных полотняных туфелек у нее в руках ни одной тряпочки а в лице ни кровинки кто ее отец контрреволюционер ли уже ликвидированный как класс священник ли уже таскающий бревна в ледяной воде белого моря меньшевик ли замешанный в шпионаже и ликвидирующий свою революционную веру в камере какого-нибудь страшного суздальского изолятора но процессия уже закончилась вороны ушли вагонов стоит караул вагонов не так и много всего пять штук я тогда еще не знал что в 1933 году будут слать не вагонами а поездами публика расходится мы с Ириной еще остаемся Ирина хочет продемонстрировать Борису своего потомка я хочу передать еще кое-какие вещи и деньги в дипломатические переговоры с караульным начальником вступает Ирина с потомком на руках я остаюсь на заднем плане молодая мать с двумя длинными косами и с малюткой конечно подействует гораздо сильнее чем вся моя советская опытность начальник конвоя звеня шашкой спускается со ступенек вагона не полагается да раз уж такое дело берет на руки сверток с первенцем ишь ты какой он у меня тоже малец вроде этого есть только постарше но не ори не ори не съем сейчас папаша тебя покажем начальник конвоя со свертком в руках исчезает в вагоне нам удается передать Борису все что нужно было передать и все это уже в прошлом сейчас снова боли тоска и тревога но сколько раз был последний раз который не оказывался последним может быть и сейчас вывезет от подпорожья мы под небольшим конвоем идем к станции начальник конвоя развеселый и забубенного вида паренек лет двадцати заключенный попавший сюда на пять лет за какое-то убийство связанное с превышением власти пареньку очень весело идти по освещенному ярким солнцем и уже подтаявшему снегу он болтает поет то начинает рассказывать какие-то весьма путанные истории из своей милицейской конвойной практики то снова заводит высоким голоском ой на горе тайжин цежнуть он даже пытается рассеять мое настроение как это не глупо но это ему удается на станции он для нас восьмерых выгоняет полвагона пассажиров нужно чтобы нашим арестантикам место было те сволочи каждый день в своих постелях дорыхают надо и нам буржуям проехаться поехали я вытаскиваю письмо бориса прочитываю его и выхожу на площадку вагона чтобы никто не видел моего лица холодный ветер сквозь разбитое окно несколько успокаивает душу минут через десять на площадку осторожненько входит начальник конвоя чего это вы себя грызете нашему брату жить надо так день прожил пол-литровку выдал бабу тиснул ну и давай господи до другого дня но тут главное ни о чем не думать не думай вот тебе весь сказ у начальника конвоя оказалась более глубокая философия чем я ожидал вечереет я лежу на верхней полке с краю купе за продырявленной дощатой перегородкой уже другой мир вольный мир какой-то деревенский паренек рассказывает кому-то старинную сказку о царевне лебеди слушатели сочувственно охают и вот приходит брат ты мой Иван-царевич к царевне лебеди а сидит та вся заплаканная а перышки у нее серебряные а слезы она льет алмазные и говорит ей тут Иван-царевич не могу я говорит без тебя царевна лебедь ни грудью дышать ни очами смотреть а ему царевна лебедь заколдовала меня говорит злая мачеха не могу я говорит Иван-царевич за тебя замуж пойти да и ты говорит Иван-царевич покеда цел иди ты так такой то матери ишь ты сочувственно охают слушатели советский фольклор несколько рассеивает тяжесть на душе мы подъезжаем к Медгаре подпорожская эпопея закончилась какая в сущности короткая эпопея всего шестьдесят шесть дней какая эпопея ожидает нас в Медгаре шестьдесят Глава 8. Пролетариат Медгора Медвежья гора – столица Беломорско-Балтийского лагеря и комбината. Еще не так давно была микроскопическим железнодорожным поселком, расположенным у стыка Мурманской железной дороги и самой северной оконечностью Онежского озера. С воцарением над Карельской республикой Беломорско-Балтийского лагеря Медгора превратилась в столицу ББК и, следовательно, столицу Карелии. В нескольких сотнях километрах к западу от железной дороги вырос целый городок, плотный и прочно сколоченных из лучшего леса зданий, центральное управление ББК. Его отделы, канцелярии, лаборатории, здания чекистских квартир и общежитий, огромные расположенные отдельно в парке особняк высшего начальства лагеря. На восток от железной дороги раскинул свои привилегированные бараки первый лагпункт. Тут живут заключенные, служащие управления, инженеры, плановики, техники, бухгалтеры, канцеляристы и прочие. На берегу озера, у пристани, второй лагпункт. Здесь живут рабочие многочисленных предприятий лагерной столицы. Мука, Молин, пристани, складов, мастерских, гаража, телефонные и радиостанции, типографии и многочисленные плотничьи бригады, строящие все новые и новые дома, бараки, склады и тюрьмы. Сворачиваться, сокращать свое производство и свое население лагерь никак не собирается. Медвежья гора – это наиболее привилегированный пункт Беломоро-Балтийского лагеря, по-видимому, наиболее привилегированного из всех лагерей СССР. Был даже проект показывать ее иностранным туристам. 19-й квартал показывать бы не стали. В четырех верстах к северу был третий лагпункт, менее привилегированный и уж совсем не для показа иностранным туристам. Он играл роль пересельного пункта. Туда попадали люди, доставленные в лагерь в индивидуальном порядке, перебрасываемые из отделения в отделение и прочее в этом роде. На третьем лагпункте людей держали два-три дня и отправляли дальше на север. Медвежья гора была в сущности самым южным пунктом ББК после ликвидации Подпорожья. Южнее Медгоры остался только незначительный Петрозаводский лагпункт. В окрестностях Медгоры в радиусе 25-30 верст было раскидано еще несколько лагерных пунктов. Огромное оранжерейное хозяйство лагерного совхоза Вичка, где под оранжереями было занято до двух гектаров земли, мануфактурные пошивочные мастерские шестого пункта и верстах в десяти к северу от железной дороги еще какие-то лесные пункты, занимающиеся лесоразработками. Народу во всех этих пунктах было тысяч пятнадцать. В южной части городка был вольный железнодорожный поселок, клуб и базар. Были магазины, был госпирт, был торксин. Словом, все как полагается. Заключенным доступ в вольный городок был воспрещен, по крайней мере официально. Вольному населению воспрещалось вступать в какую бы то ни была связь с заключенными, тоже по крайней мере официально. Неофициально эти запреты нарушались всегда, и это обстоятельство давало возможность администрации время от времени сажать лагерников в ШИЗО, а население в лагерь. Этим способом поддерживать свой престиж. Не зазнавайтесь. Никаких оград вокруг лагеря не было. Мы попали в Медгору в исключительно неудачный момент. Там шло очередное избиение младенцев. Сокращали аппарат. На воле эта операция производится с неукоснительной регулярностью приблизительно один раз в полгода. Теория этих сокращений происходит от того нелепого представления, что бюрократическая система может существовать без бюрократического аппарата. Что власть, которая планирует и контролирует политику и экономику, и идеологию, и географическое размещение промышленности, и мужицкую корову, и жилищную склоку, торговлю с селедкой, и фасон платья, и брачную обувь. Власть, которая, говоря проще, наседает на все и все выслеживает. Что такая власть может обойтись без чудовищно разбухших аппаратов всяческого прожекторства и всяческой слежки. Но такая презумпция существует. Очень долго она оказалась мне совершенно бессмысленной. Потом, въедаясь и вглядываясь в советскую систему, я, кажется, понял, в чем тут зарыта социалистическая собака. Правительство хочет показать, что оно правительство, власть, система. Стоит, так сказать, на вершине всех человеческих достижений. А вот аппарат, извините, сволочной, вот мы, власть, с этим аппаратом и боремся. Уж так боремся, не щадя, можно сказать, животов аппаратных. И если какую-нибудь колхозницу заставляют кормить грудью поросят, то при чем власть? Власть ни при чем. Недостатки механизма, наследие проклятого старого режима, бюрократический подход, отрыв от масс, потеря классового чутья, ну и так далее. Система, во всяком случае, не виновата. Система такая, что хоть сейчас ее на весь мир пересаживай. По части приискания всевозможных и невозможных козлов отпущения, советская власть переплюнула лучших в истории последователей Макеавелли. Но с каждым годом козлы помогают все меньше и меньше. В самую тупую голову начинает закрадываться сомнение. Что ж это вы, голубчики, полтора десятка лет все сокращаетесь и приближаетесь к массам? А как была ерунда, так и осталось. На восемнадцатом году революции женщину заставляют кормить грудью поросят, а над школьницами учиняют массовый медицинский осмотр на предмет установления невинности. И эти вещи могут случаться в стране, которая официально зовется самой свободной в мире. Проклятым старым режимом, наследием крепостничества, вековой темнотой России и прочими несколько мистического характера вещами тут уже не отделаешься. При дореволюционном правительстве, которое исторически все же было ближе к крепостному праву, чем советское, такие вещи были бы просто невозможны. Не потому, чтобы кто-либо запрещал, а потому что никому бы в голову такое не пришло. А если бы и нашлась такая сумасшедшая голова, так ни один врач не стал бы осматривать, а ни одна школьница на осмотр не пошла бы. Да, в России сомнения начинают закрадываться в самые тупые головы. От того-то для этих голов начинают придумывать новые побрякушки. Вот вроде красивой жизни. Некоторые головы в эмиграции начинают эти сомнения изживать. Занятие исключительно своевременное. В мелькании всяких административных мероприятий каждое советское заведение, как планета по орбите, проходит такое коловращение. Сокращение, укропнение, раскрупнение, разбухание. У попа была собака. Когда вследствие предыдущих мероприятий аппарат разбух до такой степени, что ему действительно и повернуться нельзя, начинается кампания по сокращению. Аппарат сокращают неукоснительно, скорострельно, беспощадно и бестолково. Из этой операции он вылезает в таком изуродованном виде, что ни жить, ни работать он в самом деле не может. У него отгрызли все то, что не имело связей, партийного билета, умения извернуться или пустить пыль в глаза. Изгрызенный аппарат временно оставляют в покое со свирепым внушением. Впредь не разбухать. Тогда возникает теория укропнения. Несколько изгрызенных аппаратов соединяются вкупе, как слепой соединяется с глухим. Укропнившись и получив новую вывеску и новые плановые задания, новорожденный аппарат начинает потихоньку разбухать. Когда разбухание достигает какого-то предела, при котором снова не повернуться, не дохнуть, на сцену приходит теория разукрупнения. Укропнение соответствует централизации, индустриализации и вообще масштабам. Разукрупнение выдвигает лозунги приближения. Приближаются к массам, к производству, к женщинам, к быту, к коровам. Во времена пресловутой кроличьей эпопеи был даже выброшен лозунг приближения к бытовым нуждам кроликов. Приблизились. Кролики передохли. Так вот, вчера еще единое, всесоюзное, всеобъемлющее заведение начинает почковаться на отдельные строи, тресты, управления и прочее. Все они куда-то приближаются. Все они открывают новые методы и новые перспективы. Для новых методов и перспектив явственно нужны и новые люди. Строй и тресты начинают разбухать. На этот раз беззастенчиво и беспардонно. Опять же до того момента, когда не повернуться, не дохнуть. Начинается новое сокращение. Так идет вот уже 18 лет. Так идти будет еще очень долго. Ибо советская система ставит задачи, никакому аппарату не посильные. Никакой аппарат не сможет спланировать красивой жизни и установить количество поцелуев, допустимые теорией Маркса, Ленина, Сталина. Никакой контроль не может уследить за каждой селедкой в каждом кооперативе. Приходится нагромождать плановика на плановика, контролера на контролера, сыщика на сыщика и потом планировать и контроль и сыск. Процесс разбухания объясняется тем, что когда в черне установлены планы контроль и сыск, выясняется, что нужно планировать сыщиков и организовать слежку за плановиками. Организуется новый отдел в ГПУ и сыскное отделение в Госплане. В плановом отделе ГПУ организуется собственная сыскная ячейка, а в сыскном отделении Госплана планово-контрольная группа. Каждая гнилая кооперативная селедка начинает обрастать плановиками, контролерами и сыщиками. Такой марки не в состоянии выдержать и гнилая кооперативная селедка. Начинается перестройка. У папа была собака. Впрочем, на воле эти сокращения происходят более или менее безболезненно. Резиновый советский быт приноровился к ним. Как-то выходит, что когда сокращается аппарат А, начинает разбухать аппарат Б. Когда сокращается Б, распухает А. Иван Иванович, сидящий в А и ожидающий сокращения, звонит по телефону Ивану Петровичу, сидящему в Б, начинающему разбухать. Нет ли у вас, Иван Петрович, чего-нибудь такого подходящего? Что-нибудь такое подходящее обыкновенно отыскивается? Через месяцев 5-6 и Иван Иванович и Иван Петрович мирно перекочевывают снова в аппарат А. Так оно и крутится. Особой безработицы от этого не получается. Некоторые углубления всероссийского кабака от всего этого происходящее в общей тенденции развития малозаметно и в глаза не бросается. Конечно, покидая аппарат А, Иван Иванович никому не станет сдавать дел. Просто вытряхнет из портфеля свои бумаги и уйдет. В аппарате Б Иван Иванович 3 месяца будет разбирать бумаги, точно таким же образом вытряхнутые кем-то другим. К тому времени, когда он с ними разберется, его уже начнут укрупнять или разукрупнять. Засидеться на своем месте Иван Иванович не имеет почти никаких шансов, да и засиживаться опасно. Здесь же, собственно говоря, начинается форменный бедлам. Каковому бедламу лично я никакого социологического объяснения найти не могу. Когда в силу какой-то таинственной игры обстоятельств Ивану Ивановичу удается усидеть на одном месте 3-4 года и, следовательно, как-то познакомится с тем делом, на котором он работает, то на ближайшей чистке ему бросят обвинение в том, что он засиделся. Этого обвинения будет достаточно для того, чтобы Ивана Ивановича вышибли вон, правда, без порочащих его добрую советскую честь отметок. Мне, по-видимому, удалось установить всесоюзный рекорд засиживания. Я просидел на одном месте почти 6 лет. Правда, место было, так сказать, вне конкуренции, физкультура. Ей все весьма сочувствуют и никто ничего не понимает. И все же на шестой год меня вышибли. И в отзыве комиссии почистки было сказано буквально. Уволить как засидевшегося малограмотного, не имеющего никакого отношения к физкультуре, заделавшего себя инструктором и ничем себя не проявившего. А госэздад за эти годы выпустил 6 моих руководств по физкультуре. Нет уж, бог с ним, лучше не засиживаться. Засидеться в Медгоре у нас, к сожалению, не было почти никаких шансов. Обстоятельства, которые мы тоже, к сожалению, узнали уже только после нажатия всех кнопок. Медгора свирепо сокращала свои штаты. А рядом с управлением лагеря здесь не было того гипотетического заведения Б, которое, будучи рядом, не могло не разбухать. Инженеры, плановики, бухгалтеры, машинистки вышибались вон. В тот же день переводились с первого лагпункта на третий, два-три дня пилили дрова или чистили колозеты в управлении и исчезали куда-то на север. В Сороку, в Сигежу, в Кемь. Конечно, через месяц-два Медгора снова будет разбухать, и лагерное управление подвластно неизменным законам натуры социалистической. Но это будет через месяц-два. Мы же с Юрой рисковали не через месяц-два, а дня через два-три попасть куда-нибудь в такие места, что из них к границе совсем выбраться будет невозможно. Эти мысли, соображения и перспективы лезли мне в голову, когда мы по размокшему снегу под дождем и под конвоем нашего забубенного чекиста топали со станицей в Медгорске УРЧ. Юра был настроен весело и боеспособно, и даже напевал, что УРЧ грядущий нам готовит. Ничего путного от этого грядущего УРЧа ждать не приходилось. Третий лагпункт УРЧ Медгорского отделения приблизительно такое же завалящее отвратное заведение, каким было и наше Подпорожское. Между нарядчиком УРЧ и нашим начальником конвоя возникает дискуссия. Конвой сдал нас и получил расписку. Но у нарядчика УРЧ нет конвоя, чтобы переправить нас на третий лагпункт. Начальник требует, чтобы туда доставил нас наш Подпорожский конвой. Начальник конвоя растекается соловьиным матом и исчезает. Нам, следовательно, предстоит провести ночь в новых УРЧевских закоулках. Возникает перебранка, в результате которой мы получаем сопроводительную бумажку для нас из сани для нашего багажа. Идем самостоятельно, без конвоя. На третьем лагпункте часа три тыкаемся от лагпунктерского УРЧ к начальнику колонны, от начальника колонны к статистикам, от статистиков к каким-то старостам и, наконец, попадаем в барак номер девятнадцать. Это высокий и просторный барак, намного лучше, чем на Погре. Горит электричество. Окон раза в три больше, чем в Погровских бараках. Холод совсем собачий, ибо печек только две. Посредине одной из длинных сторон барака нечто вроде ниши с окном. Там красный уголок. Стол покрыт кумачом. На столе несколько агитационных брошюрок, на стенах портреты вождей и лозунги. На нарах много пустых мест. Только что переправили на север очередную партию сокращенной публики. Дня через три-четыре будут отправлять еще один этап. В него рискуем попасть и мы. На давлее дневе злоба его. Пока что нужно спать. Нас разбудили в половине шестого. Идти в Менгору на работу. Но мы знаем, что ни в какую бригаду мы еще не зачислены, и поэтому повторяем наш Погровский прием. Выходим, околачиваемся по уборным, пока колонны не исчезают, и потом снова заваливаемся спать. Утром осматриваем Лакпункт. Да, это несколько лучше Погры. Ненамного, но все же лучше. Однако пройти из Лакпункта в Медгору мне не удается. Ограды, правда, нет, но между горой и Лакпунктом речка Вичка, не замерзающая даже в самые суровые зимы. Берегая ее в отвесных сугробах снега, обледенелых от брызг стремительного течения, через такую речку пробираться крайне некомфортабельно, а по дороге к границе таких речек десятки. Нет, зимой бы мы не прошли. На этой речке мост, и на мосту Попка. Нужно получить пропуск от начальника Лакпункта. Иду к начальнику Лакпункта. Тот подозрительно смотрит и отказывает на отрез. Никаких пропусков. А почему вы не на работе? Отвечаю, прибыли в пять утра. Чувствую, что тут спецовским видом никого не проймешь. Мало ли, специалистов проходили через третий Лакпункт, чистка уборных и прочие удовольствия. Методы психологического воздействия здесь должны быть какие-то другие. Какие именно, я еще не знаю. Ввиду этого мы вернулись в свой красный уголок, засели в шахматы. Днем нас приписали к бригаде какого-то Махоренкова. К вечеру из Медгоры вернулись бригады. Публика очень путанная. Несколько преподавателей и инженеров, какой-то химик, много рабочих, еще больше урок. Какой-то урка подходит ко мне и с дружественным видом щупает добротность моей кожанки. Подходящая кожанка. И где это вы ее купили? По роже урки видно ясно. Он подсчитывает, за такую кожанку не меньше, как литров пять перепадет. Обязательно сопру. Урки в бараке. Это хуже холода, тесноты в шее клопов. Вы уходите на работу, ваши вещи и ваше продовольствие остаются в бараке. Вместе с вещами и продовольствием ухитряется остаться какой-нибудь урка. Вы возвращаетесь, и ни вещей, ни продовольствия, ни урки. Через день два урка появляются, ваше продовольствие съедено, ваши вещи пропиты, но в этом пропитии принимали участие не только урки, но и кто-то из местного актива, начальник колонны, статистик, кто-нибудь из ОРЧ и прочее. Словом, взывать вам некому и просить о расследовании тоже некого. Бывалые лагерники говорили, что самое простое, когда человека сразу по прибытии в лагерь оберут, как липкую, человек начинает жить по классическому образцу. Все мое ношу с собой. Нас в погре ограбить не успели в силу обстоятельств уже знакомых читателю, и подвергаться ограблению нам не очень хотелось. Не только в силу, так сказать, обычного человеческого эгоизма, но также и потому, что без некоторых вещей бежать было бы некомфортабельно. Но урки это все-таки актив. Дня два-три мы изворачивались таким образом. Навьючивали на себя еле-ка возможное количество вещей и шли на работу. Потом случилось непредвиденное происшествие. Около нас, точнее над нами, помещался какой-то паренек, лет-то так двадцати пяти. Как-то ночью меня разбудили его стоны. Что с вами? Да, живот болит. Ой, не могу. Ой, прям горит. Утром паренька стали было гнать на работу. Он кое-как сполз с нары, тут же свалился. Его подняли и опять положили на нары. Статистик изрек несколько богохульств и оставил паренька в покое, пообещав все же пайка ему не выписывать. Мы вернулись поздно вечером. Паренек все стонал. Я его ощупал. Даже в масштабах моих медицинских познаний можно было бы догадаться, что на почве неизменных лагерных катаров, гастритов, у паренька что-то вроде язвы желудка. Спросили старшину барака. Тот ответил, что во врачебный пункт уже заявлено. Мы легли спать. И от физической усталости и от непривычных дней, проводимых на чистом воздухе, я заснул, как убитый. Проснулся от холода. Юры нет. Мы с Юрой приноровились спать, прижавшись спиной к спине. В этом положении нашего наличного постельного инвентаря хватало, чтобы не замерзать по ночам. Через полчаса возвращается Юра. Вид у него мрачный и решительный. Рядом с ним какой-то старичок, как потом оказалось доктор. Доктор пытается говорить что-то о том, что он разорваться не может, что ни медикаментов, ни мест в больнице нет. Но Юра стоит над ним эдким коршуном. И вид у Юры профессионального убийцы. Юра говорит угрожающим тоном. Вы раньше осмотрите, а потом уж мы с вами будем разговаривать. Места найдутся. Крайности я к Успенскому пойду. Успенский — начальник лагеря. Доктор не может знать, откуда на горизонте третьего лагпункта появился Юра и какие у него были или могли быть отношения с Успенским. Доктор тяжело вздыхает. Я говорю о том, что у паренька, по-видимому, язва привратника. Доктор смотрит на меня подозрительно. Да, нужно бы везти в больницу. Ну что ж, завтра пошлем санитаров. Это завтра, говорит Юра. А парня надо отнести сегодня. Несколько урок уже столпились у постели болящего. Они откуда-то в один момент вытащили старые рваные окровавленные носилки, и у доктора никакого выхода не оказалось. Парня взвалили на носилки, и носилки в сопровождении Юры, доктора и еще какой-то шпаны потащились куда-то в больницу. Утром мы по обыкновению стали вьючить на себя необходимейшую часть нашего имущества. К Юре подошел какой-то чрезвычайно ясно выраженный урка. Остановился перед нами, потягивая свою цигарку и лихо сплевая. — Это чё, пахан твой? — спросил он Юру. — Какой пахан? — Ну, батько, отец, человечего языка не понимаешь? — Отец. — Так, значит, вот чё. Насчет барахла вашего, не бойтесь. Никто ни шпинта не возьмёт, будьте покойнички. Парнишка-то этот с нашей шпаны, так что вы нам, а мы вам. О твердости урочих обещаний я кое-что слыхал, но не очень этому верил. Однако Юра решительно снял своё барахло, и мне ничего не оставалось, как последовать его примеру. Если уж оказывать доверие, так без запинки. Урка посмотрел на нас одобрительно, ещё сплюнул и сказал. — А ежели кто тронет, скажите мне. Тут тебе не третий отдел. Найдём в раз. Урки оказались действительно не третьим отделом и не активистами. За всё время нашего пребывания в Медгоре у нас не пропало ни одной тряпки. Даже после того, как мы перебрались из третьего логпункта. Таинственная организация Урок оказалась, так сказать, вездесущей. Нечто вроде китайских тайных обществ, нищих и бродяг. Несколько позже Юра познакомился ближе с этим миром, оторванным от всего человечества и живущим по своим таинственным жестоким законам. Но пока что за свои вещи мы могли быть спокойны. На чернорабочем положении. Нас будет в половине шестого утра. На дворе ещё тьма. В этой тьме выстраиваются длинные очереди лагерников за свои порции утренней каши. Здесь порции раза в два больше, чем в подпорожье. Так всякий советский быт тучнеет по мере приближения к начальственным центрам и тащает по мере удаления от них. Потом нас выстраивают по бригадам, и мы топаем кто куда. Наша бригада идёт в Медгору, в распоряжение комендатуры управления. Приходим в Медгору. На огромной площади управленческого городка разбросаны здания, службы, склады. Всё это выстроено намного солиднее лагерных бараков. Посредине двора фантастического вида столб. И на столбе он амбюст Дзержинского, так сказать, основателя здешних мест и благодетеля здешнего населения. Наш командир исчезает в двери комендатуры и оттуда появляется в сопровождении какого-то мрачного мужчины в лагерном бушлате с длинными висячими усами и изрытым оспой лицом. Мужчина презрительным оком оглядывает нашу разнокалиберную, но в общем довольно рваную шеренгу, нас человек тридцать, одни отправляются чистить снег, другие рыть ямы для будущего ледника чехисской столовой. Мрачный мужчина, распределив всю шеренгу, заявляет. А вот у вас двое, которые в очках. Берите лопаты и айда за мной. Мы берем лопаты и идем. Мрачный мужчина широкими шагами перемахивает через кучи снега, ссора, опилок, досок и черт его знает, чего еще. Мы идем за ним. Я стараюсь сообразить, кто бы это мог быть, не по его нынешнему официальному положению, а по его прошлой жизни. В общем, сильно похоже на кондового рабочего, наследственного пролетария и прочее. Впрочем, увидим. Пришли в один из дворов, заваленный пиленым лесом, досками, брусками, балками, обрезками. Мрачный мужчина осмотрел все это испытующим оком и сказал. Ну так вот, значит, что все эту хреновину нужно разобрать так, чтобы доски к доскам, бруски к брускам в штабеле, как полагается. Я осмотрел все это столпотворение еще более испытующим оком. Тут на десять человек работы на месяц будет. Комендант презрительно пожал плечами. А что вам, сроку не хватит? Лет десять, небось, имеется. Десять? Не десять, а восемь есть. Ну вот и складывайте себе. Как пошабашите? Приходите ко мне. Рабочее сведение дам. Шабашить в четыре часа. Только что прибыли? Да. Ну так вот, значит, и складайте. Только жил из себя тянуть никакого расчета нет. Всех дел не переделаешь, а сроку хватит. Комендант повернулся и ушел. Мы с Юрой спланировали нашу работу и начали потихоньку перекладывать доски, бревна и прочее. Тут только я понял, до чего я слаб физически. После часа этой, в сущности, очень неторопливой работы уже еле ноги двигались. Погода выяснилась. Мы уселись на досках на солнце, достали из карманов по куску хлеба и позавтракали так, как завтракают и обедают и в лагерях, и в России вообще. Тщательно пережевывая каждую драгоценную крошку и подбирая крошки, упавшие с досок, из полбушлата. Потом посидели, поговорили о массе вещей, потом снова взялись за работу. Так, незаметно, и прошло время. В четыре часа мы отправились в комендатуру за рабочими сведениями. Рабочие сведения — это нечто вроде квитанции, на которой работодатель отмечает, что такой-то заключенный работал столько-то времени и выполнил такой-то процент нормы. Мрачный мужчина сидел за столиком и с кем-то говорил по телефону. Мы подождали. Повесив трубку, он спросил мою фамилию. Я сказал. Он записал, поставил какую-то норму и спросил Юру. Юра сказал. Комендант поднял на нас свои очки. Что, родственники? Я объяснил. Э-э-э, сказал комендант. Заворочено здорово. Чтобы семени на воле не осталось. Он протянул заполненную бумажку. Юра взял ее, и мы вышли во двор. На дворе Юра посмотрел на бумажку и сделал индейское отроша. Отголоски тех индейских танцев, которые он в особо торжественных случаях своей жизни выполнял 7 лет тому назад. Смотри! Я посмотрел. На бумажке было. Солоневич Иван. 8 часов 135%. Солоневич Юрий. 8 часов 135%. Это означало, что мы выполнили по 135% какой-то неизвестной нам нормы, и поэтому имеем право на получение сверхударного обеда и сверхударного пайка размером в 1100 грамм хлеба. 1100 грамм хлеба. Это, конечно, был капитал. Но еще большим капиталом было ощущение, что даже лагерный свет не без добрых людей. Разгадка 135%. Наша бригада, нестройной и рваной толпой, вяло шествовала домой на третий лагпункт. Шествовали мы с Юрой. Все-таки очень устали, хотя и наработали не бог знает сколько. Рабочие сведения с отметкой о 135% выработки лежали у меня в кармане и вызывали некоторые недоумения. С чего бы это? Здесь, в Медгоре, мы очутились на самых низах социальной лестницы лагеря. Мы были окружены и придавлены количеством неисчислимым всякого начальства, которое было поставлено над нами с преимущественной целью выклатить из нас возможно большее количество коммунистической прибавочной стоимости. А коммунистическая прибавочная стоимость вещь гораздо более серьезная, чем та капиталистическая, которую в свое время так наивно разоблачал Маркс. Здесь выколачивают все до костей. Основные функции выколачивания лежат на всех работодателях, то есть в данном случае на всех, кто подписывал нам эти рабочие сведения. Поработав 8 часов на перекладке досок и бревен, мы ощутились с достаточной ясностью, что при существующем уровне питания и тренированности мы не то что 135, а пожалуй и 35% не выработаем. Хорошо попалась добрая душа, которая поставила нам 135%, а если завтра доброй души не окажется, перспективы могут быть очень невеселыми. Я догнал нашего бригадира, угостил его папироской, завел с ним разговор о предстоящих нам работах и о том, кто же собственно является нашим начальством на этих рабствах. К термину начальство наш бригадир отнесся весьма скептически. Эээ, какое тут начальство? Все своя брашка. Это объяснение меня не удовлетворило. А внешность бригадира была несколько путанной. Какая же брашка является для него своей? Я переспросил. Да в общем же, свои ребята, рабочая публика. Это было яснее, но ненамного. Во-первых, потому что сейчас в России нет слоя более разнокалиберного, чем пресловутый рабочий класс. И во-вторых, потому что званием рабочего прикрывается очень много, очень разнообразной публики. И урки, и кулаки, и делающие карьеру активисты, и интеллигентская молодежь, зарабатывающая пролетарские мозоли, и пролетарский стаж, и многие другие. Ну, знаете, рабочая публика бывает уж очень разная. Бригадир беззаботно передернул плечами. Где разная, а где нет? Тут гаражи, электростанции, мастерские, мельницы. Кого попало, не поставишь. Тут заведуют рабочие, которые с квалификацией, с царского времени рабочие. Классифицированный рабочий, да еще с царского времени, это уже было ясно, определенно и весьма утешительно. 135% выработки, лежавшие в моем кармане, потеряли характер приятной неожиданности и приобрели некоторую закономерность. Рабочий в самом делешной, квалифицированной, да еще царского времени, не мог не оказать нам интеллигентам всей той поддержки, на которую он при данных обстоятельствах мог быть способен. Правда, при данных обстоятельствах наш еще неизвестный мне комендант кое-чем рисковал. А вдруг бы кто-нибудь разоблачил нашу фактическую выработку? Но в советской России люди привыкли к риску, и к риску не только за себя самого. Не знаю, кто как, но лично я всегда считал теорию разрыва интеллигенции с народом кабинетной выдумкой, чем-то весьма близким к так называемым сапогам в смятку, одним из тех изобретений, на которые так охочи и такие мастера русские пишущие люди. Сколько было выдумано и всяких мировоззренческих, мистических, философских и потусторонних небылиц. И какая от всего этого получилась путаница в терминах, понятиях и мозгах. Думаю, что ликвидация всего этого является основой, несущей задачей русской мысли, вопросом жизни и смерти интеллигенции. Не столько подсоветской, ибо там процесс обезвздоривания мозгов в основном уже проведен, сколько эмигрантской. В 1921-22 годах Хадесса переживала так называемые дни мирного восстания. Рабочие ходили по квартирам буржуазии и грабили все, что де юре было лишним для буржуев и де факто оказалось не лишним для восставших. Было очень просто сказать «Вот вам ваши рабочие, вот вам русский рабочий класс». А это был никакой не класс, никакие не рабочие. Это была портовая шпана, люмпен пролетариат, молдаванки и пересыпи. Всякие отбившиеся люди, так сказать, генеалогический корень нынешнего актива. Они не были рабочими в совершенно той же степени, как не был интеллигентом дореволюционный околодочный надзиратель, бивший морду пьяному дворнику, как не был интеллигентом, то есть профессионалом умственного труда старый барин, пропивавший последние закладные. Все эти мистические кабинетные теории и прозрения сыграли свою жестокую роль. Они раздробили единый народ на противостоящие друг другу группы. Отбросы классов были представлены как характерные представители их. Большевизм почти гениально использовал путаницу кабинетных мозгов, извлек из нее далеко не кабинетные последствия. Русская революция, которая меня, как и почти всех русских интеллигентов, свихнула сверхов, в своем случае очень относительных, не погрузила в низы, в моем случае очень неотносительные. Уборка мусорных ям в концлагере, чего уж глубже, дала мне блестящую возможность проверить свои чужие точки зрения на некоторые вопросы. Должен сказать откровенно, что за такую проверку годом концлагеря заплатить стоило. Склонен также утверждать, что для некоторой части российской миграции год концлагеря был бы великолепным средством для протирания глаз и приведения в порядок мозгов. Очень вероятно, что некоторая группа новых возвращенцев этим средством вынуждена будет воспользоваться. Примечание. И в этом пункте и Эл Солоневич не ошибся. Большое количество всякого рода добровольных возвращенцев и сменовеховцев было в СССР либо казнено вскоре по возвращении, либо погибло в лагерях. В те дни, когда культурную Одессу грабили мирными восстаниями, я работал грузчиком в Одессском рабочем кооперативе. Меня послали с грузовиком пересыпать бобы из каких-то закромов в мешки на завод Гена на Пересыпи. Шофер с грузовиком уехал, и мне пришлось работать одному. Было очень неудобно некому мешок держать. Работаю. Прогудел заводской гудок. Мимо склада, который был несколько в сторонке, бредут кучки рабочих, голодных, рваных, истомленных. Прошли, заглянули, пошептались, потоптались, вошли в склад. Что ж они, сукины дети, на такую работу одного человека поставили? И ответил, что ж делать, вероятно, людей больше нет. У них-то грузчиков нету. У них-то по комиссариатам одни грузчики сидят. Ну давайте мы вам подсобим. Подсобили. Их было человек десять, и бобы были ликвидированы в течение часа. Один из рабочих похлопал ладонью последний завязанный мешок. Вот, значит, ежели коллективно поднажать, так раз и готово. Ну, закурим, что ли, чтоб дома не журились? Закурили, поговорили о том о сём, стали прощаться. Я поблагодарил. Один из рабочих, сумрачно оглядывая мою внешность, как-то, как мне показалось, подозрительно спросил. А вы-то давно на этом деле работаете? Я промычал что-то не особенно внятное. Первый рабочий вмешался в мои междометия. А ты, товарищок, дуру-то из себя не строй. Видишь, человек образованный, разве его дело с мешками таскаться? Сумрачный рабочий плюнул и матерно выругался. Вот поэтому-то мотива так вся идёт. Которому мешки грузить, так он закон и пишет. А кому закон писать, так он с мешками возится. Учился человек, деньги на него траченные. По такому пути далеко мы пойдём. Первый рабочий, прощаясь и подтягивая на дорогу своей подвязанной верёвочкой штаны, успокоительно сказал. Ну, ни черта, мы им кишки выпустим. Я от неожиданности задал явственно глуповатый вопрос. Кому это им? Ну уж кому, это и вы знаете, и мы знаем. Повернулся, подошёл к двери, снова повернулся ко мне и показал на свои рваные штаны. А вы это видали? Я не нашёл, что ей ответить. Я и не такие штаны видал. Да и мои собственные были ничуть не лучше. Так вот, значит, в семнадцатом году, когда товарищи про всё это разорелись, вот думаю, будет рабочая власть, так будет у меня и костюмчик, и всё такое. А вот с того времени, как были эти штаны, так они и остались. Одного прибавилось. Дыр. И во всём так. Хозяева. Управители. Нет уж, мы им кишки выпустим. Насчёт кишок пока что не вышло. Сумрачный рабочий оказался пророком. Пошли действительно далеко. Гораздо дальше, чем в те годы мог бы кто бы то ни было предполагать. Кто же был типичен для рабочего класса? Те, кто грабил буржуйские квартиры, или те, кто помогал мне грузить мешки? Донбассовские рабочие, которые шли против добровольцев, подпираемые сзади латышско-китайско-венгерскими пулемётчиками? Или ижевские рабочие, сформировавшиеся в ударные колчаковские полки? Прошло много, очень много лет. Потом были углубления революции, ликвидация кулака как класса на базе сплошной коллективизации деревни, голод на заводах и в деревнях, пять миллионов людей в концлагерях, ни на один день не прекращающаяся работа подвалов ВЧК, ГПУ, НКВД. За эти путанные трагические годы я работал грузчиком, рыбаком, кооператором, чернорабочим, работником социального страхования, профработником и, наконец, журналистом. В порядке ознакомления читателей с источниками моей информации о рабочем классе России, а также об источниках пропитания этого рабочего класса, мне хотелось бы сделать маленькое отступление на ксаковскую тему о рыбной ловле удочкой. В нынешней советской жизни это не только тихий спорт, на одном конце которого помещается червяк, а на другом дурак. Это способ пропитания. Это один, только один из многих ответов на вопрос, как же это при том способе хозяйствования, какой ведется в советской России, пролетарская и непролетарская Русь не окончательно вымирает от голода. Спасают, в частности, просторы. В странах, где этих просторов нет, революция обойдется дороже. Я знаю инженеров, бросивших свою профессию для рыбной ловли, сбора грибов и ягод. Рыбной ловлей при всей моей бесталанности в этом направлении не раз пропитался и я. Так вот, бесчисленные таборы рабочих, использующих свой выходной день, и тех, кто добывает пропитание свое в порядке прогулов, лодорничания и летучести, бродят по изобильным берегам российских озер, прудов, рек и речушек. Около крупных центров, в частности, под Москвой, эти берега усеяны куренями, землянками, прикрытыми сверху хворостом, еловыми лапками и мхом. Там ночуют пролетарские рыбаки или в ожидании клево отсиживаются от непогоды. Берег учи под Москвой. Последняя полоска заката уже догорела. Последняя удочка уже свернута. У ближайшего куреня собирается компания соседствующих удельщиков. Зажигается костер, ставится уха. Из одного мешка вынимается одна полулитровочка, из другого другая. Спать до утренней зари не стоит. Потрескивает костер, побулькивает полулитровочки. Из голодавшейся за неделю желудки наполняются пищей и теплом. И вот у этих токастров начинаются самые стоящие разговоры с пролетариатом. Хорошие разговоры. Никакой мистики. Никаких вечных вопросов. Никаких потусторонних тем. Простой, хороший, здравый смысл или в английском переводе common sense, проверенный веками лучшего в мире государственного и общественного устройства. Революция, интеллигенция, партия, промфинплан, цех, инженеры, прорывы, быт, война и прочее встают в таком виде, о каком и не заикается советская печать. И в таких формулировках, какие не приняты ни в одной печати мира. За этими куренями ввязались было профсоюзные культотделы и понастроили там красных куреней. Домиков с культработой, портретами Маркса Ленина, Сталина и прочим принудительным ассортиментом. Из окрестностей этих куреней не то что рабочие, а и оконей, кажется, разбежались. Красные курени поразвалились и были забыты. А разговоры у костров сухой ведутся без наблюдения и руководства со стороны профсоюзов. Эти разговоры могли бы дать необычайный материал для этих предрассветных записок удильщика. Таких же предрассветных, какими перед освобождением крестьян были тургеневские записки охотника. Из бесконечных опросов, подымавшихся в этих разговорах по душам, здесь я могу коснуться только одного, да и то мельком, без доказательств. Это вопрос о отношении рабочего к интеллигенции. Если разрыва не было и до революции, то до последних лет не было и ясного исчерпывающего понимания той взаимосвязанности, нарушение которой оставляют кровоточащие раны на теле и пролетариата, и интеллигенции. Сейчас, после страшных лет социалистического наступления, вся трудящаяся масса частью сочувствовала, а частью сознательно поняла, что когда-то и как-то она интеллигенцию проворонила. Ту интеллигенцию, среди которой были и идеалисты, была, конечно, и сволочь, где же можно обойтись без сволочи, но которая в массе функций руководства страной выполняла во много раз лучше, честнее и человечнее, чем их сейчас выполняют партия и актив. И пролетариаты, и крестьянство, я говорю о среднем рабочем и о среднем крестьянине, как-то ощущают свою вину перед интеллигенцией, в особенности перед интеллигенцией старой, которую они считают более толковой, более образованной и более способной к руководству, чем новую интеллигенцию. И вот поэтому везде, где мне приходилось сталкиваться с рабочими и крестьянами, не в качестве начальства, а в качестве равного или подчиненного, я ощущал с каждым годом революции все резче и резче некий неписанный лозунг русской трудовой массы. «Интеллигенцию надо беречь». Это не есть пресловутая российская жалостливость. Какая уж тут жалостливость в лагере, который живет трупами и на трупах. Это не есть сердобольная сострадательность богоносца к пропившемуся барину. Ни я, ни Юра не принадлежали и в лагере к числу людей, способных особенно в лагерной обстановке вызвать чувство жалости и сострадания. Мы были и сильнее, и сытее среднего уровня. Это была поддержка трудящейся массы, того самого ценного, что у нее осталось, наследников и будущих продолжателей великих стройок русской государственности и русской культуры. И я, интеллигент, ощущаю ясно, ощущаю всем нутром своим. Я должен делать то, что нужно и что полезно русскому рабочему и русскому мужику. Больше я не должен делать ничего. Остальное меня не касается. Остальное от лукавого. Трудовые дни. Итак, на третьем лагпункте мы погрузились в лагерные низы и почувствовали, что мы здесь находимся совсем среди своих. Мы перекладывали доски и чистили снег на дворах управления, грузили мешки на мельнице, ломали лед на Онежском озере, пилили и рубили дрова для чекистских квартир, расчищали подъездные пути и пристани, чистили мусорные ямы в управленческом городке. Из десятка заведующих, комендантов, смотрителей и прочих не подвел ни один. Все ставили 135 процентов выработки. Максимум того, что можно было бы поставить по лагерной конституции. Только один раз заведующий какой-то мельницей поставил нам 125 процентов. Юра помялся, помялся и сказал, «Что ж вы, товарищ, нам так мало поставили? Все ставили по 135, чего уж вам попадать в отстающие?» Заведующий с колебающимся выражением на балделом и замороченном лице посмотрел на наши фигуры и сказал, «Пожалуй, не поверят, сволочи». «Поверят», убежденно сказал я. «Уже один случай был. Наш статистик заел, сказал, что в его колонне сроду такой выработки не было». «Ну?» с интересом спросил заведующий. «Я ему дал мускулы пощупать». «Пощупал?» Заведующий осмотрел нас оценивающим взором. «Ну, ежели так, давайте вам переправлю. А то бывает и так, и хочешь человеку, ну, хоть сто процентов поставить, а в нем еле душа держится. Кто ж поверит, такого может больше, чем вам поставить нужно бы. А поставишь, потом устроят проверку и поминай, как звали». Жизнь шла так. Нас будили в половине шестого, мы завтракали неизменной ячменной кашей, и бригады шли на Медвежью гору, работали по десять часов. Но так как в Советской России официально существует восьмичасовой рабочий день, то во всех решительно документах, справках и сведениях ставилось отработано часов шесть. «Возвращались домой около семи, как говорится, без рук и без ног, затем нужно было встать в очередь к статистику, обменять у него рабочие сведения на талоны на хлеб и на обед, потом встать в очередь за хлебом, потом встать в очередь за обедом. По обеду мы заваливались спать, тесно прижавшись друг к другу, накрывшись всем, что нас было, и засыпали, как убитые, безо всяких снов. Кстати, о снах. Черновины рассказывали мне, что уже здесь, за границей, их долго терзали мучительные кошмары бегства и преследования. У нас всех трех тоже есть свои кошмары до сих пор, но они почему-то носят иное, тоже какой-то стандартизированный характер. Все снится, что я снова в Москве и что надо снова бежать. Бежать, конечно, нужно, это аксиома, но как это я сюда опять попал? Ведь вот был уже за границей, неправдоподобная жизнь на воле ведь была уже реальностью, как часто бывает в снах, как-то понимаешь, что это только сон, что уже не первую ночь наседает на душу этот угнетающий кошмар, кошмар возвращения к советской жизни. И иногда просыпаюсь от того, что Юра и Борис стоят над кроватью и будят меня. Но в Медгоре снов не было. Какой бы холод ни стоял в бараке, и как бы ни выло полярное вьюга за его тонкими и дырявыми стенками, часы сна проходили как мгновение. За свои сто тридцать пять процентов выработки мы все-таки старались изо всех сил. По многим причинам. Главное может быть потому, чтобы не показать барского отношения к физическому труду. Было очень трудно первые дни, но килограмм с лишним хлеба и кое-что из посылок, которые здесь в лагерной столице совсем не разворовывались, с каждым днем вливали новые силы в наши одрябшие было мышцы. Пяти-шестичасовая работа с полупудовым ломом была великолепной тренировкой. В обязательной еженедельной бане я с чувством великого удовлетворения ощупал свои Юрочкины мускулы и с еще большим удовлетворением отмечал, что порох в пороховницах еще есть. Мы оба считали, что мы устроились почти идеально, лучшего и не придумаешь. Вопрос шел только о том, как бы нам на этой почти идеальной позиции удержаться возможно дольше. Как я уже говорил, третий лагпункт был только пересыльным лагпунктом и на задержку здесь рассчитывать не приходилось. Как всегда и везде в советской России приходилось изворачиваться. Извернулись Наши работы имели еще и то преимущество, что у меня была возможность в любое время прервать их и пойти околачиваться по своим личным делам. И я пошел в УРО, учетно-распределительный отдел лагеря. Там у меня были кое-какие знакомые из той полусотни специалистов учетно-распределительной работы, которых Якименко привез в подпорожье в дни Бамовской эпопеи. Об устройстве в Медгоре нечего было и думать. Медгорские учреждения переживали период жесточайшего сокращения. Я прибегнул к путаному и в сущности нехитрому трюку. От нескольких отделов УРО я получил ряд взаимно исключающих друг друга требований на меня и на Юру в разные отделения. Перепутал наши имена, возрасты и специальности и потом лицемерно помогал нарядчику в УРЧ первого отделения разобраться в полученных им на нас требованиях. Разобраться в них вообще было невозможно. Я выразил нарядчику свое глубокое и искреннее соболезнование. Вот сукины дети сидят там путают, а потом на нас ведь все свалят. Нарядчик конечно понимал, свалят именно на него, на кого ж больше. Он свирепо собрал пачку наших требований и засунул их под самый низ огромной бумажной кучи, украшавшей его хромой дощатый стол. Но их всех чертовой матери, никаких путевок по этим хреновинам я вам подписывать не буду. Идите сами в УРО, пусть там мне шлют бумажку как следует. Напутают сукины дети, а потом меня и за вас за зебры и в ШИЗО. Начальник посмотрел на меня раздраженно и свирепо. Я еще раз выразил свое соболезнование. А я-то здесь при чем? Ну и я ни при чем, а отвечать никому неохота. Я вам говорю, пока официальной бумажки от УРО не будет, так вот ваши требования хоть до конца срока пролежат здесь. Что мне и требовалось. Начальник Зурча не мог подозревать, что я, интеллигент, считаю свое положение на третьем лакпункте почти идеальным и что никакой бумажки от УРО он не получит. Наши документы выпали из нормального оборота бумажного конвейера лагерной канцелярщины, а этот конвейер, потеряв бумажку, теряет и стоящего за нею живого человека. Словом, на некоторое время мы прочно угнездились на третьем лакпункте, а дальше будет видно. Был еще один забавный эпизод. 135 процентов выработки давали нам право на сверхударный паек и на сверхударный обед. Паек 1100 грамм хлеба мы получали регулярно. Право на сверхударный обед, как и очень многие из советских прав, вообще оставалось какой-то весьма отдаленной, оторванной от действительности абстракции. И я, как и другие весьма, впрочем, немногочисленные обитатели столь счастливых рабочих сведений, махнули на эти сверхударные обеды рукой. Однако Юра считал, что махать рукой не следует, сходово пса, хоть шерсти, клок. После некоторой дискуссии я был вынужден преодолеть свою лень и пойти к заведующему снабжением третьего логпункта. Заведующий снабжением принял меня весьма неприветливо. Не то, чтобы сразу послал меня к черту, но во всяком случае выразил весьма близкую к этому мысль. Однако заведующий снабжением несколько ошибся в оценке моего советского стажа. Я сказал, что обеды обедами дело тут вовсе не в них, а в том, что он, заведующий, срывает политику советской власти. Он, заведующий, занимается уравниловкой, каковая уравниловка является конкретным проявлением троцкистского загиба. Проблема сверхударного обеда предстала перед заведующим в новом для него аспекте. Тон был снижен на целую октаву, чертова мать была отодвинута в сторону. Так что же я, товарищ, сделаю, когда у нас таких обедов вовсе нет? Это, товарищ, заведующий, делал не мое. Нет обедов, давайте другое. Тут вопрос не в обеде, а в стимулировании. Заведующий поднял брови и сделал вид, что насчет стимулирования он, конечно, понимает. Необходимо стимулировать лагерную массу, чтобы никакой уравнивовки. Тут же, понимаете, политическая линия. Политическая линия доконала заведующего окончательно. Мы стали получать сверх обеда то по сто грамм творогу, то по копченой рыбе, то по куску конской колбасы. Заведующий снабжением стал относиться к нам с несколько беспокойным вниманием. Как бы эти сукины дети еще какого-нибудь загиба не откопали? Судорога текучести Однако наше низовое положение изобиловало не одними розами. Были некоторые шипы. Одним из наименее приятных были переброски из барака в барак. По приблизительному подсчету Юры нам в лагере пришлось переменить 17 бараков. В Советской России все течет, а больше всего течет всякое начальство. Есть даже такой официальный термин «текучесть руководящего состава». Так вот, всякое такое текучее и протекающее начальство считает необходимым ознаменовать первые шаги своего нового административного поприща хоть какими-нибудь донововведениями. Основная цель показать, что вот где товарищ Икс инициативы не лишен. В чем же товарищ Икс на новом, как и на старом поприще, не понимающий ни уха, ни рыло, может проявить свою просвещенную инициативу, а проявить нужно. События развертываются по линии наименьшего сопротивления, изобретаются бесконечные и абсолютно бессмысленные переброски с места на место вещей людей. На воле это непрерывные реорганизации всевозможных советских аппаратов с перекрасками вывесок, с передвижками отделов и подотделов, перебросками людей, столов и пишущих машинок с улицы на улицу или, по крайней мере, из комнаты в комнату. Эта традиция так сильна, что она не может удержаться даже и в государственных границах СССР. Один из моих знакомых, полунемец, ныне обретающийся в том же ББК, прослужил несколько меньше трех лет в берлинском торгпредстве СССР. Торгпредство занимает колоссальный дом в 400 комнат. Немецкая кровь моего знакомого сказалась в некотором пристрастии к статистике. Он подсчитал, что за два года и восемь месяцев пребывания его в торгпредстве его отдел перекочевывал из комнаты в комнату и с этажа на этаж ровно 23 раза. Изумленные немецкие клиенты торгпредства беспомощно тыкались с этажа на этаж в поисках отдела, который вчера был в комнате скажем 171-й, а сегодня прибывает бог его знает где. На новое становище перекочевавшего отдела не было известно не только немцам потрясенным бурными темпами социалистической текучести, но и самим торгпредским работникам. Разводили руки и советовали пойти в справочное бюро. Справочное бюро тоже разводило руками. Позвольте, вот же записано 171-я комната. Потрясенному иностранцу не оставалось ничего другого, как в свою очередь развести руками, отправиться домой и подождать, пока в торпредских джунглях местоположение отдела будет установлено твердо. Но на воле на это более или менее плевать. Вы просто связываете в кучу ваши бумаги, перекочевываете в другой этаж и потом две недели отбрыкиваетесь от всякой работы. Знаете ли, только что переехали, я еще с делами не разобрался? А в лагере это хуже. Во-первых, в другом бараке для вас места, может, никакого нету. А во-вторых, вы никогда не можете быть уверенным, переводят ли вас в другой барак, на другой лагпункт или почему-то вам неизвестному доносу вас собираются сплавить куда-нибудь верст на 500 севернее, скажем, на лесную речку. Это и есть место, которое вез на 500 с севернее и из которого выбраться живьем шансов нет почти никаких. Всякий вновь притекший начальник лагпункта или колонны обязательно норовит выдумать какую-нибудь новую комбинацию или классификацию для нового переразмещения своих подданных. Днем для этих переразмещений времени нет, люди или на работе или в очередях за обедом. И вот в результате этих тяжких начальственных размышлений вас среди ночи кто-то тащит с нар за ноги. Фамилия, собирайте вещи, вы сонные и промерзшие, собирайте ваше барахло и топайте куда-то в ночь, задавая себе беспокойный вопрос, куда это вас волокут, то ли в другой барак, то ли на лесную речку. Потом оказалось, что выйдя с пожитками из барака и потеряв в темноте свое начальство, вы имеете возможность плюнуть на все его классификации и реорганизации и просто вернуться на старое место. Но если это место было у печки, оно в течение нескольких секунд будет занято кем-то другим. Ввиду этих обстоятельств был придуман другой метод. Очередного начальника колонны, стаскивавшего меня за нги, я с максимальной свирепостью посылал в нехорошее место, лежащее дальше лесной речки. Посланный в нехорошее место начальник колонны сперва удивился, потом рассверепел. Я послал его еще раз и высунулся из Нарс заведомо мордобойным видом. О моих троцкистских загибах с заведующим снабжением начальник колонны уже знал, но вероятно в его памяти моя физиономия с моим рвением связана не была. Высунувшись, я сказал, что он, начальник колонны, подрывает лагерную дисциплину и занимается административным головокружением, что ежели он меня еще раз потащит за ноги, так и я его так в перековке продерну, что он света божьего не увидит. Перековка, как я уже говорил, это листок лагерных доносов. В Медгоре было ее центральное здание. Начальник колонны запнулся и ушел, но впоследствии эта сценка мне даром не прошла. Кабин командеров Одной из самых тяжелых работ была пилка и рубка дров. Рубка еще туда-сюда, а с пилкой было очень тяжело. У меня очень мало выносливости к однообразным механическим движениям. Пила же была советская, на сучках гнулась, оттопыривались в сторону зубцы, разводить их мы вообще не умели. Пила тупилась после пяти-шести часов работы. Вот согнулись мы над козлами и пилим. Подошел какой-то рабочий маленького роста, вертолявый и смешливый. Что пилите, господа честные? Эдкой пилой хоть отца родного перепиливать. А ну-ка дайте я на инструмент ваш посмотрю. Я с трудом вытащил пилу из зареза. Рабочий крякнул. Эх, ее пустую таскать, так нужно до трактора с каждой стороны поставить. Эх уж, так и быть, дам-ка я вам пилочку одну. У нас в кабинке стоит. Еще старорежимная. Рабочий как-то замялся, испытующий осмотрел наши очки. Ну, вы, я вижу, не из таких, чтобы сперли. Как попилить, так поставить ее обратно в кабинку. Рабочий исчез и через минуту вернулся с пилой. Постучал по полотнищу, пила действительно звенела. Посмотрите, уз какой! На зубцах пилы действительно был уз, отточенный, как иголка, острый конец зубца. Рабочий поднял пилу к своему глазу и посмотрел на линию зубцов. А разводка-то как по ниточке. Разводка действительно была как по ниточке. Такой пилой в самом деле можно было бы и норму выработать. Рабочий вручил мне эту пилу с какой-то веселой торжественностью и с видом мастерового человека, знающего цену хорошему инструменту. Вот это пила, даром что при царе сделано. Хорошие пилы при царе делали, чтоб, так сказать, трудящийся класс пополам перепиливать и кровь из него сосать. Да, такое делится, господа товарищи. А теперь ни царя, ни пилы, ни дров. Семья у меня в Питере, так черт его знает, чем она там топит. Ну, прощивайте, бегу. Заберзните, валяйте к нам в кабинку греться. Ребята там подходящие, еще при царе сделаны. На бегу. Эта пила сама в руках ходила. Попилили, сели отдохнуть, достали из карманов по кусочку промерзшего хлеба и стали завтракать. Шла мимо какая-то группа рабочих. Предложили попилить. Вот мы вам покажем класс. Показали. Класс действительно был высокий. Чербачки отскакивали от бревна, как искры. Ко всякому делу нужно свою сноровку иметь. С каким-то поучительным сожалением сказал высокий мрачный рабочий. На его изможденном лице была характерная татуировка углекопа. Голубые пятна царапин с въевшейся на всю жизнь угольной пылью. А у вас-то откуда такая сноровка? Спросил я. Вы, видимо, горняк, не из Донбасса. И в Донбассе был. А вы по каким-то меткам смотрите? Я кивнул головой. Да уж, кто в шахтах был на всю жизнь меченым остается? Да, там пришлось. А вы не инженер? Так мы познакомились с кондовым наследственным петербургским рабочим товарищем Мухиным. Революция мотала его по всем концам земли русской, но в лагерь он поехал из своего родного Петербурга. История была довольно стандартная. На заводе ставили новый американский сверлильный автомат, очень путанный, очень сложный. В целях экономии валюты и утирания носа заграничной буржуазии какая-то комсомольская бригада взялась смонтировать этот станок самостоятельно, без помощи фирменных монтажников. Работали действительно зверски. Иностранной буржуазии нос действительно утерли. Станок был смонтирован что-то в два или три раза скорее, чем его полагается монтировать на американских заводах. Какой-то злосчастный инженер, которому в порядке дисциплины навязали руководство этим монтажом, получил даже какую-то премию. Позднее я этого инженера встретил здесь же, в ББК. Словом, смонтировали. Во главе бригады, обслуживающей этот автомат, был поставлен Мухин. Я уж знаете, стрелянный воробей, а тут вертелся-вертелся и никакая сила, сглупил. Думал, покручусь неделю-другую, да и назад в Донбасс убегу. Не успел, черт его дери. Станок лопнул в процессе основания. Инженер Мухин и еще двое рабочих поехали в концлагерь по обвинению в его вредительстве. Мухину, впрочем, припаяли очень немного, всего три года. Инженер за советские темпы заплатил значительно дороже. Так вот, значит, и сижу. Да мне-то что? Если про себя говорить, так мне тут лучше, чем на воле было. На воле у меня одних ребятишек четверо. Женовитель у меня ребят очень шлюбит. Хм. Мухин уныло усмехнулся. Ребят, что и говорите, я люблю. Да разве такое теперь время? Смены подряд работаешь, домой придешь еле живой. Ребят полголодные, а сам уж и вовсе голодный. Здесь нормы не хуже, чем на воле были. Где в квартире уволен наемных проводку поправишь, где что перепадет? Мда, мне-то что? Ничего. А вот как в семье живет. И думать страшно. На другой день мы пилили все те же дрова. С северо-востока от Белого моря и тундры рвался к ладоге пронизывающий полярный бушлат он пробивал насквозь. Но даже и бушлат и кожанка очень мало защищали наши коченеющие тела от его сумасшедших порывов. Временами он вздымал тучи колючей сухой снежной пыли, засыпавшей лицой и проникавшей во все скважины наших костюмов, прятал под непроницаемым для глаз пологом соседнего здания электростанцию и, прилепившуюся к ней кабинку монтеров, тревожно нужно бросать и удирать. Но куда удирать? Юра прыгал поочередно то на правой то на левой ноге, прятал свои руки за пазуху и лицо его совсем уж посинело. Из кабинки монтеров выскочила какая-то смутная завьюженная фигура и чей-то относимый бурей голос проревел. Эй, хозяин, мальца своего заморозишь, ай, дайте к нам в кабинку, чайком угостим. Мы с великой готовностью устремились в кабинку. Монтеры народ дружный и хозяйственный. Кабинка представляла собой дощатую пристройку. Внутри были нары человек на 10-15, стоял большой чисто выструганный стол. На стенках висели географические карты, старые изодранные старательно подклеенные школьные полушария. Висело весьма скромное количество вождей, так сказать, не энтузиазма, но и не контрреволюции, вырезанные из каких-то журналов портреты Тургенева, Достоевского и Толстого, тоже изорванные и тоже подклеенные. Была полочка с книгами, десятка четыре книг, была шахматная доска и самодельные шахматы. На специальных полочках с какими-то дырками были поразвешены всякие слесарные и монтерские инструменты. Основательная печурка, не жестяная, а каменная, пылала приветливо и уютно. Над ней стоял громадный жестяной чайник и из чайника шел пар. Все это я, впрочем, увидел только после того, как снял и протер запотевшие очки. Увидел человека, который натужным басом звал нас в кабинку. Это оказался рабочий, давеча снабдивший нас старорежимной пилой. Рабочий тщательно припер за нами дверь. Никуда такое дело не годится. По такой погоде пусть сами пилят сволочи. Это так был нос, и у носа. К чертовой матери. Посидите, обогрейте, снимите бушлаты. У нас тут тепло. Мы сняли бушлаты. На столе появился чаек. Конечно, по-советски просто кипяток без сахара и безо всякой заварки. На днарами высунулась чья-то взлохмаченная голова. Что, Ван Палыч, пичиков наших приволок? Приволок. Давно бы надо. Погодка стоит, можно сказать, партейная. Ну и сволочь же погода. Господи. Чаек, говоришь, есть. Сейчас слезу. С Нар слез человек лет тридцати, невысокого роста, смуглый крепыш с неунывающими разбитными глазами. Чем-то он напоминал Гелендельмана. Ну, как вы у нас в гостях, позвольте уж представиться по всей форме. Петр Миронович Середа, потомственный почетный пролетарий. Был техником, потом думал стать инженером, а сижу здесь. Статья пятьдесят шесть, пункт семь, вредительство. Срок десять, пять отсидел. Это, Середа кивнул на нашего смешливого рабочего с пилой, это, как говорится, просто Ленчик. Ван Палч Ленчик из неунывающего трудящего классу. Пункт пятьдесят девять три, бандитизм. А срок всего пять. Повезло нашему Ленчику. Людей резал, можно сказать, почем зря. А лет всего пять. Ленчик запихнул в печку полено, вероятно, наши же пилки, вытер руку об штаны. Значит, давайте знакомиться по всей форме. Только фамилия моя не Ленчик. Мироныч, он мастер врать. Ленчинский я. Но для простоты обращения из-за Ленчика хожу. Хлеб хотите? Хлеб у нас был свой. Мы отказались и представились по всей форме. Это мы знаем, доложил. Да вот он, кажется, и топает. За дверью раздался ожесточенный топот ног, обивающих снег. И в кабинку вошли двое. Мухин и какой-то молодой парнишка лет двадцати двух, двадцати трех. Поздоровались. Парнишка пожал нам руки и хмыкнул что-то невразумительное. А ты, пиглица, ежели с людьми знакомишься, так скажи, как тебя и по батюшке, и по матушке величать. Когда это мы тебя, дитет, колхозное настоящему обращению выучим? Был бы я на месте папашки твоего званого, так порвал бы я тебя на каждом общем собрании. Мухин устало сложил свои инструменты. Брось ты, Ленчик, зубоскалить. Да господи же, здесь одним зубоскальством можно прожить. Ежели бы мы с Середой не зубоскалили в любые день и ночь, так ты б давно повесился. Мы тебя, браток, одним зубоскальством от петли спасаем. Нет у людей благодарности. Ну давай что-ли с горя чай пить? Уселись за стол. Иголица мрачно и молчаливо нацедил себе кружку кипятку. Потом, как бы спохватившись, передал эту кружку мне. Ленчик лукаво подмигнул мне. Обучается, дескать, парень настоящему обращению. Середа полез на свои нары и извлек оттуда небольшую булку белого хлеба. Порезал ее на части и молча разложил перед каждым из присутствующих. Белого хлеба мы не видали с момента нашего водворения в ГПУ. Юра посмотрел на него не без вожделения в сердце своем и сказал «У нас, товарищи, свой хлеб есть. Спасибо, не стоит». Середа посмотрел на него сделанной внушительностью «А вы, молодой человек, не кочевряжьтесь. Берите пример со старших. Те отказываться не будут. Это хлеб трудовой. Чинил проводку и от пролетарской барыни на чаек, так сказать, получил». Монтер народ ухитрялись даже здесь в лагере заниматься кое-какой частной практикой. Кто занимался проводкой, починкой электрического освещения в вольнонаемных, то есть чекистских квартирах? Кто из ворованных казенных материалов мастерил ножи, серпы и даже косы для вольного населения? Кто чинил замки и кто занимался внутренним товарооборотом по такой примерно схеме? Монтеры снабжают кабинку мукомолов спертом с электростанцией керосином. Мукомолов снабдят монтеров спертой с мельницей мукой. Все довольны и все сыты. Не жирно, но сыты. Так что, например, Мухин высушивал на печке почти весь свой пайковый хлеб и сливал его через подставных конечно лиц на волю в Питер своим ребятишкам. Вся эта рабочая публика жила дружно и спаяна, в актив не лезла, доносами не занималась, выкручивалась как могла и выкручивала кого могла. Ленчик взял свой ломоток белого хлеба и счел своим долгом поддержать середу. Как сказано в Писании, дают бери, обьют беги. Середа у нас парень умственный, он же ротву из такого места выкопает, где десять других с голоду бы подохли. Говорил я вам, ребята у нас гвозди, при старом режиме сделаны, не то, что какая-нибудь советская фабрикация. Ленчик похлопал по плечу пиглицу, не то, что вот выдвиженец этот. Пиглица сумрачно отвел плечо. Бросил бы ты трепаться, Ленчик, что это ты все про старый режим врешь, мало тебя что ли по морде били. Насчет морды не приходилось, браток? Не приходилось. Конечно, люди мы простые, по пьяному делу не без того, чтоб потасовочку завести. Был грех, браток на свои деньги пил, на заработанные. Да и денег у меня, браток, довольно было, чтобы и выпить, и закусить, и машину завести, чтобы играла вальс Дунайские волны. А ежели перегрузочка случалась, это значит извозчик на Петербургскую двугривеной. За двугривеной две версты барином едешь. Вот как оно, браток. И все ты врешь, сказал пиглица. Уж врал бы в своей компании, черт с тобой. Для нас, браток, всяк человек, своя компания. Наш пиглица вставил свое разъяснение Середа. Парень хороший, что он несколько волчком глядит, это от того, что в мозгах у него малость промфинплана не хватает. Че треплишься, чучело? Говорят люди, которые почище твоего видали, сиди и слушай про хорошую жизнь в лагере вспоминать приятно. А я вот послушаю, раздраженно сказал пиглица. Все вы старые хвалите, как сговорились. А вот я свежего человека спрошу. Ну-ну, спроси. Пиглица испытывающе уставился на меня. Вы, товарищ старый режим, вероятно помните? Помню. Значит, и закусочку и выпку покупать приходилось. Не без того. Вот старички эти меня разыгрывали, но они сговорившись. Вот скажем, если Ленчик дал бы мне в старое время рубль и сказал, пойди купи дальнейшее. Пиглица стал отсчитывать по пальцам. Пол бутылки водки, фунт колбасы, белую булку, селедку, два огурца, да, что еще? Да, еще папирос коробку. Так сколько с рубля будет сдачи? Вопрос пиглица застал меня несколько врасплох. Черт его знает сколько все это стоило. Кроме того, в советской России не очень уж удобно вспоминать старое время, особенно не в терминах официальной анафемы. Я слегка замялся. Мухин посмотрел на меня со своей невеселой улыбкой. Ничего не быть, у парня в голове путаница, а так он парень ничего в стукачах не работает. Я сам понимаю, пол бутылки, а ты не подсказывай, довольно уже разыгрывали. Ну так сколько будет сдачи? Я стал отсчитывать тоже по пальцам. Пол бутылки примерно четвертак, колбаса вероятно тоже. Мухин подтверждающий кивнул головой, а пиглица беспокойно оглянулся на него. Булка, пятак, селедка три копейки, огурцы тоже вроде пятака, папиросы. Да так с двух гривен сдача будет. Никаких сдачей! Восторженно заорал Ленчик. Кутить так кутить, гони пиглица еще пару пива и четыре копейки сдачи, а? Видал миндал? Пиглица растерянно и подозрительно осмотрел всю компанию. Что? Спросил Мухин. Опять скажешь сговорились. Вид у пиглица был мрачный, но отнюдь неубежденный. Сядь ни черта подобного. Если бы такие цены были, и революции никакой не было бы, ясно? Вот такие-то умники вроде тебя революции устраивали, а ты не устраивал. Я? Ну да, ты. Ммм, таких умников и без меня хватало, не слишком откровенно ответил Середа. Тебе пиглица вмешался Ленчик, чтоб прорыв в мозгах заткнуть по старым ценам не иначе как рублей тысячу пропить было нужно. Ох и балда, прости господи, толкуешь тут ему, толкуешь, заладил про буржуев, а того, что под носом, так ему не видать. А тебе буржуй нравится? А ты видал буржуя? Не видал, а знаю. Сукин ты сын пиглица, вот что я тебе скажу, что ты орясина пугал картошкой, шел ты к этому буржуи, покупал на три копейки картофеля, и горюшка тебе было мало. А как остался без буржуи, на заготовки картофеля не ездил? Не ездил. Ну так на хлеб заготовки ездил, все один черт, ездил? Ездил. Очень хорошо, очень замечательно, значит будем говорить так, за место того, чтобы пойти к буржуи и купить у него на три копейки пять фунтов картофеля, Ленчик поднял указательный перст, на три копейки пять фунтов, безо всякого там бюрократизма, чередей, ехал, значит, наш уважаемый дорогой пролетарский товарищ пиглица у мужика картошку грабить. Так, ограбил, привез, потом говорят нашему дорогому и уважаемому товарищу пиглице, не будете ли вы так любезны в порядке комсомольской или там профсоюзной дисциплины идти на станцию и насыпать эту самую картошку в мешки, субботник, значит, на субботнике ходил, а ты не ходил, и я ходил, так я этим не хвастаюсь, и я не хвастаюсь. Вот это очень замечательно, хвастаться тут, братишечка, нечем, гнали, ходил, попробовал бы не пойти. Так вот, значит, ограбивший картошку уходил наш пиглица и картошку грузил. Конечно, не все пиглицы сходили и грузили. Кое-кто и кишки свои у мужика оставил. Потом пиглица ссыпал картошечку из мешков в подвалы, потом перебирал пиглица гнилую картошечку от здоровой, потом мотался наш пиглиц по разным бригадам и кавалериям, то кооператив ревизировал, то чистку устраивал, то карточки проверял, и черт его знает что. И вот за этого заволынку получил пиглица карточку, а по карточке пять кило картошки в месяц. Только кила-то эти, извините, уж не по три копеечки, а по тридцать, да еще в очереди постоишь. За такую работу, да при старом режиме, пять вагонов можно было бы заработать. Почему пять вагонов, спросил пиглица. А очень просто, я скажем рабочий, мое дело за станком стоять. Если бы я все это время, что я на заготовке ездил, на субботники ходил, по бригадам мотался, в очередях торчал, ты подумай, сколько я бы за это время рублей выработал. Да, настоящих рублей золотых, так вагонов на пять и вышло бы. Что ж, это вы все только на копейки, да на рубли все считаете. А ты на что считаешь? Вот и сидел буржуй на твоей шее. А на твоей шее никто не сидит, и сам-то ты где сидишь, если уж об шее говорить пошел? Тут уж молчал бы ты лучше. За что тебе пять лет припаяли? Дал бы ты в морду старому буржуе, отсидел бы неделю и кончено, а теперь вместо буржуя ячейка. Кому ты дал в морду? А вот пять лет просидишь, да потом еще домой не пустят. Езжай куда-нибудь к чертовой матери и поедешь. Насчет шеи кому уж кому, а тебе бы, пигалица, помалкивать лучше. Если бы старый буржуй, сказал Ленчик, если бы старый буржуй тебе такую картошку дал, как кооператив сейчас дает, так этому бы буржую всю морду его же картошкой вымазали бы. Так у нас еще не налажено, не научились. А ну, конечно, не научились за пятнадцатый лет. А за пятнадцать лет из обезьяны профессора сделать можно, а не то, что картошкой торговать. Наука, подумаешь, раньше никто не умел ни картошку садить, ни картошкой торговать. Инструкции, видишь ли, не было. Картофель наиполит грамоты не проходили. Скоро не то, что сажать, а и жевать картошку разучимся. Иглица мрачно поднялся и молча стал вытаскивать из пола какие-то инструменты. Вид у него был явно отступательный. Нужно эти разговоры в самом деле бросить, степенно сказал Мухин. Что тут человеку говорить, когда он уши затыкает? Вот посидит еще года два и поумнеет. Кто поумнеет, так еще неизвестно. Вы все в старые смотрите, а мы наперед смотрим. Семнадцать лет смотрите. Ну и семнадцать лет, ну и еще семнадцать лет смотреть будем, а заводы-то построили. Да иди ты к чертовой матери со своими заводами, дурак, обозлился Середа. Заводы построили. Так чего ж ты, сукин сын, на Тулому не едешь электростанцию строить? Ты почему, сукин сын, не едешь, а? Чтоб строили, да не на твоих костях. Дурак, а своих костей подкладывать не хочет. На Туломе, это в верстах десяти южней Мурманска, шла в это время стройка электростанции. Конечно, ударная работа и, конечно, на костях, на большом количестве костей. Все, кто мог как-нибудь извернуться от посылки на Тулому, изворачиваясь изо всех сил, видимо, изворачивался и пиглица. А ты думаешь, не поеду? Ну и поезжай ко всем чертям. Подумай, шумники нашлись. В семнадцатом году, небось, все против буржуев перли. А теперь остались без буржуев, так кишка тонкая. Няньки нет. Хотел бы я послушать, что это вы в семнадцатом году про буржуев говорили. Тыкать в нос кооперативам да лагерным теперь всякий дурак может. Умники. Где ваши мозги были, когда вы революцию устраивали? Иголица засунул в карманы свои инструменты и исчез. Мухин подмигнул мне. Вот ведь правильно сказано, здорово заморочено. А то, в самом деле насели все на одного. В Тони Мухину было какое-то удовлетворение. Он не без некоторого ехидства посмотрел на середу. А то тоже. Кто там не устраивал, а пиглицам расхлебывают приходится. А пиглицам то куда податься? Ну да, как бы оправдываясь перед кем-то протянулся ряда. В семнадцатом году оно, конечно, опять же война. Дурака, однако, что и говорить сваляли. Так не век же из-за этого в дураках торчать. Помнеть пора бы. А что за парень этот пиглица? Спросил я. Вы уверены, что он в третью часть не бегает? Но нет, этого нету, торопливо сказал середа, как бы обрадовавшись перемене темы. Этого нет. Это сын мухинского приятеля. Мухин его здесь и подобрал. Набил морду какому-то комсомольскому секретарю. Вот ему пять лет припаяли. Без Мухина пропал бы, пожалуй, парнишка. Середа как-то неуютно как бы что-то вспоминая. Таким вот, как пиглица, здесь хуже всего. Но мы еще немного опыта и меньше того. Во всякие там политграмоты в заправду верят. Думает, что и в самом деле царство трудящихся. Но вот пока что пять лет еще имеет. Какие-то там свои комсомольские права отстаивал. А начнет отстаивать здесь, совсем пропадет. Ты, мухин, зря за него заступаешься. Никто его не обижает. А нужно, чтобы парень ходил, глаза раскрывши. Ежели бы нам в семнадцатом году так бы прямо, как дважды два доказали, дураки вы, ребята, сами себе яму роете, мы б здесь не сидели. А вот вы лично в семнадцатом году такие доказательства стали бы слушать? Середа кисло поморщился и для чего-то посмотрел в окно. А то-то и оно, неопределенно сказал он. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В этой кабинке мы просидели много часов, то скрываясь в ней от последних зимних бурь, то просто принимая приглашение кого-нибудь из ее обитателей насчет чайку. Очень скоро в этой кабинке и около нее установились взаимоотношения, так сказать, стандартные, между толковой частью интеллигенции и толковой частью пролетариата. Пролетарские отношения выражались в том, что у нас всегда была точная наядь пила, что мы, например, были предупреждены о перемене коменданта и необходимости выполнить норму целиком. Норму выполняла почти вся кабинка, так что когда новый на этот раз вольно-наемный комендант пришел проверить наши фантастические 135 процентов, ему оставалось только недоуменно потоптаться и скупить свое гнусное подозрение путаной фразы. Ну вот, если человек образованный, почему образованный человек мог выполнить количество работы, решительно не посильное никакому профессионалу-пильщику, осталось, конечно, невыясненным, но наши 135 процентов были, так сказать, официально проверены и официально подтверждены. Ленчик не без некоторого волнения, смотревший со стороны на эту проверку, не удержался и показал нос удаляющейся комендантской спине. «Эх, елочки вы мои палочки, если бы нам да всем вместе, вот как пальцы на кулаке!» Ленчик для выразительности растопырил было пальцы и потом сжал их в кулак. «Если бы нам да всем вместе показали бы мы этой сволочи!» «Да», сумрачно сказал Юра. «Дело только в том, что сволочь все это знает еще лучше, чем мы с вами». «Это молодой человек ничего, историю это вы знаете, но как были удельные князья, всякие в росте норовил, вот и носили татары, а как взялись все с копом, так от татар мокрое место осталось». «Верно», сказал Юра еще сумрачнее, «Только татары сидели триста лет». Ленчик как-то просил. «Да, конечно, триста лет, но теперь и темпы не те, и народ не тот, долго не просидят». «С нашей же стороны мы поставляем кабинки, так сказать, интеллектуальную продукцию. Сейчас выбитые из всех своих колей русские массы очень в этом нуждаются». «Но кому мужик подойдет, скажем, с вопросом об удобрении своего приусадебного участка? К активу». «Так актив к нему приставлен не для разъяснения, а для ограбления». «Кому обратится рабочий с вопросами насчет пенсии, переезда в другое место, жилищного прижима или уклонения от какой-нибудь очередной мобилизации куда-нибудь чертовой матери?» «Профсоюзному работнику». «Так профсоюзный работник представлен как приводной ремень от партии к массам». «Ремень этот закручен туго». «Словом, мужик пойдет к какому-нибудь сельскому интеллигенту, обязательно беспартийному, а рабочий пойдет к какому-нибудь городскому интеллигенту, предпочтительно контрреволюционеру». «И оба они, и крестьянин, и рабочий, всегда рады потолковать с хорошим образованным человеком, и о политике, какой, например, подвох заключается в законе о колхозной торговле, ибо во всяком законе публика ищет прежде всего подвоха». «Или что такое японец, и как обстоит дело с войной», ну и там, конечно, написано в советской печати, но советская печать занимает совершенно исключительную позицию, и решительно никто не верит, в том числе и партийцы, не верят даже и в том, где она не вред. В частном случае лагерной жизни возникает ряд особых проблем, например, с Мухиным. Семья осталась в Питере, семью лишают паспорта, куда деваться? Все переполнено, везде голод, в какой-нибудь Костроме придется месяцами жить в станционном зале, в пустых товарных вагонах, под забором и так далее. Жилищный кризис. На любом заводе жену Мухина спросят, а почему вы уехали из Ленинграда и где ваш паспорт? Понятно, что с такими вопросами Мухин не обратится ни к юрист-консульту, ни в культурно-просветительный отдел. Я имел возможность сказать Мухину, нужно ехать не в Кострому, а в Махачкалу или Пишпек, ныне Бишкек. Там русских мало и там насчет паспортов не придираются. В Пишпеке, скажем, можно обратиться к некоему Ивану Ивановичу, вероятно, еще восседавшему в овцеводческом тресте или где-нибудь около. Иван Иванович имеет возможность переправить жену Мухина или в опиумный совхоз в Караколе, ныне Пржевальск, или в овцеводческий совхоз на Качкоре. Жить придется в юрте, но с голоду не пропадут. Все это, так сказать, житейская проза, но кроме прозы возникают и некоторые другие вопросы. Например, о старой русской литературе, которую читают в засос до полного измочаливания страниц, трижды подклеенных, замусоленных, наполненных карандашными вставками окончательно неразборчивых мест. Вот уж действительно пришло времечко, когда мужик не Блюхера и не Милорда Глупого. Марксистскую расшифровку русских классиков знают приблизительно все, но что товарищи пишут, это уже в зубах навязло. В это никто не верит, хотя как раз тут-то марксистская критика достаточно сильна, но все равно это наши пишут, и читать не стоит. Так в миллионах мест и по миллиону поводов идет процесс выковывания нового народного сознания. Кулак Акульшин Ввиду приближающейся весны все наши бригады были мобилизованы на уборку мусора в многочисленных дворах управления ББК. Юра к этому времени успел приноровиться к другой работе. По дороге между Медгорой и третьим лагпунктом достраивалось здание какого-то будущего техникума ББК. В здании уже жил его будущий заведующий и Юра совершенно резонно рассудил, что ему целесообразнее околачиваться у этого техникума с заранее обдуманным намерением потом влезть в него в качестве учащегося. Мне же нельзя было покидать управленческих дворов, так как из них я мог совершать разведывательные вылазки по всякого рода лагерным заведениям. Словом, я попал в окончательные чернорабочие. Я был представлен в качестве подручного крестьянскому возщику крупному мужику лет сорока пяти с изрытым оспы, рябым лицом и угрюмым взглядом, прикрытым нависающими лохматыми бровями. Наши функции заключались в выковыривании содержимого мусорных ящиков и в отвозке нашей добычи за пределы управленческой территории. Содержимое же представляло глыбы замерзших отбросов, которые нужно было разбивать ломами, потом лопатами накладывать в сани. К моей подмоге мужик отнесся несколько мрачно, некоторые основания у него для этого были. Я, вероятно, был сильнее его, но моя городская и спортивная выносливость по сравнению с его деревенской и трудовой не стоила, конечно, ни копейки. Он работал ломом, как машина, с часу в час. Я непрерывной работы в данном темпе больше получаса без передышки выдержать не мог, и, кроме того, сноровки по части мусорных ям у меня не было никакой. Мужик не говорил почти ничего, но его междометие и мимику можно было расшифровать так. Не ваше это дело, я уж сам управлюсь, не лезьте только под ноги. Я очутился в неприятной роли человека ненужного и бестолково взирающего на то, как кто-то делает свою работу. Потом вышло так. Мой патрон отбил три стенки очередного ящика, и оттуда из-за досок вылезла глыба льда пудов этак двенадцать. Она была натреснутой, и мужик очень ловко разбил ее на две части. Я внес предложение, не разбивая их, взгромоздить прямо на сани, чтобы потом не возиться с лопатами. Мужик усмехнулся снисходительно, говорит, где человек о деле, в котором ничего не понимает. Я сказал, нужно попробовать. Мужик пожал плечами, попробуйте. Я присел, обхватил глыбу, глаза полезли на лоб, но глыба все же была водружена на сани. Сначала одна, потом другая, мужик сказал, ишь ты, ну и ну, и потом спросил, а очки-то давно носите? Лет тридцать. Что ж это вот так? Ну, давайте закурим. Закурили, пошли рядом с санями, садиться на сани было нельзя, за это давали год добавочного срока. Конское поголовье и так еле живо, до человеческого поголовья начальству дела не было. Начался обычный разговор, давно ли в лагере, какой срок и статья, кто остался на воле. Из этого разговора я узнал, что мужика зовут Акульшиным, что получил он десять лет за сопротивление коллективизации, но что, впрочем, влип не он один, все село выслали в Сибирь с женами и детьми, но без скота и без инвентаря. Сам он в числе коноводов чином помельче получил десять лет. Коноводы чином покрупнее были расстреляны там же на месте происшествия. Где-то там в Сибири как-то неопределенно околачивается его семья, жена, жена-то у меня, прям калата, не баба, и шестеро ребят от трех до двадцати пяти лет. Дети у меня подходящие, бога гневить нечего. А где этот город Барнаул? Я ответил, а за Барнаулом что? Места дикие? Ну, ежели дикие места, смылись мои куда-нибудь в тайгу, у нас давно уже такой разговор был, в тайгу смываться. Мы сами не успели. Жена тут писала, что значит за Барнаулом. Мужик замялся и замолк. На другой день наши дружественные отношения несколько продвинулись вперед. Акульшин заявил насчет этого мусора, что черт с ним, что и он сам напрасно старался, и я зря глыбы ворочил. Над этим мусором никакого контроля и быть не может, кто его знает, сколько там его было. скинули в лесу очередную порцию мусора, сели, закурили, говорили о том, о сем, о минеральных удобрениях. Рашида нету их, а японцы до Барнаула должно быть доберутся, вот радость то сибирякам будет. О совхозах плакали мужики на помещика, теперь бы черт с ним, с помещиком, с самим бы живьем выкрутиться. Потом опять свернули на Барнаул, что это за места и как далеко туда ехать. Я вынул блокнот и схематически изобразил. Мурманская железная дорога, Москва, Урал, Сибирский тракт, Алтайская ветка. Да, далековато ехать-то, но тут главное продовольствие. Ну, продовольствие уж я добуду. Эта фраза выскочила у Акульшина как-то самотеком. Чувствовалось, что он обо всем этом уже много, много думал. Акульшин передернул плечами и делон усмехнулся искосоглядя на меня. Вот так люди пропадают, думают про себя, думают, да потом возьмет и ляпнет. Я постарался успокоить Акульшина. Я вообще не ляпаю ни за себя, ни за других. Ну, дай-то Бог. Сейчас такое время, что и перед отцом родным лучше не ляпать. Ну, уж рассказано, чего тут скрывать. Семья-то моя должна в тайгу подалась, так мне тут сидеть нет никакого расчету. А как же вы семью-то в тайге найдете? Уж найду, есть такой способ. Сговоримшись уже были. А как с побегом, деньгами и едой на дорогу? Да нам что, мы сами лесные, уральские, там лесом, там к поездам прицеплюсь. А деньги еду? Акульшин усмехнулся. Руки есть. Я посмотрел на его руки. Акульшин сжал их в кулак. Кулак вздулся желваками мускулов. Я сказал, что это не так просто. А что тут мудреного? Мало ли, какой сволочи с наганами и портфелями ездит. Взял заглотку и кончено. В числе моих весьма многочисленных и весьма разнообразных подсоветских профессий была и такая. Преподаватель бокса и джиу-джитсу. По некоторым весьма нужным мне основаниям я продумывал комбинацию из обеих этих систем. Опоминование этих обстоятельств часть придуманного использовал для извлечения прибыли. Преподавал на курсах командного состава милиции и выпустил книгу. Книга была немедленно конфискована ГПУ. Пришли даже ко мне не очень чтобы с обыском, но весьма настойчиво. Давайте-ка все авторские экземпляры. Я отдал. Почти все. Один прошедший весьма путанный путь сейчас у меня на руках. Акульшин не знал, что десять тысяч экземпляров моего злополучного руководства было использовано для ГПУ и Динамо и, следовательно, не знал, что с хваткой за горло дело может обстоять далеко не так просто, как ему кажется. Ничего тут мудреного нет. Несколько беззаботно повторил Акульшин. А вот вы попробуйте, а я покажу, что из этого выйдет. Акульшин попробовал, ничего не вышло. Через полсекунды Акульшин лежал на снегу в положении полной беспомощности. Следующий час нашего трудового дня был посвящен разучиванию некоторых элементов благородного искусства бесшумной ликвидации ближнего своего в вариантах, не попавших даже и в мое пресловутое руководство. Через час я выбился из сил окончательно, Акульшин был еще свеж. Да, вот что значит образование. Довольно неожиданно заключил он. Причем тут образование? Да так, вот сила у меня есть, а уметь не умею. Вообще, если народ безобразованных людей, все равно как если бы армия в одном месте всиротный да безрод, а в другом солдаты да безродных. Ну и бьет, кто хочет. Наши товарищи это ловко удумали. Образованные они сидят вроде как без рук и без ног, а мы сидим вроде как без головы. Вот оно так выходит. Акульшин подумал и веско добавил. Организации нету. Что имеем, не храним, потерявши плачем, саронизировал я. Акульшин сделал вид, что не слыхал моего замечания. Теперь возьмите вы нашего брата крестьянства. Ну, конечно, с революцией это все горожане завели. Да и теперь нам без города ничего не сделать. Народ-то нас сколько? Одними топорами справились бы, да вот организации нету. Сколько у нас на Урале восстаний было, да все в разброд, в одиночку. Одни воюют, другие ничего не знают, сидят и ждут. Потом этих подавили, те подымаются. Так вот все сколько уж лет идет, и толку никакого нету. Без командиров живем. Разбрелся народ кто куда. Пропасть оно, конечно, не пропадем, а дело выходит невеселое. Я посмотрел на квадратные плечи Акульшина, на его крепкую и упрямую челюсть и внутренне согласился. Такое действительно не пропадет, но таких не очень-то и много. Биографию Акульшина легко можно было восстановить из скудной отрывочной информации давешнего разговора. Всю свою жизнь работал мужик как машина, приблизительно так же, как вчера он работал ломом. И работая, толковая работая, не мог не становиться кулаком. Это, вероятно, выходит и помимо его воли. Попал в класс свои враги и сидит в лагере. Но Акульшин выкрутится и в лагере. Из хорошего дуба сделан человек. Вспомнились кулаки, которых я в свое время видал под Архангельском в Сванете и у Памира. Высланные, сосланные, а то и просто бежавшие куда глаза глядят. В Архангельск они пребывали буквально в чем стояли, их выгружали толпами из ГПУских эшелонов и отпускали на все четыре стороны. Дети и старики вымирали быстро, взрослые железной хваткой цеплялись за жизнь и за работу. И потом, через год-два, какими-то неисповедимыми путями опять вылезали в кулаки. Кто по извозной части, кто по рыбопромышленной, кто сколачивал лесорубные артели. Смотришь, опять сапоги бутылками, борода-лопатой, до очередного раскулачивания. В Киргизии, далеко за Иссык-кулем, кулаки, сосланные на землю уж окончательно неудобо усвояемые, занимаются каким-то весьма путаным промыслом, вроде добычи свинца из таинственных горных руд. Ловли и копчением форели, пойманных в горных речках, какой-то самодельной охотой, то силками, то самодельными коромултуками, фитильными ружьями. Живут в неописуемых шалашах и мирно уживаются даже с басмачами. В Сванетии они действуют организованнее. Сколотили артели по добыче экспортных и очень дорогих древесных пород, вроде сампита, торгуют с советской властью в порядке товарообмена, имеют свои пулеметные команды. Советская власть сампит принимает, товар издает, но в горы предпочитает не соваться и делает вид, что все обстоит в порядке. Это то, что я сам видал. Мои приятели, участники многочисленных географических, геологических, ботанических и прочих экспедиций рассказывали вещи еще более интересные. Экспедиции этих сейчас расплодилось невероятное количество. Для их участников это способ отдохнуть от советской жизни. Для правительства это глубокая разведка в дебри страны. Для страны это подсчет скрытых ресурсов, на которых будет расти будущее хозяйство страны. Ресурсы эти огромны. Мне рассказывали о целых деревнях, скрытых в тайге, окруженных сторожевыми пунктами. Пункты сигнализируют приближение вооруженных отрядов и село уходит в тайгу. Вооруженный отряд находит пустые избы и редко выбирается оттуда живьем. В деревнях есть американские граммофоны, японские винтовки и японская мануфактура. По всей видимости, в одно из таких сел пробралась и семья Акульшина. В таком случае ему, конечно, нет никакого смысла торчать в лагере. Прижмет за горло какого-нибудь чекиста, отберет винтовку и пойдет в обход Онежского озера на восток к Уралу. Я бы не прошел, но Акульшин вероятно пройдет. Для него лес как своя изба. Он найдет пищу там, где я погиб бы от голода. Он пройдет по местам, в которых я запутался бы безысходно и безнадежно. Своим уроком джиу-джитсу я, конечно, стал соучастником убийства какого-нибудь зазевавшегося чекиста. Едва ли чекист этот имеет шанс с уйти живьем из дубовых лап Акульшина. Но жизнь этого чекиста меня ни в какой степени не интересовала. Мне самому надо было подумать об оружии для побега. И, кроме того, Акульшин свой брат, товарищ по родине и по несчастью. Нет, жизнь чекиста меня не интересовала. Акульшин тяжело поднялся. Ну, а пока там до хорошей жизни поедем говно возить. Да, до хорошей жизни его еще много остается. Классовая борьба Как-то мы с Акульшиным выгружали нашу добычу в лесу в верстах в двух от Медгоры. Все эти дни с северо-востока дул тяжелый морозный ветер, но сейчас этот ветер превращался в бурю. Сосны гнулись и скрипели. Тучи снежной пыли засыпали дорогу и лес, Акульшин стал торопиться. Только что мы успели разгрузить наши сани, как по лесу, приближаясь к нам, пошел низкий тревожный гул. Шла пурга. В несколько минуты лес и дорога исчезли в хаосе метели. Мы почти ощупью, согнувшись в три погибели, стали пробираться в Медгору. На открытых местах ветер почти сбивал с ног, в шагах в десяти уже не было видно ничего. Без Акульшина я запутался бы и замерз. Но он шел уверенно, ведя на поводу тревожно фыркавшую и упирающуюся лошаденку. То нащупывал ногой заносимую снегом колью дороги, то ориентируясь уж Бог его знает каким лесным чутьем. До Медгоры мы брели почти час, я промерз насквозь, Акульшин все время оглядывался на меня. «Потрите!» Посоветовал сесть на сани. Все равно в такой пурге никто не увидит. Но я чувствовал, что если я усядусь, то замерзну окончательно. Наконец мы уперлись в обрывистый берег речушки Кумсы, ебающие территорию управленческого городка. Отсюда до третьего локпункта оставалось версты четыре. О дальнейшей работе нечего было, конечно, и думать. Но и четыре версты до третьего локпункта я, пожалуй, не пройду. Я предложил обоим нам завернуть в кабинку монтеров. Акульшин стал отказываться. «А коня-то куда я дену?» Но у кабинки стоял маленький почти пустой дровяной сарайчик, куда можно было бы поставить коня. Подошли к кабинке. «Вы уж без меня не заходите, подождите, я с конем справлюсь. Одному незнакомому неподходяще как-то заходить». Я стал ждать. Акульшин распряг свою лошаденку, завел ее в сарай, старательно вытер ее клочком сено, накрыл какой-то дирюгой. Я стоял все больше замерзая и злясь на Акульшина, за его возню с лошаденкой. Лошаденка ласково ловила губами его грязный рваный рукав. Акульшин стал давать ей сено, а я примирился со своей участью и думал о том, что вот для Акульшина это лагерная кляча не просто живой инвентарь и не просто тягловая сила, а живое существо, помощница его трудовой мужицкой жизни. Но как же Акульшина не становиться кулаком? Но как же Акульшина не становиться бельмом в глазу любого совхоза, колхоза и прочих предприятий социалистического типа? В кабинке я к своему удивлению обнаружил Юру. Он удрался своего техникума, где он промышлял по плотницкой части. Рядом с ним сидел пиглица и слышались разговоры о тангенсах и котангенсах. Акульшин истово поздоровался с Юрой и пиглицей, попросил разрешения погреться и сразу направился к печке. Я протер очки и обнаружил, что кроме пиглица и Юры в кабинке больше никого не было. пиглица конфузливо стал собирать со стола какие-то бумаги и Юра сказал. Постой, Саш, не убирай. Мы сейчас мобилизуем старшее поколение. Ватик, мы тут с тригонометрией возимся. Требуется твоя консультация. На мою консультацию было рассчитывать трудно. За четверть века прошедших со времени моего экстерничения на аттестат зрелости у меня ни разу не возникала необходимость обращаться к тригонометрии. И тангенсы из моей головы выветрились по-видимому окончательно. Было не до тангенсов. Юра же математику проходил и в германской школе и в немецких терминах. Произошла некоторая путаница в терминах. Путаницу это мы кое-как расшифровали. Иглица поблагодарил меня. А Юра-то взял надо мной так сказать шефство по части математики. Конфузливо объяснил он. Наши-то старички тоже зубрят, да и сами-то не больно много понимают. Акульшин повернулся от печки к нам. Вот это дело, ребят, дело, что хоть в лагере, а все шучитесь. Образованность большое дело, ох большое. С образованием не пропадешь. Я вспомнил об Авдеве и высказал свое сомнение. Юра сказал, вы знаете, что вы нам пока не мешайте, а то времени у Саши мало. Акульшин снова отвернулся к своей печке, а я стал ковыряться на книжной полке кабинки. Тут было несколько популярных руководств по электротехнике и математике. Какой-то толстый том сопротивления материалов, полдесятка неразрезанных брошюр пятилетнего характера, глотковский цемент, два тома войны и мира, мелкие остатки второго тома братьев Карамазовых, экономическая география России и фрегат Паллада. Я, конечно, взял фрегат Палладу. Уютно ехал и уютно писал старик. За всеми бурями житейских и прочих морей у него всегда оставалась Россия. В России Петербург и в Петербурге дом. Все это налаженное, твердое и все это свое. Свой очаг личный, национальный, в который он мог вернуться в любой момент своей жизни. А куда вернуться нам, русским, ныне пребывающим и по эту, и по ту сторону исторического рубежа двух миров? Мы бездомные здесь и там, но только там это ощущение бездомности безмерно острее. Здесь у меня нет родины, но здесь есть, по крайней мере, ощущение своего дома, из которого, если я не украду и не зарежу, меня никто ни в одиночку, ни на тот свет не пошлет. Там нет ни родины, ни дома. Там совсем заячья бездомность. На ночь прикорнул, день как-то извернулся, и опять новостренные уши, как бы не мобилизнули, не посадили, не уморили голодом и меня самого, и близких моих, как бы не отобрали жил площади, логовища моего, не послали Юру на хлебозаготовки под кулацкий обрез, не расстреляли Бориса за его скаутские грехи, не поперли культработу среди горняков советской концессии на Шпицбергене, не припаяли бы мне самому вредительство, контрреволюции и чего-нибудь в этом роде. Моя жена была мобилизована переводчицей в иностранной рабочей делегации, ездила, переводила, контроль, конечно, ахвый. Делегация произносила речи, потом уехала, потом оказалось, что среди нее был человек, знающий русский язык, и, вернувшись на родину, ляпнул печатно о том, как это все переводилось. Жену вызвали в соответствующее место, выпытывали, выспрашивали, сказали, угу, гмм, и посмотрим еще. Было несколько совсем неуютных недель, совсем заячьих недель. Да, Гончарову и ездить, и жить было не в пример уютнее, поэтому-то, вероятно, так замусолено истрепан его том, и в страницах большая нехватка, но все равно. Я полез на чью-то пустую нару, усмехаясь уже привычным своим мыслям о бренности статистики. В эпоху служения своего в ЦК ССТС, Центральный комитет профессионального союза служащих, я как-то было уже сказано, руководил спортом, который я знаю и люблю. Потом мне навязали шахматы, которых я не знаю и терпеть не могу, заведовал шахматами. Шахмат не люблю по чисто идеологическим причинам, они чрезвычайно широко были использованы для заморачивания голов и отвлечения он их от политики. Теперь в этих же целях и по совершенно такой же системе используется, скажем, Фокстрот. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы есть не просило. Потом в качестве наиболее грамотного человека в ЦК я получил в свое заведование библиотечное дело, около 700 стационарных и около 2000 неподвижных библиотек. Я этого дела не знал, но это дело было очень интересное. В числе прочих мероприятий мы проводили статистические обследования читаемости различных авторов. Всякая советская статистика это некое жизненное выраженное в цифрах явление, однако исковерканное до полной неузнаваемости различными заданиями. Иногда из-под этих заданий явление можно вытащить, иногда оно уже задавлено окончательно. По нашей статистике выходило, что на первом месте политическая литература, на втором англосаксы, на третьем толстой горький. Дальше шли советские авторы и после них остальные русские классики. Я для собственного употребления стал очищать статистику от всяких заданий, но все же оставался огромный пробел между тем, что я видел в жизни и тем, что показывали мной уже очищенные цифры. Потом, после бесед с библиотекаршами и собственных размышлений, тайна была более или менее разгадана. Советский писатель, получивший в библиотеке том Достоевского или Гончарова не имеет никаких шансов этого тома не спереть. Так бывало и со мной, но я считал, что это только индивидуальное явление. Придет некая Марья Ивановна и увидит на столе, скажем, братьев Карамазовых. Иван Лукьянович, голубчик, но только на два дня, ей-богу, только на два дня, все равно вы заняты. Ну что вы в самом деле, я ведь культурный человек. Послезавтра вечером обязательно принесу. Дней через пять приходите к Марье Ивановне. Вы уж извините, Иван Лукьянович, ради бога, тут заходил Ваня Иванов, очень просил, но знаете, неудобно все-таки не дать. Наша молодежь так мало знакома с классиками. Нет, 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 вы не беспокойтесь, он обязательно вернет, я сама схожу и возьму. Еще через неделю вы идете к Ване Иванову. Ваня встречает вас несколько шумно. Я уже знаю, вы за Достоевским, как же, прочел, очень здорово, эти старички умели, суки, на дети писать, но скажите, чего этот засранец? Когда после некоторой литературной дискуссии вы ухитряетесь вернуться к судьбе книги, то выясняется, что книги уже нет, ее читает какая-то Маруся. Ну, знаете, что я забуржуй такой, чтобы не дать девочке книгу, что съест она ее? Книги для того, чтобы читать. В библиотеке? Ха, черт, а с два получишь что-нибудь путное в библиотеке. Ничего, прочтет и вернет, я вам сам принесу. Словом, вы идете каяться в библиотеку, платите рубля три штрафа, книга исчезает из каталога и начинается ее интенсивное хождение по рукам. Через год зачитанный у вас том окажется где-нибудь на стройке Игарского порта или на хлопковых полях Узбекистана, но ни вы, ни тем паче библиотека этого тома больше не увидите и ни в какую статистику эта читаемость не попадет. Так, более или менее мирно, в советской стране существуют две системы духовного питания масс. С одной стороны мощная сеть профсоюзных библиотек, где специально натасканные ответственные за наличие советского спроса библиотекарши втолковывают каким-нибудь заводским парням. А вы гидроцентрали еще не читали? Роман советской писательницы Мария Тышегиняна, публикованный в 1931 году. Ну, как же так, обязательно возьмите замечательную книгу, изумительную книгу. С другой стороны, А. Классиков, которых рвут из рук, к которым власть относится весьма снисходительно, но все же не пересдает, бумаги нет. Последнее время не взлюбили Салтыкова Щедрина, очень уж для современных фильетонов годится. Б. Ряд советских писателей, которые и существуют, и как бы не существуют. Из библиотек изъят весь Есенин, почти весь Эренбург, даром, что теперь так старается, почти весь Пильняк, Уляляевщина и Пушторг Сельвинского, Двенадцать Стульев, Золотой Теленок Ильфа и Петрова и многие еще в том же роде. Оно, конечно, нужно же иметь и свою лирику, и свою сатиру, иначе где же золотой сталинский век литературы? Но масса сюда лучше не пускать. В. Подпольная литература, ходящая по рукам в гектографированных списках, еще почти никому неизвестные будущие русские классики, вроде Крыжановского, не члена ЦК партии, исписывающие для души сотни печатных листов, или Сельвинского, пишущего, как часто делал и автор этих строк, одной рукой, правой, для души, и другой рукой, левой, да для хлеба халтурного, который, увы, нужен все-таки днесь. Нелегальные кружки читателей, которые, рискуя местами весьма отдаленными, складываются по трешке, покупают, вынюхивают, выискивают все лишенное официального штампа и многое другое. Ясное, определенное место занимает политическая литература. Она печатается миллионными тиражами, и в любой библиотеке губернского масштаба она валяется вагонами, буквально вагонами неразрезанной бумажной муклатуры и губит бюджет и библиотек. А как же со статистикой? А со статистикой вот как. Всякая библиотекарша служебно заинтересована в том, чтобы показать наивысший процент читаемости политической и вообще советской литературы. Всякий инструктор ЦК вот вроде меня заинтересован в том, чтобы по своей линии продемонстрировать наиболее советскую постановку библиотечного дела. Всякий профессиональный союз заинтересован в том, чтобы показать ЦК партии, что у него культурно-просветительская работа поставлена по-сталински. Следовательно, а. Библиотекарша врет, б. Я вру, в. Профсоюз врет, врут еще и многие другие промежуточные звенья. И я, и библиотекарша, и ЦК союза, и промежуточные звенья, все это отлично понимаем, невысказанная на полная договоренность. И в результате получается, извините за выражение, статистика. По совершенно такой же схеме получается статистика колхозных посевов, добычи угля, ремонта тракторов. Нет, статистикой теперь меня не проймешь. Зубами гранит науки. От Гончарова меня оторвал Юра, снова понадобилось мое математическое вмешательство, стали разбираться. Выяснилось, что, наседая на тригонометрию, Пиглица имел весьма неясное представление об основах алгебры и геометрии. Тангенсы цеплялись за логарифмы, логарифмы, за степени, и вообще было непонятно, почему доброе русское х именуется х. Кое-какие формулы были вызубрены на зубок, но между ними оказались провалы, разрыв всякой логической связи между предыдущим и последующим. То, что на советском языке именуется абсолютной неувязкой. Попытались увязать. По этому поводу я не без некоторого удовольствия убедился, что, как непрочно забыта моя гимназическая математика, я имею возможность восстановить логическим путем очень многое, почти все. В назидание пигалицы, а, кстати, и Юре, я сказал несколько вдумчивых слов о необходимости систематической учебы. Вот, где учил это 25 лет тому назад и никогда не вспоминал, а когда пришлось, вспомнил. К моему назиданию пигалица отнесся раздражительно. Ну и чего вы мне об этом рассказываете, будто я сам не знаю. Вам хорошо было учиться, никуда вас не гоняли, сидели и зубрили, а тут мотаешься как навоз в проруби, и работа на производстве, и комсомольская нагрузка, и всякие субботники. Чтобы учиться, зубами время вырывать надо. Месяц поучишься, потом попрут куда-нибудь на село, начинай сначала. Да еще и жрать нечего. Нет, уж вы меня насчет старого режима оставьте. Я ответил, что хлеб свой я зарабатывал с 15 лет, экзамен на аттестат зрелости сдал экстерном, в университете учился на собственные деньги, и что таких, как я, было сколько угодно. Иглица отнесся к моему сообщению с нескрываемым недоверием, но спорить не стал. Теперь старого режима нету, так можно про него что угодно говорить. Правящим классом, конечно, очень неплохо жилось, зато трудящийся народ, Акульшину грюмо кашлянул. Трудящийся народ, сказал он, не отрывая глаз от печки, трудящийся народ по лагерям не сидел из голодухи не дох, а ход был куда хош, хош на завод, хош в университет. Так ты мне все еще скажешь, что крестьянскому парню можно было в университет пойти? Скажу, и не то еще скажу, а куда теперь крестьянскому парню податься, когда ему есть нечего? В колхоз? А почему же не в колхоз? А такие, как ты, будут командовать? Презрительно спросил Акульшин и, не дожидаясь ответа, продолжал давно наболевшим. На дураках власть держится, понабрали дураков, лодыри и пропоец, вот командует, пятнадцать лет из голодухи вылезть не можем. Из голодухи? Ты думаешь, городской рабочий не голодает? А кто эту голодуху устроил? Саботируют сволочи, скот режут, кулачье? Кулачье! Уссы Акульшина встали дыбом. Кулачье! Это кулачье Тарасию разорило, а? Кулачье, не товарищи-товаши с револьверами и лагерями. Кулачье! Ах ты, сукин сын, ты сопляк! Акульшин запнулся, как бы не находя слов для выражения своей ярости. Ах ты, сукин сын, выдвиженец! Выдвиженца пиглица вынести не смог. А вы, папаша, сказал он ледяным тоном, «Если пришли греться, так греться, а за выдвиженца можно и по морде получить!» Акульшин грозно поднялся с табуретки. «Эт, ты по морде!» И сделал шаг вперед. Скочил и пиглица. В лице Акульшина была неутолимая ненависть ко всякого рода активистам, а в пиглице он не без некоторого основания чувствовал нечто активистское. Выдвиженец же окончательно вывел пиглицу из его и без того весьма неустойчивого нервного раздражения. Термин «выдвиженец» звучит в неофициальной России чем-то глубоко издевательским и по убойности своей превосходит самый оглушительный мат. Запахло дракой. Юра тоже вскочил. «Да бросьте вы, ребята!» начал балован. Однако момент для мирных переговоров оказался неподходящим. Акульшин вежливо отстранил Юру как-то странно из-под лоби уставился на пиглицу и вдруг схватил его за горло. Я, проклиная свои давешние уроки джиу-джитсу, ринулся на пост миротворца. Но в этот момент дверь кабинки раскрылась, и оттуда внезапно появились Ленчик и Середа. На все происходящее Ленчик реагировал довольно неожиданно. «Ура!» заорал он. «Вот осовочка! рабоче-крестьянская смычка! Вот этот я люблю! Вдарь ему папаша позаду! Покажи ему папаша!» Середа отнесся к этому с менее зрелищной точки зрения. «Эй, хозяин, пришел в чужой дом, так рукам воль не давай, пусти руку! В чем тут дело?» К этому моменту я уже вежливо обжимал Акульшина за талию. Акульшина пустил руку и стоял тяжело сопя, не сводя с пиглицы взгляда исполненного ненависти. Пиглица стоял, задыхаясь с перекошенным лицом. «Так!» протянул он. «Цельные, значит, банды собрались! Так!» Никакой цельной банды, конечно, и в помине не было. Наоборот, в сущности, все стали на его пиглице защиту, но под бандой пиглица разумел, видимо, весь старый мир, который он когда-то был призван разрушать. Да и едва ли пиглица находился в особенно вменяемом состоянии. «Так!» продолжал он. «По старому режиму, значит, действуйте!» «При старом режиме, дорогая моя пташечка пиглица», снова затраторил Ленчик, «ни в каком лагере ты бы не сидел, уважаемый покойничек, папаша твой-то есть, просто загнул бы тебе в свое время салазки, да всыпал бы тебе сколько полагается». Салазки добили пиглицу окончательно. Он осекся и стремительно ринулся к полочке руками стал вытаскивать оттуда какое-то зубило. «Ах так, салазки, я вам покажу салазки». Юра протиснулся как-то между ним и полкой и дружественно обхотел парня за плечи. «Да брось ты, Сашка, брось! Не видишь, что ли, что ребята просто дурака валяют? Разыгрывают тебя». «А, разыгрывают? Вот я им покажу розыгрыш». Зубило было уже в руках пиглицы. На помощь Юре бросились середа и я. «Разыгрывают? Остачертели мне эти розыгрыши! Всякая сволочь в нос тыкает! Дурак, выдвиженец, грабитель! Что я грабил? Тебя?» Вдруг яростно обернулся он к Акульшину. «А что не грабил?» Послушай, Саша несколько неудачно вмешался Юра. Ведь и в самом деле грабил. На хлеб заготовки ведь ездил. Теперь вся ярость пиглицы обрушилась на Юру. «И ты тоже! Ах ты сволочь! А тебя пошлют, так ты не поедешь! А ты на каком хлебе в Берлине учился? Не на том, что я на заготовках грабил!» Замечание пиглицы могло быть верно в прямом смысле, и оно безусловно было верно в переносном. Юра сконфузился. «Я не про себя говорю, но ведь Акульшину ты от этого не легче, что ты не сама от тебя псывали». «Стойте, ребята!» сказал Середа. «Стойте! А ты, папашка, послушай, я тебя знаю, ты в третьей плотницкой бригаде работал?» «Ну, работал», как-то подозрительно ответил Акульшин. «Новое здание ШИЗО строил?» «Строил». «Заставляли?» «А что я по своей воле здесь?» «Так какая разница? Этого паренька заставляли грабить тебя, тебя заставляли строить тюрьму, в которой этот паренек сидеть может будет». «Что, своей волей мы все тут сидим?» Фу, свирепо сплюнулся середа. От вашу мать, сукины дети, семнадцать лет пиглицу мужиком по затылку бьют, а пиглицы из мужика кишки вытягивают. Так еще не хватало, чтобы вы для полного комплекта удовольствия еще друг другу в горло по своей воле вцеплялись. Ну и дубина, народ, прости, господи. Заместо того, чтобы раскумекать, кто и кем вас лупит, не нашли другого разговору, как друг другу морды бить. А тебе стыдно, хозяин. Старый ты мужик, тебе уж давно пора понять. Давно понял, сумрачно сказал Акульшин. Так чего ж ты в пиглицу вцепился? А ты видал, что по деревням твои пиглицы делают? Видал, так что? Он по своей воле? Эх, ребята, не по своей воле воробей на восклюет. Конечно, ежели потасовочка по-хорошему от доброго сердца, чего ж кулаки не почесать? А в самом деле, лишь на за горло цепляться никакого расчету нет. Юра за это время что-то потихоньку втолковывал пиглицы. Ну и хрен с ними, вдруг сказал тот. Сами же сволочи все это устроили, а теперь мне в нос тычут, что я революцию подымал, я советскую власть устраивал. А теперь, как вы устроили, так я жить буду. Что, я в Америку поеду? Хорошо этому. Пиглицы кивнул на Юру. Он всякие там языки знает, а я куда денусь? Если вам всем про старый режим поверить, так выходит, просто с жиру бесились, революции вам только не хватало. А я за кооперативный кусок хлеба, как сукин сын, работать должен. А мне, чтобы учиться, так последнее здоровье отдать нужно. В голосе пиглицы зазвучали нотки истерики. «Ты что меня, сволочь, за глотку берешь?» — повернулся он к Акульшину. «Ты что меня за грудь давишь? Ты, сукин сын, не на пайковом хлебе рос. Так ты меня, как муху, задушить можешь. Ну и души, мать твою, души!» Пиглица судорожно стал расстегивать воротник своей рубашки, застегнутой не пуговицами, а веревочками. «Нати, бейте, душите! Что я дурак, что я выдвиженец, что у меня сил нету! Нати, душите!» Юра дружественно обнял пиглицу и говорил ему какие-то довольно бессмысленные слова. Середа сурово сказал Акульшину. «А ты бы, хозяин, подумать должен. Может, и сын твой где-нибудь тоже болтается. Ты вот хоть молодость видал, а они что? Что они видали? Разве от хорошей жизни на хлебозаготовки перли? Разве ты таким в двадцать лет был? Помочь парню надо, не за горло его хватать. «Помочь!» Презрительно огрызнулся Пиглица. «Помочь! Много вы тут мне помогли! Не треплись, Саша, зря. Конечно, иногда, может, очень уж круто заворачивали. А все же, вот подцепил же тебя Мухин. И живешь ты не в бараке, а в кабинке. И учим мы тебя ремеслу. И вон Юра с тобой математикой занимается. И вот товарищ Солоневич о писателях рассказывает. «Значит, хотели помочь? Не надо мне такой помощи!» Сумрачно, но уже тише сказал Пиглица. Акульшин вдруг схватился за шапку и направился к двери. «Тут одна только помощь. За топоры в лес!» «Постой, папашка, ты куда?» Вскочил Ленчик, но Акульшина уже не было. Вот совсем послезала публика с мозгов. «Ах ты, Господи, такая пурга!» Ленчик схватил свою шапку и выбежал во двор. Мы остались втроем. Пиглица в изнеможении сел на лавку. «А ну его! Тут все равно никуда не вылезешь. Все равно пропадать. Не учись, с голоду дохнуть будешь. Учиться все равно здоровья не хватит. Тут только одно есть. Чем на старое оглядываться, лучше уж вперед смотреть. Может быть, что-нибудь и выйдет. Вот пятилетка...» Пиглица запнулся. А пятилетке говорить не стоило. «Как-нибудь выберемся?» Оптимистически сказал Юра. «А ты-то выберешься. Тебе что, образование имеешь? Парень здоровый. Отец у тебя есть. Мне, брат, труднее. Так ты, Саш, не иршись, когда тебе опытные люди говорят. Не лезь в бутылку со своим коммунизмом. Изворачивайся!» Пиглица в упор уставился на середу. «Изворачиваться? А куда мне прикажется изворачиваться?» Потом Пиглица повернулся ко мне и повторил свой вопрос. «Ну куда?» Мне с какой-то небывалой до того времени остротой представилась вся жизнь Пиглицы. Для него советский строй со всеми его украшениями — единственно знакомая ему социальная среда. Другой среды он не знает. Юрины рассказы о Германии 1927-1930-х годов оставили в нем только спутанность мыслей, от которой он инстинктивно стремился отделаться самым простым путем — путем отрицания. Для него советский строй есть исторический данный строй, и Пиглица, как большинство всяких живых существ, хочет приспособиться к среде, из которой у него выхода нет. «Да, мне хорошо говорить о старом строе и критиковать советский строй. Советский строй для меня всегда был и есть и будет чужим строем, пленом у обезьян. И отсюда все равно сбегу, сбегу ценой любого риска. Но куда идти, Пиглицы? Или во всяком случае, куда ему идти, пока миллионы Пиглиц и Окульшиных не осознали силы организации и единства?» Я стал разбирать некоторые применительно к Пиглице теории учебы. Изворачивание, устройство. Середа одобрительно поддакивал. Это были приспособленческие теории. Ничего другого я Пиглице предложить не мог. Пиглица слушал мрачно, ковыряя зубилом стол. Не было видно, согласен ли он со мной и с Середой, или не согласен. В кабинку вошел Ленчик с Окульшиным. «Ну вот, уговорил папашку», — весело сказал Ленчик. «Ах ты, господи!» Окульшин потоптался. «Ты уж, парнешка, не серчай. Жизнь такая, что хоть себе самому в глотку цепляйся». Пиглица устала, пожал плечами. «Ну что ж, хозяин, обратился Окульшин ко мне. Домой, что ли, поедем? Такая тьма никто не увидит». «Нужно было ехать, а то могут побег припаять». Я поднялся, попрощались. Уходя, Окульшин снова потоптался у двери и потом сказал. «А ты, паренек, главное учись. Образование — это учись». «Да тут уж хоть кровь из носу», — угрюмо ответил Пиглица. «Так ты, Юр, завтра забежишь?» «Обязательно», — сказал Юра. «Мы вышли». Глава девятая На верхах Идиллия кончается «Наше по лагерным масштабам идиллическое житье на третьем лагпункте, к сожалению, оказалось непродолжительным». «Виноват был я сам. Не нужно было запугивать заведующего снабжением, теориями троцкистского загиба, да еще в применении он их теорий к получению сверхударного обеда. Не нужно было посылать начальника колонны в нехорошее место. Нужно было сидеть, как мышь под метлой, и не рыпаться. Нужно было сделаться как можно более незаметным». Как-то поздно вечером наш барак обходил начальник лагпункта, сопровождаемый почтительной фигурой начальника колонны, того самого, которого я послал в нехорошее место. Начальник лагпункта величественно проследовал мимо всех наших клопиных дыр. Начальник колонны что-то в полголоса объяснил ему и многозначительно указал глазами на меня с Юрой. Начальник лагпункта бросил в нашу сторону неопределенно недоуменный взгляд и оба ушли. О таких случаях говорится мрачное предчувствие сжало его сердце. Но тут и без предчувствий было ясно. Нас попытаются сплавить в, возможно, более скорострельном порядке. Я негласно и свирепо выругал самого себя и решил на другой день предпринять какие-то еще неясные, но героические меры. Но на другой день утром, когда бригады проходили на работу мимо начальника лагпункта, он вызвал меня из строя и подозрительно спросил, «Чего это я так долго околачиваюсь на третьем лагпункте?» Я сделал вполне невинное лицо и ответил, что мое дело маленькое. Раздержат, значит, у начальства есть какие-то соображения по этому поводу. Начальник лагпункта с сомнением посмотрел на меня и сказал, что нужно будет навести справки. На ведение справок в мои расчеты никак не входило. Разобравшись в наших требованиях, нас сейчас же вышибли бы с третьего лагпункта куда-нибудь хоть и не на север, но мои мероприятия с сонными требованиями не принадлежали к числу одобряемых советской властью деяний. На работу в этот день я не пошел вовсе и стал неистово бегать по всяким лагерным заведениям. Перспектив был миллион. Можно было устроиться плотником в одной из бригад, переводчиками в технической библиотеке управления, переписчиками на пишущей машинке, штатными грузчиками на центральной базе снабжения, лаборантом в фотолаборатории и еще в целом ряде мест. Я попытался было устроиться в колонизационном отделе. Этот отдел промышлял расселением вольно ссыльных крестьян в Карельской тайге. У меня было некоторое имя в области туризма и краеведения, и тут дело было на мази. Но все эти проекты натыкались на сократительную горячку. Эту горячку нужно было переждать. «Придите-ка я так через месяц обязательно устроим, но меня месяц никак не устраивал. Не только через месяц, а через неделю мы рисковали попасть в какую-нибудь сегежу. А из сегежи, как нам это уже было известно, никуда не сбежишь. Кругом трясины, в которых не то что люди, а и лоси тонут». «Решил тряхнуть своей физкультурной стариной и пошел непосредственно к начальнику культурно-воспитательного отдела». «Кого?» «Товарищу Корзуну». «Товарищ Корзун, слегка горбатый и маленький человек, встретил меня чрезвычайно вежливо и корректно». «Да, такие работники нам нужны». «А статьи ваши?» «Я ответил, что статьями хвастаться нечего, 58.6 и прочее». «Ничего не выйдет. Ваша работа по культурно-воспитательной линии, да еще в центральном аппарате КВО, абсолютно исключена. Не о чем и говорить». «Через месяц тот же товарищ Корзун вел упорный бой за то, чтобы перетащить меня в КВО, хотя статьи мои за это время не изменились. Но в этот момент такой возможности товарищ Корзун еще не предусматривал. Я извинился и стал уходить. «Знаете что?» «Сказал мне Корзун вдогонку. Попробуйте-ка вы поговорить с Динамо. Оно лагерным порядкам не подчинено, может, что и выйдет». «Динамо». «Динамо» — это пролетарское спортивное общество войск и сотрудников ГПУ. В сущности, один из подотделов ГПУ. Заведение отвратительное в самой высокой степени даже и по советским масштабам. Официально оно занимается физической подготовкой чекистов. Неофициально оно скупает всех маломальски выдающихся спортсменов СССР и, следовательно, во всех видах спорта занимает в СССР первое место. Какому-нибудь Иванову, подающему надежды в области галкиперского искусства, подходит эдкий жучок, то есть специальный штатный вербовщик-скупщик, и говорит «Переходите к нам, товарищ Иванов. Сами понимаете, паёк, ставка, квартира». Перед квартирой устоять трудно, но если по чечаяния Иванов устоит даже и перед квартирой, жучок подозрительно говорит «Что, стесняетесь под чекистской маркой выступать?» «Мда, придется вами поинтересоваться». «Динамо» выполняет функции слежки в спортивных кругах. «Динамо» занимается весьма разносторонней хозяйственной деятельностью, строит стадионы, монополизировала производство спортивного инвентаря, имеет целый ряд фабрик, и всё это строится и производится исключительно трудом каторжников. «Динамо» в корне подрезывает всю спортивную этику. «Морально то, что служит целем мировой революции». На мировой спорте Киаде 1928 года я в качестве судьи снял с беговой дорожки одного из динамовских чемпионов, который с заранее обдуманным намерением разодрал шипами своих беговых туфель ногу своего конкурента. «Конкурент, увы, был из спортивного фронта навсегда. Чемпион же, уходя с дорожки, сказал мне, «Ну, мы ещё посмотрим». В тот же день вечером я получил повестку в ГПУ. Невесёлое приглашение. В ГПУ мне сказали просто, чтобы этого больше не было. Этого больше и не было. Я в качестве судьи предпочёл больше не фигурировать. Нужно отдать справедливости «Динамо». Своих чемпионов оно кормит блестяще. Это один из секретов спортивных успехов СССР. Иногда эти чемпионы выступают под флагом профсоюзов, иногда под военным флагом, иногда даже от имени промысловой кооперации, в зависимости от политических требований дня. Но вся непрочно закуплена «Динамо». В те годы, когда я ещё мог ставить рекорды, мне стоило больших усилий отбояриться от приглашений «Динамо». Единственной возможностью было прекратить всякую тренировку, по крайней мере официальную. Потом наши дружественные отношения с «Динамо» шли, всё ухудшаясь и ухудшаясь. Если я сел в лагерь не из-за «Динамо», то это во всяком случае не от избытка симпатии ко мне со стороны этой почтенной организации. В силу всего этого, а также и статей моего приговора, я в «Динамо» решил не идти. Настроение было окаенное. Я зашёл в кабинку монтёров, где Юра и Пиглица сидели за своей тригонометрией, а Мухин чинил валенок. Юра сообщил, что его дело уже в шляпе, и что Мухин устраивает его монтёром. Я выразил некоторое сомнение. Люди покрупнее Мухина ничего не могут устроить. Мухин пожал плечами. А мы люди маленькие, так у нас это совсем просто. Вот сейчас перегорела проводка у начальника третьей части, так я ему позвоню, что никакой возможности нету. Все мастера в дежурстве, не хватает рабочих рук. Посидит вечер без света, какое угодно требование подпишет. Стало легче на душе. Если даже меня попрут куда-нибудь, а Юра останется, останется и возможность через Медгорских знакомых вытащить меня обратно. Но всё-таки. По дороге из кабинки я доложил Юре о положении дела на моём участке фронта. Юра взъелся на меня сразу. Конечно, нужно идти в Динамо, если там на устройстве есть хоть один шанс из ста. Мне идти очень не хотелось. Так мы с Юрой шествовали и ругались. Я представил себе, что даже в удачном случае мне не без злорадства скажут «Ага, когда мы вас звали, вы не шли», ну и так далее. Да и шансы-то были нулевые. Впоследствии оказалось, что я сильно недооценил большевистской реальности и некоторых других вещей. Словом, в результате этой перепалки я уныло поволокся в Динамо. Товарищ Медовар На территории вольного городка расположен Динамовский стадион. На стадионе низенькие деревянные домики, канцелярии, склады, жилища служащих. В первой комнате бильярдный зал. На двери второго надпись «Правление Динамо». Вхожу. Очки запотели, снимаю их и почти ничего не видя спрашиваю. Могу я видеть начальника учебной части? Из-за письменного стола подымается некто туманный и, уставившись на меня, некоторое время молчит. Молчу и я. И чувствую себя в исключительно нелепом положении. Некто туманный разводит руками. Ёлки-палки, или, говоря вежливее, сопян батон. Какими вы путями, товарищ Солоневич, сюда попали? Или это, может быть, вовсе не вы? По-видимому, это я, а попал, как обыкновенно, по этапу. И давно. И что вы теперь делаете? Примерно месяц. Чище уборные. Ну, это же, знаете, совсем безобразие. Что, вы не знали, что существует в ББК-отделении Динамо? Словом, с этой секунды вы состоите на службе в пролетарском спортивном обществе Динамо. О должности мы поговорим потом. Ну, садитесь, рассказывайте. Я протер очки. Передо мною фигура мне вовсе неизвестная, но во всяком случае ясно выраженный одессит. Его собственная мамаша не могла бы определить процент турецкой, еврейской, греческой, русской и прочей крови, текущей в его жилах. На крепком туловище дубовая шея. На шее живлековато добродушная и энергичная голова, покрытая густой черной шерстью. Где-то я мог его видеть. Понятия не имею. Я сажусь. Насчет моей работы в Динамо дело, мне кажется, не так просто. Мои статьи... А плевать нам на ваши статьи. Очень мне нужны ваши статьи. Я о них даже и спрашивать не хочу. Что вы, будете толкать штангу статьями или вы будете толкать ей руками? Вы раньше рассказываете. Я рассказываю. Ну, в общем, все в порядке. Страницы вашей истории перевертываются дальше. Мы здесь такое дело развернем, что Москва... Ах, нет. На начальника логпункта вы можете наплевать. Вы же понимаете, у нас председатель сам Успенский. Начальник ББК. Заместителем его Радецкий. Начальник третьего отдела. Лагерное ГПУ. Что нам уро? Плевать мы хотели на уро. Я смотрю на начальника учебной части и начинаю соображать, что, во-первых, за ним не пропадешь, и что, во-вторых, он собирается моими руками сделать себе какую-то карьеру. Но кто он? Спросить неудобно. А жить с сыном будете здесь, мы вам отведем комнату. Ну да, конечно же, и сына вашего тоже устроим. Это же, знаете, если Динамо за что-нибудь берется, так оно это устраивает на Бене Мунес. Идиш. Честное слово. А вот, кстати, и Батюшков идет. Вы не знакомы с Батюшковым? В комнату вошел крепкий и по-военному подтянутый человек. Это был Федор Николаевич Батюшков. Один из лучших московских инструкторов, исчезнувший с московского горизонта в связи с уже известной политизацией физкультуры. Мы с ним обмениваемся подходящими к данному случаю междометиями. Так, заканчивает Батюшков свои междометия. Словом, как говорится, все дороги ведут в Рим. Но главное сколько? Восемь. Статьи 58.6 и так далее. И давно вот здесь рассказываю. Ну уж это вы, Иван Лукьянович, извините, это просто свинство. Если вам самому доставлять удовольствие чистить уборные, ваше дело. Но ведь вы с сыном. Неужели вы думали, что в России есть спортивная организация, в которой вас не знают? В мире есть солидарность классовая, национальная, но я не знаю, какая еще. Но превыше спортивной солидарности нет ничего. Мы бы вас в два счета приспособили бы. Ну и, Федор Николаевич, не суетесь, сказал начальник учебной части. Мы уже обо всем договорились. Но вы договорились, я поговорить хочу. Эх, и заживем мы тут с вами. Будем, во-первых, Батюшка взогнул палец, играть в теннис. Во-вторых, купаться. В-третьих, пить водку. В-четвертых, в-четвертых, кажется, ничего. Послушайте, Батюшков. Официальным тоном прервал его начальник учебной части. Что вы себе в самом деле позволяете? Ведь работа ж есть. Ах, плюньте вы на это к чертовой матери Яков Самойлович. Кому вы будете рассказывать? Ивану Лукьяновичу? Да он на своем веку сто тысяч всяких спортивных организаций ревизовал. Что он не знает? Еще не хватало бы, чтобы мы друг перед другом дурака валять начали. Вид, конечно, нужно делать. Ну да, вы понимаете, несколько забеспокоился начальник учебной части. Понимаете, нам нужно показать класс с работы. Но само собой разумеется, делать вид это единственное, что мы должны будем делать. Да вы уж будьте спокойны, Яков Самойлович. Иван Лукьянович тут такой вид разведет, что вы прям в члены ЦК партии попадете. Верхом ездите? Нет? Ну так я вас научу. Будем вместе прогулки делать. Вы, Иван Лукьянович, конечно, может быть не знаете, а может быть и знаете, что приятно увидеть человека, который за спорт дрался всерьез. Мы же, низовые работники, понимали, что кто-кто уж Солоневич работал за спорт всерьез. По совести, это не то, что медовар. Медовар просто спекулирует на спорте. Почему он спекулирует на спорте, а не презервативами, понять не могу. Послушайте, батюшка, сказал медовар, идите вы ко всем чертям, уж очень много вы себе позволяете. А вы не орите, Яков Самойлович, я ведь вас знаю. Вы просто милейший души человек. Вы сделали ошибку, что родились перед революцией медоваром, а не тысячу лет назад, и не багдадским вором. Тьфу, плюнул медовар. Разве с ним можно говорить? Вы же видите, у нас серьезный разговор, а это пьяная рожа. Я абсолютно трезв. И вчера, к сожалению, был абсолютно трезв. На какие же деньги вы пьянствуете? – удивился я. – Вот на те же самые, на которые будете пьянствовать и вы, великая тайна лагерного блата. Не будете? Это оставьте. Обязательно будете. В общем, через месяц вы будете ругать себя за то, что не сели в лагерь на пять лет раньше, что вы были дураком, трепали нервы в Москве и все такое. Уверяю вас, самое спокойное место в СССР – это медгорская Динамо. Не верите? Ну, поживете, увидите. Судьба поворачивается лицом к деревне. Из Динамо я вышел в весьма путаном настроении духа. Впоследствии я убедился в том, что в Динамо, ББК ГПУ, среди заваленных трупами болот, девятнадцатых кварталов и беспризорных колоний, можно было действительно вести курортный образ жизни. Но в этот момент я этого не знал. Юра, выслушав мой доклад, сказал мне поучительно и весело. Вот видишь, а ты не хотел идти. Я ведь тебе говорю, что когда очень туго, должен явиться шпигель. Да, ну, конечно, повезло. И главное, вовремя. Хотя, если бы опасность со стороны начальника лагпункта обрисовалась несколько раньше, я бы и раньше пошел в Динамо. В данном положении идти больше было некуда. А почему бы Динамо могло не взять меня на работу? На другой день мы с Медоваром пошли в третий отдел оформлять мое назначение. А это пустяки, говорил Медовар. Одна формальность. Гольман наш секретарь подпишет, и все в шляпе. Какой Гольман? Из высшего совета физкультуры? Ну да, какой же еще? Розовые перспективы стали блекнуть. Гольман был одним из тех активистов, которые делали карьеру на политизации физкультуры. Я был одним из немногих, кто с этой политизацией боролся. И единственный, который из этой борьбы выскочил целиком. Гольман же, после одной из моих перепалок с ним, спросил кого-то из присутствующих. Какой это Солоневич? Тот, что в Соловках сидел? Нет, это брат его сидел. Ага. Так передайте ему, что он тоже сядет. Мне, конечно, передали. Гольман, увы, оказался пророком. Не знаю, примирит ли его это ощущение с проектом моей работы в Динамо. Однако Гольман встретил меня весьма корректно, даже несколько церемонно. Долго и въедчиво объяснял, за что я, собственно, сел, и потом сказал, что он против моего назначения ничего не имеет, но что он надеется на мою безусловную лояльность. Вы понимаете, мы вам оказываем исключительное доверие, если вы его не оправдаете. Это было ясно и без его намеков. Хотя никакого доверия, тем паче исключительного, Гольман мне не оказывал. Приказ по линии Динамо подпишу я, а по лагерной линии Медовар получит бумажку от Родецкого о вашем переводе и устройстве. Но пока... Я пошел в Динамо поговорить с Батюшковым. Как дошел, он до жизни такой. Ход оказался очень простым, с тем только осложнением, что по поводу этой политизации Батюшков получил не пять лет, как остальные, а десять лет, как бывший офицер. Пять лет он уже отсидел, часть из них на соловках. Жизнь его оказалась не столь уж курортной, как он описывал. На воле осталась жена с ребенком. Часа через два с расстроенным видом пришел Медовар. Эх, ничего с вашим назначением не вышло, стопроцентный провал. Вот черт бы его побрал. Стало очень беспокойно. В чем дело? А я знаю, там в третьем отделе, оказывается на вас какое-то дело лежит. Какие-то бумаги вы в подпорожском отделении украли. Я говорю Гольману, вы же должны понимать, зачем Солоневич какие-то там бумаги красят. Разве он такой человек? Гольман говорит, что он знать ничего не знает, раз Солоневич такими делами и в лагере занимается. Я соображаю, что это тот самый стародубцевский донос, который я считал давно ликвидированным. Я пошел к Гольману. Гольман отнесся ко мне по-прежнему корректно, но весьма сухо. Я повторил свой старый довод, что если бы я стал красть бумаги с целью, так сказать, саботажа, я украл бы какие угодно, но только не те, по которым 70 человек должны были освобождаться. Гольман пожал плечами. Мы не можем вдаваться в психологические изыскания. Дело имеется, и вопрос полностью исчерпан. Я решаю ухватиться за последнюю соломинку, за Якименко. Ненадежная соломинка, но чем я рискую? Начальник УРО, товарищ Якименко, вполне в курсе этого дела. По его приказу в подпорожском отделении это дело было прекращено. А вы откуда знаете? Да он сам мне сказал. Ах так? Ну, посмотрим. Гольман снял телефонную трубку. Кабинет начальника УРО. Товарищ Якименко, говорит начальник оперативной группы Гольман, здесь у нас в производстве имеется дело по обвинению некоего Солоневича в краже документов под Порожского УРЧ. Ага. Так-так. Ну, хорошо. Пустим на прекращение. Да, здесь. У меня в кабинете. Гольман протягивает мне трубку. Вы, оказывается, здесь? Слышу голос Якименко. А ваш сын? Великолепно. Где работаете? Я сказал, что вот, собираюсь устраиваться по старой специальности, по спорту. Ага. Ну, желаю вам успеха. Если что-нибудь будет нужно, обращайтесь ко мне. Тоны предложения Якименко оставляют во мне недоумение. Я так был уверен, что Якименко знает всю историю с бамовскими списками, что мне было бы лучше ему на глаза не показываться. И вот. Значит, вопрос урегулирован. Очень рад. Я знаю, что вы можете работать, если захотите. Но, товарищ Солоневич, никаких прений. Абсолютная дисциплина. Мне сейчас не до прений. Давно б так. Не сидели бы здесь. Сейчас я занесу радиоцкому для подписи бумажку насчет вас. Сидите в приемной, подождите. Я сижу в приемной. Здесь центр ГПУ Бабака. Из кабинетов выходят и входят какие-то личности пинкертоновского типа. Тащат каких-то арестованных. А рядом со мной под охраной двух оперативников сидит какой-то старик, судя по внешнему виду, священник. Он прямо, не мигая, смотрит куда-то вдаль за стенки третьего отдела и как будто подсчитывает оставшиеся ему дни его земной жизни. Напротив, какой-то неопределенного вида парень с лицом изможденным до полного сходства с лицом скелета. Какая-то женщина беззвучно плачет, уткнувшись лицом в свои колени. Это, видимо, люди, ждущие расстрела, мелкоту сюда не вызывают. Меня охватывает чувство какого-то гнусного, липкого отвращения, в том числе и к самому себе. Почему я здесь сижу не в качестве арестованного, хотя и я ведь заключенный? Нет, нужно выкарабкиваться и бежать, бежать, бежать. Приходит Гольман с бумажкой в руке. Вот это для перевода вас на первый лагпункт и прочее подписано Родецким. Гольман недоуменный, как-то чуть недовольно пожимает плечами. Родецкий вызывает вас к себе с сыном, как будто он вас знает. Нет, завтра в девять утра. О Родецком я не знаю решительно ничего, кроме того, что он, так сказать, Дзержинский или Егода в карельском или бабаковском масштабе. Какого черта ему от меня нужно? Да еще с Юрой! Опять в голову лезут десятки беспокойных вопросов. Прощание с начальником третьего лагпункта. Вечером ко мне приходит начальник колонны. Солоневич старший к начальнику лагпункта. Вид у начальника колонны мрачно угрожающий. Вот теперь, мол, ты насчет загибов не поговоришь. Начальник лагпункта смотрит совсем уж эдким волосного масштаба инквизитором. «Ну-с, гражданин Солоневич!» Начинает он леденящим душу тоном. «Потрудитесь-ка разъяснить нам всю эту хреновину. На столе у него целая кипа пресловутых моих требований. А у меня в кармане бумажка за подписью Родецкого». «Хм! Ага! Загибчики все разъяснял!» хихикает начальник колонны. «У обоих удовлетворенно сладострасный вид. Вот, дескать, поймали интеллигента. Вот мы его сейчас. Во мне подымается острая режущая злоба. Злоба на всю эту стародубцевскую сволочь. Ах так, думаете, что поймали? Но мы еще посмотрим, кто кого. Какую хреновину?» спрашиваю я спокойным тоном. «Ах это, с требованиями?» «Это меня никак не интересует». «Что вы мне тут дурака валяете?» Вдруг заорал начальник колонны. «Я вас, мать, вошу!» Я протягиваю к лицу начальника колонны лакпункта свой кулак. «А вы это видали?» «Я вам такой мат покажу, что вы и на лесной речке не очухаетесь». По тупой роже начальника, как тени по экрану, мелькает ощущение, что если некто поднес ему кулак к носу, значит, у этого некто есть какие-то основания не бояться. Мелькает ярость, оскорбленное самолюбие. Много мелькает совершенно того же, что в свое время мелькало на лице стародубцева. «Я вообще с вами разговаривать не желаю», отрезваю я. «Будьте добры. Заготовить мне на завтра препроводительную бумажку на первый лакпункт. Я протягиваю начальнику лакпункта бумажку, на которой над жирным красным розчерком Родецкого значится. Такого-то и такого-то немедленно отрекомендовать в непосредственное распоряжение третьего отдела. Начальнику первого лакпункта предписывается... А у начальника третьего лакпункта глаза на лоб лезут. В непосредственное распоряжение третьего отдела. Значит, какой-то временно опальный и крупной марки чекист. И сидел-то он тут не иначе, как с каким-нибудь совершенно секретным предписанием. Сидел. ВЫСМАТРИВАЛ ВЫНЮХИВАЛ Начальник лакпункта вытирает ладонью вспотевший лоб. Голос у него прерывается. Вы уж, товарищ, извините. Сами знаете, служба. Всякие тут люди бывают. Стараешься изо всех сил. Ну, конечно, и ошибки бывают. Я вам, конечно, сейчас же. Подводочку вам снарядим. Не нести же вам вещички на спине. Уж, пожалуйста, извините. Если у начальника третьего лакпункта был хвост, он бы вилял хвостом. Но хвоста у него нет. Есть только беспредельное лакейство, созданное атмосферой беспредельного рабства. Завтра утречком все будет готово. Вы уж не беспокойтесь. Уж знаете, так вышло. А вы уж извините. Я, конечно, извиняю и ухожу. Начальник колонны забегает вперед и открывает передо мной двери. В бараке Юра меня спрашивает, отчего у меня руки дрожат. Нет. Нельзя жить. Нельзя здесь жить. Нельзя здесь жить. Можно сгореть в этой атмосфере непрерывно сдавливаемых ощущений ненависти, отвращения и беспомощности. Нельзя жить. Господи, когда же я смогу наконец жить не здесь? — Аудиенция. Наутро нам действительно дали подводу до Медгоры. Начальник лагпункта подобострасно крутился около нас. Моя душевная злоба уже поутихла, и я увидел, что начальник лагпункта просто забитый, загнанный человек. Конечно, вор, сволочь, но в общем, примерно такая же жертва системы всеобщего рабства, как и я. Мне стало неловко за свою вчерашнюю вспышку, за грубость, за кулак, поднесенный к носу начальника. Сейчас он помогал нам укладывать наше нищее барахло на подводу, еще раз извинился за вчерашний мат и ответил тоже извинением за свой кулак. Мы расстались вполне дружески и также дружески встречались впоследствии. Что ж, каждый в этом кабаке выкручивается как может. Что я сам бы стал делать, если бы у меня не было моих нынешних данных выкручиваться? Была бы, возможно, и такая альтернатива, или в актив, или на лесную речку. В теории, эта альтернатива решается весьма просто. На практике это сложнее. На первом лагпункте нас поместили в один из наиболее привилегированных бараков, населенные исключительно управленческими служащими, преимущественно железнодорожниками и водниками. Урок здесь не было вовсе. Барак был сделан в вагонку, то есть нары были не сплошные, а с проходами, как скамьи в вагонах третьего класса. Мы забрались на второй этаж, положили свои вещи и с тревожным недоумением на душе пошли на аудиенцию к товарищу Радецкому. Радецкий принял нас в точно назначенный час. Пропуск для входа в третий отдел был уже заготовлен. Гольман вышел посмотреть, мы ли идем по этому пропуску или не мы. Удостоверившись в наших личностях, он провел нас в кабинет Радецкого. Огромную комнату, стены которой были увешаны портретами вождей, географическими картами края, я с вожделением в сердце посмотрел на эти карты. Крупный и грузный человек лет сорока пяти встретил нас дружественно и чуть-чуть насмешливо. Хотел девать обновить наше знакомство, не помните? Я не помню и проклинаю свою зрительную память. Правда, столько тысяч народу промелькнуло перед глазами за эти годы. У Радецкого полное, чисто выбритое, очень интеллигентное лицо, спокойные и корректные манеры партийного вельможи, разговаривающего с беспартийным спецом. Партийные вельможи всегда разговаривают с изысканной корректностью, но все-таки не помню. А это ваш сын, тоже спортсмен? Ну, будемте знакомы, молодой человек, что ж это вы вашу карьеру так нехорошо начинаете, прямо с лагеря. Ай-яй-яй, нехорошо, нехорошо. Такая уж судьба, улыбается Юра. Ну, ничего, ничего, не унывайте, юноша, все образуется. Знаете, откуда это? Знаю. Ну, откуда? Из Толстого. Хорошо, хорошо, молодец. Ну, усаживайтесь. Чего, чего, уж такой встречи я никак не ожидал. Что это? Какой-то подвох или просто комедия? Этакие отцовского стиля разговоры в кабинете, в котором каждый день подписываются смертные приговоры, вероятно, десятками. Чувствую отвращение и некоторую растерянность. Так, не помните, оборачивается Родецкий ко мне. Ладно, я вам помогу. Кажется, в двадцать восьмом году вы строили спортивный парк в Ростове и по этому поводу ругались, с кем было надо и с кем было не надо, в том числе и со мной. Вспомнил. Вы были секретарем Северокавказского края исполкома. Совершенно верно. Удовлетворенно кивает головой Родецкий. И, следовательно, председателем Совета Физкультуры. Парк этот нужно отдать вам справедливость, вы спланировали великолепно. Так что, ругались вы не совсем зря. Кстати, парк-то этот мы забрали себе. Динамо все же лучший хозяин, чем союз софтторгслужащих. Родецкий испытующий иронически смотрит на меня. Рассчитывал ли я в то время, что строю парк для чекистов? Я не рассчитывал. Спортивные парки Ростовский и Харьковский были моим изобретением и так сказать апофеозом моей спортивной деятельности. Я старался сильно, рисковал многим, и старался и рисковал оказывается для чекистов. Обидно. Но этой обиды показывать нельзя. Ну что ж, пожимаю я плечами, вопрос не в хозяине. Вы, я думаю, пускаете в этот парк всех трудящихся. При слове трудящихся Родецкий иронически приподнимает брови. Ну это как сказать, иных пускаем, иных нет. Во всяком случае ваша идея оказалась технически правильной. Берите папироску, а вы, молодой человек, не курите и водки не пьете. Очень хорошо. Великолепно. Совсем образцовый спортсмен. А только вы, добрый отец семьи, все-таки присмотрите за вашим наследником, как бы в Динамо его не испортили. Там сидят такие великие специалисты по этой части. Я выразил некоторое сомнение. Нет, уж вы мне поверьте, в нашу специальность входит все знать, и то, что нужно сейчас, и то, что пригодится впоследствии. Так, вашу биографию мы знаем с совершенной точностью. «Само собой разумеется, если я в течение десяти лет и писал и выступал под своей фамилией». «Вот и хорошо делали, вы показали нам, что ведете открытую игру, а с нашей точки зрения быль молодца не в укор». Я поддакиваю и щекиваю головой. Я вел не очень уж открытую игру, а в многих деталях моей биографии ГПУ и понятия не имела. За быль молодцов расстреливали без никаких, но опровергать Радецкого было бы уж совсем излишней роскошью. Пусть пребывает в своем ведомственном самоутешении. Легенду о всевидящем ОКИ ГПУ пускает весьма широко и с заранее обдуманным намерением запугать обывателя. Я к этой легенде отношусь весьма скептически, а в том, что Радецкий о моей биографии имеет весьма отдаленное представление, я уверен вполне. Но зачем спорить? Итак, перейдемте к деловой части нашего совещания. Вы, конечно, понимаете, что мы приглашаем вас в Динамо не из-за ваших прекрасных глаз. Я киваю головой. Мы знаем вас как крупного всесоюзного масштаба работника по физкультуре и блестящего организатора. Я скромно опускаю очи. Работников такого масштаба у нас в ББК нет. Медовар вообще не специалист, батюшков только инструктор, следовательно, предоставлять вам возможность чистить дворы у нас нет никакого расчета. Мы используем вас по вашей прямой специальности. Я не хочу спрашивать, за что вас сюда посадили. Я знаю это без вас. И точнее, чем вы сами об этом знаете. Но меня в данный момент это не интересует. Мы ставим перед вами задачу создать образцовое динамовское отделение. Ну вот, скажем, осенью будут разыгрываться первенство северо-западной области, динамовские первенства. Можете ли вы такую команду сколотить, чтобы ленинградскому отделению перо вставить, а? А ну-ка, покажите класс. Тайна аудиенции разъясняется сразу. Для любого заводского комитета и для любого отделения Динамо спортивная победа. Это вопрос самолюбия, моды, азарта, чего хотите. Заводы переманивают себе форвардов, а Динамо скупает чемпионов. Для заводского комитета заводское производство это неприятное, но неизбежное проза жизни. Футбольная же команда это предмет гордости, объект нежного ухода, поэтическая полоска на сером фоне жизни. Так приблизительно барин прошлого века вкладывал в свою псарню гораздо больше эмоций, чем в урожайность своих полей. Хорошая борзая стоила гораздо дороже самого работящего мужика, а квалифицированный псарь шел, вероятно, совсем на вес золота. Вот на амплуа этого квалифицированного псаря попадаю и я. Вставить перо Ленинграду Родецкому очень хочется. Да для такого торжества он, конечно, закроет глаза на любые мои статьи. Товарищ Родецкий, я все-таки хочу по-честному предупредить вас, непосильных вещей я вам обещать не могу. Почему непосильных? Каким образом Медгора с ее десятитысячным населением может конкурировать с Ленинградом? Ах, вы об этом. Медгора здесь ни при чем, мы вовсе не собираемся использовать вас в масштабе Медгоры. Вы у нас будете работать в масштабе ББК, объедете все отделение, подберете людей, выбор у вас будет приблизительно из трехсот тысяч людей. Трехсот тысяч? Я в подпорожье пытался подсчитать население ББК, и у меня выходило гораздо меньше. Неужели же триста тысяч? О, господи! Но подобрать команду, конечно, можно будет. Сколько здесь одних инструкторов сидит? Так вот, начните с Медгорского отделения, осмотрите все лагпункты, подберите команды. Если у вас выйдут какие-нибудь деловые недоразумения с Медоваром или Гольманом, обращайтесь прямо ко мне. Меня товарищ Гольман предупреждал, чтобы я работал без прений. Здесь хозяин не Гольман, а я. Да, я знаю, у вас с Гольманом были в Москве не очень блестящие отношения, но оттого он... Я понимаю, портить дальше эти отношения нет смысла вам. Если возникнут какие-нибудь недоразумения, вы обращайтесь ко мне, так сказать, задним ходом. Мы это обсудим, и Гольман с Медоваром будут иметь мои приказания, и вы здесь будете ни при чем. Да что касается ваших бытовых нужд, мы их обеспечим. Мы заинтересованы в том, чтобы вы работали как следует. Для вашего сына вы придумайте что-нибудь подходящее. Мы его пока тоже зачислим инструктором. Я хотел в техникум поступить. Техникум? Что ж, валяйте в техникум. Правда, с вашими статьями вас туда нельзя было бы упускать, но я надеюсь, Родецкий добродушно иронически ухмыльнулся. Я надеюсь, вы перекуетесь. Я уж, гражданин-начальник, почти наполовину перековался, подхватывает шутку Юра. Ну вот, осталось, значит, пустяки. Ну сс, будем считать наше совещание законченным, а резолюцию принято единогласно. Кстати, обращается Родецкий ко мне, вы, кажется, хороший игрок в теннис. Нет, весьма посредственный. Позвольте, мне батюшка уговорил, что вы вели целую компанию в пользу, так сказать, реабилитации тенниса. Доказывали, что это вполне пролетарский вид спорта. Ну, с словом, мы с вами как-нибудь сразимся. Идет? Ну, пока. Желаю вам успеха. Мы вышли от Родецкого. Нужно будет устроить еще одно заседание, сказал Юра. А то я ничегошеньки не понимаю. Мы завернули во двор, на котором так еще недавно мы складывали доски. Уселись на нашем собственном сооружении, и я прочел Юре маленькую лекцию о спорте и о динамовском спортивном честолюбии. Юра не очень был в курсе моих физкультурных деяний, они оставляли во мне слишком горький осадок. Сколько было вложено мозгов, нервов и денег, и в сущности почти безрезультатно. От 32 водных станций остались рожки да ножки, ибо там распоряжались все, кому не лень, на спортивное самоуправление даже в чистохозяйственных делах смотрели как на контрреволюцию. Спортивные парки попали в руки ГПУ, а в теннис, под который я так старательно подводил идеологическую базу, играют родецкие и ижи с ними, и больше почти никого. какой там спорт для массы, когда массе помимо всего прочего есть нечего. Зря было ухлопано шесть лет работы и риска, о таких вещах не очень хочется рассказывать. Но, конечно, с точки зрения побега, мое новое амплуа дает такие возможности, о каких я мечтать не мог. На другой же день я получил пропуск, предоставляющий мне право свободного передвижения на территории всего Медгорского отделения, то есть верст пятидесяти по меридиану, верст десяти к западу и в любое время дня и ночи. Это было великое приобретение. Фактически оно давало мне большую свободу передвижения, чем та, какую пользовалась окрестное вольное население. Планы побега стали становиться конкретными. Великий комбинатор В Динамо было пусто. Только Батюшков со скучающим видом сам с собой играл на бильярде. Мое появление несколько оживило его. Вот хорошо, партнер есть. Хотите пирамидку? Я пирамидки не хотел, было не до того. Пирамидку мы как-нибудь потом. А вот вы мне пока скажите, кто собственно такой этот Медовар? Батюшков уселся на край бильярда. Медовар по основной профессии одессит. Это определение меня не удовлетворило. Видите ли, пояснил Батюшков, одессит это человек, который живет с воздуха, ничего толком не знает, за все берется и представьте себе кое-что у него выходит. В Москве он был каким-то спекулянтом, потом примазался к Динамо, ездил от него представителем московских команд, знаете, так, чтобы выторговать и суточные обеды и все такое. Потом как-то пролез в партию, но жить с ним можно, сам живет и другим дает жить. Жулик, но очень порядочный человек, довольно неожиданно закончил Батюшков. Откуда он меня знает? Послушайте, Иван Лукьянович, вас же каждая спортивная собака знает. Приблизительно в три раза больше, чем вы этого заслуживаете. Почему в три раза? Вы выступали братьев. Кто-то там разберет, который из вас Солоневич первый, который третий. Кстати, а где ваш средний брат? Мой средний брат погиб в армии Врангеля, но об этом говорить не следовало. Я сказал что-то подходящее к данному случаю. Батюшков посмотрел на меня понимающий. М-да, немного старых спортсменов уцелело, вот я думал, что уцелело. В белых армиях не был, политикой не занимался, а вот сижу. А с Медоваром вы споете, с ним дело можно иметь. Кстати, вот и он шествует. Медовар, впрочем, не шествовал никогда. Он летал. И сейчас, влетев в комнату, он сразу накинулся на меня с вопросами. Ну, что у вас с Родецким? Чего вас с Родецким звал? И откуда он вас знает? И что вы, Федор Николаевич, сидите, как вороны на этом паршивом бильярде, когда работа есть? Сегодня с меня спрашивают сводки мартовской работы Динамо. Так что я им дам? Как вы думаете, что я им дам? Ничего я не думаю, я бездумания знаю. Медовар бросил на бильярд свой портфель. Ну, вот вы сами видите, Иван Лукьянович, он даже не хочет делать вида, что работа есть. Послал в Ленинград сводку теперь что мы будем писать за март? Нужно же нам рост показать. А какой рост? А из чего мы будем исходить? Не кирпичить, Сьяков Самойлович. Ерунда вся это. Хорошенькая ерунда. Ерунда. В феврале был зимний сезон, сейчас весенний. Не могут же у вас в марте лыжные команды расти. На весну нужно совсем другое выдумывать. Батюшков попытался засунуть окурок в лузу, но одумался и сунул его в медоваровский портфель. Знаете что, Федор Николаевич, вы хороший человек, но за такие одесские штучки я вам морду набью. Морду вы не набьете, а в пирамидку я вам дам 30 очков вперед и обставлю как миленького. А это вы рассказываете вашей бабушке. Он меня обставит. Вы такого нахала видали? А вы сами 15 очков уставить пирамидку. Медовар засунул свой портфель под бильярд и вооружился кием. Я ввиду всего этого повернулся уходить. Позвольте, Иван Лукьянович, куда же это вы? Я же с вами хотел о Родецком поговорить. Такая масса работы, прям голова кругом идет. Знаете что, батюшков с сожалением посмотрел медовар на уже готовую пирамидку? Смывайтесь ка вы пока к чертовой матери. Приходите через час, я вам покажу, где раки зимуют. Завтра покажется, я пошел спать. Ну, вот видите, опять пьян, как великомученица. Тьфу! Медовар полез под бильярд, достал свой портфель. Идемте в кабинет. Лицо медовара выражало искреннее возмущение. Вот видите сами, работнички, я на вас, Иван Лукьянович, буду крепко рассчитывать, вы человек солидный, вы себе представьте, приедет инспекция из центра, так какие мы красавцы будем, закопаемся к чертям. И батюшку вы не поздоровится, это еще мало, что он с Радецким в теннис играет и со всей головкой пьянствует. Если инспекция из центра... Я вижу, что вы, Яков Самойлович, человек на этом деле новый и несколько излишне нервничаете. Я сам из центра инспектировал раз двести. Все это ерунда, халоймис. Медовар посмотрел на меня боком, как курица. Термин халоймис на одесском жаргоне означает халтуру, взятую, так сказать, в кубе. А вы в Адессе жили? Спросил он осторожно. Был грех, шесть лет. Знаете что, Иван Лукьянович, давайте говорить прямо, как деловые люди, только чтобы понимаете между нами никаких испанцев. Ладно, никаких испанцев. Вы же понимаете, что мне вам объяснять. Я на такой ответственной работе первый раз, мне нужно класс показать. Это же для меня вопрос карьеры. Так что у вас с Радецким? Я сообщил о своем разговоре с Радецким. Вот это замечательно, что Якименко вас поддержал с этим делом, это хорошо, но раз Радецкий вас знает, обошлись бы и без Якименко. Хотя, вы знаете, Гольман очень не хотел воспринимать. Знаете что, давайте работать на пару. У меня, знаете, есть проект только между нами. Здесь в управлении есть культурно-воспитательный отдел. Это же в общем вроде профсоюзного культ-просвета. Теперь каждый культ-просвет имеет своего инструктора. Это же неотъемлемая часть культ-работы. Это же свинство, что наш КВО не имеет инструктора. Это недооценка политической воспитательной роли физкультуры. Что, не правда я говорю? Конечно, недооценка, согласился я. Вы же понимаете, им нужен работник, и не какой-нибудь крупного масштаба вроде вас. Ну, если я вас спрашиваю, вы пойдете в КВО? Ходил, не приняли. Не приняли, обрадовался медовар. Ну, вот, что я вам говорил. А если бы и приняли, так дали бы вам 30 рублей жалования. Какой вам расчет? Никакого расчета. Знаете, Иван Лукьянович, мы люди свои. Зачем нам дурака валять? Я же знаю, что вы по сравнению со мной мирового масштаба специалист, но вы заключенный, а я член партии. Теперь допустите, что я получил бы вместо инспектора физкультуры при КВО? Они бы мне дали 500 рублей. Нет, пожалуй, 500 сволочи не дадут. Скажут, работаю по совместительству с Динамо. Но 300 рублей дадут. Дадут обязательно. Теперь так. Вы писали бы мне всякие там директивы, методические указания, инструкции и все такое. Я бы бегал и все это оформлял. А жалование, понимаете, пополам. Вы же понимаете, Иван Лукьянович, я вроде не хочу вас грабить, но вам же как заключенному за ту же самую работу дали бы копейки. Я тоже не даром буду эти полтора ста рублей получать. Мне тоже нужно будет бегать. Медовар смотрел на меня с таким видом, словно я подозревал его в эксплуатационных тенденциях. Я смотрел на медовара как на благодетеля рода человеческого. Полтора ста рублей в месяц это для нас с Юрой по кило хлеба и литру молока в день. Это значит, что в побег мы пойдем неистощенными, как почти все, кто покушается бежать, у кого сил хватает на пять дней, потом гибель. Знаете что, Яков Самойлович, в моем положении вы могли бы мне предложить не полтора ста, а пятнадцать рублей, и я бы их взял. За то, что вы предложили мне полтора ста, да еще с извиняющимся видом, я вам предлагаю, так сказать, встречный промфинплан. Какой промфинплан? Слегка забеспокоился медовар. Попробуйте заключить с ГУЛАГом договор на книгу. в трудовых лагерях ГПУ. Писать буду я. Гонорар пополам. Идет? Идет? Восторженно сказал медовар. Вы, я вижу, недаром жили в Одессе. Честное мое слово, это же совсем великолепно. Мы, я вам говорю, мы таки сделаем себе имя. То есть, конечно, сделаю я. Зачем вам имя в ГУЛАГе? У вас и без ГУЛАГа имя есть. Пишите план книги, план работы в КВО. Я сейчас побегу в КВО Корзуна обрабатывать. Или нет? Лучше не Корзуна. Корзун по части физкультуры совсем идиот. Он же горбатый. Нет, я сделаю так. Я пойду к Успенскому. Это голова. Ну, конечно же, к Успенскому. Как я идиот сразу этого не сообразил. Ну, а вы, конечно, сидите без денег. Без денег я, к сожалению, сидел уже давно. Так я вам завтра аванс выпишу. Мы вам будем платить 60 рублей в месяц. Больше не можем. Ей-богу, больше не можем. Мы же за вас еще и лагерю должны платить 180 рублей. Ну, к сыну тоже что-нибудь назначим. Я вас завтра еще в столовку ИТР устрою. Беспечальное житье. Весна 1934 года дружное и жаркое застало нас с Юрой в совершенно фантастическом положении. Медовар реализовал свой проект, устроился инспектором физкультуры в КВО и мои 150 рублей выплачивал мне честно. Кроме того, я получал с Динамо еще 60 рублей и давал уроки физкультуры и литературы в техникуме. Уроки эти оплачивались уже по лагерным расценкам 50 копеек за академический час. Полтинник равнялся цене 30 грамм сахарного песку. Питались мы в столовую ИТР, которую нам устроил тот же Медовар при поддержке Родецкого. Медовар дал мне бумажку начальнику отдела снабжения товарищу Неймайеру. В бумажке было написано «Инструктор физкультуры не может работать, когда голодный». Почему, когда голодный, может работать лесоруб и землекоп, я, конечно, выяснять не стал. Кроме того, в бумажке была и ссылка «По распоряжению товарища Родецкого». Неймайер встретил меня свирепо. «Мы только что сняли со столовой ИТР 142 человека, так что же из-за вас мы будем снимать 143-го и 144-го?» Наставительно поправил я. «Здесь речь идет о двух человеках». Неймайер посмотрел на одинаковые фамилии и понял, что вопрос стоит не об ударнике, а о протекции. «Хорошо, я позвоню Родецкому». Несколько мягче сказал он. В столовую ИТР попасть было труднее, чем на воле в партию. Но мы попали. Было неприятно то, что эти карточки были отобраны у каких-то инженеров, но мы утешались тем, что это ненадолго и тем, что этим-то инженерам все равно сидеть, а нам придется бежать и силы нужны. Впрочем, с Юриной карточкой получилась чепуха. Для него карточку отобрали у его же непосредственного начальства, директора техникума инженера Сташевского. И мы решили ее вернуть. Конечно, нелегально, просто из рук в руки, иначе бы Сташевский этой карточки уже не получил. Ее перехватили бы по дороге. Но Юрина карточка к тому времени не очень уж была и нужна. Я околачивался по разным лагерным пунктам, меня там кормили и без карточки, а Юра обедал за меня. В столовую ИТР за завтрак давали примерно тарелку чечевицы, обед более или менее съедобный щи с отдаленными следами присутствия мяса, какую-нибудь кашу или рыбу и кисель. На ужин ту же чечевицу или кашу. В общем, очень не густо, но мы не голодали. Было два неудобства. Комнатой Динамо мы решили не воспользоваться, чтобы не подводить своим побегом некоторых милых людей, о которых я в этих очерках предпочитаю не говорить вовсе. Мы остались в бараке. Побегом оттуда мы подводили только местный актив, к судьбам которого мы были вполне равнодушны. Впрочем, впоследствии вышло так, что самую существенную помощь в нашем побеге нам оказал начальник лагеря товарищ Успенский, с какового, конечно, взятки гладкие. Единственное, что ему после нашего побега оставалось, это посмотреть на себя в зеркало и обратиться к своему отражению с парой сочувственных слов. Кроме него, ни один человек в лагере ни в какой степени за наш побег отвечать не мог. Еще последнее неудобство. Я так и не ухитрился добыть себе постельных принадлежностей, набитого морской травой тюфяка и такой же подушки. Так, все наше лагерное житье мы проспали на голых досках. Юра несколько раз нажимал на меня, и эти постельные принадлежности не так уж трудно было бы получить, и я только позже сообразил, почему я их так и не получил. Инстинктивно не хотелось тратить ни капли нервов, ни для чего не имеющего прямого непосредственного отношения к побегу. Постели к побегу никакого отношения не имели. В лесу придется спать похуже, чем на нарах. В части писем, полученных мною от читателей, были легкие намеки на, так сказать, некоторую неправдоподобность нашей лагерной эпопеи. Не в порядке литературного приема, как это делается в начале утопических романов, а совсем всерьез, я хочу сказать следующее. Во всей этой эпопее нет ни одного выдуманного лица и ни одного выдуманного положения. Фамилии действующих лиц за особо оговоренными настоящие фамилии. Из моих лагерных встреч я вынужден был выкинуть некоторые весьма небезынтересные эпизоды, как, например, всю свирьлаговскую интеллигенцию, чтобы никого не подвести. По следам моего пребывания в лагере ГПУ не так уж трудно было бы установить, кто скрывается за любой вымышленной фамилией. Материал данный в этих очерках рассчитан в частности и на то, чтобы никого из людей оставшихся в лагере не подвести. Я не думаю, чтобы в этих расчетах могла быть какая-нибудь ошибка. А оговорку о реальности даже и неправдоподобных вещей мне приходится делать потому, что лето 1934 года мы провели в условиях поистине неправдоподобных. Мы были безусловно сыты. Я не делал почти ничего. Юра не делал решительно ничего. Его техникум оказался такой же халтурой, как и Динамо. Мы играли в теннис, иногда и с Родецким. Купались, забирали кипы книг, выходили на берег озера, укладывались на солнышки и читали целыми днями. Это было курортное житье, о каком московский инженер мечтать не может. Если бы я остался в лагере, то по совокупности тех обстоятельств, о которых речь будет идти ниже, я жил бы в условиях такой сытости, комфорта и безопасности и даже свободы. Какие недоступные крупному московскому инженеру. Мне все это лето вспоминалось фраза Марковича. Если уж нужно, чтобы было ГПУ, так пусть оно лучше будет у меня под боком. У меня ГПУ было под боком. Тот же Родецкий. Если бы не перспектива побега, я спал бы в лагере гораздо спокойнее, чем я спал у себя дома под Москвой. Но это райское житье ни в какой степени не противоречило тому, что уже в 15 верстах к северу целые лагпункты вымирали от цинги, что в 60 верстах к северу колонизационный отдел рассеял кулацкие семьи, целое Воронежское село, потерявшее за время этапа свыше 600 своих детишек, что еще в 20 верстах северней была запиханная в безысходное болото колония из 4 тысяч беспризорников, обреченных на вымирание. Наше райское житье в Медгарии и перспективы такого материального устройства, какого я не знаю, добьюсь ли в эмиграции, ни в какой степени и ни на одну секунду не ослабляли наши воли к побегу, как не ослабляло ее и постановление от 7 июня 1934 года, устанавливающее смертную казнь за попытку покинуть социалистический рай. Можно быть не очень хорошим христианином, но все равно даже лучший паек ББК на фоне девочки со льдом в глотку как-то не лез. По шпалам Метод Методические указания для товарища Медовара занимали очень немного времени. Книги я, само собой, разумеется, и писать не собирался. Аванс получил 100 рублей. Единственное, что я остался должен советской власти. Впрочем, и советская власть мне кое-что должна. Как-нибудь сосчитаемся. Моей основной задачей был подбор футбольной команды для того, чтобы Родецкий поэтически определил, как вставку пера Ленинграду. В сущности, вставить можно было. Из 300 тысяч человек можно было найти 11 футболистов. В Медгоре из управленческих служащих я организовал три очень слабые команды и для дальнейшего подбора решил осмотреть ближайшие лагерные пункты. Административный отдел заготовил мне командировочное удостоверение для проезда на пятый лагпункт. 16 верст к югу по железной дороге и 10 верст к западу в тайгу. На командировке стоял штамп, следует в сопровождении конвоя. «По такой командировке», сказал я начальнику Адмаддела, «никуда я не поеду». «Ваше дело», огрызнулся начальник, «не поедете, вас посадят, не меня». Я пошел к Медовару и сообщил ему об этом штампе. «По такой командировке ехать, это значит подрывать динамовский авторитет». «Так я же вам говорил, там сидят одни сплошные идиоты». Я сейчас позвоню Родецкому. Тот же вечер мне эту командировку принесли, так сказать, на дом, в барак, а конвоя в ней не было уже ни слова. На проезд по железной дороге я получил 4 рубля 74 копейки, но пошел пешком, конечно. Экономия, тренировка и разведка местности. Свой рюкзак я набил весьма основательно для пробы, как подорожные патрули отнесутся к такому рюкзаку и в какой степени они будут его ощупывать. Однако посты, охранявшие выходы из Медгорского отделения социалистического рая, у меня даже и документов не спросили. Не знаю, почему. Железная дорога петлями вилась над берегом Манежского озера. Справа, то есть с запада, на нее наваливался бесформенный хаос гранитных обломков, следы ледников и динамита. Слева вниз к озеру уходили склоны, поросшие чаще всяких кустарников. Дальше растелалось бледно-голубое полотно озера, изрезанное бухтами, островами, проливами. С точки зрения живописности этот ландшафт в лучах яркого весеннего солнца был изумителен. С точки зрения практической он производил удручающее тревожное впечатление. Как по таким джунглям и обломкам пройти 120 верст до границы? Пройдя верст пять, удостоверившись, что меня никто не видит, я нырнул к западу в кусты на разведку местности. Местность была окаянная. Каменные глыбы, навороченные в хаотическом беспорядке, на них каким-то чудом росли сосны, ели, можжевельник, иногда осиная береза. Подлесок состоял из кустарника, через который приходилось не проходить, а пробираться. Куча этих глыб вдруг обрывались какими-то гигантскими ямами, наполненными водой. Камни были покрыты тонким и скользким слоем мокрого мха. Потом верстах двух камни кончились, и на ширину метров двухсот протянулось какое-то болото, пришлось обойти с юга. Дальше снова начинался поросший лесом каменный хаос, подымавшийся к западу каким-то невысоким хребтом. Я взобрался и на хребет. Он обрывался почти отвесной каменной стеной метров пятьдесят высоты. Наверху были завалы, которые впоследствии в дороге стоили нам столько времени усилий. Это был в беспорядке наваленный бурелом, сваленные бурями деревья с перепутавшимися ветками, корнями, сучами. Пробраться вообще невозможно. Нужно обходить. Я обошел. Внизу под стеной ржавело какое-то болото, поросшее осокой. Я кинул в него булыжник. Булыжник плюхнулся и исчез. Да, по таким местам бежать, упаси господи, но с другой стороны, в такие места нырнуть и тут уж никто не разыщет. Я вышел на железную дорогу, оглянулся, никого. Прошел еще версты две и сразу почувствовал, что смертельно устал, ноги не двигаются. Возбуждение от первой прогулки на воле прошло, а месяцы одиночки, урча, лагерного питания и нервов сказались. Я влез на придорожный камень, разослал на нем свою кожанку, снял рубашку, подставил свою одрехлевшую за эти месяцы кожу под весеннее солнышко, закурил самокрутку и предался блаженству. Хорошо, ни лагеря, ни ГПУ. В траве деловито, как медовар, суетились какие-то козявки. Какая-то печушка со столько же деловым видом пролетела с дерева на дерево и оживленно болтала сама с собой. Дела у нее явственно не было никакого. Болтает и мечется она просто так от весны, от солнца, от радости птичьей своей жизни. Потом мое внимание привлекла белка, которая занималась делом еще более серьезным, ловила собственный хвост. Хвост удирал, куда глаза глядят, и белка в погоне за своим пушистым продолжением въеном вертелась вокруг ствола мохнатой ели. Рыжим солнечным зайчиком мелькала в ветвях. В этой игре она развивала чудовищное количество лошадиных сил. Это не то, что я. Верст двенадцать прошел и уже выдохся. Мне бы такой запас энергии, дня не просидел бы в СССР. Я приподнялся и белочка заметила меня. Ее тоненький подвижный носик выглянул из-за ствола, а хвост остался там, где был, с другой стороны. Мое присутствие белке не понравилось. Она крепко выругалась на своем беличьем языке и исчезла. Мне стало как-то грустно и весело. Вот живет же животина, и никаких тебе ГПУ. ВОЛЬНО наемная По полотну дороги шагали трое каких-то мужичков. Один постарше лет под пятьдесят, двое других помоложе лет по двадцать двадцать пять. Они были невыразимо рваны. На ногах у двоих были лапти, на ногах у третьего рваны сапоги. Весь их багаж состоял из микроскопических узелков, вероятно, с хлебом. На беглецов из лагеря Подходя, мужики поздоровались со мной. Я ответил. Потом старший остановился и спросил. Спичек нету, тихо хозяин. Спички были. Я вытащил коробку. Мужик перелез через канал ко мне. Вид у него был какой-то конфузливый. Может быть и махорочка найдется. Я об спичках только так, чтобы посмотреть каков человек есть. Нашлась и махорочка. Мужик бережно свернул козью ножку. Парни робко топтались около, умильно поглядывая на махорку. Я предложил им. Несконфузливой спешкой подхватили мой кесет и так же бережно, не просыпая ни одной крошки, стали сворачивать себе папиросы. Усеялись. Закурили. Дион пятиш не куривший, сказал старший. Тянет не дай господи. А вы откуда? На заключенные? Нет, по вольному найму работали на лесных работах. Да нету никакой возможности, еле живы вырвались. Заработать собирались, саркастически сказал один из парней. Вот и заработали. Он протянул свою ногу в рваном лапте. Вот и весь заработок. Мужик как-то виноват поежился. Да кто уж его знал? Вот то-то и оно, сказал парень. Не знаешь, не мути. Шо ты все коришь, сказал мужик. Приехали люди служащие, государственные, говорили толком за кубометр погрузки рубль с полтиной. А как сюда приехали? Хорошая погрузка. За полверсты баланы таскать, да еще и по болоту. Хлеб-то полтора фунта и шабаш. И более ничего. Каши той нету. Потаскаешь тут. Значит, завербовали вас? Да уж так завербовали, что дальше некуда. Одежу собирались справить, ядовито сказал парень. Вот тебе и одежа. Мужик сделал вид, что не слышал этого замечания. Через правление колхоз, значит, тут не поговоришь. Приказ вышел дать от колхоза сорок человек. Ну, кто, куда. И договор подписывали. Вот тебе и договор, теперь дал бы бог домой добраться. А дом-то что? Спросил второй парень. А дом-то оно способней, неуверенно сказал мужик. Дом-то оно не пропадешь. Пропадешь в лучшем виде, сказал ядовито парень. Дома для тебя пироги пекут. Приехал, дескать, Федор Иваныч, заработок, дескать, привез. Да и трудодней нету. Грустно заметил парень в сапогах. Кто из трудоднями, так есть нечего, а уж ежели и без трудодней, прям ложись и помирай. А откуда вы? Нет, не изначальства. Заключенные в лагере. Ах ты господи, а вот люди сказывают, что в лагере теперь лучше, как на воле. Хлеб дают, кашу дают. На воле, продолжил мужик. Вот тебе и воля. Сманили сюда в тайгу, есть не дают, одежи нету, жить негде, комары поедом едят, а домой не пускают, документов не дают. Мы уж Христом Богом молили, отпустите, видите сами, помрем мы тут. Отощамши мы еще из дому, сил нету, а баланы самые легкие, пудов пять, да еще по болоту. Все одно, говорю, помрем. Но, пожалели, дали документ, вот так и идем, где хлеба просим, где что. Верстов с пятьдесят на чугунке проехали, нам бы до Питера добраться. А что в Питере? спросил ядовитый парень. Накормят тебя в Питере, как же! Питере накормят, сказал я. Я еще не видал примера, чтобы недоедающий гражданин отказал в куске хлеба голодающему мужику. Год тому назад до паспортизации столицы были запружены нищенствующими малороссийскими мужиками. Давали и им. Ну что ж, придется христорадничать, покорно сказал мужик. Надежду думал справить, повторил ядовитый парень. А теперь что и было, разлезлось. Домой голышом придем. Ну пошли, что ли? Трое вольных граждан СССР поднялись на ноги. Старший умильно посмотрел на меня. А может, хлебца лишнего нету? Я сообразил, что до лагпункта я могу дойти не евши. Там уж как-нибудь накормят. Я развязал свой рюкзак, достал хлеб. Вместе с хлебом лежал завернутый кусок сала граммов на сто. При виде сала у мужика дыхание сперло. «Сало, видишь ты, господи боже!» Я отдал мужикам и сало. Кусочек был с автекарской точностью поделен на три части. «Вот, отзначь, закусим!» восторженно сказал мужик. «Эх ты, на что уж эссерия! А и тут добрые люди не перевелись!» Вольно наемные ушли. Белочка снова выглянула из-за елового ствола и уставилась на меня бусинками своих глаз. Бусины как будто говорили «Что, культуру строите, в Бога веруете, науки развиваете? Ну и дураки!» Возражать было трудно. Я оделся, навьючил на спину свой рюкзак и пошел дальше. Ирстах вдвух за поворотом дороги наткнулся на своих мужичков, которых обыскивал вохровский патруль. Один вохровец ощупывал, другой осматривал документы, третий стоял шагах в десяти с винтовкой на изготовку. Было ясно, что будут проверять и меня. Документы у меня были в полном порядке, но бесчисленные обыски, на своем веку. Выработали вместо привычки какую-то особенную отвратительную нервную рабью дрожь перед каждой такой проверкой, даже и в тех случаях, когда такая проверка никакого решительного риска за собой не влекла. Так было и в данном случае. И сейчас же в мозгу привычный советский условный рефлекс. Как бы так-так извернуться? Я подошел к группе вохровцев, встал, засунув руки в карманы и посмотрел на все происходящее испытующим оком. Что, бегунков подцепили? Вохровец недовольно оторвался от документов. Черт, ты его знает, может, и бегунки! А вы кто, из лагеря? Положение несколько прояснилось. Вохровец спросил не грубо. Вы заключенный дипломатически. Вы не из лагеря? Из лагеря, ответил я административным тоном. Черт его знает, сказал Вохровец. Документы какие-то липоватые. А ну-ка, покажите их сюда. Вохровец протянул мне несколько бумажек. В них нелегко было разобраться и человеку с несколько большим стажем, чем Вохровец. Тут было все, что навьючивает на себя многострадальный советский гражданин, действующий по принципу «маслом каши не испортишь». Черт его знает, какая именно бумажка может показаться наиболее убедительной носителем власти наганов. Был же у меня случай, когда от очень неприятного ареста меня спас сезонный железнодорожный билет, который для властей наиболее убедительно доказывал мою самоличность. Это при наличии паспорта, профсоюзной книжки, постоянного удостоверения газеты труд, ее командировочного удостоверения и целой коллекции бумажонок более мелкого масштаба. Исходя из этого принципа, один из парней захватил с собой и свидетельство ЗАГСа о рождении у него дочки Евдокии. Евдокии помогало плохо. Самый важный документ, увольнительное свидетельство было выдано профсоюзом, а профсоюз таких удостоверений выдавать не имеет права. И вообще бумажка была, как говорил Вохровец, липоватая. Во многих местах СССР не везде, но почти везде. Крестьянин, отлучающийся за пределы своего района, должен иметь увольнительное удостоверение от сельсовета. Они выдаются обычно за литр водки. За такой литр получил свою бумажку и этот парень. По лицу его видно было, что за эту-то бумажку он боялся больше всего. Парень стоял ни жив, ни мертв. «Нет», сказал я разочарованным тоном, «бумаги в порядке. С каких вы разработок?» Сурово спросил я мужика. «Да смей серьги», ответил мужик робко. «А кто у вас там прораб? Кто предрабочкома?» Словом, допрос был учинен по всей форме. Охровцы почувствовали, что перед ними лицо административного персонала. «Обыскивали?» спросил я. «Как же? А сапоги вы этого снимали?» «Нет, об сапогах позабыли. А ну ты, сымай сапоги!» В сапогах, конечно, не было ничего, но бумажка была забыта. «Ну, пусть топают», сказал я. «Там на звонке разберутся». «Ну, катись, катшем», сказал старший из Вахровцев. Патруль повернулся и пошел на север. Документов у меня так и не спросил. Мы с мужиками пошли дальше на юг. Отойдя с версту, я сделал парнишке свирепое внушение, чтобы другой раз не ставил литра водки кому не нужно, чтобы по пути отставал на полверсты от своих товарищей и будя последней наткнуться на патруль, нырять в кусты и обходить сторонкой. Что касается линии реки Свирь и Званки, то тут я никаких путных советов дать не мог. Я знал, что эти места охраняются особенно свирепо, но более подробных данных у меня не было. Парень имел вид пришибленный и безнадежный. «Так ведь никак не отпускали. Я там одному действительно поставил ни литр, на литр денег не хватило, пол-литра. Разве ж я знал». Мне оставалось только вздохнуть. И этот мужик, и эти парни, это не Акульшин. Эти пропадут. Им не только до Свири, а и до Петрозаводска не дойти. Пожилой мужичок был так растерян, что на мои советы только отвечал. «Да, да, как же, как же, понимаем, понимаем». Но он и плохо слушал, и не понимал вовсе их. Парень в сапогах жалобно скулил на свою судьбу, жаловался на жуликов из рыбачком, а зря вылокавших его полулитровку. Ядовитый парень шагал молча и свирепо. «Мне стало как-то очень тяжело». Я распрощался со своими спутниками и пошел вперед. Пятый лагпункт Пятый лагпункт был наиболее привилегированным из производственных пунктов ББК. Занимался он добычей кокор. Кокора это ствол хвойного дерева с отходящим от него приблизительно под прямым углом крупным корневищем. Кокоры эти шли для шпангоутов и форштевней и всякого рода барок, барж, баркасов и всего прочего, что строилось на Пужинской, Сорокинской и Кемской верфях ББК. Технические требования к этим кокорам были довольно суровы. Иногда из сотни стволов пригодных оказывалось тридцать, иногда только три, а без кокор все эти верфи с их шести семью тысячами заключенных рабочих были бы обречены на бездействие. Ввиду этого пятый лагпункт находился на некоем своеобразном хозрасчете. Он обязан был поставить столько-то кокор в месяц и получал за это столько-то продовольствия. Во внутренние дела пункта лагерь почти не вмешивался и начальник пункта товарищ Васильчук изворачивался там в меру разумения своего еще больше в меру изворотливости своей. Изворотливости же у него были большие запасы и заботливости тоже. В силу этого обстоятельства лагпункт питался вполне удовлетворительно, не хуже, чем питаются рабочие московских заводов. Кроме того, для добычи кокор требовались очень сильные люди, ибо приходилось возиться не с баланами, а с целыми стволами. Ввиду всего этого я твердо рассчитывал на то, что на пятом лагпункте я уж подыщу людей, необходимых для вставки пера Ленинграду. Начальник лагпункта товарищ Васильчук был типом весьма необычным для советской администрации. Петербургский рабочий бывший коммунист он получил три года за какое-то участие в каком-то партийном уклоне и шесть лет уже просидел. Дальнейшие года ему добавлялись автоматически. бумажку он как-то получил при мне. В бумажке было написано просто и прозаически. На основании постановления ППГПУ от такого-то числа за номером таким-то предлагается вам объявить под расписку заключенному Васильчуку АА, что срок его заключения продлен до и точка. Васильчук получил уже четвертую, как он говорил, годовую отсрочку. Он флегматически подмахнул свою подпись под этой бумажкой и сказал, вот значит и объявил под расписку, это попасть сюда просто, а выбраться это еще придется подождать. Бывших коммунистов, высланных сюда ни за воровство, ни за убийство, ни за изнасилование, а за неповиновение мановением сталинской власти, не выпускают, по-видимому, никогда и не собираются выпускать. Васильчук же не собирался каяться. И вот буду я сидеть здесь до скончания, говорил он. Сволочь та пусть кается, а мы пока здесь посидим. Ей богу, чем на хлебозаготовке езжать, лучше здесь сидеть. А физкультурой буду заниматься обязательно, иначе сгниешь тут ко всем чертям, и мировой революции не увидишь, а мировую революцию хорошо бы повидать. Вот кабачок будет, а? Пятый лагпункт я посетил всего четыре раза, но с Васильчуком у нас сразу же установились отношения не очень интимные, но во всяком случае дружественные. Во-первых, Васильчуку и его помощнику бухгалтеру здесь была тоска смертная, и во-вторых, моя физкультурная специальность была встречена на пятом лагпункте с такими же симпатиями и упованиями, с какими она встречалась на заводах, в вузах и во многих других местах. Немного о физкультуре. В России есть целый ряд положительных явлений, которые власть засчитывает в список своих достижений. Сюда войдет и укрепление семьи, и более здоровая сексуальная жизнь молодежи, и парашютистки, и тяга к учебе, и многое другое, в том числе и физкультура. Иммигрантская печать напрасно берет этот термин в иронические кавычки. Это нужный термин. Он охватывает все то, что служит человеческому здоровью. Это будет гимнастика в том смысле, в каком Платон противопоставлял ее медицине. Интерес к физкультуре существует огромный, в старой России невиданный. Этот интерес, как и семья, и парашютистки, и многое другое, возник не в результате усилий власти, как реакция на ее прочие достижения. Рабочие надорванные непосильным трудом, студенты, изъеденные туберкулезом, служащие, очумелые от вечных перебросок и перестроек. Все это недоедающее, истрепанное, охваченное тем, что по официальному термину зовется советской изношностью, с жадностью совершенно естественной в их положении тянется ко всему, что может поддерживать их растрачиваемые силы. Я хотел бы привести один пример, который, как мне кажется, может вынести некоторую ясность в диалектику советских достижений. В декабре 1928 года я обследовал лыжные станции Москвы. Обследование выяснило такие факты. Рядовые служащие по своим выходным дням часов с 7-8 утра приезжают на лыжные станции и становятся в очередь за лыжами. Стоят и 2, и 3, и 4 часа, иногда получают лыжи, иногда не получают. Лыж не хватает, потому что власть на их же этих рабочих и служащих деньги строит предназначенные для втирания очков стадионы и не строит предназначенных для массы лыжных станций и фабрик, так она не строит их и до сих пор. Но каждому иностранцу власть может показать великолепный стадион Динамо и сказать «Вот наши достижения». Стадион Динамо обошелся около 12 миллионов рублей, и это при условии использования почти бесплатного труда заключенных. А лыжных станций под Москвой путных, хотя и маленьких, только две. Одна военного ведомства, другая союза служащих, построенная мною в результате жесткой борьбы и существенного риска. Стадион занят публикой раза три в год, а остальные 360 дней пуст абсолютно. Лыжные станции работают еженедельно и с работой справиться не могут. Гимнастического зала в Москве нет почти ни одного. Жилая потребность масс в физкультуре, вызванная не усилиями власти, а условиями жизни, остается удовлетворенной, по моим рассчитам, примерно на 10-12%. Но перед самым арестом я все еще пытался воевать, правда уже очень нерешительно, против проекта постройки в Измайловском зверинце гигантского физкультурного комбината с колизейного типа стадионами на 360 тысяч сидящих мест. Стоимостью в 60 миллионов рублей при использовании того же труда заключенных. Кажется, что этот комбинат все-таки начали строить. Если вы вместо физкультуры возьмете тягу к учебе, то увидите, как оба этих явления рождаются и развиваются по строго параллельным линиям. Тяга к учебе родилась как реакция против данных советских условий жизни. Она охватывает десятки миллионов и она остается неудовлетворенной. Школ нет, учебников нет, программ нет, преподавателей нет. Даже и те школы, которые числятся не только на бумаге, а бумажных школ очень много, отымают у молодежи чудовищное количество времени и сил и не дают почти ничего. Результаты этого обучения видны по тем выдержкам из правды, которые время от времени приводятся на страницах эмигрантских газет. Школьные здания даже в Москве заняты в три смены и уже к середине второй смены в классах решительно нечем дышать. И ребята уже не соображают ничего. Но стадионы строятся, а школ нет. Строятся канцелярии, интуристские гостиницы, дома советов и союзов, но даже в Москве за семь лет моего там пребывания было построено не то четыре, не то пять новых школьных зданий. И уже под Москвой, хотя бы в той же Салтыковке, с ее десятью-двенадцатими тысячами жителей и с двумя школами власть не в состоянии поддерживать существующих школьных зданий. Объяснять все это глупостью советского режима было бы наивно. Советский режим, что бы ни говорили, организован не для нужд страны, а для мировой революции. Нужды страны ему по существу безразличны. Я не представляю себе, чтобы с какой бы то ни было другой точки зрения можно было бы логически объяснить историю с лыжными станциями, историю со школами, эпопею с коллективизацией, трагедию с лагерями. Но если вы станете именно на эту точку зрения, то весь советский быт и в мелочах и в гигантах получает логическое и исчерпывающее объяснение. Оно может нравиться и может не нравиться, но я думаю, другого не найти. Пятый лагпункт, в силу своеобразного сцепления обстоятельств, несколько изолированный от действий всесоюзного кабака, был сыт. И когда месяцем позже я пришел сюда уже не для вылавливания футболистов, а для организации физкультуры, полуторатысячная масса лагерного населения, в течение одного выходного дня построила гимнастический городок и выровняла три площадки для волейбола. В карельских условиях это была весьма существенная работа. Приходилось выворачивать камни по 5-10 тонн весом и таскать носилками песок для засыпки образовавшихся ям. Эта работа была сделана быстро и дружно. Когда я стал проводить занятия по легкой атлетике, то выяснилось, что из-за людей, пытавшихся толкать ядро, шесть человек без всякой тренировки и уж, конечно, без всякого стиля толкнули его за 11 метров. Какой-то крестьянин средних лет в сапогах и арестантском платье тоже без тренировки и тоже без стиля прыгнул в длину 5,70 он же толкнул ядро на 11,80 это и есть та черноземная сила, которая русским дореволюционным спортом не была затронута совершенно, но которая при некоторой тренировке могла бы не оставить ни одной стране ни одного мирового рекорда. Я не могу об этом говорить с цифрами в руках, как могу говорить о рекордах, но я совершенно уверен в том, что в этом черноземе не только физическая сила, отсюда шли мамонтовы, морозовы, рябушинские, репины. Если сейчас физическая сила подорвана зверски, то интеллектуальная сила этого чернозема, закаленная полутора десятилетиями чудовищного напряжения и опыта, планами и разочарованиями, советской агитацией и советской реальностью, построит такую будущую Россию, какой нам сейчас трудно мечтать. Но это в том случае, если физических сил хватит. СЕКРЕТ Из пятого лагпункта я возвращался в Медгору пешком. Стояло очаровательное весеннее утро. Такое утро, что не хотелось думать ни о революции, ни о побеге. По обочинам дороги весело болтали весенние ручейки. Угрюмость таежного болота скрашивалась беззаботной болтовнею птичьего населения и буйной яркостью весенних цветов. Я шел и думал о самых веселых вещах, и мои думы были прерваны чьим-то возгласом. «Халло, товарищ Солоневич, не узнаете?» Узнавать было некого. Голос исходил откуда-то из-за кустов. Там была густая тень, и мне с моей освещенной солнцем позицией не было видно ничего. Потом из кустов выпал какой-то вохровец с винтовкой в руке и с лицом закрытым накомарником. густой тюльвой сеткой от комаров. «Не узнаете?» повторил вохровец. «Вы бы еще веток на голову накрутили, совсем легко было бы узнать». Вохровец снял свой накомарник, и я узнал одного из урок, в свое время околачившегося в третьем лагпункте. Как это вы в вохр попали? Перековались? Перековался к чертовой матери, сказал урка. Не житье, а масленица. Лежишь и так цельный день животом вверх, пташки всякие бегают. Что, в секрете лежите? В секрете бегунков ловим. Махорочки у вас разжиться нельзя, посидим, покурим. Степка, катай сюда. Из-под того же куста вылез еще один вохровец, мне незнакомый. Сели, закурили. А много вы этих бегунков ловите? Спросил я. Штаба очень много, так нет, а ловим. Да, тут главное дело не в ловле. Нам бы со Степкой тут до конца лета доболтаться, потом айда в Туркестан, теплые края. Выпускают? Не, какое там, сами по себе. Вот сидим, значит, и смотрим, как и где какие секреты устроены. Да, тут главное дело только по дороге и пройти можно, как соженство в сторону, так никакая сила болота. А где нет болота, там вот секреты вроде нас. Под кустиком яма, а в яме в охра сидит. Все видит, а не видать. Слышать о таких секретах было очень неуютно. Я проспросил урку и о их расстановке, но урка и сам немного знал, да и секреты вокруг пятого лакпункта меня не очень интересовали. Воображение уже стало рисовать. Вот идем мы так с Юрой из-под какого-нибудь кустика. Анастай, тогда гибель. Весенние краски поблекли, и мир снова стал казаться безвыходно, безвылазно советским. Слет ударников Я пришел в Медгору светлым весенним вечером. Юры в барыке не было. На душе было очень тоскливо. Я решил пойти послушать вселагерный слет лучших ударников ББК, который подготовлялся уже давно, а сегодня вечером открывался в огромном деревянном здании клуба ББК. Конечно, переполненный зал, конечно, доклады, доклад начальника производственной части Вершбитского о том, как мы растем, как растут совхозы ББК, добыча лесов, гранита, шуньгита, апатитов, как растет стройка Туломской электростанции, Сорокинского порта, стратегических шоссе к границе, что у нас будет по плану через год, через три года, к концу второй пятилетки мы будем иметь такие-то и такие-то достижения, в начале третьей пятилетки, мы будем иметь. Вторая пятилетка должна была по плану ликвидировать классы, как будто бы вследствие этого ликвидировать и лагеря. Но из доклада явствует во всяком случае одно. Количество каторжных рабочих рук должно расти, по крайней мере, в уровень с остальными темпами социалистического роста. Если сейчас этих рук что-то около трехсот тысяч пар, то что же будет в условиях дальнейшего роста? Потом доклад начальника КВО товарища Корзуна. Как мы перевоспитываем, как мы перековываем. Советская исправительная система построена не на принципе наказания, а на принципе трудового воздействия. Мы не караем, а внимательным товарищеским подходом прививаем заключенным любовь к свободному, творческому, социалистическому труду. В общем, Корзун говорит все то же, что в свое время по поводу открытия Беломорско-Балтийского канала писал Горький, но с одной только разницей. Горький врал в расчете на неосведомленность вольного населения России и паче всего за границей. На какую же публику рассчитывает Корзун? Здесь все знают об этой исправительной системе, которая не карает и перевоспитывает. Здесь все знают то, что знаю уже я. И девятнадцатые кварталы, и диковские овраги, и безрассудные расстрелы. Многие знают и то, чего я еще не знаю, и бог даст, не успею узнать. Штрафные командировки, вроде лесно-речки, роты усиленного режима с полуфунтом в день хлеба, и с официальным правом каждого начальника колонны на смертный приговор. Страшные работы на морсплаве около Кеми, где люди зимой по суткам подряд работают по пояс в ледяной воде незамерзающих горных речек. Эта аудитория все это знает, и ничего, и даже аплодирует. Да, в советской истории поставлено много мировых рекордов, но уж рекорд наглости поставлен поистине всемирно исторический. Так врать, и так к этому вранью привыкнуть, как врут и привыкли к вранью в России, этого, кажется, не было еще нигде и никогда. Потом на сцене выстраивается десятка три каких-то очень неплохо одетых людей. Это ударники, отличники, лучшие из лучших. Гремит музыка и аплодисменты. На грудь этим людям Корзум торжественно цепляет ордена Белморстроя, что в лагере соответствует примерно ордену Ленина. Корзум столь же торжественно пожимает руки лучшим из лучших и представляет их публике. Вот Иванов, бывший вор, создал образцовую бригаду, перевыполнял норму на столько-то процентов, вовлек в перевоспитание столько-то своих товарищей, ну и так далее. Лучшие из лучших горделиво кланяются публике, публика аплодирует, в задних рядах весело посмеиваются, лучшие из лучших выходят на трибуну и повествуют о своей перековке. Какой-то парень цыганского вида говорит на великолепном одесском жаргоне, как он воровал, нюхал кокаин, червонцы подделывал, и как он теперь на великой стройке социалистического отечества понял, что... и так далее. Хорошо поет собака, удивительно поет. Уж на что я стрелянный воробей, а у меня возникает сомнение. Черт его знает, может быть, и в самом деле перековался. Начинаются клятвы верности отечеству всех трудящихся, предстоит торжественное заключение каких-то социалистически-соревновательных договоров. Я кое-что по профессиональной привычке записываю в свой блокнот. Записанное все-таки не так забывается, но чувствую, что дальше я уже не выдержу. Максимальная длительность советских заседаний, какую я мог выдержать, это два часа, затем тянет на стенку лезть. Я прорвался сквозь толпу, загораживающую вход в зал. На входа меня остановил Вохр. Куда это до конца заседания? Заворачивай назад. Я спокойно поднес к носу Вохра свой блокнот. На радио сдавать. Вохра, конечно, ничего не поняла, но я вышел без задержки. Решил зайти в Динамо, не без некоторой задней мысли выпить там и закусить. Из комнаты Батюшкова услышал голос Юры. Зашел. В комнате Батюшкова была такая картина. На столе стояло несколько водочных бутылок, частью еще полных. Там же была навалена всякая снедь, полученная из вольно наемной чекистской столовой. За столом сидел начальник оперативной части медгорского отделения ГПУ подмоклый, в очень сильном подпите. На кровати сидел Батюшков в менее сильном подпите. Юра пел немецкую песенку. Джонни, когда у тебя будет день рождения? Батюшков аккомпанировал на гитаре. При моем входе Батюшков прервал свой аккомпанемент и неистово бряцая струнами заорал выученную у Юры же английскую песенку. Ой, какая гнилая песня. Закончив бравурный куплет, Батюшков встал и обнял меня за плечи. Эх, люблю я тебя, Ваня, хороший ты, сукин сын человек. Давай-ка брат дербалызнем. Да, сказал начальник оперативной части тоном полным глубочайшего убеждения. Дербалызн нужно обязательно. Дербалызнули. Белая ночь часа этак три осветила такую картину. По пустынным улицам Мингоры шествовал начальник оперативной части Мингорского отделения ББК ГПУ. Тщательно поддерживаемый с двух сторон двумя заключенными с одной стороны Солоневичем Юрием находившимся в абсолютно трезвом виде и с другой стороны Солоневичем Иваном в абсолютно трезвом виде не находившимся. Мимохожие патрули оперативной части ГПУ ухмылялись умильно и дружественно. Такого типа действия совершались в Динамо еженошно с неукоснительной правильностью и как выяснилось батюшка в своих предсказаниях о моей грядущей динамовской жизни оказался совершенно прав. Технически же все это объяснялось так. Коммунист или не коммунист а выпить хочет. Выпивать в одиночку тоска. Выпивать с коммунистами рискованно. Коммунист коммунисту если не всегда волк то уж конкурент во всяком случае. выпьешь ляпнишь что-нибудь не вполне генерально линейное и потом смотришь подвох и потом смотришь на какой-нибудь чисткий ехидный вопросец. А не помните ли вы товарищ как и так далее. Батюшков же никакому чекисту ни с какой стороны не конкурент. Куда деваться чтобы выпить как не к батюшкову. У батюшкова же денег явственно нет. Потому вот приходит начальник оперативной части и с делового своего портфеля начинает извлекать бутылку за бутылкой. Когда бутылки извлечены начинается разговор о закуске. Отрывается несколько талонов из обеденной книжки в чекистскую столовую и приносится еда такого типа. Свинина, жареная тетерка, беломорская семга и так далее. Несколько вкуснее даже и травского меню. Всем присутствующим пить полагается обязательно. Юра от этой повинности уклонился, ссылаясь на то, что после одной рюмки он петь больше не может, а у Юры был основательный запас песенок вертинского, берлинских шлягеров и прочего в этом же роде. Все это было абсолютно новое, душесчипательно, и сидел за столом какой-нибудь подмоклый, который на своем веку убил больше людей, чем добрый охотник зайцев, вкус недопитой водкой. Все это вместе взятое особо элегантного вида не имело. Я вовсе не собираюсь утверждать, что к выпивке и к закуске даже и в такой компании меня влекли только деловые мотивы, но во всяком случае за месяц от таких мероприятий Юра разузнал приблизительно все, что нам было нужно. О собаках и щейках, о секретах, сидевших по ямам и о патрулях, обходивших дороги и тропинки, о карельских мужиках. Здесь, в районе лагеря, этих мужиков оставляли только особо проверенных, и им за каждого пойманного или выданного беглеца давали покулю муки. Впрочем, должен сказать, что расписывая мощи своей организации о том, что из лагеря не то, что человека и крыса не убежит, оперативники врали сильно. Однако, общую схему охраны лагеря мы кое-как выяснили. С этими пьянками в Динамо были связаны наши проекты «Добыть оружие для побега». Из этих проектов так ничего и не вышло. И однажды, когда мы вдвоем возвращались под утро домой в свой барак, Юра сказал мне «Знаешь, Ва, когда мы, наконец, попадем в лес по дороге к границе, нужно будет устроить какой-нибудь обряд омовения, что ли? Омыться от всего этого». Такой обряд Юра впоследствии и симпровизировал. А пока что мы в Динамо ходить перестали. Предлог был найден более чем удовлетворительный. Приближается деллагерная спартакиада, о которой речь будет дальше. И надо тренироваться к выступлению. И кроме того, побег приближался, нервы сдавали все больше и больше и за свою выдержку я уже не ручался. Пьяные разговоры оперативников и прочих, их бахвальство силой своей всеподавляющей организации, их цинизм, с которого в пьяном виде сбрасывались решительно всякие покровы, идеи. И оставалась голая психология всемогущей шайки платных профессиональных убийц. Вызывали припадки ненависти, которая слепила мозг. Но 7 лет готовиться к побегу и за месяц до него быть расстрелянным за изломанные кости какого-нибудь дегенерата, на место которого других дегенератов найдется сколько угодно, было бы слишком глупо. С динамовской аристократией мы постепенно прервали всякие связи. Перековка в кавычках. В здании культурно-просветительского отдела две огромные комнаты были заняты редакцией лагерной газеты Перековка. Газета выходила три раза в неделю и состояла из двух страниц формата меньше половины полосы парижских эмигрантских газет. Постоянный штат редакционного штаба состоял из 16 полуграмотных лоботрясов, хотя со всей работой этой совершенно свободно мог справиться один человек. При появлении в редакции постороннего человека все эти лоботрясы немедленно принимали священно-действенный вид, точно так же, как это делается в вольных советских редакциях, и встречали гостя официально недружелюбными взглядами. В редакцию принимались люди особо проверенные, и особо заслуженные, исключительно из заключенных. Пользовались они самыми широкими привилегиями и возможностями самого широкого шантажа и в свою среду предпочитали никаких конкурентов не допускать. В те дни, когда подпорожский Маркович пытался устроить меня или брата в совсем уж захудалой редакции своей подпорожской шпаргалки, он завел на эту тему разговор с приехавшим из Медгоры инструктором центрального издания Перековки неким Смирновым. Несмотря на лагерь, Смирнов был одет и выбрит так, как одеваются и бреются советские журналисты и кинорежиссеры. Краги, бриджи, пестрая опашка, бритые усы и подбородок и под подбородком эткая американская бороденка. Круглые черные очки давали последний культурный облик импозантной фигуры инструктора. К предложению Марковича он отнесся с холодным высокомерием. Нам роли не играет, где он там на воле работал, а с такими статьями мы его в редакцию пущать не можем. Я не удержался и спросил Смирнова, где это он на воле учился русскому языку. Для журналиста русский язык не совсем уж бесполезен. От крак, опашки и очков Смирнова излились потоки презрения и холода. Не у вас учился. Увы, кое-чему поучиться у меня Смирнову все-таки пришлось. В Медвежьей горе я в Перековку не заходил было вовсе. В первое время ввиду безнадежности попыток устройства там, а в Динамовские времена ввиду полной ненадобности мне этой редакции. Однако Родецкий как-то заказал мне статью о Динамовской физкультуре с тем, чтобы она была помещена в Перековке. Зная, что Родецкий в газетном деле не смыслит ни ухо ни рыло, я для чистого издевательства сделал так. Подсчитал число строк в Перековке и ухитрился написать такую статью, чтобы она весь номер заняла целиком. Должна дать себе полную справедливость, статья была написана хорошо, иначе Родецкий «Я, видите ли, редакционную работу знаю, парни-то в Перековке не больно грамотные и сковеркают до полной неузнаваемости». С этой статьей о революции и с запасами некоторого ехидства на душе я пришел в редакцию Перековки. Смирнов уже оказался ее редактором, его очки стали еще более черепаховыми и борода еще более фотогеничной. Вместо прозаической папиросы из угла его рта шевелилась стилизованная трубка, из которой неслась махорочная вонь. «Ах, это вы! Да я вас, кажется, где-то видал. Вы, кажется, заключенный. Что я был заключенный, это было видно решительно по всему моему облику, что Смирнов помнил меня совершенно ясно, в этом для меня не было никаких сомнений». «Да-да», сказал подтверждающий Смирнов, хотя я не успел произнести ни одного слова, и подтверждать было решительно нечего. «Так что, конкретно говоря, для вас угодно?» Я молча пододвинул себе стул, неспешно уселся на него, неспешно стал вытаскивать из карманов разного рода бумажное барахло и уголком глаза поглядывать, как этот дядя будет реагировать на мой стиль поведения. Трубка в углу рта дяди отвисла еще больше, а американская бороденка приняла ершистое щетинистое выражение. «Ну-с, в чем дело, молодой человек?» Я был все-таки минимум лет на десять старше его, но на молодого человека я не ответил ничего и продолжал медленно перебирать бумажки. Только так мельком, уголком глаза, бросил на главного редактора центрального издания перековки чуть-чуть предупреждающий взгляд. Взгляд оказал свое влияние. Трубка была передвинута чуть-чуть ближе к середине рта. А рукопись принесли? Я достал рукопись и молча протянул ее Смирнову. Смирнов прежде всего внимательно изучил резолюцию Родецкого и потом перелистал страницы. Страниц на пишущей машинке было семь, как раз на обе полосы перековки. На лице Смирнова выразилось профессиональное возмущение. «Мы не можем запихивать весь номер одной статьей? Дело не мое. Родецкий поэтому-то и написал целиком, чтобы вы не вздумали ее сокращать. Смирнов вынул трубку изо рта и положил ее на стол. Еще раз перелистал страницы как раз на целый номер. Вы, вероятно, полагаете, что Родецкий не знает размеров перековки? Словом, рукопись с резолюцией я вам передал, будьте добры, расписку в получении. Никаких расписок редакция не дает. Знаю, расписку-то все-таки пожалуйте, потому что если со статьей выйдут какие-нибудь недоразумения, так уговаривать вас о помещении ее будет Родецкий. Я заниматься этим не собираюсь. Будьте добры, расписку, что я вам передал и статью и приказ, иначе от вас расписку потребует третья часть. Борода и очки Смирнова потеряли фотогеничный вид. Он молча написал расписку и протянул ее мне. Расписка меня не удовлетворила. Будьте добры написать, что вы получили статью с резолюцией. Смирнов посмотрел на меня зверем, на расписку переписал. Очередной номер перековки вышел в идиотском виде. На весь номер одна статья и больше не влезло ни строчки. Размер статьи я рассчитал очень точно. За этот номер Корзун аннулировал Смирнову полгода его зачетов, которые он заработал перековками и доносами, но к Родецкому никто обратиться не посмел. Я же испытал некоторые, хотя и слабые моральные удовлетворения. После этого номера я не был в редакции перековки недели три. На другой день, после этого слета лучших ударников, о котором я уже говорил, я поплелся в перековку сдавать еще одну халтуру по физкультурной части, тоже с пометкой Родецкого. На этот раз Смирнов не делал американского вида и особой фотогеничностью от него не несло. Но в его взгляде был укор и почтение. Я вспомнил кольцовские формулировки о платных перьях буржуазных писак. Кольцов в правде пишет, конечно, бесплатно. И думал о том, что нигде в мире, никогда в мире до такого унижения печать все-таки не доходило. Я журналист по наследству, по призванию и по профессии, и у меня даже и после моих советских маршрутов осталось какое-то врожденное уважение к моему ремеслу. Но что вносят в это ремесло товарищи Смирновы и же с ними? Заметочку принесли. Принимая во внимание мою статьищу, за которую Смирнов получил лишние полгода, уменьшительная заметочка играла ту роль, какую в собачьей драке играет небезызвестный прием. Песик, чувствуя, что дело его совсем дряня, прокидывается на спину и с трусливой приветливостью перебирает в воздухе лапками. Смирнов лапками, конечно, не перебирал, но сквозь стекла его очков, простые стекла, очки носились для импозантности. Можно было прочесть такую мысль, ну уж хватит, за подпорожье отомстил, не подводи уж больше. Мне стало противно тоже из-за себя. Не стоило, конечно, подводить Смирнова, не стоит его особенно и винить. Не будь революцией, сидел бы он каким-нибудь захолустным телеграфистом, носил бы с ног сшибательные галстуки, соблазнял бы окрестных девиц гитарой и романсами, и всю свою жизнь мечтал бы об аттестате зрелости и никогда в своей жизни этот аттестат так и не взял бы. И вот здесь, в лагере, пройдя какую-то видимо весьма обстоятельную школу доносов и шпионажа, он, дурак, совсем всерьез принимает свое положение главного редактора центрального издания Перековки. Издание, которое в сущности решительно никому не было нужно и содержится исключительно по большевистской привычке к вранью и доносам. Вранье никуда за пределы лагеря не выходило. Над заголовком была надпись «Не подлежит распространению за пределами лагеря». Для доносов и помимо лаккоров существовала сеть стукачей третьего отдела, так что от Перековки толку не было никому и никакого. Правда, некоторый дополнительный кабак она все-таки создавала. Заметка оказалась коротенькой, строк в тридцать. На лице Смирнова выразилось некоторое облегчение. Никаким подвохом не пахнет. Редакторскому столу подошел какой-то из редакционных лоботрясов и спросил Смирнова. «Ну так что же мы с этими ударниками будем делать?» «Черт его знает. Придется все снять с номера и отложить». «А в чем дело?» спросил я. Смирнов 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 посмотрел на меня недоверчиво. Я успокоил его, подводить его я не собираюсь. «А вы, кажется, в московской печати работали?» «Был такое дело». «Тут понимаете, прям хоть разорвись, эти сволочные ударники, которых вчера в клубе чествовали, так они прям со слета ночью разграбили торксин». «А, понимаем». Словом перековались. «Абсолютно. Часть перепилась, так их поймали, а кое-кто захватил валюту и смылись. Теперь же такое дело, у нас их неисповеди набраны, статьи, портреты и все такое. Черт его знает, то ли пускать, то ли не пускать, а спросить некого». Корзун уехал к Радецкому. Я посмотрел на главного редактора не без удивления. «Послушайте, а на воле вы где в печати работали?» «Ну, в провинции», ответил он уклончиво. «Простите, в порядке, так сказать, выдвиженчества? А вам какое дело?» обозлился Смирнов. «Не видно марксистского подхода, ведь совершенно ясно, что все нужно пускать, и портреты, и статьи, и исповеди. Если не пустите, вас Корзун и Успенский живьем съедят». «Хорошенькое дело», развел руками Смирнов. «А если пущу, снова мне лишний срок припаяют?» «Давайте рассуждать так. Речи этих ударников по радио передавались?» Смирнов кивнул головой. «В Москву в правду и ТАСС телеграммы шли?» Смирнов снова кивнул головой. «О том, что эти люди перековались, знают, можно сказать, весь мир? О том, что они сегодня ночью проворовались, даже и в Медгоре знают только несколько человек? Для Вселенной эти дяди должны остаться святыми, блудными сынами, вернувшимися отчетом трудящихся СССР. Если вы не пустите их портретов, вы сорвете целую политическую кампанию. Главный редактор посмотрел на меня почтительно. А вы на воле не в правде работали?» «В правде», соврал я. «Слушайте, хотите к нам на работу перейти?» «Работа в Перековке меня ни в какой степени не интересовала. Ну, во всяком случае, захаживайте, мы вам гонорар заплатим». Первые террористы Размышляя о необычайном своем положении в лагере, я находил его почти идеальным. Вопрос его прочности, если и приходил в голову, то только, так сказать, с теоретической точки зрения. Теоретически, под серпом советской луны и под молотом советской власти нет прочного ничего. Но до побега оставалось около двух месяцев. Уж эти два месяца я прокручусь. Я старался предусмотреть и заранее нейтрализовать некоторые угрожающие мне возможности, но некоторых все же не предусмотрел. Падение мое с динамовских высот началось по вопросу о футбольных командах. Но кто ж это мог знать? Я объехал или точнее обошел несколько соседних лагерных пунктов и подобрал там две довольно сильные футбольные команды с запасными 28 людьми. Так как было совершенно очевидно, что при 12-часовом рабочем дне и лагерном питании они тренироваться не могли, то их надлежало перевести в места более злачные и более спокойные, в данном случае зачислить в охар. Гольман сказал мне составить списки этих игроков, указать их социальное положение, сроки, статьи, приговора, и он отдаст приказ о переводе их в охар. Я составил списки и составив с полной ясностью понял, что никуда я с этими списками сунутся не могу и что следовательно вся моя футбольная деятельность повисла в воздухе. Из 28 человек трое сидели за бандитизм, двое по каким-то неопределенно контрреволюционным статьям, остальные 23 имели в своем формуляре суровые 58.8 террор. 5-6 террористов еще могли бы проскочить под прикрытием остальных, но 23 террориста превращали мои футбольные команды в какие-то террористические организации внутри лагеря. Если даже у Гольмана не явится подозрение, что этих людей я подобрал сознательно, то все равно ни он, ни даже Родецкий не рискнут перевезти в Охар этакий террористический букетик. Что же мне делать? Я решил пойти посоветоваться с медоваром, но не нашел его. Пошел домой в барак. У барака на солнышке сидели Юра и его приятель Хлебников. Фамилия вымышленно. Хлебникова Юра подцепил откуда-то из бараков второго лагпункта, прельщенный его разносторонними дарованиями. Дарования у Хлебникова были действительно разносторонние, местами, по моему скромному мнению, поднимающиеся до уровня гениальности. Он торчал здесь в числе десятков двух студентов Высшего Московского художественного училища в Хотемаса, имеющих в своем формуляре ту же статью 58.8 и тот же срок в 10 лет. О других деталях Хлебниковской биографии я предпочитаю молчать. Юра и Хлебников играли в шахматы. Я подошел и сел рядом. Юра оторвался от доски и посмотрел на меня испытующе. Что это у меня такой кислый вид? Я сообщил о положении дел со списками. Хлебников сказал, за такие списочки вас по голове не погладят. Что не погладят, я это знал и без Хлебникова. Юра внимательно посмотрел списки, как бы желая удостовериться и удостоверившись сказал, нужно подыскать других. Безнадежное дело, сказал Хлебников. Почему безнадежное? Очень просто. Хорошие спортсмены у нас почти исключительно студенты. Ну так что? А за что может сидеть в лагере советский студент? Воровать ему негде и нечего. Если сажать за агитацию, тогда нужно вузы закрыть. Не так просто. Все за террор сидят. Не будете же вы утверждать, что советские студенты только тем и занимаются, что бомбы кидают? Не буду. Не все сидят. Попробуйте проанализировать. В мире устроено так, что террором занимается преимущественно молодежь. Из молодежи самая сознательная часть студенты. Из студентов террор идет самая энергичная часть, то есть спортсмены. Единственный подбор ничего не поделаешь. Вот и сидят. То есть сидят те, кто уцелел. Я был раздражен списком и связанными с ними перспективами. И уверенно академическим тоном Хлебникова. Валяют мальчишки дурака, потом отсиживают по 10 лет, черт его знает где. Хлебников повернулся ко мне. А вы совершенно уверены в том, что эти мальчишки только валяют дурака и ничего больше? Уверенности у меня такой не было. Я знал, что террор идет преимущественно в деревни, что постреливают и в городах, но по фигурам весьма второстепенным. Об этом в газетах не публикуется ни слова, и об этом ходят по Москве только темные таинственные шепоты. А вы тоже кидали бомбы? Я не кидал, я был на десятых ролях, вот потому и сижу здесь, а не на том свете. По нашему в Хутимасовскому делу расстреляно 52 человека. А в Хутимасовском деле и расстрелах я кое-что слыхал в Москве, что-то очень неясное и путанное. 52 человека. Я уставился в Хлебниково не без некоторого интереса. Это был не роман, а организация. Организация. Наш Хутимас сработал над оформлением декораций в первом хат. Был проект бросить со сцены бомбу в сталинскую ложу. Не успели. И бомба была. Была. И 52 человека собирались ее бросать. Ну Иван Лукьянович, уж вам-то нужно бы знать, кто собирается кидать бомбу, но и тех, кто подвернется под руку ГПУ. Попалась лаборатория, изготовлявшая бомбу, и ребята не из нашего вуза химики. Ну в общем, могу вас уверить, что вот такие ребята будут, как вы говорите, валять дурака, и кончат тем, что они этого дурака свалят к чертовой матери. Своей смертью Сталин не умрет, уж тут вы можете быть спокойны. В голосе Хлебникова не было никакой ненависти, он говорил тоном врача, указывающего на необходимость тяжелой, но неизбежной операции. А почему тебя не расстреляли? Спросил Юра. А тут многое было, и главное, что папаша у меня больно партийный. Ах, так это ваш отец возглавляет, я назвал видное московское заведение. Он самый, в общем, почти все, кто уцелел по этому делу, имеют партийных папаш. Ну, папаш, конечно, забегли, вероятно, говорили то же самое, что вот вы сейчас. Валяю, где мальчишки дурака? Или что-нибудь в этом роде? Ну, папаш было много, вот мы как-то и выскочили. Значит, вы студент, так сказать, вполне пролетарский? Абсолютно. И даже комсомолец. Я знаю, вы хотите спросить, почему я пролетарский и все такое? Собирался заняться таким непредусмотренным физкультурным видом спорта, как метание бомб? Именно. Да вот именно потому, что я пролетарский. Сталин обманул не вас, а меня. Вы ему никогда не верили. А я верил. Сталин эксплуатировал не ваш, а мой энтузиазм. И потом еще, вы вот не верите в это? Ну, как сказано у Сельвинского, в святую банальность о счастье и мира. Пока что не верю. Вот видите, а я верю. Следовательно, вам наплевает на то, что эту банальность Сталин дискредитирует на веки и века. А мне не наплевать. Если Сталин процарствует еще лет десять, то есть, если мы его за это время не ухлопаем, то будет дело стоять так, что вы его повесите. Кто это мы? Так сказать, старый режим, помещики, фабриканты. Я не помещик, а не фабрикант. Но это не важно, люди, так сказать, старого мира, а вот те, кто в святую банальность не верят ни на копейку. А если Сталин процарствует и так еще лет десять, кончено, тогда будет такое положение, что приходи и владеек-то попало. Не то, чтобы Муссолини или Гитлер. Ха-ха. Прямо хоть оманул, хана подавай. А вы не думаете, что такое положение уже создается и сейчас? Ну вот, тем хуже. Но я не думаю, еще не создалось. Так понимаете мою мысль? Если до этого дойдет, если вы повесите Сталина, ну и все такое, тогда всякий будет иметь право мне, пролетарию, сказать, ну что, сделали революцию, взяли власть в свои мозолистые руки, довели Россию до точки, а теперь пошли вон молчать и не разговаривать, и разговаривать будет не о чем. Вот такая получается история. Мы не хотим, чтобы над страной, которую мы строим, торчал какой-то гатинтоцкий царек. Понятно? Примечание. Гатинтоты. Африканское племя, проживающее на территории Намбии и ЮАР. В переносном смысле крайне отсталые люди, дикари. Понятно, хотя и несколько путано. Почему путано? У хлопов Сталина, что вы будете делать дальше? И почему именно будете делать вы, а не кто-нибудь другой? Другого никого нет. Есть трудящиеся массы, и хозяевами будут они. А кто этими хозяевами будет управлять? Никто не будет управлять. Не будет управления. Будет техническое руководство. Так сказать, утопия технократического порядка, синхронизировал Е. Да, технократическая, но не утопия. Техническая неизбежность. Дворянства у нас нет. Возьмите любой завод и выкиньте к черту партийную головку. Кто останется? Останутся рабочий и инженер. Партийная головка только тем и занимается, что никому не дает ни житья, ни возможности работать. А инженер с рабочим сговорятся всегда. Нужно вышибить партийную головку всю. Вот мы ее и вышибем. Тону Хлебникова был очень уверенный. Мы Николай Вторый, самодержец, начал был я. Можете смеяться, смеются последние. Последними будем смеяться мы. Мы ее вышибем. Ну, помещиков не пустим. Хотят работать директорами совхозов, конечно, те, которые это дело знают. Пожалуйста, деньги на бочку, власть в руки, действуйте. Если Рябушинский... Откуда вы знаете Рябушинского? Знаю. Это он пророчествовал о костылявой руке голода, которая схватит нас за горло и заставит прийти к нему с поклоном. Придите, дескать, владеете. Знаешь, Коля, сказал Юра, давай говорить по-честному. Из всех пророчеств о революции это, кажется, единственное, которое выполняется, так сказать, на все 100%. Революция еще не кончилась, так что о 100% нечего и говорить. Так если он захочет, пусть работает директором Треста. Будет хорошо работать, будем платить сотни тысяч в золоте. А откуда у вас сотни тысяч будут? Будут. Если все будут работать и никто не будет мешать, будут сотни миллиардов. Вам, Иван Лукьянович, отдадим всю физкультуру. Действуйте. Вы очень сильно злоупотребляете местоимение «мы». Кто это, собственно, эти «мы»? «Мы»? Те, кто работает и те, кто тренируется. Вот, скажем, спортивные организации выбирают вас, и Иван Лукьянович действует. И выбирает не на 4 года, как в буржуазных странах, а на 20 лет, чтобы не было чахарды. Отвечать вы будете только по суду. В голосе Хлебникова не было ни экстаза, ни энтузиазма, ни, так сказать, религиозного подъема. Слова он вбивал, как плотник гвозди, уверенно и спокойно, и даже не жестикулировал при этом. От его крепких плеч веяло силой. Программа технократии для меня не была новостью. Она весьма популярна среди части советской интеллигенции. Но там она обсуждается только абстрактно. Вот ежели бы... У Хлебникова, ежели бы, не было никаких. Так вот, нам нужно торопиться ухлопать Сталина, пока он не довел вещей до окончательного развала. Его и ухлопают. Я боком посмотрел на Хлебникова. В 32 года жизнь кажется очень простой. Вероятно, такой же простой и кажется техника террора. Думаю, что техника провокации ГПУ стоит несколько выше. И ухлопать Сталина это не так просто, как вбить гол зазевавшемуся голкиперу. К этим соображениям Хлебников отнесся довольно равнодушно. Да, техника невысока, а вот потому и не ухлопали еще. Но верьте мне, над этой техникой работают не совсем пустые головы. А как же с папашами? Спросил Юра. Да вот так же и с папашами. Мой-то еще сравнительно безвредный, но если станет на дороге, придется ухлопать и его... Удовольствие, конечно, среднее, а ничего не поделаешь. Юра посмотрел на Хлебникова укоризненно и недоуменно, и техника и психология ухлопывания собственного папаши в его голове не умещалась. Отцы и дети Так я впервые столкнулся с лагерной разновидностью советской учащейся молодежи. Впервые, потому что, как оказалось впоследствии, всю эту публику держат на севере ББК. Даже в Медвежью гору попадают только единицы, наиболее квалифицированные, наиболее необходимые для всякого рода проектных бюро, лабораторий, изыскательных станций и прочего. Когда я месяцем позже стал подбирать команды для вселагерной спартакиады, для которой статьи приговора не имели никакого значения, я стал выяснять количество пребывающего в ББК студенчества. Для этого выяснения мне были даны все возможности, ибо от полученной цифры зависела сумма ассигнования лагерем для закупки спортивного инвентаря. Все же точной цифры мне выяснить не удалось. Кемское и Сегежское отделения, где сосредоточено большинство заключенных студентов, своих данных не прислали. По основным семи отделениям я получил цифру несколько превышающую шесть тысяч человек. Надо полагать, что общее число студентов доходит до девяти десяти тысяч. По этому поводу выяснился еще одна довольно неожиданная вещь. Те 3-4 процента лагерной интеллигенции, которые я еще в подпорожье получил, так сказать, методом эстрополяции, состоят почти исключительно из советского студенчества. Для того, чтобы узнать нынешнюю Россию, в лагере побывать нужно обязательно. Именно здесь можно разыскать недостающие звенья всяческих проблем вольной советской России, в том числе проблемы отцов и детей. В эмиграции эта проблема решается сравнительно безболезненно. Из-за литературного архива извлечена столетней давности усмешка горькая обманутого сына над промотавшимся отцом. И дело ограничивается, так сказать, вербальными ноутами. Эмигрантские отцы, что и говорить, промотались, но так промотаться, как промотались советские партийные отцы, не удавалось, кажется, в истории мироздания никому. Я хотел бы установить свою наблюдательную точку зрения, то есть ту точку, с которой я наблюдал этот спор. Между отцами и детьми я занимаю некоторую промежуточную позицию. Из детей явственно уже вырос, до отцов как будто еще не дорос. Мы с Юрой играем в одной и той же футбольной команде. Он хавбэком, полузащитником, я бэком, защитником. Какие же тут отцы и дети? И как бы не оценивать политическое значение хлебниковской решимости ухлопать собственного отца, эта решимость производила все-таки тягостное впечатление и на меня, и на Юру. Когда хлебников ушел, Юра с растерянным видом сгреб с доски недоигранную партию и сказал, знаешь, Ватик, нужно драпать. Я не специалист по резне, а здесь будут резать, ох, здесь будут резать. Помнишь Сеньку Б? Я помнил и Сеньку Б и многое другое. А с Сенькой произошел такой эпизод, очень коротенький и очень характерный для проблемы отцов и детей. У меня в Москве был хороший знакомый Семен Семенович Б. Коммунист из рабочих, партийный работник завода из угасающих энтузиастов революции. У меня были с ним кое-какие дела по части культуры быта и красивой жизни. Эти темы разрабатывались уже очень давно, особенно в годы, когда есть совсем было нечего, как сейчас. Мода и фокстрот. У этого Семена Семеновича был сын Сеня, парень лет двадцати-двадцати двух, работающий на том же заводе техником. Он был изобретателем, говорят, талантливым. Юра был с ним в контакте по поводу постройки лыжного буера. Мы с Юрой как-то зашли в их комнатушку. Сын сидит у окна за газетой, отец куда-то собирается и запихивает какие-то бумаги в свой портфель. Спрашиваю, «Вы куда, Семен Семенович?» Портком. Сын, не отрывая глаз от газеты, молвил, «Папаша в портком идут торговать своим роскошным пролетарским телом». Отец оторвался от своего портфеля, я посмотрел на сына с каким-то горьким негодованием. «Уж ты, уж помолчал бы ты! Помолчать? Пусть те молчат, которые с голоду подохли!» И обращаясь ко мне, «Наши папаши за партийную книжку на любую кровать». Отец стукнул кулаком по портфелю, «Молчи ты, щенок, гнида, то я тебя!» «А что вы меня, папаша, к стеночке поставите, а? Вы за партийную книжку не только свой народ, а и своего сына задушить готовы». Отец сжал зубы, и все лицо его перекосилось, и сын и отец стояли друг перед другом и тяжело дышали. Потом отец судорожным движением ткнул портфель под мышку и бросился к двери. «Семен Семенович, а шапка!» крикнул ему Юра. Семен 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 высунулся из двери и протянул руку за шапкой. «Вот, растил», сказал он. «Молчали бы уж, хватит!» крикнул ему сын вдогонку. Как видите, это несколько посерьезнее усмешки горькой. Должен впрочем сказать, что в данном конкретном случае сын был неправ. пролетарским телом. Он был честной водовозной клячей революции с ранениями, тифами, каторжной работой и с полным сознанием того, что все это было впустую. Что годы ушли, что их не воротить, как не воротить загубленный для социалистического рая жизни, и что перед его лицом совсем вплотную стоит смерть. Он был весь изъеден туберкулезом, и что перед этой смертью у него не будет никакого, абсолютно никакого утешения, и сын, погибая, не крикнет ему, как остап Тарасу Бульби, «Слышишь ли ты меня, батьку?» Ибо он считает отца проституткой и палачом. Да, у большинства партийных отцов есть смягчающие вину обстоятельства, но дети судят по результатам. О свидетелях и о кабаке Топая по карельским болотам к финляндской границе, я всячески представлял себе, что и как я буду докладывать эмиграции, то есть той части русского народа, которая осталась на свободе. Все предшествующие побегу годы я рассматривал себя как некоего разведчика, который должен сообщить все и слабые, и сильные стороны врага, но именно врагам. Я не предполагал двух вещей, что мне будет брошен упрек в ненависти к большевизму, и что мне придется доказывать существование советского кабака. Я считал и считаю, что ненависть к строю, которая отправляет в могилу миллионы людей моей родины, это не только мое право, но и мой долг. Я как спортсмен считал и считаю, что ни в коем случае нельзя обольщаться слабыми сторонами противника. Люди, которые выступали на ринге, понимают это очень хорошо. Момент недооценки и вы нокаутированы. Что же касается кабака, то мне казалось, что нужно объяснить только технические его корни, его практику и его последствия. Я ошибся. И, наконец, у меня не было никакого сомнения в том, что мне надо будет доказывать свою свидетельскую добропорядочность перед очень суровым ориопагом. На каждом судебном процессе каждый свидетель попадает несколько в положение обвиняемого, и в особенности на таком процессе, который касается судеб Родины. Свидетели же бывают разные. Вот видал же господин Эрио, пышущую здоровьем и счастьем страну. И вот видал же господин Соколов, чудесно обновленные иконы. Причем оба они видели все это не как-нибудь, а собственными глазами, и поэтому всякий мигрантский читатель вправе отнестись с суровой подозрительностью к каждому свидетелю. Како верующий и не врешь ли? Переходя к такой острой и такой наболевшей теме, как тема советской молодежи, я чувствую моральную необходимость отстоять мою свидетельскую добропорядочность, как это нетрудно в моем положении. Из ряда высказываний по поводу моих очерков, мне хотелось бы остановиться на высказываниях госпожи Кусковой. Во-первых, потому что они несомненно отражают мнение весьма широких читательских кругов. Во-вторых, потому что у меня нет никаких оснований подозревать госпожу Кускову в тенденции поставить интересы партии или группы выше интересов страны. Хочу оговориться, я на госпожу Кускову никак не в претензии. Она не только читательница, она и общественная деятельница, поэтому допрос с пристрастием не только ее право, но и ее обязанность. Мое уже право и моя обязанность отстоять свое доброе свидетельское имя. Госпожа Кускова противопоставляет моим показаниям показания супругов Чернавинах. Там спокойствие и взвешенность каждого слова. У меня страсть и ненависть. Какова ненависть окрасила советскую действительность не в те цвета. Можно было бы задать вопрос, а какими будут те цвета? И кто будет достаточно компетентным судьей в соответствии цветов? Госпожа Кускова подчеркивает объективность Чернавинах. В этом отношении я с Кусковой согласен целиком и полностью. Чернавины действительно объективны. Я читал их высказывания и говорил с ними лично. Они стоят левее меня, но в оценке действительности разницы никакой. И по поводу моих очерков Татьяна Васильевна Чернавина в частности писала мне, цитирую с согласия Татьяны Васильевны, «Очень хорошо». Самое удачное это активисты. Это верно и вместе с тем это очень трудно изобразить. Читатели вероятно согласятся с тем, что уж где-где, а в активистах ненависть была. Хотя лично мне активисты вцепиться в глотку никогда не ухитрились. О своем следователе в ГПУ, который послал нас на 8 лет каторги, я говорил безо всякой ненависти. Итак, где же две стороны тамошней психологии? Господин Парчевский, беседуя с 55 переселившимися в Парагвай мужиками, отмечает их полное единодушие, как образно выражается он, словно не один, а 55 солоневичей. Насчет двух сторон опять не выходит, но можно утверждать, что и я, и Чернавин, и Парагвайские мужики, и господин Тренин, все мы бежавшие, ущемленные, бессознательно склонны сгущать краски и делать красное черным, поэтому придется перейти к документальным доказательствам, ибо если наличие кабака не будет установлено твердо, тогда все дальнейшие выводы и иллюстрации останутся повисшими в воздухе. Из бесконечной путаницы порочных кругов советской реальности попробуем проанализировать и продумать один круг раскулачивание, тракторы, тягловая сила, голод комсомольцы. По данным, сообщенным Сталином, на последней партконференции СССР за последние годы потерял 19 миллионов лошадей. Было 35 миллионов, осталось 16. Осталось, положим, меньше, 11 миллионов без красной армии. Но не в этом дело. Люди, которые хоть сколько-нибудь понимают в сельском хозяйстве, поймут, что, имея на лицо около 50% прежней тягловой силы, да еще и истощенной бескормицей, физически невозможно обработать 100% прежней посевной площади. Ни коровами, ни девками, ни бабами, таскающими плуги в Малороссии и на Кубани недостаток 19 миллионов лошадей возместить нельзя. Отсюда маленький вывод о статистике. Советская статистика утверждала, что в 1933 году СССР собрал рекордный за всю историю России урожай. По поводу этой, извините за выражение, статистики, можно было бы поставить два вопроса. Первый, откуда он взялся? Второй, куда он делся? Взяться было неоткуда и деться было некуда. В стране оставалось бы около двух миллиардов пудов свободного зерна и еврейским общинам не пришлось бы собирать милостыню для спасения погибающих от голода единоверцев. Это значит статистика. Перейдем к планам и стройкам. Ценою, в частности, этих миллионов коней, гибли ведь еще и люди и коровы и прочее, были построены в частности три тракторных завода Сталинградский, Харьковский и Челебинский. Построено было еще много заводов, но мы пока будем говорить о тягловых потерях и о тягловых заводах. По официальным данным, эти заводы плюс импорт дали стране несколько больше двухсот тысяч тракторов. По данным секретаря Сибирского крайкома партии, опубликованным в правде, кажется, в ноябре 1933 года, этого номера у меня нет, но за точность цифры я ручаюсь категорически, производительность десяти советских тракторов на практике равна производительности одиннадцати советских же лошадей. Следовательно, для того, чтобы при данных условиях восполнить механической тягловой силой разбазаренную живую, надо построить приблизительно семнадцать миллионов тракторов. Так вот, если это называется статистикой, планом и строительством, я позволю себе спросить, что же тогда должно означаться техническим термином «кабак». Психологическое отражение кабака Так вот, русскому молодняку твердили отцы. А ну-ка долбанем, а ну-ка ухнем, подтянем живот, поголодаем, поднажмем, зато уж потом сразу в социалистический рай. Молодняк нажимал, подтягивал живот, подставлял свою головушку под кулацкий обрез, гибнул сотнями тысячи от мороза на зимней стройке магнитке, и от Тиффона Днепростроя, и от малярии в Азии, и от Цингив Соликамске, и от голода везде, и от несчастных случаев на всех стройках, ибо при всех этих штурмах меры охраны труда были как на турецкой перестрелке. И вот выполнив и перевыполнив, он видит ныне тракторные кладбища, и он чувствует все тот же голод, и он понимает, что вокруг все тот же кабак, и пит веселая социалистическая стройка, перерабатывающая металл в ржавчину, и людей в ровов или в трупы. А когда после всех этих штурмов и побед он попробовал было заикнуться, дорогие папаши, да как же это так, его поперли десятками тысяч в концлагеря. И сейчас в самое последнее время ему, этому молодняку, преподнесли еще одну награду победителю — отмену карточек. Он, этот молодняк, на вольном рынке не покупал никогда ничего, так как средняя студенческая стипендия была равна 60 рублям в месяц. Теперь эта стипендия уровнем новых цен урезана больше, чем в два раза, следовательно, совсем уж голод, и в качестве приправы к этому голоду светятся и коренные витрины магазинов заочного питания. И еще документик на рассказ секретаря Азовского райкома партии о раскулачивании Кубани из комсомольской правды. Год не указан, но раскулачивание идет хронически, никак не могут раскулачить до конца. Пустой станицы не горели огни и не лаяли собаки, чернели раздувшиеся трупы лошадей. Ежедневно погибали пятьдесят штук тяглого скота, а людей из сорока пяти комсомольцев тридцать пришлось выслать, четырех арестовать за кражу, процентик-то какой, одиннадцать бежали вместе с раскулаченными, весной землю пахали девушки, некому было больше, а семена носили в поле на собственных спинах, так как лошадей не осталось, а на чем пахали, если лошадей не осталось? По поводу моего очерка о колхозной деревне в номере пятьдесят восемь современных записок я получил некоторое количество негодующих писем, написанных эмигрантскими толстовцами и вегетарианцами. Сгущаю краски? Что ж, и комсомольская правда, она тоже сгущает краски. Здесь, в эмиграции, обо всем этом можно рассуждать благодушно, спокойно и, так сказать, академически. Нам тепло, не дует, и в соловки нас не волокут. Советский студент, комсомолец, мужик, рабочий так и рассуждать не могут и не будут, потому что одно сочувствовать отцу умершего ребенка, и другое хранить собственного ребенка, погибшего с голоду. Со страниц советской прессы на читателя смотрят круглые, исполненные энтузиазмы и прочего лица смены. В главе о спартакиаде я расскажу, как это делается технически. Да, смена идет. Она не такая круглая и благодушная, как это кажется по фотографиям. Эта смена придет. Менять она будет сильно. Глава десятая Спартакиада Динамо тает К концу мая наше каторжно привилегированное положение в Медгоре закрепилось приблизительно в такой степени, в какой это вообще возможно в текучести советских судеб. Я, оптимистичный человек, стал было проникаться уверенностью в том, что наш побег, по крайней мере побег из лагеря, можно считать вполне обеспеченным. Одно время возникала была угроза со стороны культурно-воспитательного отдела, который довольно скоро сообразил, что Медовар играет только декоративную роль и что платить Медовару 300 рублей, когда мне можно было заплатить только 30, нет никакого расчета. От опасности со стороны КВО я отделался довольно просто. Сманил Динамо на стройку нового стадиона, благо прежний действительно никуда не годился. Нашел площадку на пригорке за управленческим городком, спланировал постройку. Для нее ежедневно сгоняли из ШИЗО по 150-200 урок, приволокли откуда-то с лесных работ три трактора, и КВО понял, что уж теперь-то Динамо меня не отдаст. Словом, на ошибке все было спокойно. Потом, в течение приблизительно трех дней, все это спокойствие было подорвано со всех сторон, и перед нами в который уже раз снова стала угроза полной катастрофы. Началось все это с моих футбольно-террористических списков. Хлебников оказался прав. Почти никого, кроме террористов, я среди лагерной физкультурной молодежи разыскать не мог. Вольмон же все настойчивее требовал от меня предоставления списков. Люди по этим спискам должны быть переведены в состав ВОХРа. Исчерпав свои возможности, я подошел к Медовару и сказал ему, чтобы он устроил мне командировку в другие отделения. Здесь все, что можно было выискать, я уже выискал. Да-да, затраторил Медовар. Но это все пустяки. Вы об этих списках пока никому не говорите, понимаете, только дискредитируйте себя. Я, конечно, это понимал. Я сейчас уезжаю в Москву, вернусь дней через пять, все это обставим в лучшем виде. Каким образом можно было обставить все это в лучшем виде, я понятия не имел. Да и вид у Медовара был какой-то очень уж растерянно жуликоватый. Медовар уехал. Дня через три из Москвы пришла телеграмма. Медгору не вернусь, ТЧК. Вышлите вещи адрес Динамо Москва ТЧК Медовар. Итак, великий комбинатор исчез с Медгорского горизонта. Поползли слухи о том, что головка центрального Динамо проворовалась в каких-то совсем уж астрономических масштабах. Ходили слухи о полной ликвидации Динамо в связи со слиянием ОГПУ и нарком внут дела. Кстати, об этом слиянии. В лагере оно знаменовалось одним единственным событием. На эткой триумфальной арке при входе в первый лагпункт красовались вырезанные из фанеры буквы БЕК ОГПУ. Пришли плотники, сняли ОГПУ и приколотили НКВД. Заключенные толклись около и придумали всякие расшифровки новой комбинации букв. Все эти расшифровки носили характер целиком и полностью непечатный. Никаких других перемен и комментариев ликвидация ОГПУ не вызвала. В лагере сидели в среднем люди толковые. Почти одновременно с Медоваром в Москву уехал Родецкий, подозревая, что Медовар к нему и пристроился. Родецкий получил какое-то новое назначение и остался, так сказать, лицом к лицу с Гольманом. Это было неприятно. Вопрос о списках Гольман поставил в ультимативном порядке. Я ответил просьбой о командировке на север и показал свои списки. Больше ничего не оставалось делать. Разве Медовар вам о них не говорил? С невинным видом спросил я. Гольман внимательно посмотрел списки и поднял на меня свое испытующее активистское око. Не везет вам, товарищ Солоневич, с политикой в физкультуре. Бросили бы вы это дело. Какое дело? Оба. И политику, и физкультуру. Политикой не занимаюсь. Гольман посмотрел на меня с ехидной усмешкой, потом сухо сказал, оставьте эти списки здесь, мы выясним. Я вас вызову. Пока. И выясним, и вызову, и пока ничего хорошего не предвещали. На другой день Гольман действительно вызвал меня. Разговор был короток и официален. КВО настаивает на моем переходе туда на работу и с его настояниями он, Гольман, согласен. Ввиду чего я откомандировываюсь у распоряжения КВО. Однако по совместительству с работой в КВО я обязан закончить стройку стадиона. Я вздохнул с облегчением. У Гольмана ко мне было тоже активистское чувство, как и у Стародубцева, только несколько, так сказать, облагороженное. Гольман все-таки понимал, что очень уж прижимать меня не слишком рентабельное предприятие. Мало ли, как могло прорваться это чувство. А футболь на террористических списках ни я, ни Гольман не сказали ни слова. Беседа с Корзуном Культурно-воспитательный отдел ББК был здесь тем же, чем на воле являются культурно-просветительские отделы профсоюзов. По коридорам КВО с необычайно деловитым видом околачивались всякие бибработники, музработники, а гид пропработники околачивался я и с тем же деловым видом. Делать что-нибудь другое было еще решительно нечего, но во время одной из таких деловых прогулок из комнаты в комнату КВО меня в коридоре перехватил Корзун. Ага, товарищ Солоневич, что такое я хотел с вами поговорить, вот забыл, черт возьми, ну зайдемте ко мне, я вспомню. Зашли и уселись, кабинет Корзуна был увешан фотографическими снимками, иллюстрирующими героизм строительства Беломорско-Балтийского канала, и сели фотографии особо перековавшихся ударников, и в числе он их красовался снимок торжественного момента. На сцене клуба товарищ Корзун навешивает ордена Белморстроя лучшим из лучших, тем самым, которые после торжества отправились в Тарксин выпить, закусить и разжиться валютой. Я отвел глаза от фотографии и встретился с иронически добродушным взглядом Корзуна. Видимо, о моем давешнем совете Смирнова он знал, «Вас кажется основательный стаж в области культа работы». Я ответил, «Но вы едва ли знаете, в чем заключается принципиальная разница между культа работы на воле и здесь?» «Думаю, мы должны поднять социальные инстинкты». Корзун поднял палец. «Понимаете, социальные трудовые инстинкты, деклассированные контрреволюционные части населения до среднего советского уровня». «Хмм...» сказал я. «Перековка?» Корзун посмотрел на меня как-то искосом. «Всех перековать мы не можем, но тех, кого перековать мы не можем, мы уничтожаем». Утверждение Корзуна было форменным вздором. Лагерь не перековывал никого, но даже и лагерь не был в состоянии уничтожить миллионы неперекованных. Боюсь, что для проведения в жизнь этой программы пришлось бы создать очень мощный, так сказать, механизированный аппарат уничтожения. Ну так что ж... Взгляд у Корзуна был ясный, открытый и интеллигентный. Перед этим ну что ж, я замялся. Корзун посмотрел на меня не без соболезнования. «А вы помните сталинскую фразу о тараканах?» спросил он. «Эту фразу я помнил, забыть ее трудно. Из всего того, что было сказано о революции и ее вождями, более гнусного, чем эта фраза, не было сказано ничего. Той части партии, которая в ужасе остановилась перед неисчислимостью трупов, наваленных на путях коллективизации, перед страданием и гневом народа, Сталин бросил презрительный упрек. Тараканов испугались. Для него трудящиеся были только тараканами. Выморить их миллионом больше, миллионом меньше, не все ли равно? Я сжал зубы и от всяких комментариев воздержался, ибо единственно подходящий к этому случаю комментарий — это виселица. В моем распоряжении ее не было. «Да», продолжал Корзун, «Вот поэтому-то Сталин и вождь, что он человек абсолютной смелости. Он ни перед чем не остановится, и если для интересов революции потребуется, чтобы он пошел целовать туфлю римского папы, он пойдет». Что он действительно пойдет, в этом не было никакого сомнения. Я снова, как это часто бывало в разговорах с коммунистами, почувствовал себя во власти спокойной, уверенной, очень умной и беспримерно наглой силы. Настолько большой, что она даже и не дает себе труда скрывать нынешний разговор был нелеп, ненужен, а может быть и опасен. Простите, товарищ Корзун, мне не хотелось бы разрабатывать эту тему в особенности здесь, когда я сам нахожусь в положении таракана. «Ну нет, вы не в положении таракана, вы ведь и сами это прекрасно понимаете, но вы должны понять, что мы вынуждены к беспощадности, и в сущности вне зависимости личной вины тех, кого мы уничтожаем. Разве например есть какая-нибудь личная вина в наших беспризорниках? А вот чёрт, наконец вспомнил, я вас по поводу беспризорников и искал. Вы знаете, наши колонии на водоразделе, мы там организуем второе большего, там пока около двух тысяч человек, пока я доехал до колонии, там оказалось более четырёх тысяч. Так вот, мы решили вас туда командировать для постановки физкультурной работы. Вы ведь сами понимаете, что лагерная физкультура это миф. А там ударная работа. Словом, поезжайте. Жить вы там будете на положении вольно-наёмного, ударный зачёт сроков. Мы с Гольманом этот вопрос уже обсудили, он не возражает. В душе поднимается острая боль обиды на судьбу. Водораздел. Это около двухсот пятидесяти верст до границы по совсем непроходимым болотам. Если я в водоразделе, Юра здесь, Борис в владейном поле, то как списаться? У нас пока ни компасов, ни карты, ни сапог. Продовольствие. Кот наплакал. В водоразделском болоте может нас засосать и в переносном и в прямом смысле этого слова. Что делать? Корзун продолжает расписывать прелести работы в колонии. Для того, чтобы выиграть время, я достаю папиросу, зажигаю её и спичка в руках, прыгает, как зайчик на стене. Но отказываться нельзя, о господи. Снова придётся как-то выкручиваться. Длинно, мучительно и оскорбительно. И главное, совершенно неизвестно как. От Корзуна я вышел в каком-то оглушённом состоянии. Удалось оттянуть отправку в колонию на два дня до послезавтра. Что делать? Забрался на берег речки, сидел, курил, выработал план ещё небольшой одной отсрочки. Пришёл к Гольману, доложил о моей полной договорённости с Корзуном и сделал при этом такой вид. Ну уж, теперь я от вас, товарищ Гольман, слава тебе, господи, отделаюсь окончательно. Точно такой же вид был и у Гольмана. А ваши динамовские дела вы сдайте батюшку, сказал он. Хорошо, но так как батюшка не находится в трезвом виде, то некоторые дела по сооружению стадиона я хотел бы передать лично вам. А какие там ещё дела? Там прораб сделал неправильные насыпи на виражах дорожки. Они осели, нужно пересыпать. И второе, тот строительный мусор, который привезли для теннисных площадок, никуда не годится. Передайте пожалуйста батюшку, чтобы он подыскал подходящие материалы. Гольман посмотрел на меня с раздражением. Напутали вы с этим стадионом, а теперь хотите на батюшку переложить? Нет уж, извините, пока вы стадион не закончите, ни в какие колонии мы вас не отпустим. Извольте немедленно взяться за стадион и закончить его. Я принимаю сдержанный огорчённый вид. Позвольте, ведь товарищ Корзун уж вот дал приказ. Это вас не касается, беритесь немедленно за стадион. План Великой Халтуры Какая-то отсрочка была добыта, а дальше что? Я сообщил Юре о положении вещей. Юра выдвинул проект немедленного побега. Я только посмотрел на него. Юра сконфузился. Да, это он просто ляпнул. Но может быть, можно как-нибудь дать знать Борису, чтобы он бежал сейчас же. Это всё было утопией. Бежать до нашего общего срока значило подвести Бориса, если не под расстрел, то под отправку куда-нибудь за Урал или на Соловки. Дать ему знать и получить от него ответ, что он принимает новый срок, было почти невозможно технически, не говоря уж о риске, с которым были сопряжены эти переговоры. Дня два я бродил по лесу в состоянии какой-то озлобленной решимости. Выход нужно найти. Я восстанавливал в своем воображении всю мою схему советских взаимоотношений, и по этой схеме выходило так, что нужно в самом срочном порядке найти какую-то огромную вопиющую халтуру, которая могла бы кому-то из крупного начальства, хотя бы и тому же Корзуну или Вержбицкому, дать какие-то новые карьерные перспективы. Возникали и отбрасывались культурно-просветительские, технически-производственные и всякие другие планы, пока путем исключения не вырисовался в общих чертах план проведения вселагерной спартакеады ББК. Думаю, в эти дни вид у меня был не совсем разумительный. По крайней мере, Юра, встретив как-то меня по дороге в техникум, беспокойно сказал, «Этаква, ты совсем с мозгов слезешь». «А что?» «Да вот, ходишь и чего-то бормочешь». Я постарался не бормотать. На другой же день пролез в машинное бюро управления ББК и по блату накатал докладную записку самому начальнику лагеря Успенскому. Записка касалась вопроса организации вселагерной спартакеады ББК. О том, что эта спартакеада должна служить документальным и неоспоримым доказательством правильности воспитательной системы лагерей, что она должна дать совершенно очевидное доказательство перековки и энтузиазма, что она должна опровергнуть буржуазную клевету о лагере, как о месте истребления людей, ну и прочее в этом же роде. Путем некоторых технических ухищрений я сделал так, чтобы записка эта попала непосредственно к Успенскому без никаких Корзунов и Гольманов. Записку взялись передать непосредственно, я шатался по лесам около Медгоры в странном настроении, от этой записки зависел наш побег или по крайней мере шансы на благополучный исход побега. Иногда мне казалось, что весь этот проект форменный вздор и что Успенский в лучшем случае кинет его в корзину. Иногда мне казалось, что это идеально выверенный и точный план. План этот был, конечно, самой выпиющей халтурой, но он был реально выполним и в случае выполнения заложил бы некоторый дополнительный камень в фундамент карьеры товарища Успенского. Временами мне казалось, что на столь наглую и столь очевидную халтуру Успенский все-таки не пойдет, но по зрелым размышлениям я пришел к выводу, что эти опасения вздор. Для того, чтобы халтурный проект провалился не вследствие технической невыполнимости, а только вследствие своей чрезмерной наглости, нужно было предполагать в начальстве наличие хоть малейшей совестливости. Какие у меня есть основания предполагать эту совестливость в Успенском, если я и на воле не встречался с нею никогда? Об Успенском же говорили, как о человеке очень умном, чрезвычайно властном и совершенно беспощадном, как об очень молодом партийном администраторе, который делает свою карьеру изо всех сил своих и чужих. На его совести лежало много десятков тысяч человеческих жизней. Он усовестится, он не клюнет на такого жирного халтурного карьерного червяка? Если не клюнет, тогда значит во всей механике советского кабака я не понимаю ничего. Должен клюнуть. Клюнет обязательно. Я рассчитывал, что меня вызовут дня через два-три и по всей вероятности к Гольману, но в тот же день вечером в барак торопливо и несколько растерянно вбежал начальник колонны. Где товарищ Солоневич? Старший? Иван? А вас сейчас же требуют к товарищу Успенскому. С начальником колонны у меня в сущности не было никаких отношений. Он изредка делал начальственные но бестолковые и безвредные замечания и в глазах у него стояло «Ты не смотри, что ты в очках, в случае чего я тебе такие гайки завинчу». Сейчас в очах начальника колонны не было никаких гаек. Эти очи трепались растерянно и недумывающе. К самому Успенскому и в чем же это здесь зарыта собака? Юра дипломатически и хладнокровно подлил масло в огонь. «Ну, знаешь, Ватик, опять до поздней ночи». «Так вы, товарищ Солоневич, пожалуйста, я сейчас позвоню в управление, что я вам передал». «Да, я сейчас иду». И в моем голосе спокойствие, как будто прогулка к Успенскому, самое обыденное занятие в моей лагерной жизни». Соловецкий Наполеон «В приемной Успенского сидит начальник отдела снабжения и еще несколько человек. Значит, придется подождать». «Я усаживаюсь и оглядываюсь кругом. Публика все хорошо откормленная, чисто выбритая, надетая в новую чекистскую форму. Все это головка лагерного ОГПУ. Я здесь единственный в лагерном арестантском одеянии и чувствую себя каким-то пролетарием на выворот. Вот напротив меня сидит грузный суровый старик. Это начальник нашего медгорского отделения Покалм. Он смотрит на меня неодобрительно. Между мной и им целая лестница всяческого начальства, из которого каждая может вышибить меня в те не очень отдаленные места, куда даже лагерный Макар телят не гонял. Куда-нибудь вроде девятнадцатого квартала, а то и похуже. Пока он может отправить в те же места почти все это начальство, меня же стереть с лица земли одним дуновением своим. Так что сидеть здесь под недоуменно неодобрительными взглядами всей этой чекистской аристократии мне не очень уютно. Сидеть же видимо придется долго. Говорят, что Успенский иногда работает в своем кабинете сутки подряд и те же сутки заставляет ждать в приемной своих подчиненных. На дверь кабинета раскрывается, в ее рамке показывается вытянутый в струнку секретарь и говорит «Товарищ Солоневич, пожалуйста». Я жалую. На лице покал на неодобрение переходит в полную растерянность. Начальник отдела снабжения, который при появлении секретаря поднялся был и подхватил свой портфель, остается торчать столбом с видом полного недоумения. Я вхожу в кабинет и думаю «Вот это клюнул, вот это глотнул!» Огромный кабинет, обставленный с какой-то выдержанной суровой роскошью. За большим столом сам Успенский. Молодой, сравнительно человек, лет тридцати пяти, плотный, с какими-то бесцветными светлыми глазами. Умное, властолюбивое лицо. На Соловках его называли Соловецким Наполеоном. Да, этого на Микини не проведешь, но не на Микини же я и собираюсь его провести. Он не то, чтобы ощупывал меня глазами, а как будто измерял каким-то точным инструментом каждую часть моего лица и фигуры. Садитесь. Я сажусь. Это ваш проект? Мой. Вы давно в лагере? Около полугода. Стаж невелик, лагерные условия знаете? В достаточной степени, чтобы быть уверенным в исполнимости моего проекта, иначе я бы вам его не предлагал. На лице Успенского настороженности, пожалуй, недоверие. У меня о вас хорошие отзывы, но времени слишком мало. По климатическим условиям мы не можем проводить праздник позже середины августа. Я вам советую всерьез подумать. Гражданин начальник, у меня обдуманы все детали. А ну расскажите. К концу моего коротенького доклада Успенский смотрит на меня довольными и даже улыбающимися глазами. Я смотрю на него примерно так же, и мы оба похожи на двух жуликоватых авгуров. Примечание. Авгуры. В Древнем Риме жрецы, толковавшие волю богов по приметам. Берите папироску. Так вы это все всерьез беретесь провести? Как бы только нам с вами на этом деле не оскандали цен. Товарищ Успенский, в одиночку конечно я ничего не смогу сделать, но если помощь лагерной администрации... Об этом не беспокойтесь, Поккалну я дам личное распоряжение. Товарищ Поккалн сейчас здесь. А, тем лучше. Успенский нажимает кнопку звонка. Позовите сюда Поккална. Ходит Поккалн. Немая сцена. Поккалн стоит перед Успенским более или менее на вытяжку. Я черфю ног Поккална, сижу в кресле, не то чтобы развалившись, но все же заложив ногу на ногу и покуриваю начальственную папирасу. Вот что, товарищ Поккалн, мы будем проводить вселагерную спорта-киаду. Руководить ее проведением будет товарищ Солоневич. Вам нужно будет озаботиться следующими вещами. Выделить специальные фонды усиленного питания на 60 человек сроком на 2 месяца. Выделить отдельный барак или палатку для этих людей. Обеспечить этот барак обслуживающим персоналом. Дать рабочих для устройства тренировочных площадок. Пока, товарищ Солоневич, кажется, все? Пока все. Ну, подробности вы сами объясните товарищу Поккалну. Только, товарищ Поккалн, имейте в виду, что спорта-киада имеет большое политическое значение и что подготовка должна быть проведена в порядке боевого задания. Слушаю, товарищ начальник. Я вижу, что Поккалн не понимает окончательно ничего. Он ни черта не понимает ни насчет спорта-киады, ни насчет политического значения. Он не понимает, почему боевое задание и почему я, замызганный очкастый арестант, сижу здесь, почти развалившись, почти как у себя дома, а он, Поккалн, стоит на вытяжку. Ничего этого не понимает честная латышская голова Поккална. Товарищ Солоневич будет руководить проведением спорта-киады, и вы ему должны оказать всевозможное содействие. В случае затруднение, обращайтесь ко мне. И вы тоже, товарищ Солоневич, можете идти, товарищ Поккалн. Сегодня я вас принять не могу. Поккалн поворачивается налево кругом и уходит, а я остаюсь. Я чувствую себя немного, скажем, на страницах шахеризады. Поккалн чувствует себя точно так же, только он еще не знает, что это шахеризада. Мы с Успенским остаемся одни. Здесь, товарищ Солоневич, есть все-таки еще один неясный пункт. Скажите, что это у вас за странный набор статей? Я уже говорил, что ПТУ не сообщает лагерю, за что именно посажен сюда данный заключенный. Указывается только статья и срок, поэтому Успенский решительно не знает, в чем тут дело. Конечно, он не очень верит в то, что я занимался шпионажем 58.6, что я работал в контрреволюционной организации 58.11, и в то, что я предавался такому пороку, как нелегальная переправка советских граждан за границу, совершаемая в виде промысла 59.10. Статью, карающую за нелегальный переход и предусматривавшую в те времена максимум три года, ГПУ скромности не использовал вовсе. Во всю эту ахинею Успенский не верит по той простой причине, что люди, осужденные по этим статьям всерьез, получают так называемую птичку, или выражаясь официальной терминологией особые указания, едут в соловки без всякой переписки. Отсутствие птички, да еще восьмилетний, а не десятилетний срок заключения являются официальным симптомом вздорности всего обвинения. Кроме того, Успенский не может не знать, что статьи Советского Уголовного Кодекса пришивается вообще кому попало. Был бы человек, а статья найдется. Я знаю, чего боится Успенский. Он боится не того, что я шпион, контрреволюционер и все прочее. Для Спартакиада это не имеет никакого значения. Он боится, что я просто не очень удачный халтурщик, и что где-то там на воле я сорвался на какой-то крупной халтуре. А так как этот проступок не предусмотрен Уголовным Кодексом, то и пришило мне ГПУ первые попавшиеся статьи. Это одна из возможностей, которые Успенского беспокоят. И если я сорвусь и с этой спартакиадовской халтуры, Успенский меня, конечно, живьем съест, но ему-то от этого какое утешение. Успенского беспокоит возможная нехватка у меня халтурной квалификации. И больше ничего. Я успокаиваю Успенского. Я сижу за связь за границей, сижу вместе с сыном. Последний факт отметает последние подозрения насчет неудачной халтуры. Так вот, товарищ Солоневич, говорит Успенский, подымаясь, надеюсь, что вы это провернете. Если сумеете, я вам гарантирую снижение срока на половину. Успенский, конечно, не знает, что я не собираюсь сидеть не только половины, но и четверти своего срока. Я сдержанно благодарю. Успенский снова смотрит на меня пристально в упор. Да, кстати, спрашивает он, как ваши бытовые условия, не нужно ли вам чего? Спасибо, товарищ Успенский, я вполне устроен. Успенский несколько недоверчиво приподнимает брови. Я предпочитаю, поясняю я, авансов не брать. Надеюсь, что после спартакиады... Если вы все хорошо провернете, вы будете устроены блестящим. Мне кажется, что вы ее провернете. И мы снова смотрим друг на друга глазами жуликоватых авгуров. Но если вам что-нибудь нужно, говорите прямо. Но мне не нужно ничего. Во-первых, потому что я не хочу тратить на мелочи ни одной копейки капитала своего общественного влияния. а во-вторых, потому что теперь все, что мне нужно, я получу и без Успенского. Введение в философию халтуры теперь я передам в чем заключалась высказанная и невысказанная суть нашей беседы. Само собой разумеется, что ни о какой маломальски серьезной постановке физической культуры в концлагере и говорить не приходилось. Нельзя же в самом деле предлагать футбол человеку, который работает физически 12 часов в сутки при недостаточном питании у самого полярного круга. Не мог же я в самом деле пойти со своей физкультурой на 19 квартал. Я сразу намекнул Успенскому, что уж эту-то штуку я понимаю совершенно ясно и этим избавил его от необходимости вдаваться в не совсем все-таки удобное объяснение. Но я и не собирался ставить физкультуру всерьез. Я только обязался провести спартакиаду так, чтобы на ней была масса, были рекорды, чтобы спартакиада была соответствующе разрекламирована в московской прессе и сочувствующей иностранной, чтобы она была заснятой на фотопластинке и на кинопленку словом, чтобы «urbi et orbi» латинский «к городу и к миру». И отечественной платве и заграничным идеалистическим карасем воочию с документами на страницах журналов и на экране кино было показано. Вот как советская власть заботится даже о лагерниках, даже о бандитах, контрреволюционерах, вредителях и тому подобное. Вот как идет перековка. Здесь правда не в гнусных буржуазных выдумках, о лагерных зверствах, о голоде, о вымирании. «Юманитен» газета французских коммунистов, которая в механике этой халтуры не понимает ни уха, ни рыло, будет орать об этой спартакиаде на всю Францию, допуская даже, что искренне. Максим Горький, который приблизительно так же, как и Успенский, знает эту механику, напишет елейно-проститутскую статью вправду и пришлет в ББК приветствие. Об этом приветствии лагерники будут говорить о выражениях, не поддающихся переводу ни на какой иностранный язык, на выражениях, формулирующих те предельные степени презрения, какие завалящие урка может чувствовать к самой завалящей изъеденной сифилизом подзаборной проститутке. Ибо он лагерник, уж он-то знает, где именно зарыта собака и знает, что Горькому это известно не хуже, чем ему самому. О прозаических, реальных корнях этой халтуры будут знать все, кому это надлежит знать, и ГПУ, и ГУЛАГ, и Высший Совет Физкультуры, и в глазах всех Успенский будет человеком, который выдумал эту комбинацию, хотя и жульническую, но явно служащую в вящей славе Сталина. Успенский на этом деле заработает некоторый административно-политический капиталец. Мог ли он не клюнуть на такую комбинацию? Мог ли Успенский не остаться довольным нашей беседой, где столь прозаических выражений, как комбинация и жульничества, конечно, не употреблялась, и где все было ясно и понятно само собой? Еще довольнее был я, ибо в этой игре не Успенский использует и обставит меня, а я использую и обставлю Успенского, ибо я точно знаю, чего я хочу, и Успенский сделает почти все от него зависящее, чтобы гарантировать безопасность моего побега. Административный вихрь В течение ближайших трех дней были изданы приказы. Первый. По всему ББК о спертакеаде вообще с обязательным опубликованием в Перековке не позже 12 июня. Второй. Всем начальникам отделений о подборе инструкторов, команд и прочего под их личную начальников отделения ответственности с обязательным докладом непосредственно начальнику ББК товарищу Успенскому каждую пятидневку о проделанной работе. Приказ этот был средактирован очень круто. Тут можно и перегнуть палку, времени мало, сказал Успенский. Третий. Об освобождении всех участников команд от работы, общественной нагрузки и о прекращении их перебросок с лакпункта на лакпункт. Четвертый. О подготовке отдельного баррака в совхозе Вичко для шестидесяти человек участников спартакиады и о бронировании для них усиленного питания на все время тренировок и состязаний. Пятый. Об осигновании пятидесяти тысяч рублей на покупку спортивного инвентаря. Шестой и седьмой. Секретные приказы по ВОХРу, третьему отделу и Динамо об оказании мне содействия. Когда все это было подписано и спущено на места, я почувствовал, что дальше этого делать больше было нечего, разве что затребовать автомобиль до границы. Впрочем, как это не глупо звучит, такой автомобиль тоже не был совсем утопичным. В пятидесяти километрах к западу от Медгоры был выстроен поселок для административно ссыльных, и мы с Юрой обсуждали проект поездки в этот поселок в командировку. Это не было бы до границы, но это было бы все-таки почти полдороги до границы, но я предпочел лишние пять дней нашего пешего хождения по болотам дополнительному риску автомобильной поездки. Как открывается ларчик с энтузиазмом? Какая-то завалящая спартакиада ББК, это, конечно, мелочь. Это не пятилетка, не магнитострой, и даже не магнитострой литературы, но величие Аллаха проявляется в мельчайшем из его созданий. Халтурные методы в обыковской спартакиады применяются и на московских спартакиадах, и на строях всех разновидностей и типов, на магнитостроях литературных и нелитературных, печатных и вовсе непечатных, и в сумме мелких и крупных слагаемых дают необозримые массивы великой всесоюзной халтуры с большой буквы. Ключ к ларчику, в котором были запрятаны успехи и увы, не состоявшиеся бабыковской халтуры, будет открывать много советских ларчиков вообще. Не знаю, будет ли это интересно, но поучительно будет во всяком случае. Спартакиада была назначена на 15 августа, и читатель, неискушенный в советской технике, может меня спросить, каким это образом собирался я за эти полтора-два месяца извлечь из пустого места и массы, и энтузиазмы, рекорды и прочее. И неискушенному в советской технике читателю я отвечу, даже и не извиняясь за откровенность, точно так же, как я извлекал их на всесоюзной спартакиаде, точно так же, как эти предметы первой советской необходимости извлекаются по всей советской России вообще. На Лоле есть несколько сотен хорошо оплачиваемых профессионалов, рекорды, несколько тысяч кое-как подкармливаемых, но хорошо натренированных в организационном отношении комсомольцев, энтузиазм, и десятки тысяч всякой публики, вроде Осавиахимовцев и прочего, которые по соответствующему приказу могут воплотиться в соответствующую массу в любой момент и по любому решительному поводу. Спартакиада процесс вредителей, приезд Горького, встреча Короля Аманулы и прочим, вопрос не играет никакой роли, важен приказ. У меня для рекордов будет пять-шесть десятков людей, которых я помещу в этот курортный барак новички, которые будут там жрать так, что им на воле не снилось. Успенский эту жратву даст, и у меня ни один коптер не сопрет ни одной копейки, которые будут есть, спать, тренироваться и больше ничего. В их числе будут десятка два-три бывших инструкторов физкультуры, то есть профессионалов своего дела. Кроме того, есть моменты нехалтурного свойства, точно так же, как он, есть и в пятилетке. Дело в том, что на нашей бывшей Святой Руси рассыпаны спортивные таланты феерического масштаба. Сколько раз, еще до революции, меня, человека исключительного телосложения и многолетней тренировки били, в том числе и по моим спортивным специальностям, совершенно случайные люди, решительно никакого отношения к спорту не имевшие, пастухи, монтеры, гимназисты. Дело прошлое, но тогда было очень обидно. Таких людей, поискавши, можно найти в лагере. Людей, вроде того, сибирского гиганта с девятнадцатого квартала. Нескольких, правда, пожиже, но не так изъеденных голодом я уже подобрал на пятом лагпункте. За полтора месяца они подкормятся, человек десять я еще наберу, но ежели по чечаянии цифры рекордов покажутся мне недостаточными, то что, по милости Аллаха, мешает мне провести над ними ту же операцию, какую наркомат тяжелой промышленности производит над цифрами добычи угля? В сей последней операции я тоже участвовал. Какой мудрец разберет потом, сколько тонн угля было добыто из шахт Донбасса и сколько из канцелярии нарком тяжпрома? Какой мудрец может проверить, действительно ли заключенный Иванов седьмой пробежал стометровку в одиннадцати две десятых секунды и в положительном случае был ли он действительно заключенным? Хронометраж будет в моих руках Судейская коллегия будут свои парни в доску Успенскому же важно во-первых чтобы цифры были хороши и во-вторых чтобы они были хорошо сделаны вне подозрений или во всяком случае вне доказуемых подозрений Все это будет сделано Впрочем ничего этого на этот раз не будет сделано ибо Спартакиада назначена на 15 августа а побег на 28 июля Дальше роль десятка тысяч энтузиастов будут выполнять сотни две-три вохровцев оперативников и работников ГПУ Народ откормленный тренированный весьма натасканный на всякий энтузиазм Они создадут общий спортивный фон они будут орать они дадут круглые улыбающиеся лица для съемки передним планом Наконец для массы я мобилизую треть всей медгоры Эта треть будет маршировать мощными колоннами нести на своих спинах лозунги получит лишний паек хлеба и освобождение от работ дня на два на три Если спартакиада пройдет успешно то для этой массы я еще выторгую по какой-нибудь майке Успенский тогда будет щедр Вот эти пайки и майки единственное что я для этих масс смогу сделать Да и то относительно ибо хлеб этот будет отнят от каких-то других масс и для этих других я не могу сделать решительно ничего только одно использовать успенского до конца бежать за границу и там на весь христианский и нехристианский мир орать благим матом об их этих масс судьбе Здесь же я не могу не только орать но и пикнуть Меня прирежут в первом же попавшемся чекистском подвале как поросенка без публикации не то что в правде а даже и в перековке прирежут так что даже родной брат не сможет откопать куда я делся Трамплин для прыжка к границе Конечно при всем этом я малость покривлю душой Но что поделаешь не я выдумал эту систему общеобязательного всесоюзного кривляния и Париж стоит обедней Вместо Парижа я буду иметь всяческую свободу действий передвижений и разведки а также практически ничем не ограниченный блат Теперь я могу прийти в административный отдел и сказать дружеским но не допускающим никаких сомнений тоном Заготовьте ко мне сегодня вечером командировку туда-то и туда-то и командировка будет заготовлена мне вне всякой очереди никакая третья часть не поставит на ней штампа следует в сопровождении конвоя какой она поставила на моей первой командировке никакой вохровец когда я буду нести в укромное место в лесу свой набитый продовольствием рюкзак не полезет ибо и он будет знать о моем великом блате Успенского я уж позабочусь чтобы он об этом знал и он будет знать еще о некоторых возможностях изложенных ниже в моем распоряжении окажутся такие великие блага как тапочки я их могу дать а могу и не дать и человек будет ходить либо в пудовых казенных собожищах либо на своих голых частно собственнических подошвах и наконец если мне это понадобится я приду например к заведующему ларьком товарищу Авидисиану и предложу ему полтора месяца жратвы отдыха и сладкого бездумья на моем вичкинском курорте на жратву Авидисиану наплевать и он может мне ответить наш брат презирает советскую власть и дар твоим наивавцы не нужен мы сами с усами кушаем сласть на завтрак обед и на ужин но об отдыхе об единственном дне отдыха за все свои шесть лет лагерного сидения Авидисиан мечтает все эти шесть лет он конечно ворует не столько для себя сколько для начальства и он вечно дрожит не столько за себя сколько за начальство если вылипнет он сам ерунда начальство выручит только молчи не болтай но если влипнет начальство тогда пропал ибо начальство чтобы выкрутиться свалит все на види сяны и некому будет о види сяна выручать из гниет о види сян где-нибудь на весной речке види сяна близнется на мой проект мечтательно посмотрит в окно на недоступное ему голубое небо хотя и не кавказская только карельская и скажет это безнадежно полтора месяца хотя бы только полтора дня но товарищ солоневич ничего из этого не выйдет не отпустят я знаю его очень трудно вырвать без него начальству придется сызного с новым человеком налаживать довольно сложную систему воровства хлопотлива и небезопасно я скажу види сяну небрежно и уверены ну уж это вы товарища види сян предоставьте мне и я пойду к дорошенко начальнику лагпункта здесь могут быть два варианта первый если начальник лагпункта человек умный с нюхом то он отдаст меня види сяну без всяких разговоров или если с види сяном будет действительно трудно скажет мне знаете товарищ солоневич мне очень трудно отпустить види сяна но вы знаете почему вы человек бывалый идите лучше к начальнику отделения товарищу покал на и поговорите с ним 2 если он человек глупый и нюха не имеет то он выслушав столь фантастическую просьбу пошлет меня к чертовой матери что ему очень дорого обойдется не потому чтобы я был мстительным а потому что в моем нынешнем положении я вообще не могу позволить себе роскоши быть посланным к чертовой матери а так как дорошенко человек толковый кроме того знает о моем блате у успенского он вероятнее всего уступит мне его безо всяких разговоров противном случае мне придется пойти к пакалмы повторить ему свою просьбу пока он сокрушением пожмет плечами протянет мне свой умилостовительный портсигар и скажет ну вы знаете товарищ солоневич как трудно оторвать авидесяна от ларька да еще на полтора месяца ну конечно знаю товарищ пока поэтому то я и обратился к вам вы же понимаете насколько нам политически важно провести нашу спартаки аду политически тут любой стремительно начальственный разбег с размаху сядет в калошу политически это пахнет такими никому непонятными вещами как генеральная линия коминтерн интересы мировой революции всяческие черти в стуле и во всяком случае недооценка притупление классовой бдительности хождение на поводу классового врага и прочие вещи еще менее понятные но неприятные во всяком случае тем более что и успенский говорил политическое значение пока он не понимает ни черта но види сяна даст в том совершенно невероятном случае если откажет и пока он я пойду к успенскому и скажу ему что види сян лучшее украшение будущей спартакиады что он пробегает стометровку в ноль целых одну десятую секунды но что по весьма непонятным соображением администрация лак пункта не хочет его отпустить успенскому все-таки будет спокойнее иметь настоящие нелиповые цифры спартакиады кроме того успенскому наплевать на то с какой степенью комфорта разворовывается лагерный сахар я ведися на я выцарапаю я могу таким же образом вытянуть раздатчика из столовой и т.р. и многих других лиц даже предубежденный читатель поймет что в ларьковом сахаре я недостатка терпеть не буду и что и т.р.овских щей я буду хлебать сколько в меня влезет и в своем курорте я на всякий случай например срыв побега из-за болезни мало ли что может быть я забронировал два десятка мест необходимых мне исключительно для блата но я не буду беспокоить ни дороженко не покал на не види сяна с его сахаром все это мне не нужно это случай гипотетические так сказать не состоявшийся а случаях которые состоялись и которые дали нам по компасу по паре сапог по плащу по пропуску и главное карту я не могу говорить по причинам вполне понятным но они развивались по канонам гипотетического случая с авидесяном ибо не только кухонному раздатчику на любому вохровцу и оперативнику перспективу полутора месяцев курорта гораздо приятнее того же срока проведенного в каких-нибудь засадах заставах и обходах потопен болотом и комаром а вот вам случай не гипотетический я прохожу по отделение слышу грохочущий мат покал на и жалкие лепят оправдание из уст товарища левина моего начальника колонны мне ничего не нужно у покал на но мне нужно произвести должное впечатление на левина поэтому я вхожу в кабинет покал на конечно без доклада без очереди бережно обхожу вытянувшегося в струнку левина плотно усаживаюсь в кресло у стола покал на закидываю ногу на ногу и осматриваю левина сочувственно покровительственным взглядом как это тебя братец так угораздило теперь несколько разъяснений я живу в бараке номер 15 надо мной в бараке существует начальство статистик староста барака и двое дневальных не говоря выбранном начальстве вроде например уполномоченного по борьбе с прогулами тройки по борьбе с побегами тройки по соревнованию ударничеству и прочее я между всем этим начальством как лист крутимый бурей него ли например может поинтересоваться почему я уезжаю в двухдневную командировку ношу с собой двухпудовый рюкзак и даже поковыряться в нем вы понимаете какие будут последствия если он поковыряется тройка по борьбе с побегами может в любой момент учинить мне обыск староста барака может погнать меня на какое-либо особо неудобное дежурство на какой-нибудь субботник почистки отхожих мест может подложить мне всяческую свинью по административной линии начальник колонны может погнать на общие работы может пересадить меня в какой-нибудь особо дырявый уголовный барак перевести куда-нибудь моего сына зачислить меня в пилоны или в антиобщественные антисоветские элементы и вообще проложить мне прямую дорожку на лесную речку над начальником колонны стоит начальник курча который с начальником колонны может сделать больше чем начальник колонны со мной обо мне уж и говорить нечего я возношусь мысленно выше вижу монументальную фигуру начальника лак пункта который и меня и левина просто в порошок стереть может еще дальше начальник отделения при имени которого прилипает язык гор лагерника говоря короче начальство до начальника колонны это крупные неприятности до начальника лак пункта это возможность погребения заживо в каком-нибудь морсплаве лесной речки по полном острове 19 квартале начальник отделения это уже право жизни и смерти это уже право на расстрел и все это начальство мне нужно обойти и обставить и это при том условии что по линии чисто административной я был у ног не только по калман но и левина и по линии блата черт меня разберет я через головы всего этого с ног сшибательного начальства имею хождение непосредственно к самому успенскому одно имя которого вгоняет от начальника лак пункта и разве начальник лак пункта начальник урча начальник колонны могут предусмотреть что я там бряк на насчет воровства пьянства начальственных процентных сборов с лагерных проституток приписки мертвых душ к лагерным столовкам много очень много другого и вот я сижу болтая ногой покуривая папиросу и глядя на то как на лбу левина уже выступили капельки пота пока он спохватывается что мат ведь официально не одобрен слегка осекается говорит мне как бы извинясь вот видите товарищ солоней что с этим народом поделаешь я сочувственно пожимаю плечами ну конечно товарищ пока что поделаешь вопрос кадров мы все этим болеем ступайте вон говорит пока он левину левин пробкой вылетает в коридор и вылетев не дважды и не трижды возблагодарил аллаха за то что ни вчера ни позавчера ни даже третьего дня он не подложил мне никакой свиньи ибо если бы такая свинья была подложена то и я не сказал бы пока ну вот так как сейчас что поделаешь вопрос кадров сказал бы что же вы хотите товарищ пока у них в кабинке перманентное воровство ежедневное пьянство само собой разумеется что и об этом воровстве и об этом пьянстве пока он знает так же точно как знаю я пока он может быть и хотел бы что-нибудь сделать но как ему справиться если ворует вся администрации в лагере и на воле посадишь в шизо 1 другой на его месте будет воровать точно так же система поэтому пока он глядит сквозь пальцы но если бы при покал не сказал бы о воровстве вслух то о том же воровстве я мог бы сказать и успенскому так между прочим и тогда полетит не только левин но и пока он ибо функции успенского входит нагонять страх и значит случае подложенной мною свиньи вылетел бы товарищ левин но уже не в коридора в шизо под суд на лесную речку в гнене заживо ибо я в числе прочих моих качеств живой свидетель имеющий доступ к самому успенскому и придя домой и собрав собутыльников и соучастников своих скажет им товарищ левин не может не сказать в интересах общей безопасности обходите вы этого очка стого за двадцать пять верст с правой стороны черт его знает какой у него там блат и упакал на и успенского и буду я благоденствовать и не полезет никто не в казармы мои не в рюкзак мой результаты в результате всего этого блата я к 28 июля имел две командировки в разные стороны для себя самого что было сравнительно не сложно две командировки на тот же срок это же в разные стороны для юры что было при наших статьях и одинаковых фамилиях чрезвычайно сложно и трудно два разовых пропуска для нас обоих на всякий случай и кроме того этот блат попросту спас нам жизнь как я не обдумал заранее всех деталей побега как не представлял себе всех возможных комбинаций я проворонил одну дорогу к укромному месту в лесу где был сложен наш багаж я прошел для разведки раз десять на этих местах ни разу не было ни души и эти места не охранялись когда я в последний раз шел туда шел уже в побег имея на спине рюкзак с тремя пудами вещей продовольствия в кармане компас и карту я натолкнулся на патруль из двух оперативников судьба перспективе было или арест или расстрел или драка с двумя вооруженными людьми с очень слабыми шансами на победу и патруль прошел мимо меня не посмев поинтересоваться не только рюкзаком но и документами если бы если бы я почему бы то ни было остался в ббк я провел бы эту спартакиаду так как она проектировалась иммунитет а распирала бы от энтузиазма от горького по всему миру растекался бы его под заборный елей я жил бы лучше чем на воле значительно лучше чем живут квалифицированные специалисты в москве и не делал бы ровно ни черта все это очень красиво все это просто и прямо отвратительно но это есть советская жизнь такая какая она есть миллионы людей в россии дохнут с голоду и от других причин но нельзя себе представить дело так что перед тем как подохнуть они не попытаются протестовать сопротивляться и изворачиваться процессами этого изворачивания наполнены все советские будни ибо протесты открытое сопротивление безнадежны не нужно схематизировать этих будней нельзя представлять себе дело так что с одной стороны существуют беспощадные палачи а с другой безответные агонцы палачи тоже рабы успенский раб перед и годы и года перед сталиным психологии рабства и сворачивания воровства и халтуры пропитаны эти будни нет бога кроме мировой революции сталин пророк и и нет права есть революционная целесообразность и сталин единственный толковать или и не человеческие личности а есть безразличные единицы массы приносимой в жертву мировому пожару приполярные огурцы административный вихрь рожденный в кабинете успенского произвел должное впечатление на лагерную администрацию всех рангов дня через три меня вызвал к себе пока он вызов был сделан весьма дипломатически ко мне пришел начальник лагпункта товарищ дорошенко сказал что пока он хочет меня видите что если у меня есть время не соглашусь ли я заглянуть пока он я конечно согласился пока он был изысканно вежлив в одном из приказов всем начальникам отделений вменялась в обязанность каждую пятидневку лично и непосредственно докладывать успенскому о проделанной работе о чем собственно мог докладывать пока он я был столь же изысканно вежлив изобразили доклад успенскому я сказал пока ну что для медгорского отделения ему придется найти специального работника я дескать работаю не как-нибудь а в масштабе всего бабака никакого такого работника упакал на конечно и в заводе не было поэтому я снисходя к пакалновской административной слабости предложил ему пока что услуги юры услуги были приняты с признательностью юра был зачислен инструктором спорта медгорского отделения ббк это было чрезвычайно важно для побега потом мы с пакалном наметили место для жилья будущих участников спартаки ады я предложил лагерный пункт вичку лежавшую верстах шести к западу от медгоры вичка представляла ряд технических преимуществ для побега которые впрочем впоследствии так и не понадобились пока он сейчас же позвонил по телефону начальнику вичкинского лаг пункта сообщил что туда прибудет некий товарищ солоневич обремененные политическими заданиями и действующий по личному приказу товарища успенского поэтому когда я пришел на вичку начальник лаг пункта встретил меня точно так же как некогда товарищ холестаков был встречен товарищем сквозняк дмухановским сама же вичка была достаточно любопытным произведением советского строительства на территории двух десятин был выкорчеван лес вывезены камни засыпаны ямы сооружены оранжереи это было огородное хозяйство для нужд чекистских столовых и распределителей в москве для того чтобы вставить выбитое в окне стекло нужен великий запас изворотливости и удачи а тут две десятины были покрыты стеклом и под этим стеклом выращивались огурцы и помидоры арбузы и дыни со всего ббк поездами свозился навоз команды ухра выцарапывали из деревень каждую крошку коровьих экскрементов сюда было ухлопано огромное количество народного труда и народных денег так как я прибыл новичку в качестве такого почетного но все же весьма подозрительного гостя начальник лагпункта конечно никак не мог поверить что все эти приказы и прочее что все это из-за какого-то футбола в его глазах стояло уж вы меня не проведете знаем мы только мне был представлен старший агроном вички тоже заключенный который потащил меня демонстрировать свои огородные достижения демонстрировать собственно было нечего были чахлые молокровные огурцы такой же салат помидоров еще не было арбузы и дыни еще должны были быть в общем приполярное огородное хозяйство освоение приполярных массивов приложение социалистической агрокультуры к полярному кругу для большевиков нет ничего невозможного невозможного действительно нет при большевистском отношении к труду можно и на северном полюсе кокосовую пальму выращивать чего нет но затраты только одной сотой доли всего того что было ухлопано вичкинские оранжереи всю медгору можно было завалить помидорами выращенными в малороссии безо всякого стекла безо всяких достижений безо всяких фокусов правда результате аналогичных фокусов помидоры в малороссии расти перестали агроном оказался энтузиастом как у всех энтузиастов у него футурум будущее подавляющее доминировало над презент настоящим все это вы понимаете только начало только первые шаги и в деле сельскохозяйственного освоения севера вот когда будет закончена электростанция на кумсе мы будем отоплять эти оранжереи электрическим током вероятно будут отоплять электрическим током уже был почти окончательно разработан проект сооружения на соседней речушке кумсе гигантской 80 метров вышиной полотины и постройки там гидростанции конечно постройка проектировалась путем использования каторжного труда и каторжных костей какой-нибудь окульшин вместо того чтобы у себя дома сотнями тонн производить помидоры безо всяких гидростанций будет гнить где-то под этой полотиной а помидоров как и раньше не будет ни там ни тут еще один из нелепых порочных кругов советской реальности но коллекция этих кругов каких-то вырванных из общей связи местах создает некоторые впечатления так и с этой вичкой месяц позже меня представили в качестве переводчика какой-то иностранной делегации делегация осматривала ахала и охала я же чувствовал себя так глупо и так противно что даже писать об этом не хочется и испытующе посмотрел на агронома кто его знает ведь вот я организую во имя спасения шкуры свою совершенно идиотскую халтуру со спартакиадой может быть спасает свою шкуру и агроном со своей вичкинской халтурой правда вичка обойдется во много раз дороже моей спартакиады но когда дело доходит до собственной шкуры люди расходами обычно не стесняются особенно расходами за чужой счет я даже попробовал было понимающий подмигнуть этому агроному как подмигивают друг другу толковые советские люди никакого впечатления свои приполярные помидоры агроном принимал совершенно всерьез мне стало жутко боюсь я энтузиастов и вот еще один энтузиаст для этих помидоров он своей головы не пожалеет это достаточно очевидно но еще в меньшей степени позаботиться о моей голове от агронома мне стало противно и жутко я попытался было намекнуть на то что на днепре да ну кубани эти помидоры можно выращивать миллионами тонны безо всяких электрификаций а место там слава богу хватает и еще на сотни лет хватит агроном посмотрел на меня презрительно измолчал не стоит димитать бисера перед свиньями прочим огурцами он меня снабдил в изобилии курорт новички никакого барака для участников спартакиады строить не пришлось вички только что было закончено огромное деревянное здание будущей конторы совхозы я пока что прикарманил это здание для жилья моих спортсменов впрочем там оказались не одни спортсмены спартакиады я все равно проводить не собирался и подбирал туда всякую публику преимущественно по признаку личных симпатий так сказать протекционизм мы с юра оказались в положении таких гарун аль рашидов имеющих возможность на общем фоне каторжной жизни рассыпать вокруг себя благодеяние полутора-двух месяцев сытного и привольного житья на вичкинском курорте примечание гарун аль рашид образ идеального халифа из сказок тысячи одной ночи рассыпались щедро все равно бежать чем мы рискуем помещение уже было фонды питания и хорошего питания уже были выделены жалко было оставлять пустующими курортные места так для медицинского надзора за драгоценным здоровьем тренирующихся я извлек из центральной чекистской амбулатории одного престарелого хирурга окончательно измотанного лагерным житьем и в воздаении за это хотя тогда о воздаении не думал я получил возможность подлечить свои нервы душами шарком массажем электротерапии горным солнцем и прочими вещами которые в европейских условиях вылетают вероятно в копеечку примерно таким же образом были извлечены две машинистки управления ббк одна из которых отсидела уже семь лет другая шесть вообще новичку переводились люди которые решительно никакого отношения к спартаке 1 не имели иметь не могли все мои предписания насчет таких переводов пока он исполнял неукоснительные без разговоров имею основание полагать что за эти недели я пока у нас точертел и моя спартакиада снилась ему каким-то восьминогим кошмаром с очками на каждой ноге если кто был бы обрадован нашим побегом из лагеря так это был пока он как гора с плеч была только одна маленькая зацепочка юра через хлебникова отыскал семидесятилетнего профессора геологии имени безосвестные за границей и решил рискнуть и пришел пока он даже латышская флегма товарища пока он и не выдержала уж позволить товарищ слонячь это уж чересчур зачем он нужен ему 60 что он футбол у вас будет играть ах товарищ пока он ведь вы же сами понимаете что спартакиада имеет сущности вовсе не спортивное чисто политическое значение пока он посмотрел на меня раздраженно но сделал вид что о политическом значении он понимает все расспрашивать меня и следовательно признаваться в обратном было бы неудобно какой же он после этого член партии эссер в полном изумлении забрал свои пожитки был перевезен новичку и лежал там на солнышке и удил форель и совершенно недоуменным видом спрашивал меня потом послушайте тут вы кажется что-то вроде заведующего объясните мне ради бога что сей сон значит объяснить ему у меня не было никакой возможности но воздаяние за курорт я попросил профессора выучить меня уже не у форели профессор поучил меня дня два а потом бросил растите я выдвиженцами никогда не занимался извините пожалуйста на такой бездарности как вы еще не встречал советую вам никогда и в руки удочки не брать профанация юра в своем новом чине инструктора спорта медгорского отделения ббк о гпу лазил по лагпунктам и потом говорил мне там на шестом лагпункте бухгалтерша 1 есть кандидатура бухгалтерша подверглась обсуждению женщины из обстановки голодного 12 часового рабочего дня клопиных бараков и всяческих понуканий не веря своим глазам перебралась новичку я сейчас заплатил бы некоторое количество денег чтобы посмотреть как после нашего побега успенский расхлебал мою спартакиаду а пока он расхлебал мой вичкинский курорт во всяком случае это был на редкость веселый период моей жизни на самых верхах мои отношения с успенскими если были лишены некоторых человеческих черточек то во всяком случае нехватка оригинальности никак не страдали из положения заключенного и каторжника и одним мановением начальственных рук был перенесен в положение соучастника некой жульнической комбинации в положение совладельца некой жульнической тайны успенский имел в себе достаточно мужества или чего-то иного чтобы при всем этом не делать честного выражения лица я тоже так что было взаимное понимание не очень стопроцентное но было успенский вызывал меня по несколько раз в неделю самые неподходящие часы дня и ночи на выслушивал мои доклады о ходе дел заказывал и цензурировал статьи предназначенные для перековки москвы и братских компартий обсуждал проекты сценария спартакиаде и прочее в этом роде иногда выходили маленькие недоразумения одно из них вышло из-за профессора геолога успенский вызвал меня и вид у него был раздраженный на какого же черта вам этот старик нужен а я его на волейбол учу играть успенский повернулся ко мне с таким видом который довольно ясно говорил будьте добры дурака не разыгрывать это вам дорого может обойтись но вслух спросил вы знаете какой должность он занимает в производственном отделе конечно знаю нос видите ли товарищ успенский профессора и рассматривал в качестве так сказать коронного номера спартакиады самый ударный момент профессор известен в лицо не только в россии а пожалуй за границей я его выучил волейбол играть конечно в его годы это не так просто лицо у него это к патриархальное мы его подкормим и потом заснимем на кино загорелое лицо под сединой волос почтенный старец отбросившие все свои вредительские заблуждения и в окружении исполнены энтузиазма молодежи играющий волейбол или марширующий в колоннах вы ведь понимаете все эти перековавшиеся урки то из 2 не убедительно кто их там знает этих урок а тут человек известный всей россии успенский даже папирос изо рта вынул не глупо придумано сказал он совсем не глупо но вы думали о том что этот старикашка может отказаться я надеюсь вы ему спартакиаде вообще ничего не говорили но это уж само собой разумеется о том что его будут снимать он до самого последнего момента не должен иметь никакого понятия так мне виржбицкий начальник производственного отдела уже надоел с этим старичком но черт с ним сверхбицким только очень уж стар ваш профессор то устроить разве ему диетическое питание профессору было устроено диетическое питание совершенная фантастика водная станция на берегу онежского озера была расположена водная станция динамо и в москве и в петербурге и в медгоре водные станции динамо были прибежищем самой высокой преимущественно чекистской аристократии здесь был буфет по ценам кооператива гпу устанавливаемым в одном допущении что советский рубль равен приблизительно золотому иначе говоря по ценам почти даром здесь были лодки было водка было пиво невольной публики не тем более заключенных сюда не подпускали на выстрел даже местная партийная но не лагерная аристократия заходила сюда робко жалось по уголкам и подобострастно взирала на монументально откормленные фигуры чекистов по роду моей деятельности это водная станция была подчинена мне приходит на эту станцию секретарь партийного комитета вольного медгорского района так сказать местный предводитель дворянства приходит сюда чтобы хоть бочком прикоснуться к великим мира сего и долго думает следует ли ему рискнуть на рюмку водки или благоразумнее будет ограничиться кружка пива все эти родецкие и кеменки корзуны и прочие центральные то есть командированные сюда москвой работники сыты и уверены это чекистские бароны и князья он провинциальный захолустный секретаришка которому здесь в районе лагеря и делать то что неизвестно хотя у него орден красного знамени какие-то заслуги в прошлом но в достаточной степени каторжной жизнью настоящим он придавлен массивами это лично чекистской уверенностью аристократические пренебрежительными манерами какого-нибудь и кеменки который проплывая мимо посмотрит на него как на пустое место а я так сказать отрепье социалистической общественности хожу по станции в одних трусах и кеменко дружественно пожимает мне руку хлюпается рядом со мной на песок и мы ведем с ним разные разговоры я обучаю кеменко плаванию снабжая его туристическими советами со мной вообще есть о чем поговорить и у меня болото у спенского предваритель дворянство чувствует что его как-то неизвестно как обставили все и я контрреволюционеры и кеменко революционеры еще многие люди зарежут его какие-нибудь кулаки где-нибудь на переезде из глухой карельской деревни в другую его наследник по партийному посту выкинет его семью из квартиры в двадцать четыре часа в один из таких жарких июньских дней лежу я на деревянной пристани динамовской станции читаю лангфелла в английском издании история же с этой книгой достаточно поучительная нелепо чтобы не рассказать о ней управление ббк имела прекрасную библиотеку исключительно для администрации для заключенных первого лагпункта библиотека была значительно лучше крупнейших профсоюзных библиотек москвы книг отсюда не растаскивали книг отсюда не изымали тут были издания которые по москве ходят только подпольные конец библиотеку очень хорошо снабжалась иностранной технической литературы и журналами из которых кое-что можно было бы подчерпнуть и заграничной жизни вообще я попросил мне выписать из лондона лангфелла для того чтобы московский профессор мог выписать из-за границы необходимый ему научный труд ему нужно пройти через пятьдесят пять мытарств еще с очень невеликими шансами на успех нет валюты здесь же гпу деньги гпу распорядители этими деньгами успенский у меня с успенским баллад и так лежу и читаю лангфелла юра колачивается где-то в воде в полверсте от берега слышу голос успенского просвещаетесь переворачиваюсь на бок стоит успенский одетый как всегда по лагерному грязноватые красноармейские штаны расстегнутый ворот рубахи ну и жара вы раздевать успенский сел стянул с себя сапоги и все прочее два его телохранителя шатались по берегу и делали вид что они тут ни при чем успенский похлопал себя по впалому животу и сказал о деле черт его дери я посоветовал ему мертвый час после обеда какой тут к черту мертвый час передохнуть это не а вы и английский знаете вот буржуй не без этого но и жара юра перестала колачиваться и плыл к берегу классическим кролем он этим кролем покрывал стометровку приблизительно в рекордное для россии время успенский приподнялся но и плывет же сукин сын кто это этому сын ага а вашего брата я в соловках знал ну и медведь юра с полного хода схватился за край мостик и с откой спортивной элегантностью вскочил вверх скопные голову стекла вода и вообще без очков он видел не очень много плавайте вы так сказать большевистскими темпами сказал успенский юра покосился на неизвестное ему голое тело да так сказать специализация это приблизительную скорость всесоюзного рекорда пояснил я серьез сами видали а вы спартакиаде участвуете спросил успенский юру коронный номер несколько не в попад ответил я коронным номером будет профессор x сказал юра успенский недовольно покосился на меня как это я не умею держать язык за зубами юра абсолютно в курсе дела мой ближайший помощник в москве он работал в кино помощником режиссера рома будет организовывать кинооформление спартакиады так вас зовут юрой ну что ж давайте познакомимся моя фамилия успенский очень приятно осклабился юра я знаю вы начальник лагеря я вас много слышал что вы говорите иронически удивился успенский юра выжил волосы надел очки и уселся рядом в позе указывающий на полную непринужденность вы вероятно знаете что я учусь в техникуме да знаю столь же иронически сказал успенский техникум конечно халтурные там вы знаете одни утки сидят очень романтический народ в общем там по вашему адресу написано целые баллады то есть не написано так сочинены записываю их я вы говорите целые баллады и баллады и поэмы и частушки все что хотите очень интересно сказал успенский так они у вас записаны можете вы их мне прочесть могу только они у меня в бараке не на какого черта вы живете в бараке повернулся ко мне успенский я же предлагал вам перебраться в общежитие вохра общежитие вохра меня ни в какой степени не устраивало я думаю новичку перебраться а вы наизусть ничего из этих баллад не помните юра кое-что продекламировал частушки почти не переводимые на обычный русский язык и непечатные абсолютно на способные там люди сказал успенский а по расстреливать придется почти всех ничего не поделаешь разговоры о расстрелах я предпочел уклониться вы говорили что знали моего брата в соловках вы и там служили на примерно так же как служить теперь вы были заключенным изумился я да на 10 лет и как видите ничего можете мне поверить лет через пять и вы карьеру сделаете я собирался был ответить как в свое время ответил и кименки меня де и московская карьера не интересовала лагерные говорить нечего но сообразил что это было бы неуместно эй грещук вдруг заорал успенский 11 охранителей убежал на мостик окрошку со льдом порции 5 коньяку со льдом литр три стопки живо я не пил сказал юра но и не надо вы еще маленький вам еще сладенького шоколаду хотите хочу и вот сидим мы с успенским все трое в голом виде среди белого дня и всякой партийной чекистской публики пьем коньяк все это было неприличным даже по чекистским масштабом на успенскому при его власти на всякие приличия было наплевать успенский доказывает мне что для умного человека нигде нет такого карьерного простора как в лагере здесь все очень просто нужно быть толковым человеком и не останавливаться решительно ни перед чем эта тема начинает вызывать у меня легкие позывы к тошноте да насчет вашего брата где он сейчас соседство в сверлоге статьи срок те же что и у меня обязательно заберу его сюда как кого ему там черты ты я через гулак устрою два счета окрошка хороша телохранители сидят под палящим солнцем на песке шагах 15 от нас ближе не подсел никто местный предводитель дворянства в пиджаке и при галстуке цедит пиво обливается потом розетка его красного знамени багровеет как сгусток крови пролитый и собственный и чужой и предводитель дворянство чувствует что кровь это было пролито зря